16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 1 минута, 1 минута 1, 1 минута 2, 1 минута 3, 1 минута 4, 1 минута 5, 1 минута 6, 1 минута 7, 1 минута 8, 1 минута 9, 1 минута 10, 1 минута 11, 1 минута 12, 1 минута 13, 1 минута 14, 1 минута 15, 1 минута 16, 1 минута 17, 1 минута 18, 1 минута 19, 1 минута 20, 1 минута 21, 1 минута 22, 1 минута 23, 1 минута 24, 1 минута 25, 1 минута 26, 1 минута 27, 1 минута 28, 1 минута 29, 1 минута 30, 1 минута 32, минута 33, минута 34, минута 35, минута 36, минута 37, минута 38, минута 39, минута 40, минута 41, минута 42, минута 43, минута 44, минута 45, минута 46, минута 47, минута 48, минута 49, минута 50, минута 51, минута 52, минута 53, минута 54, минута 55, минута 56, 10 минут. Гре-27, Гре-28, Гре-29, Гре-30, Гре-31, Гре-32, Гре-33, Гре-34, Гре-35, Гре-36, Гре-37, Гре-38, Гре-39, Гре-40, Гре-41, Гре-42, Гре-43, Гре-44, Гре-45, Гре-46, Гре-47, Гре-48, Гре-49, Гре-50, Гре-51, Гре-52, Гре-53, Гре-54, Гре-55, Гре-56, 2, 57, 2, 58, 2, 59, 3 минуты, 3 минуты, 1, 3 минуты, 2, 3 минуты, 3, 3 минуты, 4, 3 минуты, 5, 3 минуты, 6, 3 минуты, 7, 3 минуты, 8, 3 минуты, 9, 3 минуты, 10, 3, 11, 3, 12, 3, 13, 3, 14, 3, 15, 3, 16, 3, 17, 3, 18, 3, 19, 3, 20, 3, 21, 3, 22, 3, 23, 24, 3, 25, 3, 26, 3-27, 3-28, 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-33, 3-34, 3-35, 3-36, 3-37, 3-38, 3-39, 3-40, 3-41, 3-42, 3-43, 3-44, 3-45, 3-46, 3-47, 3-48, 3-49, 3-50, 3-51, 3-52, 3-53, 3-54, 3-55, 3-56, 3, 57, 3, 58, 3, 59, 4 минуты, 4 минуты, 1, 4 минуты, 2, 4 минуты, 3, 4 минуты, 4, 4 минуты, 5, 4 минуты, 6, 4 минуты, 7, 4 минуты, 8, 4 минуты, 9, 4 минуты, 10, 4, 11, 4, 12, 4, 13, 4, 14, 4, 15, 4, 16, 4, 17, 4, 18, 4, 19, 4, 20, 4, 21, 4, 22, 4, 23, 4, 24, 25, 4, 26, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 4451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 5... Бух, нахуй! 5 минут, ебать! Здорово всем! Всем салам алейкум, господа! Всем салам! Нет, всё-всё-всё-всё, всем здорово, стрим начался, стрим пошёл, ща музон подрублю, ебать вас много, нахуй! Ебать вас дохуя, пиздец, пацаны, блять! Вот просто ебануться! Сколько, 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 40 зрителей, ебать! Давайте 50 добьём, пацаны, лайки ставим, лайки ставим все! Сипкут, пацаны, Фудич, дядя Глеб, пацаны, Флекс, Андрей, Айнура, ваша легенда, Тиланг, Дима, Футбол, Твик, Губник, Риквимикс, вроде бы! Андрей, Мансов, здорово! Илья, Гордячук, здорово! Иван, здорово! Привет, Тендемевэл! Блин, если неправильно читаю, извините, пацаны! Всем салам алейкум! Ебать, чат летит, нахуй! Пиздец вообще! Ха-ха! Охуеть можно! Я ебу, пацаны! Всем здорово, здорово, здорово! Чё, как оно, рассказываете? Сколько, у кого сейчас времени сколько? У меня вот сейчас 5 часов, плюс 2 часа от московского времени, блять! Вот так вот, часов 10 будет стрим, не знаю, на самом деле, по длительности, сколько он будет Где-то рассчитывают, ну вот, именно на... У нас просто ещё контент будет после... После... Короче, будем смотреть кое-чё после всей сезонности школы Вот, мы ещё кое-чё посмотрим, но там кто останется, кто не останется, не знаю Вот, там уже, ну, не знаю, как хотите Если понравится, то окей 13.02, 15.02, 14.02, у меня 7 В гартик играть можно? Ха-ха! У меня 2 Ты топ! Спасибо, пацаны, спасибо, спасибо! 6 часов даже у кого-то, нихуя, плюс 3 Room Factory? Не-не-не, не Room Factory, не Room Factory Не знаю, кому-то понравится, кому-то не понравится Поэтому говорю, здесь вкусовщина чистая Вот, мы смотреть будем или что? Да-да-да, мы будем сейчас абсолютно все сезоны Абсолютно все серии, мы будем смотреть Вот именно сегодня этот день настал, наконец-таки Сегодня вы все здесь собрались ради того, чтобы посмотреть Это великолепное создание от Руслана Гладенко Собственно, наверное, благодаря ему сейчас Находится на моём стриме 55 зрителей Ну, уже в чате он пишет 60, 60, 64 Так что вот так вот, Кумедиагигант, здорово, здорово, здорово Ты в последней серии спонсором был? Нет, нет, нет На меня просто отсылку сделали в последней серии и всё Вот, пацаны, давайте лайки, ставим лайки на трансу Ставим, выводим в топы, блядь Рекомендуем всем своим друзьям, бабушкам, дедушкам, собаке, кошке Там, ну, не знаю, кому угодно, хоть рыбке в аквариуме Всем рекомендуем, ваши одноклассники, все ваши пусть заходят, блядь Будем вместе смотреть, угорать и вообще рофлить жёстко Вот так вот 47 лайков уже, красавчики, красавчики Давайте 50 добьём, 50 надо поставить Давайте, давайте, давайте Донат! Ууу, пошёл первый донатик, ё-мое Ууу Вот так вот оно Ждём охуенный контент на часов 8-9 Крань чудачи и терпения Спасибо, мистер Пульш, спасибо, спасибо Ну, тут терпение нужно всем, ребяточки Потому что все сезоны реально будем смотреть Просто все Я уже готов, я уже больше вам скажу, я открыл серию Я, то есть, уже все, сборник серии, так сказать, всех первого сезона уже открыл, уже готово. Так что вот так вот. Пацаны, бля, если аноним залетит, я вообще в ахуе буду. Ай, какие вы все нетерпеливые, блин. Где Руслан Гладенко? Не знаю, он, может, зайдет, может, не зайдет. Он, по-моему, вчера ко мне заходил на стрим. Я точно не уверен, он это был или не он. Но он, ну, блин, ну, походу, он. Вот, давайте так, вопрос. Сейчас начнем, сейчас, секунду, буквально. Давайте вопрос. Вы все заметили отсылку на меня? Хотя, блядь, вы же все смотрели этот видос, да? Ну, типа, сколько, короче, давайте так. Сколько отсылок на меня было в прошлой серии? Сколько было? Сколько? В количестве, в количестве. Вот Саша не видел, я смотрю, тут вот остальные вроде как, да. Там в первом сезоне другой фудить будет. Я заметил, это писали, кстати, мне вот интересно посмотреть. Да, пацаны, красавчики, проверочку прошли. Четыре даже кто-то пишет. Три, нет, два. Короче, правильный ответ два. Два, две отсылочки было. Первое, это когда Дерский, короче, вот так вот остановил руку фудича и говорит, ты че фудич, блядь? Ну, короче, вот так вот сказал. Это первая ссылка была. А вторая, это в трансляции, ну, когда, типа, стрим, стрим какой-то шел, и там было написано, крайне как дела. Вот. Такая хуйня, две, две всего было, значит. Красавчики, кто угадал, но кто не угадал, надо было внимательней смотреть. Ну, вообще, все красавчики, вы сегодня здесь все собрались, сейчас начнем уже скоро смотреть. Ты будешь все сезоны школы смотреть или серии какого-то сезона? Абсолютно все серии, всех сезонов, абсолютно. Данай! Ух, кипа! Что сегодня будет? У-у-у! Ха-ха! Нормально, бля! Сто процентов залетит Руслана, еще ГО добьем кранчу. Тысяча подписчиков и отсылки два было. Да, красавчик, твик прошел проверочку. Пацаны, ссылочка, если че есть, можете там, ну, если какая-то копейка завалялась, можете, если че, закинуть, так сказать. Вот, всем буду рад, всем буду, да, благодарен. Здарова, Рамазанов, здарова, пацаны, всем салам алейкум. Так, я сейчас кое-что сделаю, чат вот так вот, чтобы все сообщения было видно. Вот, у меня на этом стриме будут два модератора, они будут работать, поэтому, пацаны, давайте без, ну, без всякой хуйни будем адекватными более-менее, да, ну, насколько мы можем это делать. Ну и так, господа, вот оно, собственно, вот оно, ёбаный сыр. Полосочку сюда выведу, наверное, вот так вот. Вот так вот сюда сейчас, блядь, как я аккуратненько это сделать, вот так вот, наверное. Вот оно, начни смотреть с глазами домашнее задание серии, это перед первой серией сезона, оно тоже входит в это. Так, секунду. Вот, смотри, первый сезон, получается, это где? Сейчас промотаю опять. Не, просто сборник, а, ну, мне кажется, сюда все должно было войти. Я же открыл один сборник, вот он на целый час идет, это, то есть, весь первый сезон. Но там, да, можешь не войти. Так, первый, первый глазами школьника. Не понял, свидание. А, подожди, это еще он, он что-то до этого делал, ага, до школы. Вот, смотрите, вот здесь вот начинается школа, вот она, первая пошла. Здесь школа пикапа, сорвали экзамен, ну, типа, это тут уже не то, не много другое идет. Я больше тут ничего не вижу, связанное с такими школами. Твич твой как называется? Блядь, надо было ссылку, наверное, оставить. Короче, пацаны, сейчас продублируем. Вот, если что, можете на мой твич тоже подписаться, зайти. Ой, блядь, вот так вот, вот-вот-вот. Скинул, так что подходите, выходите, записывайтесь и так далее. Ниже еще мотать. Слушай, я думаю, это не особо сильно-то повлияет на... Ох, ебать, кадр. Я думаю, не особо сильно повлияет, поэтому давайте. Поехали, пацаны, начнем вот отсюда смотреть. Сделай донат потише. Пацаны, вот именно донат. Сейчас заходить, блядь, на донат-алерт. Типа, донат-алерт. И, блядь, вот это все вот там вот донат тише делать. Ну, ладно. Если вы будете донатить, окей, я без проблем. Я могу, конечно, сделать. Так, оповещение. Я не знаю. Тут, блядь, отдельно... А тут сегодня все такое будет. Так, а громкость где? Где громкость? Синтез речи. Вот, громкость. Блядь, это не то, не много. Текст. Звук. Вот она. Вы в этом имеете в виду, короче, про музыку, да? То, что ее потише сделать. Окей. Я ее сделал. Ну, просто я не думаю, что мне сегодня будут спамить донатами. Но если будут, то я сделаю, как бы, без проблем. Ну, заранее, так сказать, подготовлюсь. Все, вот так вот. Так что меньше скримеров будет. И меньше пугаться вы будете, так сказать. Сборник лучше посмотри. Это и есть сборник. Вот он, вот он. Все серии. Это сборник. Мы уже... Ну, тут я немного промотал, как бы. Потому что там спойлер был. Спойлеры не будем смотреть. Сразу говорю, я первый раз смотрю. Я не до этого не смотрел вот первые сезоны. Вот, поэтому сегодня первый раз. Поехали, господа. Всем спасибо, кто подписывается. Поехали. Хорошо, хорошо. Так, это тоже спойлер. А, нет, все, это началось. Нихуя себе, блядь. Тут вообще люди поменялись, да? Сына, давай быстрее. Потом мы опаздываем, мне еще на работу. Ну, мам, я дальше сам пойду. Что значит сам? Может, ты сейчас сам жить начнешь? Мам, я уже взрослый. Мне уже 11 лет. Я могу сам в школу ходить. Ты что, стесняешься? Пиздец, он у него... Вы почувствовали, у Димаса так дикция поменялась, блядь? Да не стесняюсь я тебя. Просто все одноклассники уже сами в школу ходят. А меня нет. Серьезно, сколько им лет было, когда они вообще только всю вот эту историю начинали? Интересно. Ты не подписан на Руслана? Я, не, я подписан. Возможно, только с этого канала не под... Нет, я должен быть со всех подписан. Что там твои одноклассники? Ну, мам, пожалуйста. Ты уроки вчера все сделал? Да, ты же сама проверяла. А рюкзак? О, а где ты читаешь комменты? Я везде читаю комментарии, пацаны. Вообще везде, абсолютно. Все, везде, все читаю. Полностью собрал? Ничего не забыл? Ничего не забыл, все собрал. Ладно, если ты так стесняешься меня, то можешь идти дальше сам. Хорошо, пока, мам. А поцеловать маму? Да блин, ну мам. Ладно, иди. Ну, чтоб сегодня принес хорошие оценки домой. Нормально. Блин, почему именно моя мама такая вечно сисюкается со мной? Я уже взрослый вообще. О, привет, Дим. А ты что? Смеху, я стоп. Стоп, 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 стоп. Во-первых, что это за школа, бля? Во-вторых, почему тут Санек? А это, я так понимаю, Фудич, да? Ты не без мамы в школу пришел? Да, а что? Ты просто без мамы ничего не можешь. Чего? Подожди, в смысле? Санек был против ко... Что? Как ты смог дойти? Чего вы ко мне вечно сцепляетесь? Ой, маменький сыночек, смотри, не заплачь. Что, иди отсюда уже? Блин, достали уже. Саша, моя борода, здорово, привет передаю. Вечно меня трогают. Привет всем. Ясно, как всегда. О, Настя. Привет, Дима. Привет, Настя. Ты сделал биологию? Это кто? Сегодня. А нам что-то задавали биологию раз. Кто это? Ну да, два упражнения. Это Наташа? Что мне нужно было сделать? Блин, я забыл записать, наверное. Все слышали? Дима на сегодня не сделал биологию. Что? Может, расскажем учителю? А может, вы замолчите? А чё ты его защищаешь? Влюбилась? Это, блядь, какая-то школа в параллельной вселенной. Что происходит, блядь? Тут Маргин Штерн сидит, блядь. Ха, в ахуе. Настя влюбилась в Диму. Очень смешно. Ни в кого не влюбилась. Настя, ты сначала... Пацаны, сколько лайков поставили? Сколько лайков, сколько зрителей? Скажите в чате, напишите, ну, на ютубе. Если у Димы и Мама, можно ли его любить? Закрой свой рот. Да это мне сказал. Да тебе. Я не поняла. А что здесь происходит? Звонок все... Опа, Александра Юрьевна, она всегда, блядь, она везде, нахуй. 60 чего? 61 лайк и... А зрителей? Не слышали? Александра Юрьевна, у нас... 58 зрителей, бля, красавчики, нахуй. Типа, то, получается, конкурент с кранчем? Да я же не назвал бы нас конкурентами. Чел делает своё, я делаю своё, типа, ну и всё. Мы просто реагируем, а вы выбираете, кому нравится, и всё. Ну, кому... Короче, да. У нас просто в классе есть борзые. Я, кстати, закупился. Я борзый. Буду хавать. Так, все ваши разборки оставьте, пожалуйста, за школой. А сейчас у нас урок. Дорога, Ромыч. Пожалуйста, присаживайтесь. Блин, доставь. Слунь, тянь, после школы ещё поговорим. Ты чё ты ко мне пристал? Тебя чё, заняться нечего? Молись. Я что, непонятно сказала? Тишина в классе. Да, блин. Это старая школа. Почему именно он ко мне пристаёт? Спасибо. Достал уже. Кто мне напомнит, какое домашнее задание у нас было? А Дима может ответить? Я. Дима и сам за себя может ответить, да, Дима? Да, могу. И какое же? Александра Юрьевна, я просто не знала, что нам задавали. Простите. Дима, встаньте, когда с вами говорит учитель. Встал. Почему вы не знали, какое домашнее задание у нас было? Я не записала. А у друзей-одноклассников вы что, не могли спросить? А у него нет друзей. Так почему не спросили? Потому что у меня тут нет друзей. Хорошо, я поняла вас. Дневник мне на стол и можете присаживаться. За что? За невыполнение домашнего задания. Может и без дневника, пожалуйста? Я на следующий урок все сделала. Так, дневничок на стол, мне быстренько. Да блин, меня же мама убьет, я реально... Пацаны, насчет летних каникулов, я думаю, вы потом меня сориентируете. Че, как и где посмотреть, вот. Я не знаю, в сборник она будет входить или нет. Я забыл записать. Ну что ж, есть у нас еще те, кто не знал, что нам задали на сегодня? Нет, мы все сделали. Отлично, тогда... Да, стрим сохранится, запись, если что будет, пацаны. Но лучше сейчас смотреть. Может быть есть желающие ответить? Я поняла. Лес рук. Хорошо, если вы настолько ответственно относитесь к выполнению моих заданий, достаем двойные листочки и сейчас будем писать самостоятельную работу. Она такой душнилой раньше была, бля, походу. Самостоятельную? Да. А я что-то непонятное... Стоп, 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 стоп. А Наташа не будет? Вот хороший вопрос от Фудича поступил. Наташа будет, знает кто? В этом, вот в этом сезоне, что ли, не знаю. Сказала. Будет, отлично? Она же была недавно самостоятельная. Но ничего страшного, будет еще одна. Это нарушает наши права. Нам нельзя так часто давать самостоятельные. Чего? Что же вам такое сказал? Я в ТикТоке видел. Там юрист рассказывал. Ха-ха. Бля. Ебать знаток, бля. Типа, вы не имеете права, бля. Вот это вот хуйня. Юрист? А вы в ТикТоке не видели? Там нельзя не выполнять домашнее задание. Не видел. Вот и посмотрите. А пока что достаем двойные листочки и начинаем писать. Блин, вот весь классный сделал домашку, а дневник забрали только у меня. Вечно так. Весь мир против меня. Бля, даже тогда, кстати говоря. А когда он начнет говорить вот это коронное что? Дима, у тебя не будет листочка? Эээ, да, есть. Сейчас дам. А еще одного не будет? Он мне. Я? Кстати, пиздец. Я только что узнал. Я купил, короче, читас с крабом, ебать. Я не знал, что здесь читас с крабом, бля. Но теперь я хаваю читас с крабом. Читас, напишите мне. Листочек просит. Может, он решил помириться? Будет. Сейчас дам. Так. Блин, последний листочек. Не, ну видно, здесь никакого ни трэша, ничего. Типа, ну, стандартная, обычная жизнь школьника показывается. Вот, держу. Дурок. Дима, ты дашь листочек? Блин. И, Настя, прости, я только что Сереже дал. Но я же первого просила. Блин, слава богу, это не Наташа была. Я просто ду... Ладно, не переживай, я сейчас найду. Вот же козел этот Сережа. Только прикидывается хорошим, когда ему что-то ду. Листочки у тебя все? Санек, оказывается, подсосником был. Я догадывался, конечно, что он подсасывается. Но чтоб настолько, блядь, чтоб с Фудичем кинтоваться. Ну, до настоящего Фудича, так скажем, версия. У них есть? Да. Отлично, тогда можем приступать. Всего два варианта. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Дима, если напишешь хорошо самостоятельное замечание, у Юмик не поставлю. Ох! Да, Александра Юрьевна, спасибо большое. Все в своих руках. А, теперь он обосрется, блядь. Итак, на самостоятельную даю 15. Ладно, не такая уж и дышнила. Нормальный учитель. Можете приступать. Так, ладно, что у нас тут? Шесть вопросов, блин. Ну, мне обязательно их надо решить, иначе мама меня убьет. Первый вопрос. Клеточные строения имеют... Ну-ка. Ааа. Так, клеточные строения, ну, имеют вообще все живые организмы, блядь, это хуйня. Раздражай, раздражимость характерна. Наверное, только для животных, но я хуй знает. А, ну или для... Ну, блядь, как вот, например, блядь, роза, нахуй, может там раздражался, типа, что за хуйня? Образование белков происходит в митохондриях, я хуй знаю. Я биологию сдавал просто. Чего? Так, что это? Дима, если что, я могу тебе помочь. У меня тоже первый вариант. Спасибо, Настя. Так, я не поняла, а что там на последних партах происходит? Да на Твиче сейчас зрителей все равно мало. Это Дима. Я? Дима, самостоятельная работа от слова самостоятельно. Ясно? Да, ясно. Еще одно замечание, и будешь писать работу возле меня. Понятно? Получил? Отвернись. Второй вопрос. Держись, брат. Расдражимость характерна, и кому она характерна. О, пятый вопрос. Это я знаю. В организме человека больше воды. Ответ Г. Эй, ты что, обнаглел? Отвернись. Да не ной ты, я просто сравниваю свои ответы с твоими. У других сравнивать. Дима, Дима. Да, Настя, что? Что в первом? Не понимаю. Б, блядь, Б, Б в первом. Так. В первом Б. Ну, у меня уже есть... Так, что? В смысле Б? А, ну я же говорил, я, блядь, дохуя знаю, я умный, я и ранее биологию сдавал. Два ответа из шести. Что в первом? Я не знаю. Смотрю у других. Ты что, обнаглел? Дай мне списать. Сколько хочешь подписчиков до Нового Года? Ну, бля. Хотя бы давайте косарь добьем, я не знаю, постараемся как-нибудь. Не дам. Так, последние парты. Я говорила, что еще одно замечание. Александра Юрьевна, это снова Дима. Он вечно просит меня списать, а я говорю, что не дам. Это неправда. Блядь, козел ебаный. Да ты все врешь. Так, я не намерена здесь с вами разбираться. Оба сдали свои работы, быстро. Александра Юрьевна. Дима, я тебе сказала, что если ты хорошо напишешь самостоятельную, задержи его. Спасибо за фоллоу, брат. Я тебе не поставлю. Но ты даже с этим не справился. Да я честно не списывал у Сережи. Я все сам думал. Сережа, ты свой дневник... Блядь, Димаса ебут, блядь, все время. Он не крепчает никогда. Мне тоже давай. Да, давай. У меня нет дневника. Чего? Как это нет? Открывай портфель. Вы не имеете права рыться в моих вещах. А ты имеешь право срывать мне урок? Да это не я срываю, а этот придурок сзади. Он вечно меня отвлекает. Я придурок? Между прочим, это твой одноклассник. И, кстати, он может стать твоим лучшим другом в будущем. Чего? Да? Он мой друг? Не, хуйня, в будущем у вас ничего не получится. Я вам обещаю оттуда. Да с ним никто не будет дрожить. Он ходит с мамой в школу. Это позор. Так, ученик, встать. Да что вы от меня хотите? Так, быстро собрал свои... Бля, а кого мама в детстве в школу отводила? Ну, там, знаете, в первом классе. И так далее. Меня отводили. Где-то первые полгода. А потом, блядь, выкинули и такие, пиздуй сам, нахуй. Таком к директору. Я не пойду. А я тебя и не спрашивала. Александра Юрьевна, я не пойду. Хорошо, я поняла. Если ты не идешь, значит, я сама пойду. Ну, идите. Ах, ты мне еще и хами... Севка, я прочитал, я понял. Видишь? Хорошо, хорошо. Я сейчас и строю вам тут всем. Сереж, зря ты это сделал. Ха-ха, я тебя разъебу, нахуй, блядь. Да пофиг, зато сейчас самостоятельно и спишем. Спишем? Может, не нужно? Сейчас учитель с директором вернется вообще-то. Так, ребят, у кого какой вариант? Я так понимаю... Сережа, лучше не нужно. Это первый класс? Да не бойтесь вы. Или вы такие же суканы, как Дима? Я не сукун. Так, я не понял. Опа. А что это вы делаете за училищским столом? А, я ручка... Бля, кстати, я недавно про него узнал. То, что у него, оказывается, когда-то рак щитовидкий был, я охуел, блядь. Ну, типа, я вот его знаю давно. Ну, вот, я про вот него, про вот него сейчас говорю. Я его уже давно знаю. Но вот недавно узнал, что у него рак был, я охуел. Да, реально, кто не знает, кстати, вот. Кто хотел взять? Ты же врешь. Дмитрий, Сергей, быстро ко мне в кабинет. Ну, блин, ну почему снова я? Я же ничего не делал. А вы пишите самостоятельно. Да. Дмитрий, Сергей, расскажите, что вы не поделили? Дима меня отвлекала самостоятельно. Я вообще ничего не делала. Ты врешь, ты пытался у меня списать. Писать у тебя было бы у кого списывать. Сергей, почему вы не дали дневник на замечание учителя? Потому что я его забыл. Почему вы пришли в школу без дневника? Не знаю. Бля, я, кстати, в девятом классе вообще без дневника ходил. Типа, нахуй нужен, реально. Ну, не просто так же придумали вот этот сетевой город, или как он у вас там называется. А кто знает? Александр Сергеевич Пушкин? Или, может, Стивен Кинг знает, а? Обманщик. Расскажите, что у вас происходит в классе? Почему вы не можете быть друзьями? Я не буду с ним дружить. Он маменькин сыночек. Я не маменькин сыночек. А почему ты до сих пор с мамой ходишь в школу? Сергей, а скажите, пожалуйста... Бля, ну тут он какой-то... Мне его даже жалко, блядь. Спасибо за фоллоу. Мне его даже здесь жалко, блядь. От того пудича чисто уебать хочется. Просто нам всем. Когда вы перестали ходить с мамой в школу? Да, третий сезон я смотрел, но не помню. Весь-не весь. Зачем тебе новая камера у тебя так охуенная? Не, на самом деле она не охуенная. Я бы хотел просто, чтобы в 60 кадров она стримила. Я уже нашел. Она 10 тысяч стоит, но я вот полосочку на 5 тысяч сделал. Там остальное сам докину. Ну не знаю, добьют, не добьют. Мы пришли заступиться? Сергей, так получается все проблемы в классе из-за вас? Нет, они все врут. Нет, мы не врут. Так, ладно, ребят. А чего мешало, блядь, раньше так сделать? И сказать, ну типа, когда пиздец... Все знали, что Дима не виноват, ебать. А тот фудич, ну который в третьем сезоне... Что мешало раньше так сделать? Я все понял. Александра, привет. Всем классом собрались, блядь, и сказали, вы охуели что ли. Детей в класс, пожалуйста. А Дмитрий, останьтесь у меня. Мы с вами поговорим. Дети, идемте на урок. Не наказывайте, пожалуйста, Диму. Не, я знаю, что вы не из третьего сезона. Я про того, который сейчас на третьем сезоне. Дима, я так понимаю, у тебя проблемы в классе? Нет, у меня никаких проблем. Ты не стесняйся, ты можешь мне доверять. Я никому не расскажу. Обещаете? Да. Сережа меня вечно задевает за то, что я хожу с мамой в школу. И знаете, завтра подслушана школа, блядь, там какая-то там, не знаю. Ученика Диму, блядь, задирают нахуй вот этот вот пенис. И из-за того, что я маменький сынок. А во что в этом плохого? Я маме говорила уже много раз, что я могу сам ходить в школу, но она меня за это ругает. Дима, твоя мама водит тебя в школу, потому что она переживает за тебя. Ты все еще ребенок, и как бы ты ни старался быть взрослее, она будет оберегать тебя. Она тебя любит и будет любить, даже когда тебя будет за 30 и за 40. Да, но... Ты должен понимать, что мама это самое ценное, что есть в твоей жизни. Это факт. И кто бы что ни говорил, мама все равно будет тебя любить. Давай договоримся так. Я поговорю... Так что идите обнимите сейчас свою маму, ебать, посылуйте ее в щеку и скажите, что вы ее любите. Сереже, я приму должные меры, а ты не будешь реагировать на провокации одноклассника. Договорились? Да, хорошо. Ну это... Почему класс директора в библиотеке, бля, ну он просто дохуя умный, книг читает там типа много. Вот и славно, беги на урок. Ну и папу тоже обнимите, ну это так. Не, на самом деле, район тоже, обнимите там всех. Одноклассники у тебя хороши. Я понял, спасибо вам большое. Так, мама. Мамулечка, привет. Мамулечка. Все хорошо, мам, можешь меня сегодня со школы собрать? Что ты делаешь? Твой телефон. Оставь. Опа. А, это уже вторая серия началась, никуда. Не поймай, пацаны, ловите. Ебать. Как же надоела эта школа, когда уже начнутся каникулы. Хорошо, что сегодня только пять уроков, приду домой и поиграю в КС. М? Директор. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Ага. Ааа, мням, мням, блядь, понятно. Между Сергеем и Дмитрием младшим? Че, вы знаете, я надеюсь, что да. Думаю, что ребята больше не будут обижать Диму. Это хорошо, а вы уже новость классу рассказали? А, вы закончили проверку документов? Да, девочка молодец, она. У некоторых, только у двух человек, это модераторы, пацаны. Если вы какую-то хуйню будете писать, типа, ну, там, осуждающие или что-нибудь плохое, они вас там, типа, порешают. Так что, будьте адекватными. Сегодня же представлю ее класс. Дмитрий, вы почему подслушиваете? Я? Нет. Я шел на урок. Тогда идите на урок. Хорошо, иду. У вас в комнате все хорошо? Да. Идите на урок. Я сказал, идите, по коридорам не бегать. Да, да, хорошо, извините. Интересно, о ком они это говорят? Ого, кто пришел? О нем, наверное. Привет. Слушай, Дим, ты меня прости, что я тебя обижала? Ну, реально, извиняется. Все хорошо, Сережа, я не обижаю тебя. Угу, я Сережа, блядь. Мир? Ну, да, мир. Слушай, мы ведь теперь друзья? Друзья? Не. Ну, наверное, да. Сможешь мне помочь? А что сделать? Сможешь натереть школьную доску мылом? Мылом? А зачем? Мы решили всем классом устроить пранк. А я пока на шухер. Ну, я даже не знаю. Да не сытый, будет весело. А, это опять какой-то гениальный мув, да? Никто не узнает, правда, ребят? Ну, если никто не узнает... Держи, мыло, а я на шухер. А может, все-таки не стоит? Мы друзья? Ну, друзья. Друзья друг друга выручают. Мыль доску. Ладно, надеюсь, что никто не узнает. Мыль доску. И это реально будет веселый пранк над учителем. Ну, что там? Еще немного осталось. Давай ты быстрее. Хорошо, трогай. Ну, вроде все. Супер, прячь мыло себе в рюкзак. А может, выкинуть? Да нет, прячь мыло себе в рюкзак, чтоб не спалили. Ну, ладно. Все, давайте сидите по местам. Скоро звонок. Добрый день, ученики. Блять, это такой тупой мув, нахуй. Ну, Димас, блядь, наебаный в рот. Добрый день, Александра Юрьевна. Все готовы к занятиям? Да. Прежде чем мы начнем... О, кстати, Герман, походу, вот-вот Герман сидит. Он это был еще тогда, нихуя себе. С самого начала. Дим, у меня есть для вас одна новость. С сегодняшнего дня в нашем классе будет учиться новенькая. О, новенькая. А она красивая? Сережа. Что? Наташенька, проходи. Наташа? Привет всем. Привет. Так, а ну-ка тихо. Вы что, в зоопарке? Наташа, между прочим, приехала к нам из другого города. Нихуя. И я надеюсь, что вы своим дружным коллективом найдете общее... Ну ты, Наташа, бля, вот так ее интегрировали в сериал. Да, конечно, идем. Наташенька, присаживайся на любое свободное место. К Димасику. Вот, допустим, к Диме. Ко мне? Пусть ко мне лучше сидит. Ко мне? Сережа, ты же сидишь уже с Сашей. А он может пересей? Так, все. Вот так, Санек, нахуй с тобой. Итак, начнем урок. Почему именно ко мне? Привет, я Наташа. Блин, а она красивая. Ладно. На, пусть сидит со мной. Ты не разговариваешь? Что? Я глухонемой, блядь. Прости, задумался. Слышь, Дим, может мы с нами поменяемся? А, зачем? Чтобы учителя лучше видеть. Не хочу. Я здесь всегда сижу. Ну и что, давай поменяемся. А? Дима, Сережа. Тебе нихуя не светит, Фудич. Что же? Вы опять начинаете? Нет. Нет, не начинаем. Значит так, знакомиться будете на перемене. А сейчас у нас урок решет. Я по-нормальному прошу. Мальчики, не ругайтесь. Я уже здесь посижу. А? Ну-ну, посмотрим. Что опять не так? Слушай, а у тебя книга есть? Мне просто не так. Блядь, опять вот все из-за баб нахуй проблемы. Да, есть. А можно половину поставить? Ну да, могу. Слушай, а это правда, что ты отличник? Кто тебе такое сказал? Ну, я просто случайно услышал разговор директора в коридоре. Он сказал, что ты отличник. А, это про нее было. Ёп, я понял. В прошлой школе я была отличницей. Классно. Я еще никогда не сидел с отличницей. С девочкой? Что? О. Ну, с девочкой. Что? Ой-ой-ой, вот оно началось. Что? Сделал? Чего? Расслабься, я шучу. Понятно. Так, ну что ж, запишем тему сегодняшнего урока. Ну что, готов к чему? Так, я не поняла, что с доской? Черт. Почему мел не пишет? А вы у Димы спросите. Эй, ты же обещал. Дима, что с доской? Эээ, я не знаю. Кажется, я знаю. Блин, он же обещал. Так, кто намазал доску мылом? Блин, ебать оно шарит. Это не впервые такое происходит, что ли? Так я же говорю, это Дима. Ты че? Сережа, это ты? Ты опять на Диму наговариваешь? Да. Да не я это. Можете посмотреть рюкзак Димы. Он мыло в школу принес. Ты че, специально? Дима, это так? Это Сережа меня подставил. Казнерилась в твоем портфеле, мыло у тебя? У меня. Но меня подставил Сережа. Класс, это правда? Не знаю. Эй, вы чего? Так, Дима, все понятно. Я думала, ты примерный ученик. Значит, останешься в классе после всех и будешь убирать. А заодно еще и в коридоре подежуришь. А мы пока записываем тему без доски. Да это не я. Получил, мудак. Ты же сказал? А, слушай, слышь ты, бля, охуеть ты нахуй. Хе, что это, что, бля? А что, мои друзья? Я не хотел пересаживаться, теперь отгребай. Слышь, отгребала, поверни свою будку в сторону доски. Нихуя себе, ебать. Каза офигела. Я сказала, повернулся. Ты же вроде отличница. И что, отличница не... Она как будто на зоне отсидела, блядь. Как в базаре такой ебать. Чати, спасибо за фоллоу, спасибо, пацаны. Всем спасибо, кто подписывается, благодарю. Должны уметь за себя постоять? Должны, но тебе не стоило. Он же тебя подставил, да? Да, но я мог сам разобраться. Ладно, приехали. Просто зачем? Просто, милый, что? Тебе послышалось пишет тему. А на что меня мило назвала? Я ей нравлюсь? Вау, все, плюс секс. Не может быть такого, что если ей серьезно понравился? Может быть, мы будем встречаться? Да, будем вместе ходить домой со школы. Я буду носить ей портфель. Будем помогать друг другу с домашкой. Это шага, браво встать. Нет, я не могу с ней встречаться. Такой, как я ей не нужен. Ей нужен сильный тюк. Блядь, у меня опять чипс залез, нахуй. Где отсюда, нахуй? Ебучий космонавт, блядь. Он сейчас отлетит у меня. Он, блядь, залезает, блядь, под провода, ебаные. А это не про меня. Дима, ты что, какой? Я? Ну, не я же. Какой вопрос был задан? Эээ, простите, я прослушал. Ты зачем сюда ходишь? Учиться или мук ловить? Александра Юрьевна, Дима, наверное, засмотрелся на Наташу. Чё, ну любился? Эй, вы чё? Чё, они, тебя ебёт, нахуй, сидит, блядь. Посибо за подписчик Кирицов��ак big spotted, блядь. Ебать, слушай, лик. В классе. Дима, встань. Хорошо. Итак, отвечай на вопрос. Какой поэт написал стихотворение У лукоморья дуб зелёный? Ааа... Блядь, эээ, как его там, блядь, эээ, Пушкин? Дима, это Тарас Шевченко. Тарас Шевченко? А кто реально, я чё-то тупой. Не слушай его, это Пушкин. Я ответ, слушай, в конце концов, или нет? Спасибо за фоллоу, пацаны, давайте 8 лайков добьём, 80 лайков под этим стримом, ебать, ставим лайки. Стиху лукоморья дуб зелёный написал Пушкин. Правильно, Александр Сергеевич Пушкин, присаживайся. Знания нахуй сохранились. Саня, Пушкин, хе-хе. Спасибо, не считается, в кино меня сводишь. Что? Чё, что? Глухой, что ли, или в кино не ходишь? В кино? Хожу. Вот и отлично, только не на мультик. Хорошо, офигеть, она меня позвала в кино, помогла с ответами, ещё и позвала в кино. Какая же она красивая. Охуеть, а где брови, блядь? Куда она брови проебала? Класс обзавидывается мне. Пацаны, всем спасибо, кто подписывается, спасибо. Так, звонок для учителя. Я на третьем курсе техникуму учись, и то помню, бля, я вообще на четвёртом. Ладно, 10 минут перерыв и готовимся к следующему уроку. И чтобы домашнее задание все записали. Хорошо. Извиниться не хочешь? За что? За что, ебать? За что? А, ёбаный сыр, спасибо всем, спасибо всем. Что я опять тебе сделала? Я тебя по-нормальному попросил пересечь. А смысл? Я бы всё равно бы с тобой не сидела. А чего так, тебе бы ж терпило нравится. Я не терпила. А это мы сейчас и проверим. Это факт, нет, это факт, ебать. Смотрите, сейчас опять что будет? Что ты делаешь? Твой телефон. Оставь. А ты поймай. Пацаны, ловите. Отдайте телефон. А то что, сейчас заплачем? Нет. Слышь ты, полторашка, что ты себе придумал? Телефон верни. Ты это мне сказала? У тебя что, проблемы со слухом? Ты сейчас договоришься. Кстати, а это твой телефон? Донат. Бля, опять донат пролетел, нихуя. Так. Ну подожди, у меня есть кое-что даже сейчас сказать. Ну да, актерская игра проседает, но там в трое сезон на три часа. Думаю, там много мяса. КСТА старый фудич гандон. Да и новый старый, новый гандон, блин, все они ведь, фудичи, блядь, это просто ноша фудичи, проклятие фудичевское, так сказать, блядь, они все такие задирующие нахуй. Оставь. Актерская игра, да, но видно, она выросла, блядь, реально, блядь, со временем. Ну теперь ты попрошу. Я не плачу. А это мы сейчас и проверим. А так. Ну что она делает? Только попробуй. Она серьезно? Упс, уронила. Ух ты, ты еще ебанутая. Ты что сделала, дура тупая? А что тебе, уже не так весело? Тебе сегодня хана, жди звонок от моей мамы. Ой, ты еще и маменькин сыночек. Рот закрой. Все, так же повторяется, блядь, история фудичи, она циклична, блядь. Аша, зачем? Селее нужно быть, а то на голову сядут. Но ты же телефон выкинула. Да ничего я не выкинула, вот он. Ебать она шулер, нахуй. А, магия. Блин, спасибо тебе. Обращайся, красавчик. Красавчик. Охуеть, что? Наташа, объясни мне, что здесь... Че она так яйца к нему, к Диме катила раньше, а потом, блядь, как-то забила хуй на него? Происходит. Выбрай это. Сережа, это твой телефон? Да. Наташа, что ты тебе позволяешь в первый учебный день? Ну извините, я так больше не буду. А больше и не нужно. Значит так, сегодня с Димой остаетесь вместе. После уроков вы будете убирать весь класс. Не проблема. Так, все по местам. Вот и в кино сходили, но зато тут вдвоем, блядь. Быстрый-ка. Ладно. А у тебя сколько кубков? У меня 17 тысяч. Блин. О, ебать задротка, понятно, блядь. А у меня 13. Весело ты, конечно, наказала, Сережа. Ну да, а то что это он себе придумал? А у кого сколько кубков, пацаны? В чате давайте напишите свое количество кубков, нахуй. И не говори, ты классная. Спасибо, кстати. А когда в кино пойдем? Ну, хоть завтра. Если что, я люблю сын и попкорн. 43, 27, 8, 35. Ну что, решил кто придет? Блядь, нихуя, вы тут все, каждый играет, что ли, в этот, Браул Старс, блядь? Да, только... 3К ММР в Доте. Вот она, блядь, 9 тысяч, тут, смотри, даже пишут. Играл, 300 было. 13, 11. Стрим останется, пацаны, на канале стрим будет, он останется, запись будет. Одноклассники. И Сережа тоже будет? Да, я его тоже позвал. Вы же с ними не дружите. Ну, мне одноклассники сказали, что без Сережи не придут. Можно подумать, он у вас самый главный. Ну, не знаю. Мам, я еще позвал Наташу. Новенькая? Да, она хорошая девочка. И что, нравится тебе? Ну, мама. Ну, что мама? Мне-то по секрету можешь сказать, нравится или нет? Ну, она прикольная. Мы с ней в кино должны пойти. Не доросли еще, чтобы в кино ходить без взрослых. Хуя себе, в смысле, блядь. Ладно, потом поговорим. Вот ты байк, спасибо за флоу, броу. Спасибо. Пошу приверись, а то скоро гости придут, а у нас бардак. А Саня вообще хоть в первом сезоне словах скажет хотя бы, а то он, блядь, чисто сидит, блядь, стоит вот так, нахуй, ничего не говорит, блядь, фигура ебаная. Потом еще скажет, что у тебя мама грязнула. Хорошо. Как донатить? Ну, пацаны, ссылочка в описании есть, если что, можете закинуть там, сколько захотите. И все, блядь. В описании стрима. Надеюсь, что это будет мой лучший день рождения. О, а вот и ребята. Дим, там гости пришли, иди встречай. Иду, мамочка, иду, иду. С днем рождения! Нихуя! С днем рождения! Подожди, стоп, это третий? Да, третий, ебать! И что, еще и подарки принесли? С днем рождения, малой! Спасибо большое, ребят. Ты хотел сказать, мудак, наверное. Ребята, и тебе спасибо, Сережа. Спасибо, что позвал нас. Спасибо, что пришли. А мне сказали, что сегодня будет крутая вписка. Вот я и пришел. Писка? Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Тебе вписку впишут, блядь, куда он собрался? Ну, не стойте на пороге, разувайтесь. Чел, блядь, газировку в своей жизни, блядь, только пробовал нахуй, уже на какие-то вписки собирается. Проходите к столу. Да, проходите, ребята, все готово. Дима, мы-то тебе подарки подготавливали. Зачем? Да, мне нужно было, я просто позвала вас посидеть. Вот и поэтому я пришел без подарка. Почему? Сережа, это ты, а это мы. В общем, Дима, я знаю, как... Это ты, это я. Между нами молния. Ты любишь игру Бравл Старс, поэтому эта подушка тебе. Серьезно? Это же ворон. Спасибо. У-у-у, ебах. Спасибо тебе большое, Наташа. Я знала, и тебе понравится. Нифига себе подарок. Чего? Дима, это мой подарок тебе. Блин, спасибо большое, ребята, очень приятно. Пакеты подарили, бля, вот это подарки, нахуй. Я не поняла, вас долго ждать. Мне подарки дарили. Это, конечно, хорошо. Ну, теперь быстро за стол. Ну, вы кушайте, не стесняйтесь. Спасибо. Ха-ха. Дим, а нормально, ты не будешь ходить туда-сюда? В смысле? Я просто думал, нормально посиди, без взрослых. Пацаны, вчера в Бравл Старса игра, мне знаете, что выпало, бля? У меня геморрой выпал, нахуй, ебаный прикол. А, Сережа, тебе что-то не нравится? Можешь выходить отсюда, ва. Да нет, ребят, не ссорьтесь. А что он начинает? Чего я не начинаю, я просто был недавно у друга на день рождения, и мы были без взрослых. И что? Там даже были старшеклассники. И шампанское. О, а я нюхал крышку от кока-колы, блядь. Какая разница? Ну, ребят, не ссорьтесь, пожалуйста. Все, я молчу. Что вы здесь? Вам не скучно? Мама. Ну что, мама? Может, телевизор включить? Мама, может, у тебя на минуту? Что случилось? Барбарики включить и навалить ему зону. Мама, можешь не приходить к нам? Это еще почему? Мама, мы хотим сами посидеть. Мы уже взрослые. Может, мне вообще из дома уйти? Мама, ну это же мой день рождения. О, какие люди! Здорово, Русланыч! Приветик! Здорово! Ебать! Блядь, чипс, сука! Наебнул мне что-то там, блядь. Мне страшно стало. Сейчас будет стримы, закончился так. Здорово, Руслан! Салам алейкум! Какой контент? Контент, да, блядь? На часов восемь, наверное. Хуй знает, сколько ты там наснимал. Тут пиздец контента, блядь. Хорошо. Всех твоих зрителей собрал. На этот твой день рождения я больше не буду мешать. Ну, мама! Извините. Все хорошо? Да, все хорошо. Дима, так шампан... Спасибо, 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 Русланыч. Русланская будет? Ну, я не знаю. Торт есть. Торт я понял. Тунсовка будет скучной. Сережа, тебе здесь никто... Не, я не буду мучиться, понимаешь? Я с удовольствием это сделаю. Я вообще буду кайфовать сидеть. Типа, я зря, я прикупил тут чипсы себе. Липтона, блин. Да, короче, вообще кайфовать сидеть буду. Вообще восемь часов пролетят незаметно. Я угораюсь со старого Фудича. О, Наташ, хотел спросить, а за сколько ты покупала подарок Диме? Что? Тебя волнует? Я просто такую же подушку хочу. Дим, не хочешь подарить ее мне? Ну, я не знаю. Но это же мне подарили. Ясно, а ты жлоб. Я не жлоб. Сережа, замолчи, достал уже. Ну, не ссорь. О, кстати, Дима, а у тебя есть колонка? Может, музыку включим? Лучше не надо, а то Диму маму наругают. Не наругают. Я могу включить. А слабо, Маргенш, наверное, при маме включить. Не слабо. А ну, не верю, давай. Блин, Руслан, пока ты еще здесь, у меня вопрос. Это ты вчера залетал, мне 800 закинул? Это ты был или нет? Я... Ты просто ничего не сказал, ушел, блин. Это ты был или нет? Хорошо. Дима, лучше не нужно. Вот. У меня дома и то лучше колонка. Чего? Ты можешь уже замолчать. Не могу, Дима, включай, Маргенш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ха-ха-ха. Ничего не знаю, ничего не слышал. Я понял, понял, понял. Все, понял. Сорян, последний донат. Люди заходят и к нему на стримы на второй канал. Да-да-да. Почти каждый день ебашит после завода. Кстати, да. Уложения имейте. А еще там в классе Гена был? Ты не увидел. Бля, Гена если был, я тогда, я его не видел. Короче, пацаны, да, второй канал, там стримы каждый день, блядь. Ютуб стримс, ой, кранч стримс называется. Вот. А Руслан, спасибо за, я так понимаю, вчерашнюю 800 рублей. Спасибо. Опа! А, я думал, будет. Молодец, не струсил. Дима, можно тебя на минуту? Да, можно сейчас лететь. Блин, и все из-за тебя. Я тебе говорила, чтобы такую музыку в этом доме больше не слышала. Ну, мама, это ребята попроси. А если они попросят прыгнуть в колодец? Прыгнешь? Нет, просто. Выключай немедленно, иначе сейчас все разойдутся по домам. Хорошо, больше не буду. Торт сейчас будете или потом? Давай потом. Хорошо. Я тоже. Ты здесь взял, маму оскорбила? Мама наругала. Нет, она спросила, когда торт выносить. О, давайте этот тренд. Какой? Снова я на пиваюсь. Снова говорю, пока. Да хватит, слушай, это бред. Да что? А что тебе надо? От пути не путю, да? Она что, выключает колонку? Да ну вас, вы скучные. Зато ты веселый. А? Я вас. На прошлом дне рождения мы даже в бутылочку играли. А тут, как в детском саду. Может, лучше поиграем в города? А может, еще домашку начнем делать? Я просто предложил. Тогда давайте на желание. Можно и на желание. Дима, может, не нужно? Чего? Да он слабак, засыт выполнять. Я не слабак, и ничего не засу. Тогда играем? Давай. Задавай. Сможешь выбить полный стакан воды? И все? Ну да. Легко. Так. И в чем прикол? Моя очередь задавать. Я так водку хуярил. Задавай. Поцелуй Наташу в щеку. Ооо. Опа. Я не буду этого делать. Она что, тебе не нравится? Это не твое дело. Получается, что не нравится. Нравится. Все слышали? Он сказал, что ему нравится Наташа. И что? Давайте спросим у Наташи. Что? Наташа, тебе нравится, Дима? Это тупая игра, и я не буду отвечать на этот вопрос при всех. Получается, что Наташа не любит Диму. Все, прекрати. Это тупая игра, я не знаю. Значит, ты проиграл. Наташа, ты что, ебать, сказала бы, что типа да, я Диму обожаю, блядь, там вся хуйня. Проиграл. Нет, я не проиграл. Это желание я выполнять не буду. Тогда у меня другое желание. Подари мне эту подушку. Подарить подушку? Или ты проиграл? Дима, не дари, это же мой подарок. Наташа, такие правила, либо он проиграл. Блин, ну это реально мне подарили. Слабак, я выиграл. Ладно, забирай. В смысле? Ну просто я бы проиграл. А, так ты выходит не слабак? Спасибо за подушку. Дима, это же мой подарок тебе. Да так. Тебе игра важнее, чем мы. Короче, почему-то ореха завяжи. Короче, ребята, кто не понимает, вот Фудич, там Гена, да, вот все вот эти приколы, которые лично от меня есть, я называю их так, потому что у меня есть, ну типа мои зрители, там мои какие-то знакомые. Короче, я персонажей из этого сериала называю именами своих зрителей. И отсюда появился и Фудич, и Гена, и про всех вот этих вот людей. Вот, кто не понимает вообще прикола. Мои подарки? Нет. Всем спасибо за день рождения, я домой. Всем пока. Да, Наташа, стой, ну не уходи. Да, Наташа, стой, ну не уходи. Обломщица, блядь. Блин, что делать? Рум-тур заметил. Привет. Днем рождения, Дима. Днем рождения, Дима. А отчего все такие грустные? Просто из-за Димы ушла Наташа. Не ври, не из-за меня. Нет, его как-то по-другому зовут, его нигде назовут. А, можно тебя на минуту? Что случилось? Мы играли с Димой на желание, и он попросил подарить ему подарок, который мне подарила Наташа. И что подарил? Ну да, я не хотел проигрывать. Ну ты же понимаешь, что поступил неправильно. Ну я бы проиграл. А так ты потерял девочку, которая тебе нравится, да? Ну да, наверное. Кранчая, Саня, ну да, ты Саша, моя борода. Так, мужчины, себя не ведут. А ты же ведь мне мужчина. Мужчина. Хорошо. Иван его зовут? Все, понял, понял, пацаны, понял. Будем исправлять ситуацию. Как? Сделай то, что я тебе скажу. Я извиняюсь, конечно, но мой день рождения подходит к концу. А что, мама наругала? И кто меня не ругал? Самый тупой день рождения, где я был. Правда, ребят? Почему? Я понял, подушка теперь моя. Нет, подушку я тебе не даю, это мой подарок. А, так ты еще и проиграл? Да, проиграл, но подушку я тебе не дам. Тогда оставляю ее себе. А я, по-моему, сотрел антиверсию. Что ты делаешь? Это мой подарок тебе на день рождения. Зачем ты это делаешь? Пацаны, пошлите, тупая днюха. Сам ты тупой. Тебе повезло, что твоя мама дома. В школе поговорим. Уходи. Пока, придурок. Пиздец. Блин, что он... Ебать, а это что, все подсосы, типа, взяли и съебались, блядь. Делал. Наташа, спасибо, что вернулась. Я не хотела возвращаться. Я не знаю, почему я так поступил, прости меня. Ночевка. Ладно, прощаю. Но с Сережей нужно что-то делать, он от тебя не отстанет. Но я не знаю, может директору рассказать? Нет, тут нужно что-то другое. И что же? Кстати, а я тебе и правда нравлю. Ну, ты очень милая. А чего в чечку не хотел поцеловать? Что? Ладно, я сейчас... Блядь, реально, что? Кушать, у тебя же днюха. Точно. Блядь, надо счетчик вести, когда он за... Сколько? Он за всю серию, за все сезоны скажет слово «что?». Ну вот именно в таком формате, типа «что?». Пошли. Нет, ну мы просто ходим по грани. Сэм, включай свет. Кстати, Дим, а давай... Четвертая серия, пацаны, поехали. Так как придем домой, поиграем в «Бравл Старс». Давай, только чур я играю на «Вороне». А я на «Леоне». Наташа, Дима. Сережа, что тебе нужно? Ничего, а вот классухи, не знаю. Классуха? Вас классуха к себе вызывает. Зачем? У нас же уроки закончили. Меня попросили передать, я им передала. Блин. Походу за прогноз. А где разговор, собственно, обещанный, а? Нала. Как говорится, на манеже все те же. Александра Юрьевна, мы случайно. Что? Как можно было случайно прогулять третий урок? Мы просто с Димой решили пойти. Мы просто с Димой там остались... И в столовую. Ясно, в столовую вместо урока. Нет, мы пошли на перемене, но... Все понятно с вами. У вас все не как у людей. Почему? Ладно, еще ты, Дима. Но ты, Наташа, ты ведь отличница. Какой пример ты подаешь своим одноклассникам? Простеньше. Погромче. Так, хватит мне ваших, простите. Остаетесь дежурить, и пока все не уберете, домой не пойдете. Ясно? Но мы же только недавно дежурили. Так, мне что, позвонить вашим родителям? Не нужно, мы все уберем. Школа закрывается через час, чтобы к этому времени все было вылизано. Понятно? Понятно. И еще, не дай бог, где-то всплывут ваши фамилии, я буду звонить вашим мамам и... Стал бы учителем в этом сериале? Блядь, да, я вот думал, типа, каким бы учителем я был. Пацаны, как вам кажется, если бы я, типа, снимался... Спасибо, спасибо за фоллоу. Вот если бы я снимался в этом сериале, каким бы учителем я тут был? Ну, если бы был учителем, соответственно. Каким бы? Папам. Все уяснили. По какому предмету? Да. Я на вас надеюсь. Так и знал, что не надо было прогуливать речи. Трудовик, блядь, учитель долбологии. Не переживай, ты только уборка я делаешь. Ну, тут ты права. Крутым. Кстати, а ты заметил, тебе сегодня, Сереж, вообще не трогал. Да, наверное, изменился. ОБЖ. Он не меняется. Ну, что вы тут? Сережа. Я буду смотреть с первого по последний сезон. Пожалуйста, помнишь говно, вот и оно. Ты меня говном назвала? Тебе послышалось, ты вообще зачем пришел? Мы с пацанами решили вам помочь. И помочь не смешивай. Ладно, раскусили. Короче, мы с пацанами смотрели видео Егорика, там, где он на ночь остался в страшной школе. Вы тоже смотрите Егорика? Они, наверное, еще... Егорика? Это же этот, блядь, я все, я понял. С Дима Масленникова нам еще тухит, я блядь. Нет, мои пацаны не уважают А4. Что? Мы не уважаем А4. А4 хуйня. Туда его, блядь. Сережа, говори уже, зачем пришел. Я пришел с предложением остаться на ночь в закрытой школе. Остаться на ночь? А ты что, боишься? Я не боюсь, но мама будет волноваться. А, я забыл, что ты все спрашиваешь у мамочки своей. Что? Сережа. А сам-то, блядь, а сам-то? Кинай. Все с вами ясно, пошли под... Заеби его шваброй, нахуй. Сына, дело тухлое. Стойте, я готов. Дима. Что? Не послушать? Я готов остаться в школе ночью. А как же твоя мама? С мамой я сам разберусь. Дима, можно тебя на пару минут? Зачем? Нужно. Ты понимаешь, что нам за это влетит? Не влетит, я с мамой решу вопрос. Причем тут мама нам Александра Юрьевна сказала последнее замечание и родители в школу. Так нас же никто не спалит, все учителя ушли. А охранник? Да там охранник новенький, не ссыть. Сережа, не влажь. Попроси Руслана сделать еще отсылку. Да я не буду просить, если там типа ну он захочет, он типа я думаю сам сделает, но смысл просить. Я уже все, я блин все, я получил кайф уже, ну круто. Ну если еще будет, я буду не против, я буду только за, конечно, но просто просить еще, ну типа не хочу. Ну блядь, типа... Таша, давай останемся, это реально может быть весело. Дима, почему ты постоянно идешь у Сережи на поводу? Я не иду на поводу у Сережи. Просто я когда-то мечтал остаться на ночь в школе, а тут и возможность появилась. Ты уверен? Да, и я хочу, чтобы ты осталась со мной. С тобой. Влюбленную, ну что вы там? Мы остаемся. Класс. Ага. Охранник только что за глазков. Опа, 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 Саню. Я первый раз Санька услышал, я не знаю, может он до этого и говорил, блядь, но сейчас я первый раз на это внимание обратил. На кого учишь? Сейчас я на токаря учусь. Проверял. Я на заводе ебашу, блядь, мне вот суббота, воскресенье, выходной, блядь, и все, с понеделька по пятницу ебашу на заводе. В кабинете. Я же говорила, что там охранник, тормоз. И что будем делать дальше? Сэм, да, с твоей фонарик. Фонарики? Ну да, мы подготовились. Вы серьезно заранее все спланировали? Ну да, мы же не такие тупые, как Дима. Эй, зачем ты так? Что ты делаешь? Ладно, шучу, давайте для начала пораемся в столе учителя. Рыться в учительском столе. Да, он здесь какой-то, типа, непонятный вот этот фудич, он то агрессивный, то, блядь, такой добрый, хуй пойми его. Капец, как весело. Мне в лагере рассказывали, что кто? Ты предал слесарей? Ну да, получается так. Ты нашел в столе учителя страшную черную шкатулку. Тебе сейчас дерзкий приедет? Давай, встречу с Лептоном. Ммм, и что там было? А вот из страшной черной шкатулки было. Что? Чё? Да ничего ты мне облашу. Офигеть, что ты обломал. Нифига себе. Что там? Посмофобия. Смотри, что я нашел. Свечи из зеркала. Наша глазуха, походу, ведьма. В смысле? Свечи из зеркала используют для того, чтобы вызвать пиковую даму. Ну и что? Наверное, с духами общаться, поэтому она такая сумасшедшая. Мы вызовем пиковую даму и спросим, когда будет следующая контроша. Чё? Ты дурак? А ты боишься? Не боюсь. Дима, а ты боишься? Нет, я не боюсь. Тогда, пацаны, идите выключайте свет. Свет? Может, не нужно? Боишься? Да не боюсь я. Ну, нафиг. А так, боишься? Не боюсь. Пацаны, включай. Я не знаю, когда всегда так делали, блядь, ну типа где-то в лагере, блядь, и так далее. У них всегда смешно было, блядь. У них такое ебало смешное, когда они вот так фонарик делают. Фонарики. Дайте мне свои руки. Зачем руки? Сейчас мы должны сказать три раза, пиковая дама, приди. Пиковая дама? Ты уверен? Не бойся. Дима, за тебя, если что. Бля, есть интересная история. Я помню, как мы, короче, барабашку или кого-то такого вызывали. Ну, короче, тоже что-то из пиковых дам вот этих. Мы с другом пошли в баню, блядь, и там было окно. Ну, типа в бане было окно, а главное условие было, чтобы полностью темно было. Мы, короче, взяли тазик вот так вот на окно положили в бане, и, короче, ушли в предбанник, и начали там, типа, там, барабашка, приди, барабашка, приди, блядь. И слышим, что-то в бане, блядь, упало нахуй. И мы как выбежали оттуда, я так охуел, блядь. Куда ему побьет? Да, Дима? Да, буду бить. Раз, два, три. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Да ёпаю, кто ведро ставит? Технички. Прячемся. Я этой технички расскажу. Ты шух, кто тут оставляет свечки ядрить, колотить? А если пожар, кто виноват? Охранник, тьфу ты. А, я его тоже знаю, кстати. Домой день. Зачем я согласилась? Красота. Так, скоро букины начинаются, надо валить уже. А, так, ведро. Пронесло. Ребята, это, конечно, все весело, но мне... Покажи свои смаченные ножки, бля. Ну, а это не такая уж и бесплатная процедура, господа. Кажется, нам пора уходить домой. Ты охранника испугалась? Нет, ну мы просто ходим по грани. Сэм, включай свет. Даже пиковую даму не вызвали. Забрал свечи и зеркало. И что делать? Может, всё-таки реально домой? Поддерживаю, Дима. Всё с вами ясно. Дима, ты, как всегда, портишь нам тусовку. Так, а что тут делать? Ну, конечно. Бля, а если техничка зайдёт, будет мыть полы, типа, вся хуйня? Тут же скучно. Зато дома в Бравл Старс веселее. Валите. Валите? Это да, это, кстати, Владислав Палыч был. Лучше дома в Бравл Старс играть, чем с тобой всю ночь в школе сидеть. Да я вас в Бравл Старс вынесу, вы тиски. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 10 рублей от Ростикс. Комиссию погасил ещё. Привет. Удачного стрима. Спасибо, спасибо, брат. Спасибо, спасибо за 10 рублей. Чё, ну, бэ. Что? Дима, давай спорь. Если я тебя выиграю в Бравл Старс, тогда ты проберёшься в учительскую и всем... Кстати, кранч на геометрии учитель спросил, что делать высота, а я сказал, что высота высотит. И она сказала, что такое надо записывать и показать гением наук. По факту. Это ж двойки, кроме нас, в журнал. Это же опасно. Тогда ты нут. Я нут. Серёжа, а давай со мной. Наташа? Если я проигрываю, я выполняю твоё желание. А если ты, то ты переводишься в другой класс. Легко. Она серьёзно? Пацаны, разбейте. Вот так он и съебался с сериала. Может не нужно? Пойдём домой. Это наш шанс. Игра на ноль прима с первой попытки. Легко. Да, я выиграл. Чёрт. Тебе повезло. Так что кто-то будет пробираться в учительскую? Наташа, я это сделаю. Любовь, она такая. Дима, я сама. Тогда давай вместе. Хорошо. Ради этого мы даже на шухере постоим. Спасибо. Охранника нет, можно идти. Выключайте свет. Так, сейчас быстро выполняем желание и валим домой через первый этаж. Я согласен, прости меня. Бля, что-то я проебала, какое желание это было? Да хватит извиняться, ты тут не виноват. Хорошо. Кабинет открыт, вы готовы? Ставим двойки, всё? Да, заходите уже быстрее. Так, ну это какая-то прям масштабная серия, кстати, бля, пошла. Они что, дверь закрыли? Они же на шухере. Наташа, я хотел сказать. Может, не будем ставить двойки в журнал? Ты думала, я буду ставить? Ну ты же проиграла. Я же не дурочка. Что сейчас будет? Я где-то такое видел уже. Серёжа весь класс подставляет. Тогда что делаем? Ждём пару минут. Какой-то фильм так начинался, я помню. Идём. Они всё равно не будут журнал проверять. Ну да, ты права. Тебе не страшно? В смысле? Ну мы тут вдвоём, не боишься? Нет, не страшно. Ну, я тоже не боюсь. Ладно, предлагаю идти. Да, пошли. В смысле? А что такое? Дверь закрыта. Закрыта? Парни, откройте. Вы кричите так. Ребят, вы у двери? Они что, ушли? Я не знаю. Блин. Дай я попробую. Блин, не открывается. Они реально закрыли дверь. И что делать? И я не знаю. Так и знала, что ни к чему хорошему это не приведёт. Снова всё из-за Серёжи. У тебя хотя бы телефон с собой? Да. Звони классухе. А зачем? А у тебя другой выход есть? Блин, нам жопа. Вот делать мне больше нечего, среди ночи мотаться по городу, детей вытаскивать. А я, между прочим, им говорила ещё одно замечание, и я звоню родителям. Но это нас Серёжа закрыл. Вечно у него во всём виноват Серёжа, понимаете? Мама, я чест... А мне бы таких пиздов вставили, блядь, если бы я вот был там. Он нас и правда закрыл Серёжа. Серёжа заставил вас зайти в учительскую в 10 часов вечера. Сколько стоит ваш микрофон? Ну, этот где-то 4 или 3 тысячи стоил. Закрыл, да? Да, всё так и было. Дима, да ты хоть бы при маме постыдился обманывать? Да я не обманываю. Мама! У них всегда все виноваты, кроме них. Между прочим, кроме вас в школе больше никого не было. Я вас последними оставила убирать класс. И знаете, то что... А вопрос тогда, откуда там, блядь... А, кстати, всё, ладно, похуй. Что я их наказала? Прогуляли третий урок. Мама! Ещё и прогуливают. Йоу! Я поняла. Извините, Александра Юрьевна. Ну, это любовь, мать, ты должна ж понять. Примим меры. Примите, пожалуйста, примите. Александра Юрьевна, я школу проверил, всё чисто. Больше никого нет. Я так полагаю, просто сквоздиком дверь от учительской захлопнула. Вот и всё. Блин, ну почему так? Наташ, тебя домой подвезти? Да, если можно. Грёбаный Серёжа. Пиздец. Сейчас, пацаны, короче, перед началом следующей серии пойду пописываю ебать. Вот, а вы это самое. Посидите, пообщайтесь пока. Напишите, я не знаю, сколько кому лет. Ну, сколько кому лет, напишите, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тебя-то, ну-ка успокоились. Опа! Сюда, иди! Опа, лэш! Разъебу тебя! Тебе, а какой она сейчас урок? Ну, вроде история угласухи. А где твоя небеса? В смысле? Ну, почему Наташи на физре не было? А, у неё освобождение. Понятно. Ну да, повезло ей. Слушай, а можешь дать мне позвонить? Не понял. Ну, у меня просто на физре телефон сел, а мне нужно маме позвонить. А, ну хорошо, конечно. Что, 8 лайков добили, да, говорят? Телефон. Спасибо, сейчас вернусь. Пацаны, пошли. Пацаны? Вебка 4000. Быстро. Он точно маме звонит? Серёжа, что там? Да подожди, я сейчас иду. Ну ладно. Спасибо, на уроке встретимся. Пока. Давай. Привет всем. Привет. Привет, Наташа. Привет, Серёжа. Привет, Наташа. Наташ, моя мама передала тебе шоколадку. Я сейчас сам придурок. В смысле? Ты не любишь чёрный шоколад? Я не люблю таких, как ты. Что я сделал? Чего, блядь? Вот именно, что ничего хорошего. Сиди теперь сам, я не буду с тобой сидеть. Что произошло? Это всё из-за шоколадки? Ещё и дураком прикидываешься. Окей. Да блин, я ничего не понимаю. Кого-то бросила Наташа, и кто меня не бросал? Отвернись. Ну-ну. Добрый день, ученики. Добрый день, Александра Юрьевна. Курок, у всех готовы? Да. Можно войти? Чего? Цветы? Ого. Саша, а для кого ты это купил? Чьё? Это не моё, чьё? А кто это у нас тут такой романтик? Это мне принесли. О, это слева, слева, блядь, вы его не видите? Ну, короче, вот с этой стороны, вот прям здесь подо мной, вот он, блядь, смотрите. Вот здесь, короче, это что, орех получается или это другой? Тебе. Что-то я вообще ничего не понимаю. Александра Юрьевна, это я попросил Сашу купить цветы и игрушку. Чё? Стесняюсь спросить, для кого же? Для Наташи. Что? Для меня? Наташа, это тебе, будь всегда такая красивая, как ты есть. Спасибо, Серёжа, мне очень приятно. Мне ещё никто такие подарки не дарил. Серёжа, а ты, оказывается, у нас ещё тот романтик. Что есть, то есть. Эй, какого фига? Учись, что ты зачем это сделал? Чтоб ты спросил. Так, попрошу тишину. Всё, всё, понял, 58 лайками, а урок по расписанию. Ему же никогда не нравилось Наташа. Зачем он ей это купил? С домашним заданием все справились? Да. Вопросы у кого-нибудь есть? Нет. Отлично, тогда переходим к теме сегодняшнего урока. Наташа. Что? Что это всё значит? Что ты хочешь? Мы больше не друзья? Отстань. Наташа, ну не молчи, Наташа. Замолчи ты уже, мультика, шёл в жопу. Куда там нужно идти? Александра Юрьевна, Дима меня только что в жопу послал. Эй, Серёжа, во-первых, не выражайся, а во-вторых, Дима, у тебя что-то случилось? Нет. Тогда не срывай нам урок, пожалуйста, продолжим. Блин, что происходит? Так, далеко не разбегаемся, после перемены продолжим. Наташ, пошли в столовую, я угощаюсь. Чего? В столовую? Ну можно. В столовку? Блин, и Наташа нахуй, охуеть. Наташа, стой. Дима, отстань, я тебе уже говорила. Дима, чё ты как маленький ребёнок, тебе девочка сказала отстань, значит отстань. Наташа, можно тебя на минуту? Ты уверен, что он этого стоит? Пожалуйста. Ладно. Ты можешь объяснить, что это всё значит? А ты будто не знаешь. Я серьёзно ничего не понимаю. Как писать мне тупые сообщения в WhatsApp, ты знаешь, а тут я не придела. Короче, пока, мне надо идти с Серёжей в столовую. Наташ, мы идём? Да, конечно. Я же ничего не писал, Наташа. Бля, бедный Димас нахуй, просто пиздец. Уже сколько ему, ну за всё время ему раза три, наверное, изменили, блядь. Наташа, Серёжа, это же ты, точно. На, пацаны, чипчики всем. Вот же козёл, он специально всё это. Это вам. Чё ты, пайдок? Я придурок. Ну я же без девушки остался. Чего? Ха-ха. Как у них, вот-вот, Санёк, наконец-таки. Кстати, пацаны, хэштег... Это хэштег... Кранч покажи ножки. Хэштег Кранч покажи ножки. Вот так, да. Блядь, упала. Если хочешь, можно ко мне домой на выходные. Там большой экран, можно в Бравл Старс поиграть. Хорошо, я подумаю. И ещё раз большое тебе спасибо за подарки. Мне очень приятно. Ерунда, это для меня мелочь. Мелочь, что для тебя? Так, рассаживаемся все по местам. Продолжаем урок. Ты зачем это сделал? Ты о чём? Что ты написал Наташе с моего телефона? Чего я не написал? Нужно зайти посмотреть. Ты всё удалил. У тебя, Галёный, я всего лишь позвонил маме. Если ты не расскажешь Наташе, что это ты написал ей... А, это, короче, он взял телефон и написал... Я понял. Это Наташа он написал. То тогда это сделаю я. Ты думаешь, она тебе поверит? И ещё как поверит. Да удачи, дебил. Сам дебил. Да что там происходит на последних партах? Дима меня снова в жопу послал. Я его не посылал. Так, Дима, пересаживайся на первую парту, меняйся с Германом местами. Александра Юрьевна. Никаких Александра Юрьевна, меняйся. Хорошо. Удачи, Тарумс. Наташа моя. Это мы ещё посмотрим. Согласно этому договору, Китай имел все преимущества... Наташа, я знаю про сообщения. Это не я писал, это всё Серёжа. Он брал у меня телефон после физры. Можешь, пожалуйста, передать Наташе? Сейчас Наташа прочтёт и всё поймёт. Вот увидит. В целом все страны имели тяжёлое финансовое... Чего? О, Наташа, зачем ты скидываешь свою вину на других? Это всё из-за того, что Серёжа подарил подарки? Если это так, то ты ведёшь себя как баба. Ты даже признаться не можешь. Эй, в смысле? Дима, ты чем-то занят? Я? А у нас есть ещё другие Димы в классе? Нет. Что у тебя там? О, ничего. Ой, бля. Александра Юрьевна. На уроке надо учиться, а не записки писать. Или ты сюда ходишь штаны протирать? Нет. Дима ходит в школу мух ловить. Рот закрой. Точно так же, как и ты, Серёжа. Так, тишина. Ага. Урыли нахуй этого гандона, наконец-таки, блядь. Заебал он меня. Практическому заданию. Сейчас делимся в группу из трёх человек и отвечаем на тесты. Тесты. Какие ещё тесты? По теме, которую мы только что прошли. Блин. Так, не гудите. Вопросы лёгкие. Тем более, вы работаете в группе из трёх человек. Рассаживайте сейчас так, как я скажу. Так. Первая группа. Дима. Наташа. Ааа. Йоу. И этот, блядь, какой. Серёжа, блядь. Я с Наташем. А, Сэм. Юрьевна, а можно в нашей команде не будет Дима? Эй. Так, никто ни с кем не меняется. Вы сейчас сами у себя отбираете время. Чем быстрее начнёте, тем быстрее... Кранч, НПЖ, перевези лекарства в Донецке, я болею. Ладно? Вы закончите. Вторая группа. Даниэль, Серёжа и Саша. Сэм, передай Диме, чтобы он даже не пытался со мной разговаривать. Чего? Наташа сказала, чтобы ты даже с ней не разговаривал. Блядь, какой диалог, нахуй. Передай Наташе, хорошо. Он сказал, хорошо. Вопросы элементарные. Так как вы в группах, справитесь очень быстро. Можно выйти? Левайт. Прямо во время теста? Иди. Так, какие тут вопросы? Сэм, передай Наташе, что я не писал ей сообщение. Дима не писал тебе сообщение. Сэм, передай ему, что он не мужик. Ты не мужик. Я не мужик. Блядь, ты не мужик, нахуй, свои 7 лет? Ты шо, блядь, ты баба, нахуй. Ну не я же. Хорошо, тогда передай Наташе, что я не буду извиняться за то, что я не делал. Он не будет извиняться. Потому что он слабак и не может признать свою вину. Чего? Ты слабак. Передай ей, что пусть теперь Серёжа играет в Бравл Старс. И больше мы никогда не будем друзьями. Играй теперь с Серёжей в Бабл Квас. Ай, бля. Вижу, наслаждаешься? Да. Но это, по-моему, не тот Руслан, да, получается? Мы не будем друзьями? Ты что, офигел? Ты мне сначала гадости пишешь, а потом виноваты. Вот Руслан Гладенко, который пришёл, это... Я не вижу, в смысле, это ты или нет? Пацаны, без галочки, проверьте. Я выставляю. Я тебе ещё раз говорю, я ничего тебе не писал, это всё серьёзно. А так, да, в принципе, наслаждаюсь, да. Я тут вон хаваю, пью, всё нормально, всё по кайфу. Я слабохарактерный, трус. Я слабохарактерный? Тогда ты инстасамка. Я инстасамка? Я не поняла, что там происходит? Тут Дима ведёт тебя как баба. А Наташа как тупая баба. А ты как малолетка. А ты как маленькая девочка, даже не разобралась ситуацией, и сразу обижаешься. Я тебе ещё раз говорю, что это Серёжа написал с моего телефона тебе сообщение. А потом ещё и специально подарки купил. А ты как дура повелась на этого лупоглазого. Я ещё раз спрашиваю, что здесь происходит? А вы сейчас, Александра Юрьевна, всё слышали прекрасно. Я лупоглазый. Ну не я же с чужих телефонов пишу. Ты кого лупоглазым назвал? Тебя. Так, а ну-ка успокоились оба. Сюда иди. Ты чё офигел? Да. Охладись, придурок. Нихуя. Ебайте Димой руки, блядь. Блядь, он уже мужик, мне кажется, блядь. Посмотрел, что возмужал, блядь. Смотри на его руки, нахуй. Ты зачем это сделал? Александра Юрьевна! Дима! Так а что он врёт? Ты дебил, я из-за тебя запалею. И всё, это из-за одного сообщения. Как это ты написал? Идите оба в жопу, два сапога, пара. Дима, маму, школу, быстро. Блин. Ну вот вы мне объясните. Пиздец. Мама, сильно ругать будем? Да, блядь, чё я с Наташей уже разговаривать, блядь, понятно, нахуй сейчас? Может, да, это второй раз за неделю вызывают. Прости, это всё из-за меня. Зачем ты взяла подарки от Серёж? Потому что я на тебя обиделась из-за того, что мы не пошли в кино. Ещё это сообщение с утра, я подумала, что тебе не нравлюсь, поэтому решила не разбираться в ситуации. Пообещай, что мы всегда будем во всём разбираться, прежде чем ссориться. Обещаю, мир. Мир. А цветы и игрушку я выброшу. Лучше отдай кому-то. Хорошо. Пиздец, я вот помню, вот сейчас написали, типа, те самые алкаши под домом у меня. Я помню, короче, когда приезжаю куда-то домой, типа, и слышу, какие-то алкаши орут прям где-то дома у себя, блядь. Я в подъезд захожу, я до сих пор их слышу, я домой захожу, я до сих пор слышу. А это, блядь, соседнего дома вообще, пиздец. Я их слышал, блядь, у себя дома, прикиньте, как они громко орали. Давайте ссорим урок физкультуры. Так, погнали, погнала шестая серия. Но перед этим, пацаны, давайте я вам немного прорекламирую хотя бы свой телеграм-канал, где вы можете смотреть о том, короче, оповещение о том, когда начинается мой стрим. Вот, поэтому давайте сейчас все подпишитесь, пока есть, так сказать, момент. Я сейчас скину вам ссылочку. Вот, ссылочку скинул на YouTube, на Twitch, пацаны. Давайте, заходите, подписывайтесь, не проебите, не проебите, самое главное. Потому что там уведомления о стримах каждый день, когда вот стрим начинается. Если его не будет, я тоже об этом вас оповещаю. Поэтому заходите, подписывайтесь, ну и там, блядь, не знаю, общайтесь друг с другом, например. Все, поехали. Продолжаем дальше. Слава, сори, но я пошел. Все же, не выдержал. Так, у нас есть потери первые, единица боевая отлетела. Этого палочка. Класс. Че? Быстро за мной! Быстро! Ножки в ТГ, обязательно скину. Не дай бог, ты сегодня что-то натворишь. Мам, я буду себя тихо вести, обещаю. Смотри мне, и чтобы меня в школу больше не вызывать. Хорошо, пока. О, пацан, стой. Я? Да, ты, ты с этой школы? Ну да. Да. Ну ты отлично, иди сюда, поможешь мне. Он же охранником был, блядь, что за хуйня? Помочь? Да, да, давай. Давай, давай. А чем помочь нужно? Возьми коробку, поможешь мне отнести. Так у меня же уроки. Урок у тебя через 10 минут. Поможешь отнести, будешь свободен. В смысле? Ну почему ты курьером подрабатываешь? А ты кого курьером назвал? Чё? Вот этих твоих... Пиздюк ебаный, ну-ка. Которые возле машины с коробками стоят. А что? Это он про нас. Слышь, малой, ты куда-то шёл? Школу. Ну иду из школы, чё вытендриваешь? Туда, блядь, туда его нахуй. Тебе решать, что мне делать. А ты, Дима, на уроки. Всё, спасибо, пацаны. Кто подписался, кто не подписался, подписывайтесь. Какие встретимся? Чего? Одногласник твой? Ну, типа того. Чё-то я его не припоминаю. Ну ничего, перевоспитаем. Так вы реально курьер? Да нет, я просто часто у вас на подработках. То на замене, то охранником. Ааа, ебать, понял. Серьёзно? Нифига себе. Ну да, было дело. Только тебя, чё-то я вообще не помню. Не знаю, может я болел? Может быть. Ладно, пойдём. Так, давай, ставь сюда, дальше сам разберусь. Опа. Хорошо. Тебя что, Дима зовут? Да, а вас? Можно назвать я просто Влад. Понял, я могу идти? Да нет, чел вообще пиздатый вот этот, он мне нравится. Давай, давай, иду на уроки. Кстати, спасибо, что помог. Не за что, до свидания. Угу, давай. Ну шо, заработал денег? Я просто ему помог донести коробки. Он тебе ещё не заплатил? Он вообще-то не курит. Чуть-чуть за хуйня вот здесь летают у него, блядь. Привет, Дима. Наташа? А, привет. А, что-то случилось? Нет, а что? Наташ, твоего парня так ещё как лоха развили. Это он о чём? Забей, он как всегда, пошли за парку. Ладно, идём. Чё молчишь, нечего сказать? Я дурачкам не отвечаю. Терпила. Сам такой. Как он легко Наташу отпустил, блядь? Какой-то пранк над училкой. А мне обычно девочке нравится. Как всегда. Нам нужно что-то делать. Это удивительно. Я про Серёжу, он достал своими пранками и вечными подставками. А, ты про это? Ты и пытался поговорить с ним? Так а что с ним говорить? Ну так должна же быть причина, зачем он всё это делает. Он когда сам, он нормальный, а когда с друзьями вечно выпендривает. Значит, его нужно перевести в другой класс. И как это сделать? Может подписи собрать? Пока, Шнер, пока. Тогда нужно его подставить. Серёжа, ты почему скачешь как конь? Так звонка ещё не было. Как не было? А это... Что происходит? Смотрим все серии сезонов. Это что? Рассаживаемся. Нужно его подставить перед Александрой Юрьевной? Может лучше не нужно? Что нам с этого? А ты хочешь вечно терпеть его в их? Ну, не знаю. Кстати, у вас сегодня физкультура есть? Да, сидят с попытами на партии. А после какого урока? После вашего. Отлично. У меня для вас прекрасные новости. Не зря не будет. К счастью, для тебя... Четвёртый сезон? Наверное, да. Я не знаю, посмотрим. Но просто мы же недавно его, ну, типа, смотрели. Все реакции как бы есть. Посмотрим на четвёртого. Серёжа будет, но уже с новым преподавателем. Я уже умираю. А что со старым? Старый учитель перевёлся в другую школу. Не выдержал вашего поведения. Перевёлся? Александр Юрьевна, здравствуйте. Разрешите? Влад? Владислав Павлович, я как раз только о вас рассказывала. Что? Это сегодня у меня с ними урок? Да. И, между прочим, худший класс по поведению. Ух, ну ничего страшного. Исправим. О, он уже физруком стал. Оказывается, не курьер? Серёжа? Что, Серёжа? Что ты себе позволяешь? Александра Юрьевна, всё нормально. Мы просто с Сергеем уже заочно знакомы. Вот оттуда такие эмоции. А когда это вы уже успели? В общем, я пойду, а с ребятами мы познакомимся на уроке. Договорились, ребят? Да. Смотрите, не опаздывайте. На связи. Офигеть, он наш физрук. Так, тишина. Пацаны, а прикиньте, ну, вообще, сколько, получается, мы будем смотреть 3 сезона по времени. Сколько 3 сезона по времени, типа, учитывая вот это вот. На перемене. Посчитайте кто-нибудь, кто вообще дохуя, типа, ну, знает, может. Сейчас достаем учебники и начинаем урок. Ты его знаешь? Да, Серёжа его утром курьером опозвал. Не повезло, Серёжа. Видимо, у него по физре только двойки будут. Да, потому что мы ещё и посмотрим, у кого двойки будут. Отвернись. Вернись. Не указывай. Так, а ну-ка, тишина. Ебать, красавчики, пацаны, 33 подписчика стала на Телеграме, лучшая. Да блин. Записываем тему. Так, домашнее задание, чтобы всё сделали. На следующем уроке я буду проверять. А? И на физкультуру, чтобы... Короче, в среднем говорят 5 часов, да? Вы без опозданий, я спрошу учителя, всё поняли? Да. Хорошо. Класс, давайте сорвим урок физкультуры этого палочка. Сорвать урок? Кто со мной? Никто, тут все нормальные, кроме тебя. Я тебя и не спрашивал. Серёжа, не перегибай, тут уже все против. Да, Серёжа, ты уже задолбался своими пранками. Он, наверное, идеи пранков А4 берёт. Идите вы все в жопу, Саша, пошли. Ну и болите. Дурак. Да, дурак. Так, шнурки. А? Блядь. Все стали и... Ебать, он свистнул, нахуй. Построились. Так звонка ещё не было. А он и не нужен. Стали и построились, быстро. Прошлый урок был ничего. И что, для особо одарённых нужно повторять? Ладно. Итак, меня зовут Владислав Павлович. Или курьер. Сердеж. 723. Спасибо всем. Давайте тысячу до Нового года добьём. Как думаете? Шаг вперёд. Что такое? Как зовут? Саша. Александр, шаг вперёд. Итак, Сергей Александр, почему вы без формы? Убежала. Убежала? Значит, будем догонять. 20 кругов вокруг спортзала. Не имеете права. Ну да, ебать, заебал этот юрист, блядь. Плюс 10 кругов. Это злоупотребление вашего положения. Ещё 10. Бегом марш! Блин. Повторяю для тех, кто в танке. Сравнить меня с прошлым учителем физкультуры я не разрешаю. Оскорбление в свой адрес я не потерплю. Кто придёт без формы, всё равно будет заниматься. Меня это не волнует. Будете бегать до потери пульса. Ясно? Да. А пока Саша и Серёжа занимаются разминкой, мы с вами познакомимся поближе. Можно не бегать. Можно молчать, а бегать нужно. Бля, мне так моего тренера напоминает по АРБ, блядь. Я хуею. По армейскому рукопошному бою. Здоровье. Итак, как вы помните, меня зовут Владислав Палыч. Генерал Кранча до конца останусь? Так точно, принял. Я новый учитель физкультуры. И я не так давно в этой профессии. Буду очень рад, если вы поможете в моём нелёгком деле. А вы сильно строгий? Девочка моя, я очень добрый человек. Но если со мной по-хорошему, я по-хорошему. А если по-плохому, то пеняйте на себя. Кранч, что делать, если ты вратарь, у тебя болит спина, и через час на тренинг идти? Ебашить по спине кулаком, так делают все мужики, бля, и хуярить на тренировку, типа. Ну, понимаешь, да? Если какое-то место болит, по нему надо хуярить. Пожалуйста, можно не бегать уже? Нет, нельзя. Это специальная тренировка, которая поможет в твоей будущей профессии. Какой ещё профессии? Ну ты же мечтаешь стать курьером, да, Серёжа? Да. Тишина. Итак, я ввожу вас в курс дела. Весь спортивный инвентарь был куплен за мои личные средства. Попрошу его уважать так же, как и мне. А можете показать, что вы купили? Всё, что я купил, находится за моей спиной. Кстати, коробки мне помог донести ваш одноклассник Дим. И вы ему даже не заплатили. Плюс 10 кругов. Да блин, Джош, замолчил же, достал. Ты что ты ноешь? Вас, кстати, Наташа зовут? Да. Наташа, можно, пожалуйста, вас попросить? Не могли бы вы принести коробку с надписью инвентарь? Она очень лёгкая. Да, конечно. Итак, сегодня мы проведём лёгкое занятие. Переусердствовать не будем. Так скажем, вступительный урок. Что это? Тут мышь! Что такое? Какая мышь? Я не понял. Так это же хомяк! Хомяк? Кто хомяка сюда поставил? Какого хуя? Это, наверное, Серёжа. Он хотел над вами пранк устроить. Это не я, вы чего врёте? А кто? Я смотрю, Серёжа, вы очень смешной пранкер. Как можно было додуматься хомяка поставить в мою коробку? Я говорю, это не... Бля, это вообще не хомяк, это крыса, да, кстати говоря? Бля, почему вы наговариваете? А кто это? Это мог сделать Дима. Что ты врёшь? Владислав Павлович, он всегда наговаривает на Диму. Ты это уже заметил. Мне кажется, мы с тобой будем бегать сегодня до ночи. Я говорю, это не я. Хватит на меня наговаривать. Ну, типа, прикол в том, что я ему верю, блядь. Предлагал нам пранк устроить над учителем. Владислав Павлович, стояло, не мы сделали. Вот именно, мы бы такой тупой пранк бы не сделали. Пранк действительно тупой. Вы что, не могли ничего умнее придумать? Владислав Павлович, можно вас на минуту? Александра Юрьевна. Что-то случилось? Случилось. Так, стоим на местах, никуда не уходим. Хомяка не трогать. Серёжа, ну почему ты такой тупой? Это не я сделал, честно, это кто-то другой. Ты бы признался, труп. Я не трус, если бы это был бы я, я бы сказал. Да закройся ты уже. Класс. Чё? Быстро за мной. Так. Быстро. Офигеть, физук. Ну, я думаю, что не о чем гадать, кто это сделал, да, Серёжа? Я серьёзно говорю, что это не я. А кто это мог сделать? Это реально, Дима, там даже написано, что это Дима. Да, это не я. Серёжа, ты замолчил уже. А, а вот и всё, ебать. Откуда он мог знать, что там написано, Дима, ебать, да? Ты надоел постоянно Диму подставлять. Так, Сергей, сейчас берёте ведро тряпки, чтобы машина была вымыта до идеала, ясно? Я не буду этого делать. А вас никто и не спрашивает. Или будете бегать вокруг стадиона до конца ночи. Да блин, тупой класс, Саня, погнали. Чё я, я этого не делал? Я тоже. Ладно. Как он пищит, пиздец. Ну что, детишки, вижу, наше знакомство было не очень удачным. Когда у нас следующий урок? На следующей неделе. Ну вот на следующей неделе мы и познакомимся с физкультурой. А сейчас можете отдыхать. Ну, кроме Александра, конечно, и Сергея. Спасибо, что ты мог лухачить. В смысле? За что? Это я подставила, Серёжа. Не, универ не буду смотреть. Чего не понимаю. Вот почему ты такой дурачок? Это я искала себе аллоги, взяла хомячка и поставила его в коробку. Серьёзно? А машина? И машину я тоже обклеила, правда? А ты потише говори, блядь. С помощью, ребят. Офигеть, так ты специально написала на стикерах Дива? Ну да, он же всегда тебя подставляет. Поэтому ему бы и никто и не поверил. Так я и решила ему утомстить за... А где Гена? Всё. Наташ, ты самый настоящий друг. Надеюсь... А, вон он стоит. Ну это не Гена, это какой-то другой чел, по-моему. Теперь тебя будет меньше трогать. Ну и мужа... Здорово, Киевер. Кто не поверит, теперь точно. Да-да. Александра Юрьевна, с вашего позволения! Опа, первое признание в любви будет, наверное, какое-то. Извини за вчера, прощаю. Дима, залетай! Батя там туса будет. Сыно, у тебя всё хорошо в школе? Эээ, да, мамуль. Вот опять, блять, квартира... Видите, как квартира поменялась, нахуй, зашкак? У меня последнего чела... Она так обычная была, вот, буквально три серии назад, блять, сейчас вот это... Одный день. Это финал. Кстати, да, блять, седьмая серия, финальная, пацаны. Да, мы уже книжки даже сдали. Ты моя умничка. А какие планы на каникулы? Блять, пизда ты охота. Я даже не знаю. А что, в школьный лагерь с классом не поедешь? Финальная серия, пацаны, максимальная активность в чате, давайте. Прям что-нибудь в чате такого. Плюсы ебанить какие-нибудь, просто так, по приколу. Плюсы в чате, вот, блять. Хочу посмотреть, вообще, сколько зрителей активные, прям, такие пацаны. Давайте просто плюс, 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 нахуй, вот столько ебашься. Хотел, ну, пока не знаю. Хорошо, давай, собирайся, подвезут тебя в школу. О, спасибо, мамуль. Да? Что там? Ага. Да вы что, и надолго? Мама, что случилось? Я поняла. Давай, Димон, пока. Я тебе передам. Да что там? Спасибо, что позвонили. Мам, что-то случилось? Звонила мама Наташа. И что? Так. Наташеньки сегодня в школе не будем. Почему? Ну, блин, сегодня же последний день. Ну, им пришлось срочно уехать по делам за город. Офигеть. Ну, не волнуйся, пойдёшь в школьный лагерь, там и встретитесь. Хорошо. А теперь дуй в школу, пока не опозвал последний день. Ладно, мамуль, пока. А поцеловать маму? Ну, мам. Да ёбаный в рот. Что ж она так хочет, чтобы её родной сын поцеловал, бля, а? Что делать? Как я без Наташи сегодня? А что, если Серёжа снова будет? Всё-всё-всё, пацаны, хватит с плюсами, хватит-хватит-хватит. Ко мне приставать. Дима! Влад! Дуй ко мне. Хорошо, бегу. Ну что, готов прощаться со школой? А чего прощаться? Ну, как-никак, последний учебный день. Ну да, но это ведь на три месяца, потом снова в школу. Ну да, тут ты прав. Ладно, помоги мне дозвучить короткий. Хорошо. Кстати, купил новые мечи, скакалки, только не понимаю, кому они нужны. Последний вид учебный день. А вы не ездите? Последняя финальная серия первого сезона. Первый сезон, скоро закончим смотреть. Ну, надеюсь, позовут, буду вожатым у вас. Я тоже, может, поеду, но пока что не решил. Ну, если ещё лето проведём вместе, погнали. Вот. Здесь ставим? Да-да, спасибо, ставь здесь. Хорошо. И, кстати, сегодня дисциплину не нарушай. Я не нарушаю. Сегодня у нас проверка в школе. Будут классы под экзамен строить. Ну, учителя на панике, поэтому будь аккуратнее. Понял, хорошо, спасибо. Всё, давай, дуй на урок. До свидания. Пизда, ты знакомства все завёл. Дима, Александра Юрьевна? Сегодня уроки проходят в классе английского. А как же наш класс? Дима, в школе проверка. Не заставляй меня нервничать. Быстро в класс английского. Блин, чего она такая злая? Я же не знал. Зачем кричать? Привет всем. Привет. А что происходит? Почему Юрьевна такая злая? В школу готовят к экзаменам. Проверка приехала. Ну, это я уже слышала. А Серёжа где? Всё же сегодня не будет. Офигеть. Ой, бля, вот. Видите, как Санёк уже более раскручиваться начинает. Наконец-таки что-то говорит там. Дима, классно. Сегодня полушколы не пришло из-за того, что последний учебный день. Круто. Приветствую вас, ребята. Добрый день, Александра Юрьевна. Так, вы уже в курсе, что на школе происходит? Вы про экзамены? Да, именно про них. У нас в школе присутствует проверка. Поэтому я вас попрошу максимально тихо себя вести, по коридорам не бегать и меня не подставлять. Ясно? Да. Во-во-во, ну похож на самом деле на настоящего Гену как бы, ну хуй знает. Ну, который в сериале. И ещё одно по поводу уроков. Так как вы все книги уже сдали и занятий у вас больше нет, можете тихонечко заниматься своими делами, а я своими. И ещё раз повторю, школу вверх дном не переворачивать. Иначе я вернусь и будете писать ещё одну контрольную работу в свой последний учебный день. Ясно? Ясно. Ну всё, тогда я пошла и надеюсь на ваше понимание. А чего Серёжа не пришёл? Балер разлёгся, блядь. Школьный день для ухов. Так, а ты чего пришёл? Ха-ха-ха, блядь. Не смешно. А нам смешно? Ха-ха-ха. Не смешно. Не смешно. А? Да, Дима, сейчас уже пить лог, чтоб ты не ослаблялся. Саша, да закройся ты уже, достал бы шестёрка, Серёжа. Я не шестёрка. Не, ну. Ладно. 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 Офигеть, последний день. И что делать теперь? Класс. Владислав Павлович. Владислав Павлович. Уже нету сегодня уроков физкультуры. Да, всё верно, Джек. Я не Джека, Сэм. Неважно, у меня к вам есть деликатный вопросик. Опять заболы кассить? Какие заборы? А, что? Заболы? Ебать, что у него реально с диксой? Да нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, сейчас озвучивает, да? Привет, посмотри по же видео, вот ссылка. Хорошо, посмотрю, посмотрю. Нужно сделать. Да ничего не нужно делать. Спасибо за 17 рублей. Просто есть вопрос. Скинуться на мячи? Да тихо ты. Вы вообще своего классного руководителя любите? Да. Ну есть такое. Тогда или нет? Ну любим. Вот я когда был в вашем возрасте... Кто-то сказал нет, кто-то не любит Александру Юрьевну, блять. У нас была школьная традиция поздравлять своего классного руководителя с окончанием учебного года. Сечете? Нет. В смысле, чего вы как дети? Я просто хочу, чтобы вы креативно поздравили своего классного руководителя. Ну а нам что с этого? Ой, идите вы в пень, пойду предложу другому классу. Владислав Павлович, мы готовы. Что? Мы готовы поздравить Александру Юрьевну. О, вот Димон, вот в нем я вообще не сомневался. Красавчик. Все же им тебе не хватает, по лицу почву за такое. Отвернись, карапуз, сам такой. Хорошо, какой у нас план действий? Может стих расскажем? А может открытку подарим? Давайте танцуем, ебать, макарену. Тоже как вариант. Кто вообще в 21 году дарит открытки? Нужно что-то современное, оригинальное. Бля, ну согласитесь, вот тут сюда бы дерзкого засунуть, ебать разъеба был. Шарики купить? Ну уже ближе. Ну нужно что-нибудь такое, чтобы она прям заплакала от счастья, понимаете? И весь следующий год ставила нам только хорошие оценки. Правильно мыслишь, Джек. Я Сэм. Короче, у меня есть одна идея, но тут... Джек-три 5 миллиметра, блядь. Нужно хорошенько подготовиться. Мы готовы. Ты достал уже. Отвернись. Так, тишина, слушаем Владислава Павловича и мотаем на ус. Хорошо. Так, а-а-а-а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошли донаты, ребята. Привет, ты топ. Спасибо, Панчик, за 30 рублей. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Кидут экзамены в школе, все кабинеты опечатают. Вот кто донатит, тот красавчик, бля. Вот реально, у того плюс 10 сантиметров писька станет. По факту, реально. Это проверенный факт. А для чего она в кабинетах? Нам нужен актовый зал. Первое, что мы сделаем, это договоримся с вахтёршей, чтобы она нам дала ключи от актового зала. В школе проверка. Какой актовый зал? Почему нам отказали? Вы же учитель. Я учитель физкультуры, актовый зал это не моя юрисдикция. Поэтому мы договоримся с охранником и получим у него дубликат ключей от актового зала. А что вы ему дали в пакете? Точно проверенный, 100% проверенный факт. Неважно. Дальше Джек вместе с Димой отправляется в магазин шариков и цветов и покупает всё самое красивое. Владисов Павлович, хватит меня на своего Джека. Я знаю, что ты сэн. Когда у нас будут подарки и ключи от актового зала, останется... А где оригинал этого трека такой пиздатый трек? Самое сложное. Подготовить поздравительный номер. Может, песню споём? Сейчас скажите рэп сочинить. О, краса... Ну, он-то по-любому споёт, бля, рэп. Сава, Джек, голова работает что надо. В общем, я, Дима и Джек, поедем на студию и запишем рэп-открытку. Ты что, петь не умеешь? Нет. Конечно, не. Йо, у меня зовут Сэм. Это 2021 выпускной поздравитель. Я мучительницу нашу. Пятый класс, это трендинг. Я люблю... Йо, пятый В-класс, бля. Хе-хе-хе. Браво Старс, Симпло Димпл. А ещё мы любим в школу выходить и за партой мух ловить. Это отвратительно. Я же говорил, что я не умею рэп читать. Это странно. И что делать? Исправлять ситуарь. Может, баскетбол хотя бы будет играть. Симпл Димпл. Я не поняла, что здесь происходит? А, так я с вашими решил посидеть, пока мы с вами делами школьными заняты. Да что вы говорите? Так, вы тихо сидите, а вас александрировано на минуточку буквально нужно, пожалуйста. По поводу окончания года. Я против поздравлять Юну. Тебе Серёжа? Пиздец, блядь, Санёк, нахуй, ты чё? Ты причаешь? Почём здесь все уже? Бля, что у него с сортом, ёбаный в рот? Ребятки, с Юрьевной вопрос решён. А что делать с Райей? Нет, я думал, типа, это сейчас всё хуёво, как бы, а здесь, блядь, вообще пиздец. Ладно, так и быть. Это я возьму на себя, ну а вы делаете всё так, как мы договаривались. По рукам? Ну да. Через час встречаемся в актовом зале, и чтобы Александре Юрьевне... Так и запишем. Слово. Хорошо. И ещё Юрьевне мы на глаза не попадаемся, так же, как и проверки. Владислав Палыч, я могу с вами поехать на студию? Зачем? Мне очень нужно. Поехали. Спасибо. Давай, давай. Мне интересно послушать трек. Ну, вроде готово. Ну что, всё готово? Всё готово, кроме поздравления. Ну, с поздравлениями у нас... Мистер Кранч требуем до ночи смотреть все сезоны школы. Ну, я же не буду растягивать, когда смотрим, тогда смотрим. Всё в порядке, да, Дима? Ага. Ну что, можем начинать? Позвать Александру Юрьевну. Ну, это я возьму на себя, а вы пока готовьтесь. Хорошо. Дима, а ты зачем ездился из руком на студию? Скоро всё узнаете. Он именно будет с нами наедине оставаться без Наташи. У него даже голос другой, нихуя себе. Саша, заткнись, иди лучше поиграй в Симпл Димпл. Сам иди поиграю в Симпл Димпл. Палыч. Подожди, это его настоящий голос, или... Я чё-то не понимаю. Обязательно мне нужно было глаза закрывать. Александра Юрьевна. У него же голос вообще другой. Дима, это такой сюрприз. Палыч, если вы маньяк, то скажите сразу, чтобы я знала, чего от вас ожидать. Если у него там какой-то вот такой голос, то здесь он какой-то типа вот такой, блядь. На язык, Александра Юрьевна, мы уже почти пришли. Ну что, Гатя? На счёт три открываем глаза. Раз, два, три. Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Боже мой, дети, спасибо. У Сани как, походу, голос сломался в обратную сторону, блядь. Мне так приятно, это так неожиданно. С последним звонком. Александра Юрьевна, а мы для вас приготовили ещё музыкальный подарок. Давай, господи, мне уже страшно. С Новым Годом, всех! Всех с Новым Годом! Поздравляем, пацаны! А сейчас специально для нашей школы музыкальное поздравление от вашего одноклассника, Дима. Он приготовил для вас свой первый рэп. Прошу вас, поддержите его. Александра Юрьевна, вот сейчас будет кринж, пацаны. Вашего позволения, Дима, залетай! А сейчас будет мой сюрприз для вас всех. Меня зовут Дима. Я учусь в этом классе. Последний звонок одноклассникам срать. Сейчас я расскажу вам про школу нашу. И, кстати, друзья, я влюбился в Наташ. Ты такая красивая, я тобой дорожу. А на тебя, Серёжа, я зла не держу. Я хуй покладу, бля. Вас очень не хватает рядом со мной. Мы с вами расстаёмся этой весной. Я кринжово зачитал. Прошу вас... Во, вот он сам говорит, я кринжово зачитал. Не вините. Мы весь с одной школы. Просто поддержите. Обещаю вам, ребят, хорошо учиться. Может, драт не очень, но нужно наловчиться. Александра Юрьевна, спасибо вам за всё. С вами был Дима. Встретимся ещё. Может быть. Что? Просьба натаскать. Владислав Павлович, поставьте мне на ляк. Да, договорились. Да, Гелепут. Договорились. Что здесь происходит? Что за хуйня? Вы поёте на всю школу? Дефектор? Максим Геннадьевич. Дефектор? Прошу прощения. Это мой класс устроил мне сюрприз. Сюрприз во время того, как у нас гиренов в школе, да? И экзамены все пишут. Простите, мы сейчас всё уберём. Да вы поздравляете Александру Юрьевну с окончанием учебного года? Да, это мой класс. Ладно, извините, я погорячился. Пиздец ты, блядь. Дима? Да, помните, он у вас был недавно. Да, это он только что пел? Да, это он пел, представляете? Ладно, простите меня, Александра Юрьевна, можете продолжать. Дефектор что-то вообще. Пронесло. Свините эти моменты. Всё хорошо? Да, всё хорошо, продолжайте. Спасибо вам. Александра Юрьевна, мне тоже есть что сказать? Владислав Павлович, давайте. Ай, блядь, ну это лайк, ебать, это лайк. Дефектор по мне понравился. Школа любит только вас. Поздравляем, пятый класс. А-ра-па-па-па-ра-па-па. Так, число зрителей 66, нахуй. Полтора часа заняло у нас всё вот это вот. Перекиньте, первый сезон полтора часа мы смотрели. Я ебу, да? Охуеть. Так, чё по зрителям здесь? 10. Красавчики, нахуй. Тут, бля, 66. Дайте-ка я на трансу зайду, посмотрю вообще, чё там по... Этому самому. Этому самому, блядь, как его называют-то, нахуй. Вот, 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 вот. Сколько лайков, пацаны? 88. Так, давайте, давайте 2, 2, 2 лайка. Надо ещё... О, один лайк. Ещё один лайк и будет 90. На сегодняшний стрим цель добить 100 лайков, как минимум. Вот 100 лайков это как минимум, пацаны. Так что давайте стремимся, ебашим. Давайте, мы должны это сделать, бля. Хуярим. Ещё один лайк должны поставить, пацаны. О, хороши, красавчики, уже 92. Давайте, давайте. Всего 8 человек должны поставить ещё... О, уже 7. Видите, как быстро идёт, пацаны? Просто ставим лайк и уже соточка будет. Юбилейная, нахуй. 6. 6 осталось. 6. Короче, давайте, пацаны, добивайте. А я пойду пока искать вторую, так сказать, второй сезон. Так, или что сейчас мы будем смотреть? Осталось 7 часов. Нихуя себе, ёбаный сыр, блядь. Та-та-да. Та-та-да. Так, глазами преподавателя. Это не то, не то, не то, не то. Свидание в общаге. Опять, чё-то не то, блядь. Куда я так промотал-то? А, вот она. Вот она началась. Вот все серии. И вот где-то здесь должна опять начаться. Вот школьные каникулы. Бля, вот давайте. Охуеть, а сколько они идти-то будут? Получается, еще чуть-чуть, да? Я не знаю, будем смотреть школьные каникулы или нет? Смотрим их, да? Зайди в плейлисты и выбери 44 минуты каникулы. 44 минуты? Так не, мы по хронологии будем смотреть. Мы пока, ну, не будем прям туда заходить. Это 109. По хронологии будем чекать. Во, 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 кстати. 15-я школа? Ну, допустим. Значит, мы по адресу. Бомбиты выходят. Вот тут разборочки. Пишут, да, 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 да. Смотрим, похуй, да, они прикольные. Где видео, где видео. Где, в смысле, где видео. Вот оно. Вот же козлы мажорные. Ну что, друзья, вы просили, мы сделали. Новый сериал про школу. Я могу с уверенностью сказать, что это одно из лучших видео на канале. Обязательно досматривайте до конца. Поддерживайте своей активностью. Пишите как можно больше комментариев. Приятного просмотра. Это Влад. Или же Владислав Павлович. Наверху все серии школьные каникулы. Блядь, да, сейчас, даже секунду, остались. Не, ну тут школа начинается. А, вот они, школьные каникулы все серии. Я так понимаю, вот это тоже школьные каникулы, да? Короче, вот это вот смотреть лучше. Правильно? 44 минуты. Все, я нашел. Ребят, хочу поздравить каждого. Вот оно, школьные каникулы глазами школьника. Да, это, походу, оно. Все, понял, смотрим. Где видео там, где я кидал донат? Я не знаю, ты не кидал донат. Что этой осенью я постараюсь снять для вас как можно больше интересного контента. Но перед этим давайте вместе с вами посмотрим весь сериал школьных каникул глазами школьников. Я он вырос за год, у него было 543 тысячи подписчиков, сейчас уже почти 2 миллиона, нихуя красавчик. Приятного просмотра. Это 119? Так, ну сейчас промотаем. Он работает учителем физкультуры в одной из школ, а там без отчества никак. А это я, Руслан. Но с сегодняшнего дня, Руслан Николаевич, ведь теперь я вожатый в... Тебе в донате... Ааа, тебе в донате кинули ссылку, точно, ёбаный сыр, забыл, брат, извини, ща. Че тут такое? Ты че теснул? А зачем ты... Ну, мы же... Мы это посмотрим, как бы, второй сезон школы-то по-любому. Хе-хе. Просто зачем мы сейчас будем хронологию ломать? Мы посмотрим её, просто потом, попозже. Мы дойдём до этого. Я не знаю, зачем ты это сейчас кинул. В этой же школе. Вожатый, но не по своей воле. Николаевич, нужна твоя... Просто чтобы хронологию не ломать, мы вот, как бы, постепенно дойдём до твоего видоса вот этого. Замдиректора сказал, не найдёшь второго вожатого, за премию можешь забыть. Ааа, как же Александра Юрьевна? Так она что... Так, что? Она уехала на практику, будет аж через месяц. Батя Дима, голос сломался. Руслана в голос встал. А мне уже нужно детей как-то развлекать. Родители кипишуют. Ну, а зам злиться? Ладно. Я в теме. О! Хе! На Твиче ману никак не кидать нельзя. Ну что, добро пожаловать. Для чего вы нас собрали в школе? Сейчас же лето и каникулы. Ну, каникулы. Кстати, ребята, это, секунду, сейчас извиняюсь, что отвлекаю. Еще раз, подпишитесь по-братски сюда. 74 фолловера. На Твиче стримлю каждый день. Зайдите, подпишитесь, кто с Ютуба. Ну, прям реально. Чтобы меня не проебать. Ну и контент пиздатый же делаем, правильно? Всем все нравится, как бы всех все устраивает. Тоже зайдите, подпишитесь. Чтобы все по кайфу было. Это кто подпишется, у того там, я не знаю. Ну, все хорошо в жизни будет, например. Каникулы каникулами, а обогащение и оздоровление ума должно быть по расписанию. Это вы про что? А если уже подписан, значит ты, блядь, красава. Молодой человек почти шестого класса, что ваши родители попросили нас, учителей, провести с вами незабываемые каникулы. Прогулки, спортзалы, музеи. И все это мы проведем вместе. А почему именно мы? Где остальная часть класса? Ну, остальные разъехались по деревням. Кто остался в городе, сейчас с нами. Владислав Павлович, а кто это? А, это, это Руслан, мой товарищ с университета. По совместительству ваш... Значит, это тот, кто вас создал, ёбана. Второй вожатый. Дети, здравствуйте. Здравствуйте. Значит так, сегодня мы с вами... О, него я. Все же бандиты на мерседесах такие треки слушают. Не понял, а кто это у нас такой деловой в школьный двор прется? Может, директор? Гильза. Ну, у нашего директора нет номеров с надписью Гильза. Гильза? Здорово, парни. А тут Димы не будет? Это 119-я школа? Ну, допустим. Значит, мы по адресу. Бандиты, выходим. Да. А, ебать! Это вот откуда они появились, нихуя. Ебать, чело перекосило, бля, посмотри на его лицо нахуй. Ну что, поздоровайтесь со своими дружбанами на ближайшее лето. А это обязательно? Да поздоровайтесь, я тебе говорю. Всем привет! Здрасте. Вот так. Директор у себя? Нет его. Это левый и правый берег, бля. Есть его зам. А он на месте? Здесь Дима, чекайте. А где Дима, кстати? Он на месте. В общем, вы на качельках здесь поиграйтесь, а я сейчас подойду. Качели же для детей. Да поиграйся, я тебе говорю. Хуй, а он такой, блядь? Владислав Павлович. Что? Это кто такие? Ну, откуда я знаю? Павлович, а реально, кто это? Откуда я знаю? Чего вы пристали ко мне? Так вообще, на чем я остановился? Вы сказали, что мы сегодня... Да, 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 да. Сегодня мы с вами отправляемся в музей интересной науки. Куда? Куда, куда. В музей интересной науки. А что это такое вообще? А можно без лишних вопросов? О, тут Санька уже голос нормальный. Давайте в автобус рассаживайтесь быстрее. Они что, на этом хаме поедут? Это вы нам? Нет. Ну-ну. Рассаживаемся. О, Русланыч. Значит так, перед тем, как мы отправимся с вами в наше путешествие, я проведу для вас инструктор. А может вы без нас в этот музей поедете? Александр, если что, мне ваша мама дала письменное разрешение на то, чтобы каждого из вас я наказывал за непослушание. О, Слав Павлович, разрешите отнять вас пару секунд? Да, Александр Степанович. Ты-то кто, блядь? Конечно. Здравствуйте, дети. Добрый день. Дима. Здравствуйте. На правах исполняющего обязанности директора школы я хочу вам представить преподавателя по физкультуре с 228-й гимназии Олега Евгеньевича. Что? Блядь, он что, физрук? Они с 228-й гимназии? Это самая дорогая школа в нашем городе. Александр Степанович, расскажите ему... Это потом кто-то Дима переведет? Лучше зачем мы здесь? Кстати, хочу заметить, Олег Евгеньевич был трижды удостоен звания лучший учитель года. Между прочим, дважды брал титул человек года. А по версии областного журнала... Ну это, походу, физрук ТНТ, который, блядь... Скажу в топ-10 самых успешных учителей. В этом году наша школа пересекается по общественным мероприятиям на летние каникулы. Поэтому городской совет принял решение на это время объединить наши школы вместе. Объединить вместе? Да, кстати, ребята, все ваши будущие экскурсии вы теперь будете проходить совместно. Поэтому я очень надеюсь на то, что вы проявите максимум уважения и дружелюбия друг к другу. Ну ладно. Владимир Павлович, вы можете на некоторое время отпустить ребят из автобуса? Руслан Николаевич, вы за главным. Ребят, все выходим и строимся сзади автобуса. Это походу батя Димы говорит что-то? Да нет, и что, у него нет батя вроде. Стрим пизда лагает. Что, реально стрим лагает, пацаны? Уже второй человек пишет, что стрим лагает. Вообще нет просадок, ничего не показывает. Вообще лагать даже не должно, я не знаю. Реально лагает? Пацаны, напишите, лагает стрим или нет. У меня нет, у меня нет стрим. Нет стрим. Блядь, я не понимаю. Неужели реально лагает? Чуть-чуть? Алло, 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 ща вот так вот рукой подвигаю. Алло, 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 ща вот так вот рукой подвигаю. Не знаю, пацаны, у кого лагает, обновите страничку. Может перестанет, но у меня вроде все нормально идет. У меня не лагает. Просто здесь у кого-то лагает, у кого-то нет. Я говорю, если лагает, то ли понести качество, либо обновите страницу. Слышь, толстый, а чего ваш физрук-то на шляка похож? А чего ваш физрук такой выпендрежник? А вас не спущи... Подожди, вот этот ген, это уже гена. Вы понимаете, что здесь присутствую я, нет? А вы кто такой? Руслан Николаевич, мирных училкой по рисованию. Так, а ну закрыли рты, я сейчас вам уши найти. Но главное, обязательно это раскрылите ребятам. Я вас понял, Александр Степанович. Олег Евгеньевич, а этот учитель только что матерился при нас. О-о-о-о. Чего? Что, простите? Это правда Руслан Николаевич? Нет, конечно, я бы никогда не посунел. А еще обещал нам уши надрать. Я же говорю, это типа Дима. Так, садитесь в машину, я сейчас подойду. Владислав Павлович, проведите воспитательную беседу для своего коллеги. Либо мне это придется сделать самому. Либо я поверю, бля, какому-то ребенку, бля, который учится спизданул. Что мне кажется? Встретимся в музее. А вы с нами в музей не поедете? Да что нам? Как лохам на этом корыте трястись? Мы на своей. На что только что лохами назвали? Они вас еще Шреком обозвали. Я что, на Шрека похож? Ну, я бы не сказал. Вообще, охренели, мажор. Терпилы, получается. Вот сборник терпил, бля. Вы гребаные. Может, как-то избавимся от них? Да! Да, давай! Да, мы все будем думать по мере поступления. Садитесь в автобус, поехали. Давай, давай! А где мама Саши, бля? У него нет мамы же, по-моему, бабушка. Дима-мажорчик в белой рубашке и бабочке? Это стопроцентная информация. Владислав Павлович, тут машина Олега Евгеньевича. Может, сделаем что-то с ней? Я понять не могу. А клеим стикерами, например? Что, межшкольная война? Добрее нужно быть. Мы что-то в музей идем и пакости никому не делаем. Так может, за Шрек отомстите? Напишите на машине, что он Фиона. Успокойся, он сказал. В музей идем. Все, давайте. Пошли, пошли. Ну и ладно. Так, и куда нам? Может, экскурсовода нанять? Успокойся, я знаю так больше этих ваших экскурсоводов. Мы с Русланом Николаевичем вам все покажем и расскажем. Да, Руслан? Это вот они в гимназии? Нет, стоп. А, они в музее. А что вы так долго? До пробки, Олег Евгеньевич? Что-то мы вообще не почувствовали. Конечно. Кстати, а мы уже все посмотрели, пока вас не было. Да вы что? Да, экскурсовод хороший попался. Экскурсовод, говорите. Что планируете дальше делать? А мы в кафешки сели. Сейчас кушать будем. Не хотите присоединиться? Да что вы? Мы что сюда кушать приехали? Ну, если что, знаете, где нас искать? Мажоры гребаные, кушать они пошли. Владислав Павлович, мы что, кушать не будем? Вкусная еда, животу беда. Пойдем экспонаты смотреть. Владислав Павлович, а что это? Ну, как тебе сказать? Почки, наверное. Наверное, или почки? То, что просто очень, что-то очень похожее. Откуда я знаю? Он на стенде все написал. Похоже, денег на экскурсоводы не хватило. Чего? Это вы нам? Да нет, мы со скелетом говорим. Спасибо за фоллоу, роман, чек. Преподавайте. Хидут для нашего класса заказывает, а что? Ну вот и идите к нему. Оборзели мажорчики, блин. Сэм? О, Сэм, ты где были? В той туалете, а что? А ты сам в туалете был? Квэр опять подписался. Что это такое? Вы подписываете, подписываете, ябану, еру. Козел. И кто это сделал? Там пацан из другого класса был. Ну все, я им сейчас устрою. Клод, за мной. Опа. Забив стенка на стенку. Олег Евгеньевич, я прошу прощения. Зачем вы это сделали? Вы о чем, Владислав Павлович? Ну кто-то из ваших учеников доклеил моему вот это распину. Это не... Так, секунду, это кто? У меня кто-то стучится. Ну, блин, поменяемся. Короче, сейчас будет двойная реакция, пацаны. Вдвоем будем смотреть. С моей девушкой. Вот так вот, пацаны, да. Вот он тот интерактив. Мы хотели посмотреть этот самый. Да, Полина приехала. Сейчас она сюда придет, сядет, переоденется, как бы ей будет готова. А мы продолжаем. Или вы хотите что-то сказать? Мы так, просто поинтересоваться. Ладно, мы не отвлекаем вас, отдыхайте. Ребят, пойдем? Дверь, нет, дверь не выбили, все отлично. Пойдем, пойдем быстрее, быстрее. Владислав Павлович, что это было? Детки, вас Владислав Павлович струсил. Ничего я не струсил. Он же вам сказал, это не мои. Здесь вообще много детей, мог быть кто угодно. Руслан Николаевич, Владислав Павлович, мы, пожалуй, поедем у нас в боулинг через час. Пиздец, блядь, а можно мне вот так же было, а? Боулинг, говорите? Ну да. Я думал, ты настоящий данжен мастер, блядь. Да это для прикрытия. Тебе нужно баловать. Вот мы решили в боулинг заехать. Ну, это уже, правда, за мой бюджет. Ну что, удача. Что здесь, Дима, я не понимаю. И вам не хватать. Вот это не он, кто-то, блядь, другой пацан какой-то был. Прощайтесь с классом, детям. Ну ясно. Свидимся, как говорится. Ага, обязательно. Владислав Павлович, мы поедем в боулинг? Какой боулинг? У нас 50 минут осталось. Досматриваем экспонаты по домам. Боулинг. Владислав Павлович, спасибо. Экскурсия была супер. Заебись было все. Особенно было классно, когда вы чуть-то подрались с той жирухой за экспонат. Да, это не Дима. Все понял, понял. А что она без дочери лезла? Владислав Павлович, там с автобусом проблемы. Какие еще проблемы? Пойдемте все быстрее. Так. Ай, блядь. Обосрали. У меня так же, блядь, кошки натворили, блядь, дома. Че, хули он ехать не сможет теперь? Вот же сказы мажорные. А, ты думаешь, это они? Ну а кто еще это мог сделать? И что ты будешь делать? Это война. Я ничего не хотел, но они сами напросились. Владислав Павлович, нужно доказать, что вы не Шрак. Шрак, блядь. Олег Евгеньевич, может хотя бы не приедете? Ой, блядь, че там про... Че, вы видели? Вы видели? Блядь, Евгеньевич, этот глаз какой-то больной. Они с нами драться хотели. Вот, 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 где, 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 где? Вот это какой-то, я не знаю, кто это, это вряд ли Дима, это тоже вряд ли Дима. Я по голосу примерно должен понимать, кто Дима. Ты че врешь? Мне уже достали их тупорылые выходки. Вот, вон один Дима на первой партии. Где ваш? Браул Старс, смотри. Ебать, там этот, как его, позитифон. Трю, а что? Ты с деревни вернулся, чтобы мне помогать? Или свои тупые войнушки смотреть? Это не войнушки. Это деградация, лучше бы книги на лето почитала. Мама, у меня еще все лето впереди. Я тебя поняла, собирайся. Да, это я Стич. Стич? Да, здорово. Да. Как куда? В школу поедем. Так, каникулы же. Вот и проведешь свои школьные каникулы в окружении учителей и одноклассников. Может тебя хоть там что-то заставят делать. Ну, мама, блин. Я сказала. Пацаны, небольшие технические неполадки. Так, получается, чем? Принеси, Полина, на коридоре там лежит этот переходник. Где? Какая? Ну, в портфеле, наверное, ты ничего не доставала. Сюда я не знаю где. Здесь ее нет. Собирайся. Офигенное лето, спасибо. Вот, сейчас, короче, пацаны, подключу. Будем вдвоем смотреть. Вот так вот, садись пока. Дерзкий в платье переодеть не может? Дерзкий? Так, ну, зачем ему? Если ты про ту серию, то это самое. Нахуя? Это он же мисс школы, блядь, выиграл. Вот так вот. Дерзкий переодеть. Чай. Чай здесь? Да, да, и нихуя себе здорово. Так, короче, вот такая вот хуйня позволит нам с Полиной сейчас вместе смотреть и слушать великолепный сериал школы. Что? Ты не нашла? А, свою. Да. Так, сейчас, пацаны, секундочку прям буквально. Прикиньте, говорят, из подъезда слышно. Ну, похуй, бывает, бляча. Так, все, вроде все подходит. Сейчас, секунду, пацаны, залезу под парту. Ты пока вот эти будешь наушники использовать? Поехали. Сейчас, секунду подключу. Так, а как оно? А, вот так. Смотри, а там ничего не видно? Смотри, а там ничего не видно. Так, а там ничего не видно. Все, ребятки, сейчас будем Да, я тебе подключу Да, будет отлично Итак, ребятки, так, двигайся куда-нибудь туда, поближайся, чтобы меня тоже было видно В общем, вот, я буду сейчас с Полиной реагировать на этот великолепный сериал Соответственно, поприветствуйте Полина Вот, всем здорова Полина, тебя сейчас смотрят, знаешь, сколько человек 58 человек на ютубе тебя смотрят И еще на Твиче, и еще на Твиче 9 Так что вот, скажи привет Она стесняется немного Все, пацаны, поприветствуйте в чате Полину И мы поехали смотреть, поехали Так, все, вот здесь начинаем 8 тысячей, я же говорю, для прикрытия, для прикрытия Я думала, что ты пошутила У тебя что, мама похожа на клоуна? Нет Вот и иди в школу Так там же никого нет Там есть, учитель физкультуры Владислав Палыч Вот с ними будешь развлекаться и играть в свой бабл квас Бравл Старс вообще Так, Дима, у меня нет времени Давай иду в школу, а вечером тебя заберу Офигеть, спасибо, мама Лучше бы у бабушки остался на лето, чем в школу ходить Знал бы, вообще не приехал бы Каникулы, как я звонок, для учителя Владислав Палыч О, какие люди Дмитрий, здравствуйте Раз, я знакомлю, вот это их физрук Вот это вот Герман, но потом узнаешь, кто это, блядь, это в новых сериях Здравствуйте Если не ошибаюсь, вы были у бабушки в деревне? Да был, но меня сегодня мама отправила к нам Надо Полину немного в курс дела вводить У тебя тоже Полина Да, 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 да Ну что ж, добро пожаловать, проходите Привет всем Привет Так, 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 так Ну остальные персонажи тут вот только Санек Я тебе сейчас его покажу, когда покажут Так, на чем я остановился? А? Вы рассказывали что-то про директора О, директор Значит так, я узнаю о расписании на сегодня Отойду на 5 минут Выведеть себя хорошо И класс мне на уши не поднимать Договорились? Да Хорошо Вот и отлично Ой Дима, тебя тоже мама отправила сюда? Да, из-за того, что я брала Старс играла Жестко, конечно А почему вообще школа работает летом? Ну, это типа лагерь Владислав Павлович нас возит по экскурсии Это, кстати, была в лагерь? Ну, в школьном когда-нибудь В школьном В школьном Мы сегодня тоже И что, как там было весело? Я только помню, что мы в боулинг ходили еще А, нихуя Ты же куда-то поедешь? Я никогда не был там Ну и мы никуда не ходили Тут он тоже в боулинг сейчас пойдет Не знаю, но в прошлый раз мы ездили Дима смотрит на тебя? Нет, не вижу Это другой Музей с мажорами Я хотела молдом обетенить Вот это Дима! Вот это вот Дима! Кипа тивная Но физик у них классный А где Наташа, Сережа и остальная часть класса? Всем бабушкам и дедушкам поразъезжали Мне кажется, это самое тупое лето, которое могло быть Пиздец, прикинь, вот это Дима Так да, ебать В одном селе закупаются, естественно Ага Опа! Ой, ну что, детвора, готовы? К чему? Ну как к чему? Сегодня мы с вами по указанию замдиректора будем Ехать на экскурсию? Нет Сегодня мы с вами будем учить литературу, которую нам задали на лето Что? Не, знаешь, что интересно? Сколько вообще Вот одна серия стоит в количестве, в деньгах? Вот сколько такая серия стоит? Кранч, вас не слышно почти, блядь? Что, почему? Ты погромче давай говори А меня нормально слышно, нет? Я могу себя погромче сделать, конечно Что, что, что? В следующий раз пойдем на экскурсию Сегодня будем выполнять указания руководства Вот так нормально, пацаны? Вот так пойдет? А может мы лучше почитаем где-нибудь? Я вас в школу не тащил Все вопросы к родителям Тем более мне тоже не сильно Скажи что-нибудь, скажи что-нибудь Ля Ну не в микрофону, как обычно сидишь Говори Привет Нормально слышно, парни? Знаете, хочется с вами все лето здесь торчать Добрый день Можно к вам? Как верю, Олег Евгеньевич, проходите Саша, это кто? Это те мужички из другой школы Ага Я прошу прощения, а вы к нам, собственно, с какой целью? А мы к вам с предложением приехали Дайте угадаю Школу туалетной бумагой обрастать, что ли? Ну что вы, Владислав Павлович Это же не мои оболтусы Нам обкидали школьный автобус На прошлой экскурсии Владислав Павлович Я не знаю, о чем вы говорите Мы к вам с предложением Сыграть в CSGO в реальной жизни Охуеть! Так, тихо Вообще-то у нас с классом сегодня другие планы Какие? Что, книги будете читать? Че? Так, смешно сильно? Нет, ну что вы Учиться нужно Но ведь сейчас лето Детям нужно отдыхать Может, все-таки поедете? Блядь, реально, в настоящий CSGO в жизни Ты там, смотри, не наеби Ничего, аккуратнее Затраты я беру на себя Значит так, не шумим А вас я попрошу на пару слов Пожалуйста Не шуметь А ваш физрук тупой, да? Что? Говорю, что физрук у вас тупой А ты что, сильно умная? Умнее тебя буду, коротышка А че вы такие? Ой, тунгукники, блядь Я же про это и говорю Ты злые А ты че ноешь? Я не ною Вот, все заходите А ты че бычишь? Это кто этот че бычер? Я не понял А что здесь происходит? Пиздец, ты потом увидишь Вот этого чела справа Который Санек Который Фарамир Это пиздец вообще Ты, блядь Потом увидишь, как у нее дикция поменялась И все вообще остальное Евгеньевич, этот класс какой-то больной Они с нами драться хотели Ты че врешь? Это вообще У них, блядь, физрук предлагал поиграть Блядь, в CSGO в реальной жизни О чем она думает, нахуй? Пожалуйста Я так понимаю, в Counter-Strike мы играть не будем Ну Будем пиздиться С вашими демями точно нет Че? Вы что-то имеете против моих детей? Заметьте, не я это сказал Ну зачем вы так, Владислав Павлович? Я же к вам с хорошими намерениями приехал А наш школьный автобус вы тоже С хорошими намерениями откидали А? Олег Евгеньевич Забирайте своих детей И проваливайтесь с нашей школы, ясно? Ну ладно, удачи Грызите гранит науки Вундеркинды, блин Как ты относишься к этому персонажу По первым секундам? Что ты думаешь о нем? Нормально вроде Вот этот чел? Да Он тебе нравится? Нет А че ты говоришь? Че? Владислав Павлович, ты реально они первые начали? Да знаю я Вы же им обещали межшкольную битву, что ли? Так никаких межшкольных битв, застаем учебник и учимся Владислав Павлович, вы что, слабак? Слабак? Нам нужно доказать то, что мы лучше Никто ничего не должен доказывать Они вас еще тупым назвали Что? Тупым? Тупым! Ну я им устрою Будет им битва Никто не может называть меня тупым Владислав Павлович, нам где кто ничего не делал Потому что мы еще не будем книги читать Александр, меньше вопросов Все готовы ехать? Да Обычно кранчу нравятся мальчики Но исключение Вот она сидит В машину Вот это я бобрый, блядь, в школу пришел Часов Павлович, вы улыбуем, что это, конечно, го, военная жизнь? Это похоже на пентбол Да, вижу, я вижу ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО revelation Я approximation Я차 я вижу вы уже нервничать а мне нечего нервничать подключать некоторые что где вы говорите ваш этот кс гоу в реальной жизни а я предлагаю 3 нет не вместе детали без детей вообще там из дома нахуй выгоняют не 0 вы здесь не сидел до который догонил там у нее еще пиздец ситуации посмотрим кто еще проиграет рот закрой опа у ебать осуждаю осуждаю нахуй осуждаю такую хуйню спасибо конечно за 50 рублей но осуждаю блять такую хуйню пацаны скажите им что-то цены серьезно ты что сам не можешь за себя постоять опять он зачем-то скинул эти бэбры все в адидастах ла-ла-ла-ла-ла просто девочек не хочу трогать и мальчиков наверное трогать боюсь не боюсь тебя сначала не унижают не унижают вы что опять что они поделили нет все хорошо ну вот и отлично пойдем за мной куда за мной говорю идем значит так смотрите какой план действий мы будем соревноваться против них научись не перебивать сколько раз горел саш я знаю ладно крызи я не буду смотреть я и так верю стрим сохранится да твой просто в общем я общался с олегом евгеничем есть проблем какая мы не сможем пострелять потому что не хватает экипиров владислав палыч а что делать что делать в школу учить литературу время пострелять между нами пальба папа 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 палыч так нельзя вы должны отстоять честь нашей школы перед ним давайте вы поиграть один на один с олегом евгеничем ну что действительно этого хотите и верите в меня да а что там было а вот нельзя это слушать нельзя пацаны там что-то осуждающие было либо чипс приполз то владислав палыч на желание готовьтесь выполнять олег евгеньевич владислав палыч мы вас верим ваш дырявый физрук зря подписался на кто бы говорит это нам а что вам очень сильно повезло что мы не играем против вас и кому еще повезло ты сейчас договоришься лучше замолчили каррика дашь а ты воевал и бы ее вообще вот ныряли на тебя бесит вот как персонаж находит посмотри на ее лицо не бесит тк тупая будь же козел палыч не расстраивайся тут и так было понятно кто лучше я же говорила что физрук у вас дырявый проиграл палыч значит и желание выполнена теперь реально дырявый получается терпите будьте мужиком блять высот палыч терпите вы же физок александр палыч можешь расслабиться уже все да знаете даже не почувствовал а я бы не сказал владислав палыч может поедем уже да 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 собирайтесь поехали палыч если захочешь реванш позвони мне я очень надеюсь что в моей жизни больше не будет случая когда мне придется вам позвонить за мной баун с проводом играется числа палыч не расстраивайтесь вы все равно лучше того физрука из-за нас и готовы на много а он сидел от из-за панта владислав палыч мы вас уважаем спасибо дети вот он очень настоящий физрук блять чипс датки бистят провода наху он лежит у полины и вот этот провод блять он грызет его нахуй поближе подвинуть неудобно пиздец я надеюсь мы с ними больше не пересечемся по крайней мере я сделаю все от себя возможное вот же падлы писал паучи не вас опять планка 0 и не уже достали их тупорылый выход что делать будете может у них и ваш возьмете ладно что-то придумаем садитесь машину поехали в школу книги читать книги черт для того чтобы избежать кражи родители не должны так новости кражи дорогих телефонов у школьников для чего детям школу телефон и кто такие эти школьные ворюшки вот блять как ты относишься к детям которые в школу носит телефон нормально многословно детям брать с собой дорогие мобильные телефоны и большую сумму денег на карманные расходы закройтесь дима успокойся у нас пропал телефон в момент на ту охуеть блять вот если бы я шел в лагере вот такая хуйня была была бы я каждый были каждое лето вы сука в лагере тусовался они блять и в боулинг и в музей блять и на пляж теперь я просто в ахуе дима ты что все еще лежишь так я только проснулся девять утра ну да давай собирайся плавки я уже приготовила какие плавки купальные дима что за вопросы так а зачем они мне почему ты мне такой бесполковый я реально тебя не понимаю го кс 1 1 если выиграю 500 степухи кино бля ну мы сегодня долго будем эту хуйню смотреть поэтому я не знаю сегодня можем не успеть но можем на завтра маму сегодня с классом вы едете на море почему я должна помнить это нет ли никто не говорил кто ему не говорил слушать надо внимательней да блин я реально не помню такого достала что ты сказал дима мне надо на работу плавки полотенца положила в рюкзак без присмотра владислава павловича воду не лезть ясно не дай бог на тебя кто-то пожаловаться отправлю обратно к бабушке уехать бабушке у него есть бог ни хуя он пиздит блин ничего пока смотрел саша богдана досмотрел привет и в бенди я тоже чернильную машину играл привет ребят мы сегодня на море идем вроде когда когда об этом говорить вчера когда мы книги читали еще владислав павлович потом родителям обзванивали блин а почему я этого не помню я надеюсь мы хоть без мажорного класса поедем владислав павлович сказал то что видеть их не хочет тогда круто они просто реально достали особенно эти девочки нормальные девочки нормальные сэм вчера переписывался с одной из них наверное я влюбился чего я не влюбился серьезно они же грубиян они нормальны понятнно нельзя же такое говорить а? какое? негр а то я че осуждаю блять? я ее осуждаю вообще блять ты че говоришь нахуй такое? ну там черный мальчик да блять нельзя такое говорить а че можно? а че можно тогда? вообще все я ее научил правилам все нормально не знала просто все бывает все идем дальше добрый день дети добрый день Владислав Павлович ну что все готовы? плавки надеюсь все взяли Владислав Павлович тот самый которого ты слушай вас не тревоги а мы ведь на море поедем без мажорного класса да? ну как я вам и обещал больше мы с мажорным классом не увидимся мы саппалщи мы не будь им сидят то что они вам машину изжедывали кстати понимаете я вот подумал и понял что месть это удел слабых а мы с вами умные сильные правильно? ну да да так давайте не будем тратить время на пустые разговоры и будем выдвигаться плавать надеюсь все умеют? ну нет ну что-то придумаем поехали давайте Владислав Павлович ну как тебе вообще первое ощущение от сериала тебе интересно вот ну что-то затянуло тебе нравится? нет? ладно откуда? ну да мы сюда с ночевкой приехали да я включил микро уже не обязательно использовать для ночевок для чего еще? ну вот смотрите на улице жарко вы в теньке заходите спрятаться вот у вами палатка так в палатке будет жарче чем на улице это вам кто такое сказал? я между большим скаутом был походы ходил в вашем возрасте и поверьте мне на слово нас палатка всегда спасает серьезно? тяжелая ммм ммм не скажите вы что кушать то будете? водоросли? нет ну вот и все я за их желудки переживаю они знаете выпендривают а ведь дети правы Владислав Павлович что? доброго всем денечка добрый добрый Олег Евгеньевич вы что следите за нами? я вижу вы фантазер Владислав Павлович это вы о чем? это и о том что сейчас в палатке будет явно жарче чем на улице прочитай вы точно были скаутом? вообще они ответили на мой вопрос вы следите или как? мы нет а насчет вас не знаю мы сейчас детьми приехали на море и выбрали самое отдаленное место так что это еще вопрос вы ничего не видели а мне кажется что вы много на себя берете значит так мы сейчас идем на нашу о блять смотри 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 у него этот спасательный круг у нее как пончик ну вот ты мне такой не купил а потому что не задонатили вот в чате сидят там типа и не донатят на этот круг пончик без вас а вы делайте что хотите ну как знаете Владислав Павлович как знаете как знаете замыть пара-ра-ра-ра так здесь мы расположим наш мини-лагерь Владислав Павлович может совместим наш отдых с теми мажорчиками Сэм и вот интересно с каких пор вы дружите Владислав Павлович Сэм просто влюбился в близняшек не говори глупостей Сэм это правда? нет Владислав Павлович если это так то вы можете спокойно присоединяться к Олегу Евгеньевичу правда? чего? ну если вы не уважаете своего учителя и готовы пожертвовать дружбой своего класса ой реально пацаны 15 ноября бенди будет давайте пройдем тогда давайте если 15 давайте 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 будет круто если это самое 15 выходит это правда я поиграю Владислав Павлович ну собственно для этого вы должны подписываться на мой твич на ютуб на другой канал на этом я не стримлю здесь только реакция вот правильно? все подписывайтесь Полина говорит подписаться подписываться на нас значит надо меняюсь но это наше место я вас вообще не понимаю вам что? песка мало я по линии спасательный круг на вере а как же купание вот это на новый год блять как оно христос воскресный или как оно называется ну вот это крещение крещение во да крещение как как же оно куда оно то блять вы специально к нам докапываетесь мне не мало но дети хотят расположиться здесь дети стоим здесь никуда не уходим Владислав ну можно чай но что-нибудь пиздатое надо сделать придумать Павлович вернется через 2 минуты и решит вопрос хе хе вы со мной что? драться хотите? блять вот ребята ну вот я понимаю Полина не говорит но она стесняется вы должны понимать она типа в первый раз типа 57 зрителей пришла блять и тут 57 нахуй сразу вот так вот я бы тоже нахуй стеснялся но как бы я уже сколько стримлю типа и уже ну понимаете как бы к этому я готов к этому А она нет ещё типа поэтому это нормально я бы тоже стеснялся если я бы новичком был в этой теме да 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 вы что вообще вы просто её в жизни не видели она там вообще это блять от... Отрыв головы блять . это она здесь такая сидит тихоня, блять а потом, блять, стрим выключим там начнётся нахуй пиздец. веселье Попробуем Вы реально будете в этой палатке прятаться от солнца? Парни, не отвечай, Дим, они нас провоцируют Да кому ты нужен, чтобы тебя провоцировать? Закройтесь Дима, успокойся Что? Я говорю, успокойся Вот один адекватный среди вас оказался Да, Сэм? Сэм, ты чего? А вот Наташа, там, Фудич, они все, они чё, это, ну, типа, не пошли в этот лагерь отдых, да? Или как она называется? А что ты им рот закрываешь? Да чё они нас унижают? Они нас не унижают, может быть, это реально было их место Ты серьёзно? Здесь же куча песка И что? Я не собираюсь вам уступать место у песка, даже из принципа Значит, мы будем отдыхать на одном месте Да делайте, что хотите Ну вот и отлично Значит так, дети, место наше, можете располагаться, разбиваем лагерь Бандиты, ставим тут зонтики, будем отдыхать здесь Бандит, Слав Павлович, может, уступим им всё-таки место? А может, им ещё машину упадать? Можете подарить, мы не против Можете подарить Значит так Грызёт что-нибудь там, нет? Ну, я не слышу Что я, блядь, такое неприятное слышал? Вообще, как, блядь, стрим выключить, это, знаете, чипс с гриз-провод интернетовский Александр, Дима и Сэм Делаем палатку, Сэм за старшего, остальные за мной, за дровами Девчонки и Жора Располагаемся здесь, ставим зонтики Остальные за мной Забирать вещи с машины Собирали когда-то? Я нет Я тоже не собирала Криворуких оставлю собирать палатку Вообще-то я собирал Что? Может, вам помочь? Спасибо, без вас справимся Можете помочь, если знаете как Сэм, блин Что? Мы сами палатку можем собрать А мне кажется, что ты сам ничего не сможешь сделать Если вы не будете к нам лезть, я все смогу Ну, тогда давай показывай Что показывай? Когда донаты с фразой? Когда будут, тогда это самое 25-го у тебя? Ноября, что ли? Ты сам все сможешь сделать Ну, если не забуду, поздравлю Уйдите Дима, закрой рот Сэм, ты чего? Говорю, закрой рот и иди лучше помоги Владиславу Паучу собрать дрова Ты сейчас серьезно? Да, уходи Спасибо тебе, Сэм Блин, Сэм, что дурак? Они же пользуются им Почему он этого не замечает? Так, я не понял Че мы здесь стоим? Я сказал палатку собирать Владислав Палыч, ее уже собрали Да? Ха, молодцы Так а ты сейчас здесь? Я за водой пришел А мы разве ее с собой не брали? Ну, я там ее не видел Хм, странно Я вроде ее видел возле палатки в холодильнике Возле палатки? Может, просто не заметил? Пойдем смотреть, раз не заметил Хорошо Пацаны, если вам сейчас заняться нечем Напишите, у кого когда день рождения Вот вижу, пишут 17 декабря Теперь мы знаем, что у чая 25 Пишите, пишите, пишите Все, прочитаю Вот у нас с Полиной недавно был Получается 22 октября И у меня 2 октября Ты уже не заметил Дмитрий, внимательнее нужно быть Так, кто у нас ответственный за костер? Вот вижу, у кого-то 10, 5, 13, 1 августа, 17 апреля, 2 июля О, ебать летит, нахуй Ебать летит, чат О, точно Детям костер не игрушка Владислав Палыч Можно вас на минутку? Недалек Евгеньевич, я с вами общаться не буду Значит так Даже 1 апреля есть кто-то, нифига себе Нормальная такая шутка Стоит пообщаться Пока я полицию не вызвал Полицию? Что, простите? Что происходит? Вот и я думаю, что нам стоит пообщаться Стоит и здесь никуда не уходить Ну идемте пообщаемся Что случилось? Я не знаю Отчего он про полицию говорил? Может прикол какой-то? Не думаю Дима! Да? Ты у девочек телефон взял Что? У девочек пропал телефон, ты его взял? Нет, я не трогал Что ты врешь? Я не вру Олег Евгеньевич утверждает, что ты отходил Хуеть, такое ощущение, как будто там один Дима, блять, находится Что за залупа-то вообще Все разбивали табор, так? Да, но я ушел просто У нас пропал телефон в момент, когда ты ушел Я не трогал ваш телефон Посмотрите у него в рюкзаке Да я честно говорю, Владислав Палыч Пусть ребята докажут, что я не трогал телефон Сэм, ты был за старшего, что делал Дима? Я не знаю, Владислав Палыч Мы собрали палатку, он ушел Сэм, блин Я понял, Дима, показывай рюкзак Владислав Палыч, я честно говорю Сэм, скажи правду Я не знаю, Владислав Палыч Да блин Дмитрий, где ваш рюкзак? Он возле палатки Вот сейчас мы его смотрим Вот по-любому, смотри, ему сейчас подкинули в рюкзак Ой, ну вот в этот, блять, пакет ебучий Телефон Сто процентов, нахуй Меня зовут Слава Не трогал ваш телефон Я очень надеюсь, что здесь нет телефона Не будет Увы, Палыч, но ваши надежды не оправдались Как? Я его не брал Это что ж получается, Палыч? У вас в классе завелся воришка? Да я не вор Олег Евгеньевич, может мы можем как-то решить эту ситуацию? Мне очень неловко за детей Ну, на кого, на кого, на Тиму я бы не подумал Но это честно, не я Меня подставили Я не трогал телефон Палыч, ты понимаешь, что это воровство? А воровство безнаказанным оставаться не должно Да блин Я понимаю, но может как-то мы можем... Нет, Палыч Здорово, здорово, всем здорово И мы вызовем полицию Не нужно вызывать полицию Я знаю, кто это сделал Так Ну, простите Это не Дима А кто? Это Жора Что? Жора? Я? Ты хочешь сказать, что мой класс украл у своих же телефонов И положил вашему Диме в рюкзак? Да, я видел Вы же говорили, что вы ничего не видели Дима ушел из того, что я его обидел А вас Жора в этот момент подложил телефон девочке Диме в рюкзак Так это получается, ваши дети промышляют воровством? Вы можете посмотреть в рюкзак Жоры Он еще и колпачки с машины Владислава Павловича скрутил Олег Евгеньевич, так это получается, я должен полицию вызвать? Блядь, когда они попиздятся уже, реально Битва двух физруков, бля, битва титанов, так сказать Можем обойтись без полиции Со своими детьми я в состоянии разобраться сам Да что вы говорите? Опа Сэм, что ты сразу не сказал, что это не Дима? Сейчас бы еще лодочку, удочку, бля, лодочку Все было бы пиздато Не знаю Влюбился, что ли? Дениска? Ну, если запомню Ребят, любовь это хорошая штука Но она никогда не должна мешать вашей дружбе И вы должны задуматься, если девушка провоцирует вас на конфликт Значит, это не самая лучшая девушка Я виноват, простите Подтягивался Дима, тоже извини Сэм, все хорошо, я все понимаю Вся в палочку, куда мы в следующий раз поедем? А вы куда хотите? Ну вообще мне мама сказала, что я снова к бабушке буду уезжать Ну, что-то придумаем Вся в палочку, сейчас шашуик скоро уже будет? Это конец третьей серии Бля, прикиньте Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, сколько сейчас стрим идет? Сколько стрим идет? Мы почти досмотрели второй сезон, а их три Сколько минут идет? Я не знаю, пацаны Скажите, сколько третий сезон идет по времени? По времени вообще, кто-нибудь шарит? Два часа сейчас стрим идет И вот, получается, осталась Ебать, серия длинная, охуеть Ну, короче, где-то еще 20 минут осталось вот здесь Еще... Ай, это же, блядь, даже не сезон, ебаный сыр Это же... У-у-у-у У-у-у-у Мы тут с тобой будем сидеть до ночи, нахуй О, Наташа! Девочки, тихо! Прибавить я не могу, это максимум Хотя, подожди, хотя, хуй не знаю Может, я у себя могу прибавить Прибавила? Алипиковую даму в школе вызывали Нет, у меня максимум Привет, ребята! Я оказал... А? Телефон? Пацаны, а вам не тихо на стриме? Может, как-то я... Я не знаю, может, как-то прибавить? Я здесь вроде бы... Нет, здесь все максимум Здесь все прям максимум стоит Хуй не Ну, ладно, значит, они не тихо говорят Да, ну, блядь, не знаю, наверное Нет? На стриме нормально? Привет, Дима Наташа, привет А чего ты мне все лето не звонишь? Мне сказали, что ты у бабушки была Ну да, я была у бабушки, но ты мне даже не позвонил Я просто думал, что ты мне будешь звонить Я думаю, ты залетал Отношение может Да, здесь на этом весь сериал построен Что? Да забей, ты не ходишь ко мне с ночевкой? Чего? Ну, у меня родители уехали Ко мне с ночевкой не хочешь? С ночевкой к тебе? Знаешь, чем еще будем смотреть? Ты придешь? Ну, мне нужно у мамы спросить Окей, тогда очень тебя жду Ну, мама, ну, пожалуй У меня под жопой просто катышки У меня вся жопа Вот такая Чип, блядь, кресло порвал нахуй Вот такая вот залупа какая-то здесь Кожа слезает с кресла, блядь Пиздец Я сказала нет Не дороже еще, чтобы к девочкам ходить с ночевкой Мама, ну, прошу тебя Я буду делать все, что ты скажешь Я сказала нет Я буду убирать по дому Конечно, блядь Меня тоже Нет Пожалуйста К девушкам не ходил Ну, блядь, ну, все равно Типа, там вот мне остановку Типа, какую-то даже было Нельзя до туда дойти Типа, ну, как бы очень Короче, вот есть двор Ну, скажем, условно говоря Да, я дальше не мог идти, блядь Ну, двенадцать лет Да, вроде бы Но я не помню, кстати говоря Ну, короче, меня когда-то Когда-то меня не отпускали Двенадцать лет, по-моему, еще пиздюком был, блядь Мамуль Ты что, хочешь меня вывести из себя? Нет Ну вот и все Мамуль, ну ты же знаешь, как я тебя сильно люблю Не подлизывайся Разговор закончен Ну, мам Так, сейчас уедешь на первой же маршрутке Обратно в деревню к бабушке Достало А ну, повтори Пиздец он с матерью неуважительно, блядь Мне бы уже отпиздили Это, блядь, не смешно Снова это время мы не вернем Дима Наташа Тебе мама отпустила? Пиздец, блядь, не боди у них хаты, блядь Хотел бы вот в такой жить? Конечно Пиздец, блядь, квартиру Ну да, я договорился Блин, я так рада, что ты пришел Это, кстати, тебе Цветы? Это так мило Спасибо тебе большое В отвертки, блядь Я могу пройти? Да, проходи, конечно Садись пока что на диван Хорошо Да, блин, кто это звонит? Мама? Да, мам Ты куда ушел? Эээ, гулять во двор А мне не мог сказать, что ты ушел? Эээ, я погуляю во дворе и вернусь домой А че, подожди, я че-то проебал момент Его мать не отпустила что ли к Наташе или че? Да, мам, пока Да Да Таша, у тебя туалетная бумага закончилась Что? А Дима уже пришел? Че, блядь Че за измена, нахуй С Саньком, блядь Ха-ха Эхуи Да, мы ходим в комнате Саша О, Дим, привет Саша, а что ты тут делаешь? Ну, пришел на чопку к Наташе В смысле на чопку? Эээ, Сташа, а когда уже другие будут? Ну, они сказали, что уже подходят Что? Еще кто-то будет? Ну да, Наташа позвала многих из класса Многих? Пиздец, блядь Я думал, это индивидуальное приглашение Нихуя не будет, пацаны Можем не смотреть дальше Я открою Секунду А вот и ребята пошли Привет, Наташа Ребята, привет Я так скучала за вами Скучала? За вами? Розы, мои любимые Спасибо вам Розы? Любимые? Что тут происходит? Привет, пацаны Привет, привет Все готовы к ночевке? Ну, да Я еле маму свою уговорил Я тоже Дима тоже свою маму уговорил Ночевка будет уйной А Сэм будет? Да, блядь, я вижу, блядь Тогда ждем Сэма Офигенная ночевка Еще бы полшколы собрали Что говоришь? Я? Я говорю, крутая ночевка будет сегодня Ага, будем ужастики смотреть Или во что-нибудь поиграем А, телефон? Мама? Мама звонит Да, да Хочу я возьму трубку? Не, я сам возьму Ну ладно Я отойду в ванну Да, хорошо Спасибо Да, мам Ты когда дома будешь? Мам, ну я гуляю с ребятами во дворе Я сейчас во дворе нахожусь И тебя не вижу Мы отошли в магазин А ну включи мне камеру Да пиздец, мать, обломщица, блядь Ну, типа Это жизнь, я просто Не дает, блядь, погулять молодым ребятам, нахуй Типа они же там не ебутся, не алкоголь пьют, блядь Просто, типа, взяли там Мы же видим все Мама станет на меня, я буду дома Ну, блин, все равно Как-то Вовремя, пока Сима, все хорошо? Да, мама просто спрашивала, чем мы занимались Переживает? Наверное Хочу я ее все-таки наберу? Не, не нужно, все хорошо О, это Сэм пришел, я пойду открою Я тогда пойду к ребятам Хорошо С девочкой будет Дим, у тебя все хорошо? А? Только одни мальчики, да, я так понимаю на тусовке И одна девочка? Бля, слава Да, все хорошо Хорошо О, ребята, привет Я не один пришел, ты не против? Конечно нет, проходите, ребята Спасибо большое Блядь Что, блядь? А? Там девочки? Да, вот эти вот, блядь Ебанутые Мяшки? Да, 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 вот эти они Уже на то Всем привет Эй, а вы зачем сюда пришли? Ну, нас пригласили А ты же тут забыл? Я пришел к своей однокласснице А мы со своим другом Сэм Что ты хочешь? Вы друг друга знаете? Лучше бы не Да пиздец, а зачем их пригласили-то, блядь? Они же такие Вот Так, это же вот этот их пригласил Вот этот вот? Да, их же не звали Он же и сказал Типа Ты не против, если я не один? Не, ну это-то понятно, блядь Он оказывается еще и с ними общается, да? Бать, дурак, блядь Закрой рот Девочки, тихо! Вот именно Кросим прощения Давайте не будем ругаться у меня дома Хорошо А вы ко мне с ночевкой? Конечно Нам родители разрешают ходить с ночевкой Че? Здесь все мои родители разрешают ходить с ночевкой Даже этому полу дурку? Это мне? Девочки! Хорошо, больше не будем Вот и отлично А кушать будете? Ну вообще, я бы поел Тогда предлагаю накрыть на стол А, он еще Подожди С двумя, что ли, блядь, встречает Нихуя Он ловелас, блядь Классной ночевкой Офигенная ночевка А что мы будем делать с ночевкой? Ну а что вы предлагаете? Можем ужастики посмотреть Ужастики можно себе дома смотреть Может, хватит здесь командовать? А что не так? Он бы еще А4 предложил посмотреть А4 это по вашей плее А что мы не будем делать? Ну, как минимум Тут смотри Тут какая-то династия школьников Которые вообще не уважают Влада А4 Это довольно странно, блядь Ну реально Вот ты уважаешь Влада А4? Че такое это, блядь Я не школьница А? А, ну, блин Все равно Они получают тоже не школьницы, что ли? А еще говорят, что А4 не смотрят Ну, да причем тут А4 Или трусите вызвать Гренни? Я не труша Я даже пиковую даму в школе вызывала А Гренни, можно не спать? Гренни, блядь Ну да, конечно Еще и пиковая дама, прикинь Ну, пиковая дама-то возможно Да Пиздец, реально, блядь Да я говорю именно про Ну, Гренни же это вообще придуманный персонаж Блядь, просто игра, блядь Ну, как и вообще можно вызвать вот пиковая дама, да? Чего вызывали? Мама пришла Нормально у тебя пиковая дама, блядь Поверь, мы в реале пиковую даму в школе вызывали И как получилось? Ну, почти О, у меня есть прикольная идея И какая же? У того, у кого сейчас зазвонит телефон Должен будет говорить на громкой связи при всех Тупая А, и сейчас ему мать позвонит, блядь Вот это круто Пиковая дама непридуманная Да это все хуйня, ну типа Блядь Ну это просто как легенда Да, это просто школьная, типа Ну, и такая детская легенда Не детская Детская? Да, я даже книгу читала про пиковую даму Ну, это же для детей Не для... Вообще-то это... Ба-а-а-а-блядь Не для детей Прикольная игра Блин, в реале прикольная игра Я еще читала книгу про ведьм То есть, как там распознать ведьму и так далее Они ходят всегда в очках и в перчатках Это была самая страшная книга, хотя она была детская Типа, там в реале рассказывалось, как распознать ведьму Типа, секретика, узнаем Я не буду играть в эту игру Короче, ты веришь в пиковую даму, да? Нет А ведьму? А в че ты веришь? Во вселенную Ну это логично Она хотя бы существует, ебать Мама? О, а вот и... Ой, вот хороший вопрос, Полина, а ты в знак зодиака веришь? Да это все хуйня Ооо, вот это уважение, давай сюда, брательник, ебать Сам ты брательник Какой участник? Давай, Дима Я не буду играть, я уже сказал О, это его мама звонит Бери трубку или струсилу Я не буду брать трубку Тогда желание будешь выполнять? Какое еще желание? По правилам игры нужно выполнить желание Чего? Дима, бери трубку Это же мама Наташа? Ну ладно Да, мама Дима, ты где находишься? Почему я должен тебя искать везде? Мама Я не хочу ничего слышать Быстро домой! Иначе сейчас такого ремня получишь Никаких мамах Я просто понимаю, это больно Наташа, ты передай ей же Да, это правда Потому что, блин, у всех такое было, блин Ты тут с друзьями, мама такая звонит и говорит Быстро, блять, домой И тебе еще, блять, страшнее туда идти И с друзьями, блин, неудобно Ты первый такой уходишь Да, блин Вообще не кайф Ой, мама пришла Блях! Курсы вашей ночевки Быстро домой! Какой же позор! Походу, Диму не пустили на ночевку Я же говорил, что это тупая игра Дима, может не в реале твоей маме перезвонить? Не нужно никому звонить В реале, ё-моё! Дима, не уходи! Чего? Я тоже говорю Это же реально твоей маме позвонила Это лишнее, всем пока! Дима, стой, я сейчас вернусь Не волнуйся Ты куда? Все будет хорошо Тебя всегда все девочки решают Да успокойтесь, вы уже достали Мы можем уйти, если что Не уходите Сэм, пусть уходят, а они только портят все Сейчас ты уйдешь Сэм, ты опять начинаешь? Нет, просто они ничего плохого не сделали Это игра такая Это тупая игра Ну-ка, пацаны, что-то активность пересела в чате Давайте опять плюсиков наебашьте Поднимите актив Давайте стабилизируем ситуацию Может, хватит? И это, скажите мне, сколько этих самых лайков под видосом Под стримом, точнее Во, пошел, пошел актив Давайте, давайте, пацаны, ебашим, разъебываем нахуй Вы здесь собрала Сэм, пойдешь к нам на ночевку У нас лучше будет Вот и валите Я твич тащу Покажи, ребята Тащи Да, пацаны, кто-то тащит твич, кто-то на ютубе сидит Ебать, ебашим Вот, вот оно, вот оно А то, смотрю, притихли, пацаны Ебашим Сломайте нахуй этот чар, чтобы ютуб охуел от жизни вообще И твич И твич, да, тоже Кто на твиче сидит, разъебите Чего? Натрову одну там Сто три лайка, бля Красавчики нахуй, красавчики Сэм Нет, я еду с вами Отлично, кто-то еще едет с нами Я тоже могу поехать Блядь Что у него с носом, блядь А мы въебали туда Орех, а ты куда собрался? Чего? Тут вечеринка уже испорчена Я лучше с... Фудич, поспам твичом Поспам твичом Тогда поехали Всем пока Пока Ну, пока Что? Мама? Дима, это твоя мама Бери трубку Хорошо Да, мама Почему мне звонит Наташа? Ты опять меня монстром выставил? Я уже иду домой, не кричи Никаких домой Ты почему мне сразу не сказал, что у вас там день рождения? День рождения Нормально Адекватно Что у Саши день рождения Вы решили его... Пиздец, да, то есть... Тусовка уже испорчена, блядь Нормально, вовремя Мать, блядь, одумалась, нахуй Нет, ну Димас тоже тупой, блядь Типа, ну раньше не мог додуматься Сказать, что я пойду, блядь Даму, одноклассника, днерождение Бла-бла-бла, блядь А, я просто не знаю, как правильно сказать Молчить говорить правду, Дима Пока расспросила Прости Давай, отдыхайте там с ребятами Охуенно, блядь Все ребята-то уже все, блядь Серьезно? Да, подарок летят правду Бля, у нас тут чипс лег Я не знаю, как вам показать Не знаю, вот так вот будет видно, нет? Не, нихуя, так не видно А, нет, подожди, что-то будет видно Короче, не видно, блядь Он тупо лег вот так вот на стол, блядь Лежит, нахуй, здесь Подарок его Саша Хоть бы предупредил Какой еще подарок, мам? Вот и день рождения У тебя Так у меня день рождения и зимой вообще-то Саша, не заморачивайся Наташа, спасибо тебе Нужно уметь выкручиваться Возьму на замет Кстати, а что это за девочки были? Открыть избегают школу У нас с ними еще и каникулы были Да нет, все-все-все, спамить хватит Можете просто общаться в чате Там, вопросы друг другу позадавайте Мне позадавайте, поотвечаю Вот и сами и влюбиваются Если пацаны, чье-то сообщение проебываю Сто процентно, блядь Хотя бы там десяточку Или рубль, блядь, я не знаю Закиньте там минимум Я его точно прочитаю Ну вы должны понимать, блядь Надо монетизировать, нахуй Сразу видно, пафосные какие-то Ну ничего, научим их правилу этикета А это кто? Я не знаю Может родители? Нет, это точно не А это эти бомжи вернулись Ну и где же наш именинник? Что? Ланислав Пав Ебать клоун, блядь Я не видела ни одного клоуна С фиолетовым носом Ты необычный, бля Владислав Павыч, нахуй Я в Магнитогорске живу Я Александр Я вижу, что он не вкусный Бля он жалейный какой-то, да? Я Фу, нет, реально, жалейный хуйня У меня же сегодня праздник Задуй свечи А нехуй тут про Лего рассказывать У меня Лего не было никогда Ну типа потому что мне не нравилось оно Вот и всё Ну и да, ну типа Если бы покупали, наверное Я бы играл Ну так по сути не интересно Мне 19 лет У меня было Лего Ну то есть Лерина Лего И я собрала там какой-то Девчачий домик Круто Не знаю, я никогда вот прям вообще не знаю, что. Кранче покажешь ноги, а вот это только за деньги. 19 лет, я сказал. А вы чего в костюме клоуна? Мне ваша мама позвонила, сказала, что у вас праздники в честь этой днюхи. Я должен провести с вами незабываемый день. Вот я и скреативил. Ясно. Ладно, тогда Владислав Павлович к столу. О, отличная идея. Гораздо больше тут денег нужно, чтобы она ноги показала. Гораздо больше, чем мои. Офигенная ночевка. Если честно, я эту ночевку только из-за тебя устроила. Из-за меня? Ну да, потому что мы с тобой давно не виделись. Ты мне не пишешь, не звонишь. Прости меня. Ну ничего, скоро начнется школа. Мы будем видеться каждый день. Мы можем еще в лагерь поехать вместе. Еще месяц лет. Но ко мне в Челябинск, блядь. Да ну, как бы, блин, близко, но далеко, знаешь, вот это вот. 100 рублей хватит? Больше, больше. Это впереди. Блин, тогда надо будет с родителями поговорить. Ну да, не факт, что отпустят. Ладно, пошли к столу. Дети, вы там не задерживайтесь. А то я весь торт съем. Олег Евгеньевич, ты не сюда. У нас начинается пятая серия школьных каникул. Это завершительно. А там еще будут школьные каникулы или нет? А? А ты в каком городе? Я же говорю в Магнитогорске. В Магнитогорске. Финал. Финал, да. Вот, школьных каникул. Давайте, ребят, побольше бумаги кидайте. Привет, Невник. Меня зовут Дима. В моей жизни происходит многое. Так же, как и у ровесников моего возраста. Ты что, сам не можешь за себя постоять? Иногда меня даже обижают. Дима, закрой рот. А иногда и вовсе винят в том, чего я не делаю. Да что ж получается, Палыч? У вас в классе завелся воришка? Да я не вор. Но я не знаю. Блин, это я думаю, скипнуть можно. Мы это смотрели, в принципе. Так, вот. Ихуя лицо. Мой телефон. Оставь. А ты поймай. Дальше второй сезон, который три часа идет, бля. Сколько нам смотрели? Где ты живешь в стране? В магнит... Я говорю, пацаны, в магнитогорске. Магнитогорск. Я живу в магнитогорске. В Челябинской области. Цены, лови. Да. Это лето оказалось не таким классным, как мне хотелось бы. Поездка к бабушке, ходить в школу на экскурсии. Так, это я понял. Это мы знаем. О. Сима. Э, Наташа, привет. Э, что-то случилось? Помнишь, я рассказывал тебе про мажорный класс? Ну, это там, где близняшки учатся? Да, они еще всегда нам мешали на каникле. Да, помню. Мне кажется, настало время им там стить. Ты сейчас серьезно? Собирай всех ребят в школе, пора начать... А сколько родительское собрание-то длится? Войну. А обязательно было встречаться в школе? Ну, это единственное. Бля, вот здесь я, которое будет. Два часа. На, не дай бог. На место, куда нас всех отпускают родители. Я так понимаю... А, девять минут, окей. Ты пришел? Он сказал, что после ночевки у Наташи больше не общается с нами. Блин, тогда нам нужно возвращаться с Сэма. Для чего мы вообще тут собрались? Мы собрались здесь, чтобы отомстить мажорному классу за испорченные каникулы. Мне Дима рассказал всю правду. Какую еще правду? Правду про то, как они унизили достоинства нашей школы, поставили Диму с ворованным телефоном, обмотали наш школьный автобус туалетной бумагой и переманили Сэма на свою сторону. А еще испоганили машину нашего физрука, Владислава Павловича. Это же в прошлом. Бля, Сэм как лох повелся, нахуй. Так, ты сейчас посмотри, я пойду отолью, так сказать, бензин, ебать. Писать хочу что-то жесткое, бля, поэтому это... Принеси водички. И водички еще принесу. Так что, давай, держи стрим, держи стрим. А вы, блядь, смотрите, нахуй, я за вами слежу издалека. Да, в прошлом, но ведь мы все скоро пойдем в школу. И если об этом узнают наши одноклассники, над нами будут смеяться до конца наших школьных дней. Ну, вообще, Наташа права. Хорошо, тогда что вы предлагаете делать? Вот именно поэтому мы здесь все собрались еще... Так, я не понял, что у нас здесь за сбор? Владислав Павлович? Да, Дмитрий, Владислав Павлович. Вы что, двери не закрывали? Слава отказывается от страпана. Закрыли. Саша. Э, Александр, я дам им сейчас. Двери они собрались закрывать. Что за сбор здесь спрашивают? А мы решили позаниматься на каникулах. Да вы что? А где же ваши книги? Или, может быть, тетради? Я так и думал. Какой план? Что? Ну, про что, Владислав Павлович? Ну, как же, про что? Я же-то отчетливо слышал, как вы собрались мстить мажорному классу за все, что они сделали с вами на каникулах. Не так ли, Дима? Нет, мы ничего не собирались. Да расслабьтесь вы, не дребьте. Я в теме. Что? Ну, как что? Они тебя с ворованным телефоном подставили? Ну, да. А школьный автобус наш туалетной бумагой закидали? Ну, да. Покажи ноги. Никогда. А машину сколько раз мы его родовали? Всего больше один раз. И этого более чем достаточно, чтобы я с вами отомстил им за все их проделки, я стоял в честь школы. Правильно? Вот и отлично. Какого у нас плана? Ну, у нас нет плана. А ты балбесы. Тогда слушай. Маникюр. Показываю маникюр. Видите, это типа синенькая, это огонек, но вроде это выглядит больше как вода. Тут, блядь, нихуя не видно. Короче, охуенный маникюр. Ты твич читаешь? За 500 рублей. Покажи ноги. За 500? Нихуя. Пиздец, женский стрим. Ну все? Получается... Ой, я забыла про твич. Я не смотрела туда вообще. Пиздец. Вот справа твич, слева это ютуб. Вот так вот. Научи Полину твич читать. Все, звучилось? Я знаю, что он там есть, но я просто забываю. Ну все, поехали. Слушайте Владислава Павловича и мотайте на ус. Я в ваши годы так наказал старшеклассникам, что они все попереводились в другую школу. Хе, представляете? Владислав Павлович. Да, два монитора. А Олега Евгеньевича вы накажете? Это их препод, что ли? Ну да, они у вас чушат Шрековым. Тут ебать ценник, я за 10 рублей, ну за 20 рублей ноги показываю, блядь. Полина за 500, нахуй. Звали? Да, Шреком. Александр, блин! Павлович, можешь расслабиться, уже все. Я ничего не хотел, но они сами напросились. Ну тут ты прав, Александр. Ладно, есть идея. Подтягивайтесь ко мне, будем начинать. Владислав Павлович, вы лучший учитель. Для начала нам нужно пробраться в школу, где они учатся. И установить камеры видеонаблюдения по всей школе. А для чего нам это делать? Саша, хватит. Чего колдуешь, блядь? Это волос. Что ты там делаешь, блядь, какую-то накидывает. Можешь перебивать Владислав Павлович. Молодец, Наша, научи его дисциплине и порядку. У вас Полины похожи? Камера нам нужна для того, чтобы мы наблюдали за нашими наказаниями, которые мы им устроим. Понимаешь? А что именно мы им сделали? А вот это уже хороший вопрос. Ну для начала мы распечатаем все фотографии наших врагов в Копи-центре. Владислав Павлович, что мы будем делать с этими фотками? Да это не просто фотки, это фотографии, благодаря которой мы опозорим весь их класс на всю школу, понимаешь? Ну, нет. Странная идея какая-то. Странного ничего нет. Это только разогрев перед общими масштабами. И что дальше? Ну а дальше нам понадобится большой автомобиль. Желательно... Вот Полина поняла. Полина, не смей бросать кранча, как Полина в глазами школьника. Не смей. Слава скорее меня бросит, чем я его. Ой, блядь. Не смеши меня нахуй. Я обещаю, не будь в прошлый раз, что ты? Ты мне в прошлый раз бампер побил, машину не дам. На этом разговор окончен. Давай как-то договоримся. Я сказал нет. Забирает своих детей и проваливает. Уважаемый дядя, если вы нам дадите эту машину, то мы сможем отомстить плохим людям, которые издевались над нами. Наташа? Наташа, тихо. Владислав Павлович, не будем идти. Ебать, работает тактика стопроцентная нахуй. Пацаны, по громкости микрофона все ли нормально? Скажите, пожалуйста. Наташа, ты молодец, спору нет. Так а бусном зачем? Александр, автомобиль нам для того, чтобы мы наблюдали за нашими пранками со стороны. Напрямую через камеру видеонаблюдение, понимаете? Ого, мы пьем как Джеймсон Болт. Джеймсон? Болт? Ладно. После того, как мы установим камеры и расклеим фотографии, нам останется обустройки автомобиль всем необходимым. Бля, тут пишут Полина поцелуй к раньше. Сейчас как-то бангокамс начинается, блядь. Знаете, 10 рублей поцелуй, блядь. Какой 10, блядь? Ну ладно, 100 рублей поцелуй. Ой, ой, блядь, сейчас начнется, нахуй. Владислав Павлович выглядит очень круто. Владислав Павлович, если честно, то выглядит это все как какой-то цирк. Это вы о чем, Дмитрий? Но фотографии, камера и автобус, нюня, это все бред. Не совсем вас понимаю, Дима. Дмитрий говорит о том, что фотографиями и камерами видеонаблюдения мы им нормально не отомстим. Он или фанс? Пока не создан, но в плане... Ты не знаешь, что такое ну или фанс? Нет, это пропал чат. А, нет, он очищается, я не знаю, что это такое. Ну да. Вы вечно любите перебивать Владислав Павлович? Самый сок будет в конце, вы понимаете? И какой же? Вы напишите им на доске, что они дураки? Ну я об этом думал, но посчитал, что это слишком жестко. Серьезно? Да ладно, шучу, расслабьтесь. Следующим этапом будет поездка в строительный магазин. Владислав Павлович, а... За шесть тысяч я ее заставлю показать ноги, если она не захочет, блядь. Зачем здесь? Как зачем? Купить пенопласт? Пенопласт? Что будем им ремонт в школе делать? Ой, у чипа онлифанс, блядь, ну думаю, ну типа там, ну вот как раз таки, как шесть там тысяч, пять тысяч, да? Подожди, а что такое онлифанс? Ты так и не сказал. Ты не знаешь, что такое онлифанс? Не знаю. Там пиздой торгуют, там, ну, короче, телом. Ну типа не торгуют, а фотки показывают. Ну а чипсом уже яйца отрежем. И что там показывать? Кастрированные яйца никому не интересно, что ли, блядь? Нет. В смысле мы? Ремонт? Вы будете делать, Александр. Так я не умею. Какой ремонт? Что вы вгородите? Нам нужен пенопласт для очень одной крутой идеи. Кстати, туалетную бумагу нужно будет тоже взять. Так что, мы реально будем ремонт делать? Да, из туалетной бумаги. Пойдемте, Александр. А как мы будем решать вопрос с Сэмом? А что, Сэм? Он влюбился в девочек из той школы. Ну вот, пацаны, заполняем полосочку. Создаем OnlyFans. Жарко тебе? Очень жарко. Сидит возле окна и не может открыть его. Если я встану, то может что-то вскрыться. А, не пуляйся. Смотри, чтоб холода не стало. Теперь с нами не общается. Ну, это да. Тут уже посложнее. А что, если Наташа пойдет в очередание с Сэмом? Чего? О, отличная идея. Вы что, обнаглели? Наташа? Ну, не обязательно может быть свидание. А что? Слушайте, у меня есть идея. Какая? Владислав Павлович, вы думаете, он придет? Да куда ему еще деваться? Ну, ладно. Владислав Павлович, он идет. Идет? Так, Наташ, работаем по договоренной схеме. Блин, я переживаю за Наташу. Да не сыты, Ромео. Все будет хорошо. Ромео. Привет, Наташа, а это тебе. Привет, Сэм, спасибо. Прости, что так срочно, просто она мне очень нужна. Да, я все понимаю. А, слушай, нихуя не гений, да? Согласись? Подставляют, типа, вот таким образом, блядь. Забрать еще три месяца назад. Прости, просто у меня не получалось. Ладно, тогда пока еще увидимся. Эй. Ты что делаешь? Обязательно нужно было целовать его. Так, Дмитрий. Вы друг от дома. Ходи. Водьку Колдыч, я хуею. Не вернусь, деликат. Ну, да. Ну, вот и не парься, вообще, педра. Твер, ты по-любому не задачишь 100к, блядь. А что вообще твоя игрушка делала у него дома? Да там долгая история, мы как-то всем классом фильм смотрели. Без меня. Так, это сейчас вообще не важно. У нас все готово. Пацаны, а что в чате реально тишина? Вы что там, это самое, все смотрите внимательно или что? Вопросики позадавайте, мы тут вдвоем сидим, столько можно разного спросить. Владислав Павлович, а вы увидели, что еще приедут в школу? Александр, блин. Пока мы с Дмитрием и Натальей наводили порядки в школе Олега Евгеньевича, первым следим по камерам за школьной охраной и расписанием класса. Таким образом, мы выяснили, что каждый будний день ровно 18.00... Я с рук не мешаю, блядь. Ладно, брат, извини. Евгеньевич привозит весь свой класс для того, чтобы родители могли всех забрать. Уже 18.00. О, а это значит, что они скоро будут. Владислав Павлович, вы лучший учитель нашей школы. Да ладно вам, чего вы, перестаньте. Они идут. О, все, скоро все начнется, нужно было подборной. Нет, мы три года просто лежали в реакцию. Олег Евгеньевич, спасибо вам за день. Ваша новая беседка просто супер. Ну что вы, я же для вас стараюсь. Ну, это да. Ну вот когда задонатишь 100к, кварт, а мы и поговорим. Так, я не понял, а это что такое? Шрэгом они меня будут называть. Получайте. Олег Евгеньевич, я не шрэг, блядь. Уже это бедные школьники сделали? Уже их учителя шрэком обзывали. Сэм, это они? Не знаю. Я не понял. Они что, к нам в школу пробрались? А где охрана была в этот момент? Будут знать, как уродовать мою машину. Давайте, ребята, пом... Сколько мы в отношениях? Три года. Три года нахуй, прикиньте. Вам там в чате столько лет никому нету даже. Сколько ты стримишь? То есть по времени тоже получается где-то три года примерно. Больше бумаги кидайте. Владислав Палыч, заносим пенопласт. Точно, пенопласт. Олег Евгеньевич, идите сюда. Дебать, это чё это пенопласт? Всё, нихуя себе. Я им покажу, как стрелять мне в заднее место с пенбольного оружия. Как подставлять с ворванным телефоном. Да, Дима. Да, Владислав Палыч. Буду знать, на кого нарвались. Ха-ха-ха. Охуеть. Бля, прикиньте, как после съёмок это всё убирать было, пиздец. Да, не просто клининг вызвали и всё. А, ну, всё равно, блядь. Клинингу не повезло. Пиздец, всё подставили, блядь. Ну, так вот бабники, блядь, лишаются, нахуй всего. Вот же козлы, а. Ладно, пацаны, давайте так. Вот сейчас по времени 36 минут. Давайте в 37 спам прекращается. То есть сейчас можете спамить всякую хуйню, любую, блядь. А когда 37 станет, всё, спам прекращается. Нельзя. Ха-ха, получил качок. Ну что, мы наказали Олега Евгеньевича, да? Да, мы это сделали. Ну что, вас можно теперь поздравить? Да. Владислав Павлович, спасибо вам огромное. Вы реально лучший учитель. Я думаю, вы согласитесь, это лучший последний день каникул. И всё благодаря вам. Ну что, друзья, хочу вам сказать, что вы большие молодцы. И действительно, вы стоите друг за другом горой. А это в жизни очень важно. Поэтому... Посмотрите, сколько у меня геев в чате, блядь. Ты видишь уже, блядь? Весь чат геи, блядь. Вот это да. В такой обстановке я вам хочу сказать, что есть небольшая новость. И какую же? В свой шестой класс вы уже отправитесь без меня. Это ещё как? О, в смысле, блядь? Владислав Павлович, нахуй, ну ёбаный сыр. Я ебал себя в рот, я понял. Так, всё, пацаны, стоп. Стоп, стоп, команда, стоп. Как так? Мне придётся... Ты сажал в 39. В 37, я сказал. 37, всё, стоп, время пришло. Любимый учителей. И я думаю, что навсегда. Владислав Павлович, как так? Может, вы останетесь? Так, а теперь пресс-эф в чат. Вот это можно. Каждый по одному разу напишите пресс-эф. Вот так вот. Пресс-эф, ебать. У нас покидает, блядь, такой персонаж пиздатый сериал. Если бы я мог, я бы остался в жизни, понимаете. Бывают такие ситуации, когда ты не можешь ничего изменить. Но ничего страшного. Вернётся ваш учитель Александра Юрьевна. Свадьба. Свадьба? Когда свадьба? Ты специально заметил этот вопрос, да? Да. Скипаем его дальше. Это будет, как будто я не знаю. Это неправда. Я что-то покаю, друзья. Я вас люблю. Вы мой первый, единственный, лучший, любимый класс. Поэтому на этой ноте я предлагаю не грустить. Просто пойти попушить мороженое. Пойдёмте. Пошли. Пошли. Дорогой дневник. Вот так и закончилось моё школьное лето с моими одноклассниками. Ну это реально. Вот так и школьники наказаны. Сэм больше не общается с девочками. А свою школьную любовь Наташи я стал видеть чаще. У любой сказки есть конец. Хороший, а может быть плохой. Каждый выбирает его для себя сам. Я могу сказать одно. Это было круто. И за это я хочу сказать огромное спасибо. Ладно, блядь. Сколько тебе платят за смену? Там, по-моему, полторы получается. Или где-то что-то 1200. Ну что-то около того. Ты говорил уже тариф. Не, ну по тарифной ставке именно, да. По тарифу? Да. Со сменой 1200? Ну, там, блядь, там на самом деле хуйня такая, что типа... Там голая ставка 60 рублей в час. Но там в основном премии, всякие надбавки и вся хуйня. И в итоге 30 получается. Ну это в месяц. А так по тарифной ставке там вообще физдец хуйня. Чуть ли не 12. Ну это залупа. Так, тут за смену. Короче, если с премией со всеми надбавками, то 1200, наверное, должно получаться. Вот так вот. Так, а теперь родительское собрание. Скажи наоборот порно. Он роб. Угу. Гениальный мув. Так, поехали смотреть. Родительское собрание. Я не знаю, где оно находится. Вот оно. 9 минут, говоришь, да? Эй! Эй, блядь, чип, не грызи. Подсветку грызи. Там, блядь, он... Он царапает стол. Не канон? Так а смысл тогда смотреть, если... Ну, говорят, типа смешно. Ну, пацаны, мы же по канону только. Мы же только по канону все, чтобы... Ну, не то, что там ради смеха и так далее. То мы тогда ночью реально будем смотреть. Хакер в реках, нихуя себе. Это-то-то. Городительское собрание. Ладно. Если кто-то хочет плюс... То есть, короче, кто хочет смотреть родительское собрание, пишем плюс. Кто не хочет, пишем минус. Сейчас будем сравнивать. Давайте. Бывает. Блин, я не знаю, вот... Ну, тут половина плюсов, половина минусов, походу, получается, да? Опрос сделай. Не, ну тут даже... А как я его сделаю? На твиче запрещен. А, кстати, подождите, а может можно? Да-да-да-да-да-да-да-да, блядь, смотрите, давайте опрос. Короче, да, нет. Давайте так. Смотрим ли мы род собрание, блядь, собрание. Давайте так сделаем, типа. Все, добавить опрос нахуй. Сейчас будем смотреть результаты. Где чекать? Во-во-во, поехало. Давайте, пацаны, давайте. Ставим да, либо нет. Вот так вот теперь будем действовать. И как оно работает, то только теперь я не понимаю. Так, допустим, я проголосую там... 23 голоса, проголосую уже? Блядь, не могу, нахуй, секунду. 70 за да, 30 за нет. О, ну, походу, больше хотят, да. Давайте тогда так решать вопросы. Я только что понял, что здесь можно так делать, прикиньте. А благодаря кому? Ну, походу, хотят, да. Давай, стой. Что, стой? Я не хочу стоять. Научу тебя. Да я научился, в принципе. Бля, модеры, вы же сами можете это делать, вроде бы, да? А, Боба, Фудич, пацаны, вы же можете так делать? Зайди в плейлисты. Да не, ну мы так будем смотреть. Я бы зашел, но я не хочу. Мне нравится больше так. Потому что если что-нибудь интересное встретим, потом заебемся искать в плейлистах. Да пусть полазит, че. Да он, блядь, на клавиатуру наступит и пиздец. Может стрим прекратить, блядь. На, держи его. Да он писька, он хочет, он хочет внимания. Короче, я понял. В итоге смотрим, пацаны. Все, понятно. Понятно, понятно. Давайте смотрим, раз так да. Экстремальное ограбление. Вот оно, собрание родительское. Поехали. Все, отличное собрание. Класс тупорывых родителей вместе с... Либо ты возможность не дал. Я больше вам не могу дать. Вы просто типа модеры. Вот и все, ну, как бы, вот так вот. Сколько стоит модерка? Не продается. Наверное. Молодой училкой. Друзья, вы у меня самые лучшие. Поэтому давайте соберем... Я согласен, пацаны, вы у меня самые лучшие, блядь. 40 тысяч лайков, и я сразу же выпускаю новое видео школы глазами школьника. Второй сезон. Приятного просмотра. Дима, если меня опять опозорят на родительском собрании, то я тебе дома такое устрою, ясно? Тебя не будут позорить, это собрание перед учебой. А мне это ни о чем не говорит, но я тебя предупредила. Ой, Дмитрий, здравствуйте, рада видеть вас и вашу маму. Здравствуйте, Александра Юрьевна. Я вот хотела спросить, на какую тему будет родительское собрание и как долго оно будет проходить? Ой, слушайте, я вам точно не скажу, но самое главное, что нужно решить еще кое-какие вопросы перед началом учебного года. Вы меня простите, мне еще в училищскую нужно заскочить. Да-да, мы пока в класс пройдем. Да, вы проходите, я приду и все объясню. Александру Юрьевну оставили вашим классом руководителем? Ну да. Вот и отлично. Хороший учитель. Пошли. Здравствуйте. Нихуя себе. Привет, подожди, подожди, кто вообще делает родительские собрания с детьми? А я не знаю, нет, у меня были когда-то, по-моему. Нет, у нас с детьми вообще не были, у нас только перед школой, именно то, что мы встретились возле школы, типа, говорили, как, что будет, типа, встретились, увиделись и все. А что, блядь, прям в классе у нас такого никогда не было и никому не разрешали детей приводить туда вообще. Странно. Не знаю, у меня вроде было что-то такое, было, вроде бы да. Нет, не было. Вас тоже вытащили сюда. О, эта бабка Санька появилась впервые, нихуя. На собрание заставили прийти тоже. Ну почему заставили? Пригласили, как все. Кому нужны эти собрания? Вот, да, да, нихуя себе, вот это классно. Вот, кстати, по поводу собраний, да, нахуя они вообще нужны, если сейчас эпоха 21 века, и можно все написать просто в WhatsApp или где там беседы. Я вот так же говорил про дневник, блядь, типа, нахуя носить бумажную хуйню какую-то. Ну, дневник, я не знаю, я носила всегда. Я вообще хуй забил на это. Потому что нас заставляли, нас заставляли, нас заставляли писать это расписание, блядь, двойки ставили, а то, что мы не написали расписание и всякая такая хуйня. Жесть, блин. С детьми делают родительское собрание, когда решают вопрос, а, ну, экскурсия. Не, у нас вообще не было такой херни, экскурсии, еще какая-то херня. Ну, блин, это все можно. Скучно у нас школы. Это все можно обсудить в беседах. Нахуя вот эту вот хуйню собирать? И реально позорить при всех. Я не понимаю. Сколько у чипсов сантиметров, я не знаю. Да хуя. Каждый раз одно и то же. Деньги на учебники, на парты, на стор. А потом за насчет машины себе покупают. Знаю я. Вот она вообще, она, типа, заправляет здесь всем, нахуй. Нет, она просто такая, блядь. Вы, вон, поскопите на нашу классную руководительницу. Какой мобильник у нее. Что? Александр Юрьевич? Да я думаю, у чипса больше, чем у меня, по-любому. Это, блядь, гигант нахуй. Он же такой песечка, такой маленький. Какая шкодная. Че? Молодая баба, откуда у нее такие деньги на такой мобильный телефон? Все покупают за наш счет. Может, не приедете, как? Ой, как будто они не понимают, о чем мы говорим. Добрый день еще раз детям и их родителям. Здравствуйте. Так, прежде чем мы начнем наше собрание, я бы хотела попросить у вас прощения за ваше отнятое время. Но нам необходимо было собраться, чтобы урегулировать некоторые школьные вопросы. На шторы будем скидываться. Нет, на шторы скидываться не нужно. А вот поговорить об успеваемости ваших детей нам просто необходимо. А обязательно надо было проводить собрание с детьми? Вот чисто Полина в старости сидит, блядь. Подожди, об успеваемости с детьми говорить? Ну, типа, это тупо. Да. Ну, так делают. Это факт. Ну, у меня на родительских собраниях, то есть, говорили оценки при всех, типа, родителях. И поэтому там родители краснели, сидели. У меня тоже мать, блядь, приходит и говорит, блядь, за тебя краснеть заебало. Не понимаете, общее собрание с детьми и их родителями идут на пользу коллективу и дает лучше понять интересы ваших же детей. Мы прекрасно понимаем своих детей и без ваших собраний. Ну, не сказала бы, ваши дети, между прочим, перешли уже в шестой класс. Это очень важный и ответственный этап. Переходной возраст как-никак. Вот, допустим, Дима. Я? В прошлом году у него были постоянно конфликты с его одноклассниками. У меня не было конфликтов, а? Такое у него лицо, блядь. Я неоднократно замечала, как он не может найти общий язык с одноклассником Сергеем. Я, конечно, прошу меня извинить, но тут полкласса не может найти. Да, блин, Украина это точно самое, что и Россия на самом деле. Типа, контингент людей вообще одинаковый. Так они же это... Тут опасно, что-либо сейчас говорить. Я боюсь. Нет, я имела в виду то, что они же ходили в состав СССР. То есть, там одно и то же было. Ну, типа, да, Казахстан, там вот, Беларусь, все, вот, Украина, все вот эти, они же, ну, по сути, система обучения, она одинаковая везде, так что там точно так же делали. Контакт с этим Сергеем. А тут есть, родители Сергея, хотелось бы обсудить поведение и сына тоже. Кстати, да, вот, вот, я сейчас знаю, что про него сказали. И одному моему Диме огревать за всех, правильно? Вот ты, да. С этого года Сергей больше не учится в нашем классе. Вот. Да, нахуй. Мне больше всего этот лысый мужик нравится. Да? Да, он конфликтный, я вижу. За справедливость такой. А бабка? Бабка там вообще в хуйню ебаная. Интересно, блядь. Перебили? Серьезно? Но и слабо. Кстати, блядь, насчет ситуации Никоглая, пиздец. Вот я знаю, что Никоглая такой чел типа шоумен, да, но вот здесь вообще не похоже, что чел шутит, блядь. Мне кажется, это вы реально дубинками чела отпиздили и на волосы побрели. Ну, так все считают. Не, ну а с другой стороны, представьте, вот, ну, вот правительство и все вот те, кто на него зуб заточил, они же знают, что это человек медийный. Они же знают, что человек медийный, блядь, и если с ним что-то сделать, народ-то по-любому все поймет, кто это сотворил, как бы. Не, ну, может, это сами там... Мне кажется, это не как... ну, типа, мне кажется, 50 на 50, типа... Ну, отпиздили-отпиздили, его же депортировали, все, он на своем родине, все нормально с ним. Так он лысый, его отпиздили. Ну, так он еблан сам по себе. Осуждаю. Благодаря богу, одним одаренным в классе меньше. А именно поэтому я хотела поговорить с вами о дисциплине, которая впоследствии... Крызини, я не знаю. Брови? Ему и брови побрили? Да, ему все побрили, блядь. Я просто не видела, я просто слышала то, что он лысый, и то, что, типа, он немножко побитый такой. Немножко, блядь. ...влияет на успеваемость всего класса. Ну, это... Дисциплину мы стараемся держать на должном уровне. Вот депортировали, ладно. Ну, типа, а отпиздили, это вообще... Ну, зачем, типа, блядь. ...никуда не шло. И также вот этот Милохин писал то, что, если он узнает то, что его реально там отпиздили, Никогла ему скажет, то все об этом узнают, то есть наведут эту шумиху. Он и так уже навел, мне кажется. Ну, немножко, а потом вот, когда заговорят об этом, серьезно. Ну, мне кажется, ничего и никому и не будет. Милохина тоже депортирует волшебники в лес. Будет, блядь, жить день в Сибири, блядь, потом. ...мама... ...это компьютеры все тупыми делают, они зомбированные. ...а мы вообще каких-то непонятных блогеров постоянно смотрят. ...мама... ...деградация. ...мама, я никого не смотрю. ...не смотришь. А четыре постоянно у нас... ...и дневник с лицом Влада Бумаги, кто просилку... ...мама, такого не было. ...блядь, она вообще, вот, маки банутая берет, сына унижает, блядь, при всех. Ну, что это за хуйня? Когда эфир закончится? О-о-о, еще не скоро дружище. Так они специально же унижают детей. Это давит на них, это тоже манипуляция же. Манипуляторы, блядь. И она врет. Именно все эти вещи сбивают их с ритма учебы. Шестой класс, это очень ответственно для детей. А вы, как родители, должны находиться рядом с ними в этот момент. Вот, допустим, список литературы, который я давала на лето. Все прочтут. Вот там такие книги, что я сама не могла их прочитать. Я не знаю, мне вот эта бабка нравится. Да, она вроде норм говорит. Ну, типа, зачем давать читать на лето? А потом еще и спрашивают вот эти вот дневники. Но никогда двойки не ставили за то, что ты не читал. Типа, никак это не проверялось. Но родители всегда заставляли мне до какого? До шестого класса, типа, читать летом. А я просто ненавидела. Я никогда не читал, я хуй забивал. Я давала исключительно по школьной программе. Я не знаю, что это за школьная программа. Но в наше время херни такой не было. Чего-то да. Я так понимаю, родители не... Она сматернулась на родительском собрании? Херня, я насказал. Но это не мат, я не знаю, я не читаю за мат. Но у меня, ну, типа, я считаю, что это за мат. И большинство так считает. За мат, извини. Той начни ты, ёбаный. Проконтролировать этот процесс. Ну а как проконтролировать, если их летом, ты их загонишь домой? Мама, я все читал. Что ты читал? Дмитрий, а что вы прочитали? Скажите, пожалуйста. Ну, я, я прочел по литературе рассказ. Не позорь меня, молчи. Я ни разу не видела тебя с книгой в руках. Мама, я реально читал. Что ты читал? Сообщение от Наташи. Кстати, это еще одна очень важная тема. Родители Натальи присутствуют сегодня? Присутствуют. Хотелось бы отметить... Опа, нахуй. Первый раз мать увидели Наталью. Что такого рода общения, как у Натальи и Дмитрия, просто не допустим. А, это она, наверное, вот как главный в классе родители. Как их называют? Родительский комитет. Там, короче, у нас девочка была, встречалась с мальчиком на класс выше. И наша, получается, классная руководительница рассказала об этом ее маме. И мама запретила встречаться с девочкой с этим мальчиком. Это вот самое хуевое, то, что может просто сказать, блин, классный руководитель. Тем более, блядь, как тут молодая. Это вообще пиздец. В стенах нашей школы. А, блин. Постоянные любовные переписки на уроках. Разговорчики. Записки говорите. Мама, это было в прошлом году. Школьная любовь, это очень хорошо. Я все понимаю. Но уж точно не в их возрасте. И как минимум... А ты не знала, Боба, в школе ебутся, блядь. Не то, что встречаются. ...на влиять на их успеваемость. Поэтому в этом году, если я увижу хоть еще одну любовную переписку, я буду вынуждена перевести одного из них в другой класс. Чего? Мы пытаемся это контролировать. Плохо пытаетесь. Если я узнала, что Наташа мешает твоей успеваемости, я лично переведу в другой класс. Понял? Причем тут Наташа? Ты меня понял? Бля, мне звонят. Так, посмотри, пока я пообщаюсь. Потащи стрим, так сказать. Дедушка звонит. Еще один вопрос. В этом году у ваших детей появляются новые предметы. А это значит, что добавятся новые преподаватели. И лишний геморрой для родителей. У меня в руках тетради нового образца по биологии и по химии. Их вы должны будете купить в любом школьном магазине. А государство для наших детей ничего не может купить? А эти вопросы уже не ко мне. Если хотите, я позову директора, а вы сами у него обо всем спросите. Я читаю в пище. Никого звать не надо. Неужели мы, родители, не в состоянии приобрести пару тетрадок для детей? Там две тетрадки, здесь три. Потом за парты надо скинуться. Вот так и вылазит чек, как в Америке. Знаю я таких. А вы хотели, чтобы было все бесплатно? Я своего внука одеваю, одеваю. А за учебник? Ну, это недопустимо в школе. И пусть уже государство платит. Может, вы хотите еще, чтобы вашего внука кто-то одевал? Я вообще ничего уже не хочу. Уважаемые родители, давайте не будем создавать конфликт на ровном месте. Если у кого-то финансовые трудности, вы можете... Мы еще чипсы не кастрировали, их котят можно кастрировать с 5-7 месяцев, что ли. Я не знаю, через сколько закончится стрим. Это пиздец. Обсудить этот вопрос. У нас котенок, ему 2-3 месяца и кошка большая, полтора года. Родительским комитетом. Ничего не нужно оговаривать, я просто выразила свое негодование. Еще хотелось бы отметить, что в этом году в нашей школе много новеньких учеников. А это значит, что, возможно, в нашем классе появятся новенькие дети. Какие-то льготники, за которых придется опять платить. Вот по поводу родительского комитета. У нас в школе брали и родителей, и отличников. Всему классу. Никакие это не льготники, и ни за кого платить не придется. Я просто хочу, чтобы вы провели со своими детьми беседу, и чтобы они показали себя с лучшей стороны. Александра Юрьевна, новенький, конечно, это хорошо, но хотелось бы узнать, что у нас в школе с обедами. Интересный вопрос. А что с ним? Честно, я не понимаю, что это вообще такое, что это за сериал. В прошлом году я, Диме, давала 200 на школьные обеды, но он приходил домой и жаловался, что кормят плохо. Так ли это? Девести? Это что ж за цены такие? У нас школьный обед стоит 120. 120, говорите. Мам, я потом все объясню. Мам, ты ж паразит такой, ты меня обманывал, оказывается. Я тебе 300 давала каждый день, всю пенсию на тебя спустила, а беды, кажется, 120 стоят. Оль, ну пожалуйста, я тебя потом все объясню. Еще как объяснишь, без совести. Также в этом году у нас будут проходить факультативы, список которых вам нужно будет составить уже сейчас. А что у нас за факультативы? Сейчас я раздам вам бланки, и вы должны будете заполнить их вместе со своими детьми. Мам, я не хочу на факультативы. Тебе никто спрашивать не будет. Математика, физика, биология, отлично. Что значит не пойдешь на бальные танцы? Бальные танцы? Бальные танцы. Что? Составишь компанию своему другу по обедам. Мам, какие бальные танцы? Танцевальные, бальные танцы. У нас 19.55. Танцы, Дима. Так, ну что, все бланки заполнили? Да. Отлично, тогда перейдем к последнему вопросу. А вот теперь будем скидываться деньгами. Так хватит уже за свои деньги. Достали. А вы мне не указываете, что хватит и что не хватит. А вы мне не командуете. Я вообще не понимаю, нахуя сдавать деньги. Бля, что это за хуйня вообще? У нас в школе было то, что мы там сдавали на линолеум. На всякую такую вот хуйню. На проектор. Мы должны были, родители наши, установить проектор. Типа родители. Вообще, это должна делать школа? Какого хуя мы делаем класс? Это что за тупость вообще? Мама. Девушки, да успокойтесь. Вы кто вам вообще сказал, что мы будем скидываться деньгами? Ой. А то мы не знали, к чему все это велось. Ну, значит, не знали. Раз только о деньгах и говорите. Да, я за деньги говорю, потому что я знаю, что вы потом на нет себе новые мобильники покупаете. Или я не права? Почему все молчат? Все, простите. Бабушка, не позорь меня. Да замолчи ты. Лучше послушайте своего внука. Вы меня жизни не учите. Лучше займитесь воспитанием своего ребенка. Я? Им все нормально. Да, конечно. Все собрание только и слышно о его поведении. Можно подумать, ваш не отличился. Ну да, мы хотя бы... Нет, мы не живем вместе. Вы под юбки к одноклассницам не лезете. Женщина. Побудьте с Богом. Все, отличное собрание. Класс тупорылых родителей. В Челябинской области не Башкортостан, но рядом. Родители вместе с молодой училкой. Вы меня, конечно, извините, но не могли бы вы покинуть класс? А я, по-вашему, что делаю? А вы, родители, так и сидите с прикусанными языками. И сдавайте деньги на никому не нужные тетрадки. Пошли, встал, как истукан. Оказывается, моя мама идеальная. До свидания, мальчики, до завтра. Спасибо вам. Вы меня, конечно, простите, если я перегнула с вашим ребенком. Ну что вы, я прекрасно знаю свои упущения. Все нормально. Просто понимаете, Дима на самом деле очень одаренный ребенок. Он, между прочим, лучше всех в классе разбирается в компьютерах. Хотелось бы, чтобы он и по стальным предметам отбывал. Я возьму, сказанное вами на заметку. Будем работать? Да, и за эту ситуацию с бабушкой вы меня тоже простите. Но купить тетради, это не моя прихода. Ваши вины здесь нет. Все родители разные бывают. Мы понимаем. Да, это правда. Так, все, извиняюсь. Пацаны, всем здорово еще раз. Кто новоприбывший, всем салам алейкум. Вот так вот, да. В какой стране мы живем? Благодарю за то, что интересуетесь жизнью нашего класса и за то, что вы пришли сегодня. До свидания. До свидания. Мамуль, я что-нибудь интересное здесь пропустил? Да нет, только та бабка как раз таки они выпистили с мелким. С этим Саньком? Наверное. Пожалуйста, за все. Но денег от меня в школу ты больше не получишь. Но что касается Наташи, если проблем с успеваемостью не будет, то и с Наташей не должно быть проблем. Договорились. А я обещаю хорошо учиться в этом году. Вот и хорошо, договорились. Люблю тебя. Ребят, всем спасибо за... Ой, ебать, наконец-то люблю тебя, а то достало, достало, блядь, все вот это вот. Ребята, сейчас начнется второй наш любимый сезон. Вот, я не знаю, может я уже какую-то часть из серии смотрел по-любому. Вот, не знаю. Да, но точно с уверенностью могу вам сказать, что какую-то я не смотрел. Потому что здесь вот, смотрите, уже что-то есть, уже что-то есть, ебать. Влюбился в новенькую училку там и так далее. О! Так что любовная линия начинается, блядь, все это мы видели. Давайте что-нибудь повзрослее, может. Тебе не на тот сайт надо, блядь, повзрослее она хочет. Так, сейчас смотрим, вот оно. Ждем сборник всех серий, где он, где он, где он, где он, где он. Ебать, тут серии, блядь. Ебать, три часа, блядь. Три часа, прикинь. Двадцать серий сериала про школу. А? Ты что-то про ускорение говорил. Хе-хе. Давайте реально что-то поставим, скорость хотя бы там на... Не знаю, на 1.25. Ну это прям не сильно много, но хоть как-то. В одном видео. Приятного просмотра. Что? Что вы делаете? Значит так. Берешь этот баллончик с краской и идешь раскрашивать машину. Здесь даже незаметно, что что-то изменилось, как бы. Да? Где изменилось? А ты понял. Дима, давай быстрее. Или ты хочешь позвать в первый учебный день? Мама, иди на работу, я дальше сам пойду. Я сама решу, когда мне идти на работу. Мам, я уже в шестой класс перевелся, это средняя школа, я могу уже сам пойду. Какие мы взрослые стали? Сам ходи. Ну иди. Хорошего тебе дня. И тебе хорошего. Нормально так, пацаны, на такой скорости? И не дай бог ты домой двойку принесешь. Понял? Понял, пока. Я надеюсь, что в этом году мама не будет меня позорить своими выходами. О, малолетка. Что? Ты в глаза дудешь. Это вы мне? Отсмотри назад. Ты что там? Не видишь там кого-то? Нет, никого нет. Ну как, что-то тупишь, иди сюда. Ну я здесь. Такое, бля, никому не нравится. Ну тогда три часа, как три часа, блядь. Не знаю, она прям как-то и туда реально. Что вам нужно? В каком классе хоть? Я в шестом. И как тебе? Вы про что? Говорю, как в шестом классе тебе? Ну я не знаю, первый день только. Деньги есть? Деньги? Да. Ха. Ты что говоришь? Пиздец, блядь, вот этот персонаж, блядь. Вот этот, блядь, это... Ты только когда-нибудь прессовали так в школе? В школе, типа, нет. Ну у нас были, типа, задирычи всякие, которые, типа... Я помню, вот, иду в столовку, типа, хавать, и там вот этот задирыч, типа, что-то... Мы, ну, плечами друг другу ебанули. Ну, ебанулись, вот ты знаешь, просто не разошлись, блядь. А у меня еще челка такая длинная была, у меня типа, говорит, типа, челку подровнять, блядь, и все, и съебался, как бы. И все, это максимум, что было. Ты мама что, денег не дает в школу? Нет, не дает. Еее, бать! Ахахаха! Терпение тебе. Блядь, нихуя себе, блядь. Я так... Блядь, Руслан, блядь, короче, спасибо большое. Терпение. Не, мы пока справляемся, три часа сейчас... Сколько мы сейчас стрим идет? Три часа достойно продержались. Спасибо, спасибо, спасибо за 500 рублей, блядь, снабжаешь жестко прямо. Мотивации добавляешь, так сказать. Ну, мы по-любому все посмотрим уже, да правильно? Все, ебать, какие проблемы. Я не буду выворачивать. Зима! Маташа, у тебя все хорошо. У него все, ахуеть, еще 500 закинули, блядь. Неожиданно пролетает вообще, капец. Спасибо еще раз. Посмотри за прическу. Какую? У девочки. Смотри отсюда, дрибезга. Я сейчас... Классная же. Это типа, кей-поп, йоу. Хочешь такую же? Да, но мне не пойдет. Попробуй, попробуй хотя бы. Пиздец, блядь, спасибо еще раз за 500 рублей. Жестко, 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 прям разъебало еще. Мне кажется, с такими темпами полосочку скоро реально разъебут просто конкретно. Учителя позову. Ой, как страшно. А, я не поняла, что здесь происходит? Ой. А, ничего такого. Дима, а можно тебе на минутку? О, блин. Запомни мое лицо. Еще увидимся, сосунок. Дима, а... Я, по-моему, их даже помню как-то, как будто помню. Спрашивали расписание, Александра Юрьевна. Расписание? Ну-ну. Да все хорошо, Александра Юрьевна. Как домить? Ну, вообще на Твиче ссылку, ну, типа, вот так вот мотаешь вниз, вот так вот, под стримом там есть кнопочка донейт, как бы. На Ютубе просто там вниз тоже в описании есть ссылочка. Да? Наверное. Донать тебе миллионы. А ты оставишь мой инстаграм? Да кто-то сейчас инстаграм, блядь, сейчас кто-нибудь вообще в инсте сидит, ребята, есть такие? Я. Можно идти на улицу? Нет, понятно, что ты, а там в чате, в чате есть кто в инсте сидит? Идите. Пошли, Наташа. Дима, почему ты не сказал правду? Я сказал правду. Я слышала, что они тебе деньги требовали. Ничего они не требовали. Я тупар подходит? Наташа, ты можешь не лезть? Ты сейчас серьезно? Да. Давайте целуйтесь, 500 рублей закинули. Так мне же сказали просто на терпение. Там вот если мы скинут, там еще, типа, ты скажешь, ты целуйтесь, блядь. Ну, сиди теперь сам. Ну, и посижу. Нет, всем. Саш, привет, не хочешь сидеться? Смотри, что нам пишут, что ну, в основном не пиле, это, в основном не сидят. С тобой? Ну, ладно. О, хорош. О, привет, Сэм, не хочешь сидеть там? Дениска, понял, запомнил. Наташа? Ну, ладно, сяду. Вот, сядут. Вот, девочка, она играет роль взрослой, типа, она и... Дима, что случилось? Ну, вот эти вот дети, вот, прям видно, что дети, а та девочка как будто повзрослеет. Так девочки раньше взрослеют, ебать. Ну, да, но... Что тут еще поделать? Хе-хе, пососитесь, пожей, блядь. Что вы тут устраиваете, ебаный народ? Не на тот сайт зашли. Ничего, как у тебя дела, Саша? У меня все хорошо. К урокам приготовился? Ну да, смотри, как у меня книгу подожди. Ник ниндзя? Ну да, прикольная книга. Ну, так себе. Приветствую всех. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра Юрьевна. Уроку все готовы? Да. Расписание новой... Ебать, все серии смешариков смотреть, блядь, там, наверное, сколько? Лет пять надо, наверное, потратить. Да? Ну, она уже не полная. Да. Расписание будет меняться и дополняться на протяжении всей недели, поэтому попрошу вас быть повнимательнее. Хорошо. А сейчас приступим к теме урока, а именно к самостоятельной работе. Что? Александра Юрьевна, ну это же самый первый урок после каникул. Самостоятельная? Вот именно, поэтому я и хочу сделать самостоятельную работу, чтобы проверить уровень ваших знаний. Вы за лето, наверное, все позабывали. Блин. Офигенно, блин. Саша, а можно не выражаться, пожалуйста? Прости. Достаем двойные листочки и начинаем писать. Офигенно, еще и самостоятельную писать. Самый тупой первый день учебы, который мог бы только быть. Повторюсь, писать ни у кого не получится. Вопросы... Да, да, да. Это вот уже все начинает больше трансформироваться в ту школу, которая сейчас происходит на экранах. Дерзкому 17, ебать. Ну вот, два года разницы с дерзким, блядь. Пиво пьем одно, можно сказать. ...сама, поэтому ответы вы нигде не найдете. Ну, прикольно. Дима, у вас все в порядке? На вас лица нет. Все хорошо, Александра Юрьевна. Я просто переживаю за самостоятельность. Самостоятельная и легкая. Вы справитесь. Не переживайте. Это начало года. А ты что-то знаешь вообще? Не знаю. Да, это же осень, вся хуйня. Поэтому да, это начало года. Ну, оценки за вот это вот будет? Входной тест. Входной. Зачем за входные тесты ставить оценки? Ну, сейчас узнаешь. Знаю, а ты? Блин, я тоже ничего не знаю. Надо было с Сэмом соиться. Так можешь пересесть. Уже нельзя пересаживаться. У вас есть 15 минут. Можете приступать. Зачем я с тобой сел? Офигеть. Ладно, раздражимость характера. Во-во-во-во, опять, опять те же самые вопросы. Это же он уже отвечал такое. Давай, вот на второй вопрос ответишь? Нет, давай на первый, на первый, на первый я тоже знаю. Летошное строение имеет все живые организмы. Да и пять, красава. Что-то я понимаю, блядь. Это вот он. Ум передается. Александр Юрин, директор, что срочно? Что-то за посыльный. У меня самостоятельно, я буду через... Ну, сказали, что капец, как срочно. Хорошо, сейчас буду. Так, дети, я могу на вас рассчитывать? Да. Я вас очень прошу, ответы в интернете не ищите. Это ваши знания, в конце концов. Договорились? Да. Хорошо, спасибо, я на вас рассчитываю. Кстати, да, кстати, вот этот, вот этот стол еще странный. Ну, посмотри, блядь, как за ним сидеть вообще? Ты бы сидела за таким? Ну, вот у них, у них, который стал еще, покажу. А у тебя какие вопросы? Типа, какие-то такие, блядь, что это за хуйня? Ну, вообще не очень удобно. Для одного человека было бы нормально, но для двух как-то не очень. Сможет я списывать? Сэм, не давай мы ничего списывать, пускай сам пишет. Не впутывай Сэма в нашу ссору. Вот, 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 у меня примерно такая же... А, блядь, он промотал нахуй. Что? Вы че, малолетки? А стулья пиздатые? Стулья пиздатые, но это более для взрослых, типа, не очень удобно. Ты же не можешь облокотиться и вот так вот на уроке сидеть. Блядь, чип, сука. Вообще бесстрашно. А вы кто такие? Правительство ваше. Правительство? Пишли казну в государство. Чего? Ну что, малый? Ну, мы теперь не уйдем. Что вам нужно? За извинениями пришли. Извинения? Вы можете выйти из класса, это не ваш класс. А, малявка, ты тоже тут? Я не малявка. Да, мне кажется, вот этого персонажа зря убрали. Ну, вот, который вот этот, типа, о, малявка, ты тоже тут? Вот его зря убрали. Потому что он реально, ну, пиздата отыгрывал, во-первых, и вызывал эмоции, так сказать. Встаньте от нее. Вот, вот, вот этот, вот этот, вот этот. Ну, этот, я не знаю, похуй, как бы. Да. Чирико. Лучше вот этого бы. Он похож прям на задиру реального. Если вы пришли ко мне, разговаривайте тогда со мной. А ты что, самый смелый получается? А ты что, самый умный? Дневник ниндзя. Ого. Это твоего малолетка? А, нет, ты не малолетка, ты уже целый ниндзя. Это не мое. Твое тогда? Нет, это Дима. Саша. Так, если это ничейное, то можно и порвать. Что? Что вы делаете? Бизда, теологика, бля. Так, это твое получается? Пацаны, шухер, их училка идет. Ну, малые, вам повезло. Увидимся на перемене. Пошли. Лучше козел. А кто это вообще такие? Они перед уроками к Диме прицепились. И что они хотели? Не знаю, Дима ведь не хочет говорить. Да, Дима? Да что говорить? Достали все. Нет, я вот здесь мотивацию Димы не понимаю. Ну, сказал бы и похуй, как бы. Че он, блядь, какой-то авторитет зарабатывает, что ли? Боишься, чего ты молчишь? Я никого не боюсь. Я сам разберусь с этим. Мне советы ваши не нужны. Так, я не поняла, что за балаган? Работу все написали? Александра Юрьевна, вы нас извините, мы бы сделали самостоятельно. Что но, Наталья? Наташа хочет сказать, что мы не можем решить один вопрос, поэтому решили его обсудить вместе. Да? Интересно, какой же вопрос вас смутил, если у всех задания разные? Я поняла, молчанку играем, да? Типа скажет, что он шестерка. С чего бы, блядь, шестерка? Это вообще немного другое понятие. Йоу! Целуетесь и любите друг друга. Любовь это крутая штука. Ахуеть! Блядь, ты прикинь, косарь уже заебашили. Блядь, сколько мне за сегодня накинули ебаный сыр? Там было... Ты же слышал? Да, в смысле? Я даже вижу, вот он, донат, если что. Да. Пиздец, блядь. Да. Пиздец, блядь. Охуеть. Спасибо большое. Спасибо. Блядь, охуеть. Русланыч, мое тебе уважение. Спасибо. Но там уже гораздо больше сейчас пойдут суммы в плане этих самых, блядь. Я так понимаю, потом целуетесь и ебитые, блядь. Это вот, блядь. Хорошо, значит, сдаем все работы и сейчас будем отвечать устно. Спасибо тебе, Дима. Я еще и виноват, а из-за кого они... А я куда поцеловал, блядь? В губы же был. Так, я смотрю, вы там успокоиться не можете, Дима, Наташа, к доске. Опа. Зашибись. Молодец. Так, давайте еще раз. А так, да, любовь. Пиздатая штука, да, правильно? Не понял, блядь. Че хрен. Как звучит вопрос? Образование белков происходит в... Где же происходит образование белков? Вот вариант. Блин, офигеть, подожди. Вот вчера 800 рублей, и сегодня 1000, почти 2000 рублей. Вот это жесть, блядь. Спасибо большое. Спасибо за фоллоу, спасибо за 1800 рублей. Хондри, рибосомы, лизосомы. Ну и какой же вариант верный? Ну, может, метахондри... Руслану Фудич понравился, кстати. Дима, а ты вообще присутствовал в прошлом году на моих уроках? Ну да. Так а при чем здесь метахондрии? Наташа, может быть... Кто? Вот это? Это Полина. Это не сестра, это моя девочка. Ты знаешь правильный ответ. Ну, может, Лиза Сомы. Так, я поняла. Дневники мне на стол оба. За урок у вас сегодня два. И всему классу за поведение тоже. Заберете после уроков. Отличное. Начало учебного года. Ну, блядь. Так, на следующий урок без опозданий. Что у вас по расписанию вообще? Математика. Хорошо, я спрошу учителя математики, как вы себя вели. И дневники остаются у меня, ясно? Спасибо тебе. Как думаешь, еще отсылки к тебе будут? Ну, хотелось бы на самом деле, но я не знаю, как оно. Будет, не будет, посмотрим. Посмотрим. Там уж как Руслан решит, я не знаю. Дима, везде не испорчен, и все из-за тебя. Почему вы обвиняете меня во всем? Потому что, если бы ты рассказал за этих старшеклассников Александр... Сколько? Теперь тебе нужно, чтобы ноги показали, блядь. Видишь, ставки повысились резко, блядь. Юрий, мне все было бы иначе. Я не хочу быть шестеркой. Ты называешь это шестеркой? А как еще? Вы идете? Нет, мы идем. Блин, ну реально, достали все. Почему меня приписывают ко всем бедам, а? Ну что, малой, остался один? Да блин. И как будем решать нашу общую проблему? Почему вы именно ко мне пришли? Сейчас его изнасилуют опять. А мы дерзких детей не любим. А чем я дерзкий? Ты еще хочешь, чтобы мы тебе тут что-то объясняли? Нет. Значит так, как мы будем решать наши вопросы? Может я просто... Ты мне читаешь, но не отвечаешь, типа? Ну да, в основном. Ну типа я прочитал сообщение такое, типа если мне нечего сказать, я, ну типа ничего не отвечаю. Так что, пацаны, я всех вас замечаю практически, но могу не ответить, потому что просто нечего ответить. Уйду? Что? Ну, я просто уйду и все. Ты, видимо, вообще не понимаешь, во что ты вляпался, да? У меня нет денег, как я могу вам помочь? Значит, будешь... Не все твои сообщения я не отвечаю, я просто некоторые, понимаешь? Да, я замечаю все это. Без обид, пацаны, ну просто вас много, реально. Другим способом. И каким? Что? Зачем мне? Значит так. Берешь этот баллончик с краской и идешь раскрашивать машину директора. Ты понял? Я не буду этого делать. А если до этого не сделаешь сейчас, то будешь до конца всех своих школьных дней отдавать мне свою еду и выполнить все наши приходи. Ты понял? Я сказал, что я не буду этого делать. Пацаны, может, сломаем его? Что? Я не поняла, кого вы тут ломать собрали? Ебать, да-да-да-да-да, вот эту хуйню я уже помню, вот это да. Александра Юрьевна? Я спрашиваю, что вы тут делаете? Там у малого... Блин, я на самом деле в малого что играю, особенно сейчас, потому что тупо нечего как бы. Вот. Хотелось бы в годов вар Рагнарёк, который новый вышел, поиграть. Вы просто спрашивали, что он тут сам делал. Дела нормальные. Спрашивали, значит, а баллончиком ничего раскрасить не собирались? Не собирались. Дима, ты мне ничего сказать не хочешь? Нет, ничего не хочу. Значит, молчанку будем играть, да? Дима, ты достал, почему ты не можешь рассказать всю правду? Значит, так, собрали все свои манатки вместе с вот этим баллончиком и дружным коллективом вместе со мной к директору. Будем заниматься творчеством, так сказать. А вот кто такая, чтобы нам тут что-то указывать? Значит, слушай сюда, Джастин Бибер. Ха-ха-ха. Смотри, ну как раз. В натуре, блядь. Вот так и надо было, блядь. Вот он, нахуй, на место поставила, блядь. О-фи-геть. Ну, Дима, ты как всегда, почему ты не можешь меня послушать? Да я хотел сам решить эту проблему. И как, решил? Ну, нет. Вот именно, бегал бы у них на поводу до конца школьных дней. Ты как всегда права, Наташа. Ну, ладно, зато хорошие оценки по математике получили. Ну, это да. Ну, тогда пошли. Пошли. Вот, слушай, здесь прям уже гораздо круче стало, да? Вот по интересу, то есть по сюжету и по съемкам тоже. Ну, как бы вот она, настоящая школа уже, прям та, которая это. Ну, видно, как просто скакнуло и по составляющему все лучше стало. Это прям, блядь, заметно. Такой переход жесткий. О, малой. Еще увидеть. White Swan. Это шестой класс. О-о-о-о. Да, кстати, Настя, куда делась, блядь? Ее вообще проебали, ебаный сыр. Какая Настя? Да там была в самой первой серии какая-то Настя, блядь. Она что-то там говорила, вроде даже участвовала активно. А потом тупо и пропала, блядь. Да не переживай, друзья, конечно. О, Дима, вас хрустуха вызывает. Александра Юрьевна? Ну да, скажу, что вы к ней учитесь. Вот, Санек уже начинает нормально говорить. Пошли. Вместе с Наташей? Ну, я откуда могу знать? Блин, что ей опять нужно? Ну, я не знаю. Ладно, пошли. Идем. Александра Юрьевна, можно к вам? Да. Хвостики у нее классные, говорю. Миллис не запылились. Где вы бродите? Что-то случилось? Да, Дима, случилось. Сейчас твою маму в школу буду вызывать. За что? Да шучу я, господи. У вас изобразительное искусство сегодня. Каким уроком? Ну, вот сейчас последним будет. Вот и отлично. Значит, слушайте внимательно, что я вам скажу. Так как ваш учитель Елена Николаевна заболела, поэтому... Вы нас отпустите пораньше домой? Поэтому, Дима, урок сегодня проведет другой учитель из другой школы, Кристина Игоревна. Я попрошу вас передать эту информацию. Почему не будешь смотреть универ от первого лица? Ну, я не говорю, что не буду. Просто пока не планирую. Вот так вот скажем. ...классу и вести себя должным образом. И не позорить меня. Хорошо, Александра Юрьевна. Наташа, я очень надеюсь. Там тоже, типа, школа, универ, вот это вот, понимаешь? Универ? Да, это школа, а там есть универ. Ну, там, конечно, это самого того, что ты хочешь, не будет. Что ты проконтролируешь этот момент? Ну, я постараюсь. А сейчас быстро на урок и без опозданий. О, Дима, у вас ухи были? Ну, да. И что она от вас хотела? Она сказала, что ИЗО проведет у нас новую училку. Что с Еленой Николаевной? Александра Юрьевна сказала, что она заболела и попросила нас вести себя хорошо. И не опозориться перед новенькой учительности. Училка добрая хоть? Кто-то ее видел? Ага, добрая. Я знаю, еще иной динозавр с большими клыками. Саша, не говори глупость. Что я такому сказал? Динозавр с большими клыками? Я спрашиваю, кто тут динозавр? Молчим, значит. Дима, Наташа, что? Это они ее так обзывали? Я не знаю. А про кого? Происходит. Ну, вы про новую учительницу рассказывали. Про новую учительницу. Причем же тут динозавр? Про новую? Селимся на места и готовимся к уроку. Если я узнаю, что вы обидели Кристины Игоревну... Динозавр с большими сиськами. Вы весь класс, я? Да. Достаем быстро свои тетрадки, альбомы, краски. Что у вас там? Водчик, готовимся к уроку. Мне уже интересно, кто это такая Кристина Игоревна. Да, что не так? Да, Александра Юрьевна, вокруг нее столько шума навела, как будто она президент какой-то. Не президент, а динозавр. Да, Саша, отвернусь, ты уже долбал своими плоскими шуточками. Сама ты плоская. Что? Ты слышал, что он сказал? Ну да. И ты ему ничего сказать не хочешь? Так он же это тебе сказал. Ты за меня даже не заступишься? Да блин, Наташа, не начинай. Пиздец. Ай, блядь. Ладно, даже говорить ничего не буду. Ты опять обиделась? Нет. О, а кто это? Это шестой класс. Сюда дерзкого не хватает. Вот дерзкий бы вот сюда прям вписался бы конкретно. Отлично, тогда мне сюда. А вы разве не со мистем класса? А что, прости? Ну вы не похожи на шестикласси. Зачту это как за комплимент, но, увы, я закончила школу много лет назад. Тогда что вы тут делаете? А, извините, забыла представиться. Меня зовут Кристина Игоревна. Я временно заменяю вашу преподавательницу по изобразительному искусству. Я думаю, вас должны были предупредить. Чего? Что? Лицо и волосы очень. Вы что, чем-то расстроены? Нет. А почему голдеж тогда такой устраиваете? Мы просто думали, что вы динозавр. В смысле динозавр? Руслан Заловшин. Кто-то объяснит мне, что значит динозавр? Сички на самом деле у нее не такие большие, там пушап это видно. Руслан хотел сказать, что мы думали, что вы очень злой учитель. Ты что, тут факт? Я надеюсь, я не очень похожа на злого учителя. Отлично, тогда давайте знакомим. А что это у вас у рука? Вы про картину? Эта картина? Да, это картина, которую я нарисовала сама. И между прочим, считаю, что это лучшая моя работа. Я очень много лет потратила на то, чтобы ее закончить. А вы на нее покажете? Натурят, ты куда еще смотришь, а? А? А, блядь. Ну, для этого я и взялаю с собой, но это будет немножко позже. А сначала мы с вами всеми познакомимся и начнем мы с первой парты, допустим, с вас. Я? Да, вы вставайте, как вас зовут? Офигеть, она такая милпочка, еще и картины рисую. Милпочка. Я больше, что крыси не играет на милпо. Саша, ты дурац. Саша, а ты не смотришь, или я тебе сейчас милпо. Ой, боюсь. Ты каждый раз будешь молчать, когда меня обижают. А ты же его первая трогаешь. Можешь больше ничего? Я вот на него смотрю. Вот он. Вот. Подожди, ногти покажи. Ой, блядь. Да что? Ну, видите, типа огонек синенький. Типа розовый синим, только нихуя не видно. О, что-то, что-то сделалось. Хопа. Бонни говорит, все с тобой ясно. Да что опять не так? Меня зовут Саша Конокейн. Саша Конокейнка? Конокейнка? Я первый раз его фамилию слышу. Романтик. Романтик, похвально. Может, еще и стихи пишете? Бывает, что и пишу. Чем он врет? Я не знаю. И о чем же стихи ваши? Ну, вообще, последним стихи ямся про взаимную любовь к ученика и учительнику ваших классов. Что? Может, он по дороге в школу где-то головой дарил? Он, наверное, влюбился. В ученику? Как она же страшная. Ну, я бы не сказала. Кто? Тогда давайте следующий. Вот ваша очередь. Моя? Да, ваша. Как вас зовут? Меня, Дима. Дима, хорошо. Расскажите о себе, чем вы увлекаетесь? Может, вы любите рисовать? Рисовать? Да. Ты разве рисовать любишь? И что вы рисовали из последнего? Рисовал... Не помните, да? Да нет, помню. Ладно, я поняла, присаживайтесь. Кто у нас следует? Пиздец, неудачно. Я рисовать не люблю и стихи не пишу. Всем спасибо. Наташа, да, говорите? Ну, хорошо. Давайте тогда вы. Каких это порт ты любишь рисовать? Я не люблю рисовать. Зато это начинки, ты говорил совсем по-другому. Да я просто не знал, что ответить. По твоему лицу было видно, что ты все знал. Да я тебе честно говорю. Дима, тебе тоже Кристина Игоревна понравилась. Чего? А тебе понравилась Кристина Игоревна? Вот это вот? Ну. Ну, она вроде добрая, но... Если говорить про внешность, то мы не говорим про внешность. Мы не говорим про внешность. Йоу. Я стихи не пишу. Саша, повернись. Чего вы все-таки изюй сегодня достали? Говоришь, Кристина Игоревна понравилась. Может, ты с ней за одну парту сядешь? Или, может, после урока будете вместе рисовать? Наташа, успокойся, пожалуйста. Я спокойно. Супер, вы все большие молодцы. Ну что ж, тогда предлагаю перейти к началу урока. Кто мне может помочь? А что нужно сделать? Ну, чтобы нести Мальберку. Кристина Игоревна не понравилась. Это факт. Да, вообще, вот это мелфабля, реально. Учительская есть желающая? Я могу. А, вот вы, Дмитрий, да? Давайте, наверное, вы мне и поможете. Я? Ну, вы ведь у нас любите рисовать. Так что пойдемте с нами. А остальных попрошу посидеть, тихо, пять минут. Договорились? Ты чё бы наглел? Снимать, зачем ты согласился? Да чё вы хотите все от меня? Меня попросили? Я делаю. Да, да, нормально, просто попросили. А я возьму все остальное. Хорошо. Тебе правда нравится рисовать? На самом деле нет. Я просто не знаю, что вам ответить. Испугался. Не знаю. Считался, что ли? Неужели я такая страшная? Нет, вы не страшны. Чё, чё начинается, блядь? Я как... Ебать, чё сейчас будет нахуй. Пацаны, смотрим все внимательно, блядь. Это уже какой-то флирт, блин. Да, типа... Я не знаю. А вы давно рисуете? Ну, рисовать я начала примерно с твоего возраста. А вы сейчас тоже рисовать будете? Сейчас, в смысле, на уроке? Ну да, мы же Мольберт берем. Нет, рисовать сейчас я не буду. Мольберт нам нужен для другого. Ну что, пошли, маленький обманщик? Простите, я не хотела обманывать. Маленький обманщик. Смит, реставьте Мольберт около доски и присаживайтесь на место. Хорошо, ставлю. Обращайтесь. Спасибо вам. Обращайтесь, говоришь? Наташа, да что с тобой происходит? Это что с тобой происходит? Бегаешь за юбками. Ты в своем уме? Ну что, детки, в начале урока я вам всем обещала показать свою картину. Помните? Чего? Чего молчите? Вы что, уже передумали? А, чего все молчат? А, какие-то вы странные. Ладно. Александр, да? Да. Мне кажется, но она долго здесь не проработает, судя по всему. Мочь поставить картину на Мольберт? А я пока раздам всем распечатанный вариант своей работы. А, почему я вон, ну, Руслан может поставить. Я? Ну, ладно. Так вот, дети, как я говорила ранее, над своей работой я просидела не один день. И многие талантливые художники уже успели оценить ее по достоинству. Так. Че там? Че это? Сыкутина такая? Кристина Игореванова Коза. А почему? А почему, блядь? Почему такое отношение к ней? Я не понимаю, она вроде добрая же, вроде, да? Ну, я не знаю, почему у мальчиков такое отношение. Если бы это нарисовала девочка, то это понятно. А у мальчиков? Ну да, кстати. Кристина Игоревна Коза. А что смешного? Вы думаете, я шучу? Чего? А, да-да-да, это Наташа, это Наташа написала. А что с картиной? Это же не она. Картина я решила назвать поющие цветы. Поющие цветы? А что смешного? Понять не могу. А что с картиной? О, черт. Вы испортили мне картину? Офигеть. Кто посмел это сделать? Я еще раз спрашиваю, кто посмел испортить мне картину? Кристина Игоревна, может, она уж таки была. Так, ребята, или вы сейчас признаетесь, кто испортил мою картину, или я иду за классным руководителем. О, черт. Хорошо, я вас поняла. Офигеть, нам жутко. Да ну, ну вообще пиздец, блядь. Наташа очень некрасиво поступила, я считаю. Правильно, пацаны? Плюс чат кто-то тоже считает, что это полная хуйня какая-то. Ну, спасибо тебе, Наташа. Наташа, это ты сделала? Да, я, потому что вы начали все на нее слюни распускать. На кого? На училку новую, вы думаете, я не видела, как все мальчики смотрят на нее? У нее? Да. Ты несешь, это же учитель. Это учитель, но вам это не мешает смотреть на юбку. Ну, вообще, Кристина Игоревна, хорошая мне юбочка. Саша, что это? Ну, вот, посмотрите, испортили мне работу. Вот негодяи, кто это сделал? Молчат, не хотят признаваться. Значит, будем наказывать. Хотела ребятам показать свою работу, думала... Здесь Наташа, наверное, трясется, сейчас сидит. По достоинству. А вы знаете, им ничего показать. Коза не, сука. А? Там хотя бы коза не, сука. Ну, коза это так, блин, на все, что можно пока. Ну, да. Вот нельзя, они не умеют ценить. Ты к ним по-хорошему, а они к тебе задним местом, да? Кристина Игоревна, вы меня простите. Самое главное, я им говорила за дисциплину. Но до них, видимо, не доходит, да, Наташа? Я кого опросила за дисциплиной классе? Блядь, пацаны, давайте без спама. Все, хватит спамить. Ну, спасибо тебе, Наташа. Тебе спасибо, скажите, дебилы. Наташ, ну ты реально перегнул. А нечего было плясать под дудочку, молодой училке. Я не плясал под ее дудку. И вообще, почему тебя никто не сдал, если это ты испортила картину? 113 лайков, пацаны, давайте 120. 120, 120, кто не поставил лайк еще, пацаны, давайте. Лайки, нажмите, нажмите по трансу лайкички. Давайте, 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 надо разъебать, блядь. Разъебем Ютуб. Зао, если кто-то ее сдаст, она больше никогда никому не даст писать. Так ты, оказывается, манипулятор? Я не понимаю, как можно было так подставить своего классного руководителя? Чем я это заслужила, а? Простите, Александра Юрьевна. Видите, Александра Юрьевна. Что мне ваше простите? Убирать тут все быстро, пока брыстеть не будет. Блин. У всех дети как дети, а мне досталось черт-ни что. Вы худший класс, да... Все дети как дети, я суперзвезда. А, вот это вот. История школы. Ну ты, Наташа, молодец. Ну что, сумасшедший? А почему вы так с ними разговариваете? Блин, ну что мне с ними делать? Саша, ну ты что, правда, принадлежишь? Голубь в коробке, нахуй. Ой, бля. Что, пацаны, давайте попиздим с вами немного и продолжим. Какие вопросики у вас есть, давайте мы посидим, поотвечаем. Просто пока немного поразговариваем, а то уже, типа, замылились пока мозги, чтобы, знаете... Сейчас смотрим второй сезон, вот. Чтобы немного не устали мы. Фонг мы не послушаем. Мы послушаем под конец стрима, вот. Так что давайте, пацаны, 117 лайков, еще 3 лайка, еще 3 лайка осталось. Когда вы познакомились, ну, говорю, 3 года назад. 3 года назад. Не устал? Ну, сидеть устал неудобно, блядь. Она-то вот на кресле сидит, ебать, а я вот, нахуй. На этом, на этом стуле деревянном. Сколько девушке лет? 17, да? Правильно, Вить? Ничего не перепутал. Откуда у вас чипс? А там вообще, на самом деле, интересная история была с чипсом. Короче, Полина что-то захотела, ну, типа, чтобы Эльке, ну, нашей первой кошке, не было скучно. Ну, и вообще, в принципе, я тоже поддерживал эту идею. И она такая, где-то часов в 12 ночи, скидывает мне пост, где, типа, говорится то, что вот, тут недалеко от вашего дома. Ну, короче, от моего дома недалеко находился кот, вот этот вот чипс. Типа, приходите, забирайте, блядь. И я пошел нахуй в 12 часов ночи искать его где-то, в итоге, нихуя его не нашел. На следующий день мы приехали, там какая-то бабушка сидела, она такая, да-да-да, это мой, там вся хуйня, и она нам его отдала. Ну, вот, собственно, такая вот история. Будешь смотреть влог Джека и Германа? А я видел что-то подобное. Я видел что-то подобное, поэтому так. Какое хобби? Ну, вот, сижу, стримлю. В принципе, это очевидно. Алло, Полина не мая? Нет. Когда свадьба? Когда свадьба у нас будет? Как минимум через два года. Это минимум. Это минимум, вот так вот. Это, понимаете, на свадьбу нужны деньги, ну, на все вот это. Ну, там не особо, смотря. Смотря какая свадьба, ну, понятное дело. Но если свадьба, то какая-то пиздатая хотелось бы, вот, поэтому пока деньги. Ну, или просто роспись. Ну, это скучно как-то, это, типа, тогда смысла нет. В смысле смысла нету, типа, ладно. Не, ну, там есть некие привилегии, типа, если мне будет хуёво там в больнице и так далее, я понимаю. Но, не, просто хотелось бы грандиозно как-то этого делать, ну, лично так. Ты хотел бы так, да? Да. Но это только когда... Понимаешь, я не буду брать кредит на 2 миллиона, блядь. А только вот если у меня будут там, ну, лишних 2 миллиона, конечно, их никогда не бывает. Но просто я говорю про это, потому что если я смогу себе позволить хорошую свадьбу, я её сделаю, блядь. Короче, так-то так. Часто дрожь 400 раз в секунду, я думаю. Полина, когда волосы покрасишь? Она, кстати, красила. Я красила, я три раза красила волосы, два раза в зелёный цвет, ну, именно тоникой, и один раз в парикмахерской, в рыжий, но не очень, вообще незаметно. Я отдала за это почти два косаря, и в итоге никакого эффекта. Что ты думаешь про дерзкого? Ну, дерзкий, крутой челик, блядь, вообще жёсткий, мне нравится, мне он нравится. Я не знаю, кенты бы мы с ним по-любому были в этом сериале. Какая музыка тебе больше всего нравится? Русская или английская? Я русскую, я чё-то английскую вообще не понимаю, она какая-то вся однотипная там, поэтому больше в русской музыке она поинтереснее. Нет, в чёрной именно когда? Чёрного не было. Нет, блядь, за три года не ебались, хороший вопрос. Так, хорошо, как думаешь, какой сезон лучше, второй сезон или третий сезон? Бля, я вот чё хочу сказать, по-любому третий сезон лучше, просто потому что, ну, Руслан в качестве контента всегда растёт, это очевидно. Любой ютубер, если, ну, видно, что просмотры, всё вот это вот растёт, значит, и сам ютубер будет расти, это очевидно. Поэтому чем больше, чем лучше, ну, чем больше сезонов, тем лучше качество будет, 100%, это везде и всегда так работает. Ну, практически, практически. Семнадцать неуголовщина, шестнадцати лет, возраст... Согласие. Согласие. Вот так вот. Ты проходил капхэт? Нет, даже не пытался, там, ну, полная, типа, залупа. Там ещё тяжело. Что лучше, ванна или душ? Ванна. Нет, я считаю, что... Ванна. Душ, по-любому. Ванна. Потому что, ну, я объясняю, душ, это экономия твоего времени, то есть ты зашёл, там, волосы и всё хуйня, а ванна, это чисто, ну, это почилить, это расслабиться. Ну, типа, в ванне так же и можно сделать душ. Нет, душ... Ну, ладно, чтоб была. Ну, я, ну, типа, да, но всё равно. Дом или квартира, это тоже сравнивать нужно. Я бы дом выбрал. Ну, я пока что квартиру. Полина, да, в одиннадцатом классе. Нет, она на втором курсе. В колледже. В колледже, да. Ну, Наташа или Полина, там ещё Полина в сериале появится. Мне кажется, Полина лучше, Наташу я вообще не, самое, мне она не нравится. Потом поймёшь, почему. Вот так вот. Ммм, душ, я в доме, дом лучше. Я согласен, дом лучше. Ну, типа, это дом, это твоя территория, а квартира, это коробки эти самые, блядь, бетонные стены. Как вы познакомились? В Дайвинчике. Может, не знаю, просто. Ну, ВК, короче. Ну, ВК, да. Полина в третьем сериале топ. А, в третьем сезоне ты имел в виду? Ты играл в Geometry Dash? Да, кстати, вот недавно, прямо вчера, позавчера, типа, играли. Ну, ладно, я пошёл, пока. Давай, Лорик, пока, 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 пока. Вот. Какая твоя коронная фраза? Ну, я не ваху, и я в шоке, наверное, я не знаю. Наверное, так как-то. Какое звание в КС-ке? Два калаша с винками было максимум. Мы потеряли двоих. Нет, бля, надо заменять, пацаны, давайте, бабушек, дедушек, всех. Здорово, брат, слушай, знаю, что ты из Металгорска, хотел спросить, следишь ли ты за хоккейным клубом в ХКЛ своего города Металлург? Нет, мы не следим. Ну, лично когда-то, ну, в детстве, знаешь, когда родители там что-то смотрели по телевизору, ну, какие-то эти самые матчи хоккейные, я смотрел и даже болел за своих, типа, было интересно. Но в основном нет. Ну, у меня так-то времени много нету, чтобы вот это именно смотреть. Поэтому так. Поэтому как-то так. Тридцать. Ну, я помню вот тот момент, когда они взяли, когда они взяли кубок, или какой-то там, короче, кубок выиграли. Да, я тоже это помню, родители смотрели. Да, вот, у меня тоже родители смотрели, я тоже смотрел. А так, типа, чтобы следить, нет, не особо. Два кубка Гагарина, да-да-да-да-да, вот именно вот это. Бля, Металлургские хаты недорогие. В любом городе, кроме, там, Питера, Москвы, вот таких городов. Ну, хаты недорогие, это имеется в виду, блин. Тут зарплаты какие. Да, если в Москве 100 тысяч средняя, то здесь, бля, типа 30. Если не меньше. Меньше. Ну, в моем, в моем голове, в моей голове 30. Кем работать будешь? Долбоебом. Наверное. У меня 27 кубков Брайл Старса. Красава! Камран или Сережа, кто хуже? Камран, естественно. Сережа мало просто был. Он не полностью раскрылся, мне кажется. Ну, он такой, типа, Камран поинтересней персонаж. Все, пусть смотреть на туре? Давайте, пацаны, поехали. Все, начинаем. С голубя в школу. Нет, я что, ему дурака попал? Дмитриева, почему так поздно? Чего поздно? Еще пять минут до начала урока. Вот именно, всего лишь пять минут. Ну, простите. Все ваши ребята уже давно в компьютерном классе. Отправляйтесь туда, дальше вам все расскажут. Что расскажут? Что я уже сделал? Эээ, привет всем. Дима, ты почему опять опаздываешь? Да я не опаздывал, еще пять минут до начала урока. Ну, ты как всегда, но я же тебе вчера писала. Куда ты писала? В инстаграм тебе писала, чтобы ты не опаздывал. Теревно стремить? Не знаю. Подел в инстаграм. А нужно было? Привет всем. Саша? Привет. Привет. А у нас урок в этом классе будет проходить? Нет, не в этом классе. Мы ждем, пока она с Александрой Юрьевной заберет. Ну, в нормальный класс, Саша, не тупи. Ммм? Понятно. Ну, кстати, как всегда. Саша, а что это у тебя за коробка? Секрет. Ты сейчас серьезно? Ну да, это мой секрет. Может, покажешь его нам? Ну, если вы так сильно хотите, могу показать. Интересно, что там за секрет такой? Голубь? Это что, мурана? Что ты ворон? Ты притащил в школу с голубя? Ну да, а что здесь такого? Я никогда не могла поймать голубя. Только они вообще, блядь, уворотливые. Зато под машину залетают только так, блядь, тварь. Ты бы еще корову притащил. Так у меня нет коровы. То есть, если бы у тебя была корова, ты бы ее тоже в школу притащил? У меня же нет коровы, а? Так, ну что, все готовы? Да. Я надеюсь, вы помните? Восполняем потери. О чем мы с вами договаривались? Договаривались? А вы про что? Вот если бы вы приходили раньше на занятия, вы бы знали, о чем я говорю. Где мой? Она сейчас будет открытый урок перед комиссией. Открытый урок? Вот, блин. Так, все за мной. И только попробуйте меня подставить перед учителями. Блин, я вообще не знала, что у нас сегодня открытый урок. Как ты говорила, надо было заходить в инстаграм. Что мне делать с голубем? Выпусти его на волю. Не выпущу, я себе его доволю. К себе положи на ляжке, блядь. Ну ты будешь, что свои проблемы там. Блин, и что мне с ним делать? Итак, дети, сейчас тихонько заходим, здороваемся со всеми и садимся по местам. Договорились? Да. Заходим. Добрый день, уважаемые гости и мои ребята. Добрый день. А, подожди, вот этого мужика из председателя комиссии я знаю, по-моему. День. Так, ребята. Да, вот этого мы видели, он что-то там говорил. Можете рассаживаться по местам. Первый стол Герман, Сэм, Варя и Софья. Второй стол Наташа, Дима, Руслан и Саша. Все остальные за третий стол. Почему тебя посадили именно с нами? А что не так? Ты ворону в школу принес, ты на стол оставишь. Ты ворону оболу. Ну вот он сейчас это и сказал. Всех вас в нашем дружелюбном классе. У меня сегодня прекрасное настроение. А как ваше настроение, детки? Что происходит с Александрю Юрьевым? Она пытается понравиться учителям из конечки. С хорошим настроением, Александра Юрьевна. Вот и отлично. Я надеюсь, что мы с вами сегодня... Пацаны, давайте 120 лайков добьем. Два лайка ставьте. Продуктивно поработаем. И в конце дня останемся с таким же прекрасным настроением. Не знаю, меня можно считать джедаем? Ой, или, ну, этим. Ты шаришь за эту хуйню? Ни хуя, не шарю. Давай, пожалуйста. Ни чего? Бобби, тихо. Бобби? Ты что, ему еще имя дал? Ну да. Так, а сейчас кто мне напомнит, над каким разделом мы работаем? Да, Наталья? Мы работаем над разделом зоологии. Совершенно верно. И сегодня мы продолжим изучать раздел зоологии. Саша, блин. Саша, вынеси этого голубя. Пусть он в туалет хочет. Ну так пускай в коробку сходит. А, Саша, сделай что-нибудь с ним. Встань. Александра Юрьевна. Да, Александр, вы готовы отвечать? Нет. Как, где-то? Зачем вы руку поднимали? Ну, я в туалет хочу. Александр, но вы же знаете, что ходить в туалет на уроке у нас строго запрещено. Не очень надо. Присаживайтесь на перемене. Ёбнутые, говорю. Запрещено. При комиссии, как ты говоришь. Обязательно сходите. А сейчас кто мне? Ну, кстати, да, ну, блин, ну, в некоторых школах прям умирали запрещают. Ну, это хуйня какая-то. Не, некоторые учителя отпускают, некоторые нет, но это пиздец. Типа, ты срать реально захотел. Тебя, типа, реально не отпустят, обосрёшься, блядь. Ну, это такое. Я понимаю, что там человек, там, типа, 10 раз, блядь, в 10 минут пытается выйти, блядь, в туалет. Это хуйня какая-то. Ну, просто отпусти человека, блядь. Какие разделы изучает зоология? Софья, может быть, вы что мне делать? Головой нужно было думать. Отлично, Софья, присаживайтесь, вы всё... Ого, бездорова, одноименинец. Верно ответили. А сейчас кто мне ответит, что изучает раздел морфологии? Может быть, Дмитрий? Я. Да, вы. Ну, раздел морфологии изучает... И что же? Он изучает внешнее строение организма. Внешнее строение? Совершенно верно. Раздел морфологии изучает внешнее строение организма. Спасибо тебе, Наташа. Вот и отлично. А как вы успели заметить, у вас на столах задание для работы в паре, на которой... Всё ещё ножки пытаются показать. Но наша уважаемая комиссия будет следить за вами, чтобы понять уровень вашей подготовки. Я помню, помню. Саша, мы ничего не знаем. Уважаемая комиссия, можете выбрать себе ребят и присесть к ним за стол для наблюдения. Вот чёрт. Наташа, я очень надеюсь на вашу команду. Хорошо, Александр Юрьевна. Здравствуйте, ребята. Блядь, ну серьёзно? Вы не против, если я понаблюдаю за вашей работой? Нет, конечно. Ну что, тогда давайте решать. Нет, это не понятно. Дима, зачитай первый вопрос. Систематика – это наука. И как вы думаете, что такое систематика? Это что-то с основной шлемер-организмом. Хорошо, что ты думаешь, Саша? Мне кажется, что здесь нужно выйти в туалет. Почему вы не сходили перед уроком? Живи, сам джинус, всегда отпускаются в туалет на уроках. Саша, это типа реально? Это тупо. У нас был случай в школе, мне рассказывала одноклассница. Второй сезон. В школе, в начальной школе, девочка тупо описывалась из-за того, что её не отпустили в туалет. И она потом ещё опозорила её, типа, что ты тут сышь? И всё, блядь. Это вообще пиздец. У меня в первом классе, я, короче, сижу за партой и слышу такое, знаете, вода как будто на линолеум такая, типа, так-так-так-так-так вот так вот. Звук. Сотру, налево поворачиваюсь, там девка, блядь, из него просто, блядь, льётся, нахуй, столько воды, я охуею, блядь. Она даже не отпросилась, ничего, она просто обоссалась, блядь. Красавчики, 120 добили, идём к 130 пацаны. Очень редко. Второй сезон, второй сезон, смотрим. Детка отпускает в туалет на уроки. Интересно. А что это у вас за коробочка такая привлекательная? А, ну там голубь. Саша, заткнись. Голубь? Ну что, детки, всё получается, может, есть какие-то вопросы? Нет, Александра Юрьевна, вопросов нет. Александра Юрьевна, не беспокойтесь, у нас тут всё хорошо. Вот и отлично. Но если появится какой-то вопрос, поднимайте руку, я сразу же к вам подойду. Договорились? Да. Так вы говорите, у вас там голубь? Не обращайте внимания, там нет никакого голубя, он просто шутил. Ничего я не пошутил, Наташа. Саша. Да что? Ладно, продолжайте работать, я не буду вас отвлекать. А я понаблюдаю. Дима, зачитай второй вопрос. Что такое физиология? Я когда шёл в школу, шёл в школу, я ещё его подобрать в коробку. Так вы серьёзно говорите или шутите? Нет, ничего, он будет жить теперь со мной. Саша. Так вы, может, покажете мне его? Кого? Голубя. А, ну, может, лучше после урока. А почему же не сейчас? Ну, потому что Александра Юрьевна может злиться. А мы ей ничего не скажем. Нет, давайте уже пошлют. Батин такой, блядь. Вы что, подшучиваете надо мной? Нет, не шучу. Может, продолжим решать задание? Да, давайте, а что в третьем? Покажите, пожалуйста, что у вас в коробке. Да что, доебался, блядь? Я его вам не покажу. Саша, хватит, там мы на вычучить. Вдруг там наркота. Ну да, блядь, Санёк и перенёс её. Почему у тебя цвет Украины, у тебя в цвет Украины микрофон переливается? Да нихуя он не переливается. Нет, он меняет цвет, но не обязательно зацепить Украины. Тут вообще вся... Ну, это же РГБ подсветка, здесь все цвета, правильно? Не обманывайся. Тогда докажите, что не обманывайся. А, ладно, на, смотрите, что это через дырочку, а то он ещё и улетит из-за вас. Саша, ты идиаешься? А что он мне не верит? Это идиотизм. Это Бобби вообще-то. Вы в свою умницу? Что происходит? Александра Юрьевна, можно выйти? Александр, что с вами происходит сегодня? Мне очень срочно нужно выйти. Я с вами буду разговаривать после уроков. У вас есть одна минута, идите. Спасибо. И что, вы теперь всё расскажете Александре Юрьевне? Я думаю, что Александра Юрьевна не виновата в том, что ученики приносят в школу чёрт. Вот! Вы говорили, Саша, что я его выпустил, но он нас не послушал. Честно говоря, я до последнего был уверен, что вы надо мной подшучили. Александра Юрьевна, можно войти? Походите, Александр. Что, он выкинул голубя? Спасибо, он не вернулся с коробкой. Вы снова привезли своего голубя. Не голубя, а Бобби. У вас всё в порядке с головой? А у вас? Саша, вы закройте. Охуеть. А чё вы ко мне цепляетесь? А чё вы разговариваете со мной на ты? А чё вы ко мне цепляетесь? Вот чё, вообще и блан, блядь, и в этом разговаривает. Я её не позорю. Александра Юрьевна, подойдите, пожалуйста, к нашему столу. Да, что случилось? Ну всё, спасибо тебе, Саша. Вы знаете, что ваши ученики приносят в школу чёрт-то что? Не поняла этого о чём? А вы вот спросите у своего молодого человека. Пускай он покажет, что у него в коробочке. У своего молодого человека? Не обманывай, учителя, покажи, что у тебя в коробке. У меня там ничего нет. Покажи, что в коробке. Тут пусто. В смысле? Ебать он наебал этого дурака, блядь. Никого нет. А кто там должен был быть? Вы что, его выпустили? Кого? Тут был голубь. Простите, кто? Голубь. Его звали Бобби. Вы меня извините, но тут и вправду никого не было. Вы меня что, держите за идёт? Ну, тут реально никого не было. Тогда зачем вам нужна пусная коробка? Меня, конечно, простите, но цепляться к моим детям за пустую коробку на уроке, это уже слишком. Ну, блин, ну мужик хотел, ну, изначально же хотел прикрыть людей, блядь, их всех класс вроде, да? Я понимаю, что вы член комиссии, и вам нужно составить правильный рапорт. Но неужели вы считаете, что пустая коробка это действительно причина для рапорта? Вы что, сумасшедшие? А почему вы так со мной разговариваете? Потому что ваши безответственные дети притащили на урок голубя. А в ответ на мои замечания выставляете мне шизофреника. Саша, у тебя что, действительно был голубь? Нет. Так, я всё понял. Попрошу вас покинуть данный урок, а с ними и их детьми, пускай зимойся, другие органы. Какие половые, блядь. Осуждаю, блядь. Саша, ну ты что, правда принёс голубя в школу? Нет, я что, он дурака похож? За счету этой комиссии действительно был план сорвать нам урок. Я была наслышана, я продел. Александр Юрьевна, но во всяком случае, вы молодец. Вы хороший учитель без всякой комиссии. Спасибо, Наташенька. Вы мой самый лучший класс за всю историю школы. Да ладно. Голубя принёс? Вы что, действительно считаете, что я похож на дурака? Я его в туалете поймал. Зачем вы голубей по туалетам ловите? Хе, ше. Что? Саша! Саша. Да, если вот, ну, в туалет голубь случайно залетел просто. Че, сколько тут денег? Ребята, смотришь, какая у Александра Юрьевна странная мочалка. Саша. А ты знаешь, что я сегодня... Нормальная мочалка такая, блядь. Разговаривал с своим классным руководителем. Зачем? Ну как зачем? Я же должна знать, как дела у моего любимого сына в школе. Или я чего-то не должна знать. Так, что тебе сказали? Сказали, что вы писали самостоятельно. Так, какое видео, которое ты в донате скидывал, так оно... Мы дойдём до неё, я не знаю, когда. Ну, плюс какие-то контрольные. А ты мне не сказал. Так оценок ещё... Ты там какую серию скинул-то? Кто не знает. Сказали, что на следующей неделе всё будет известно. На следующей неделе. Хорошо. Ну, если я узнал, что плохо написал, отключу интернет. За что? За плохой мочал? Ну, это модеры, это мои зрители, которые меня очень-очень давно смотрят. Я их поставил, потому что я им доверяю в плане модерации. Ну, сейчас они, не знаю, спать ушли, блядь, уже, наверное. Нормальные такие модеры. Чё, будь, Зима? Спасибо за испорченное утро. Я в школу. Пока. Надеюсь, ты меня услышал. Привет всем. Привет, как-нибудь сосамка. Наташа, привет. Как быстрее? Да мама, как всегда, его испортила. Что случилось? Говорит, что с классухой разговаривала. И что? Сказала, если у меня будет плохая оценка... Александра Юрьевна или Повелитель Глобусов? Блядь, сложный вопрос, на самом деле. Хуй его знает. Контрольный? Я даже не знаю, что бы я выбрал. То она мне отключит интернет. А ты думаешь, что ты плохо написал? Я не знаю. А когда оценки будут за контрольного? Александра Юрьевна сказала, что на следующей неделе. А кто их проверять будет? Саша, что за такое... Ну, если будешь оставаться со мной какое-то продолжительное время, то, конечно, можешь. Вопросы, конечно, Александра Юрьевна. А кто же еще? Блин, если я плохо напишу, мне бабушка тоже накажет. Ну, значит, мы все останемся без интернета. А видели новое видео Егорика? Егорика? Саша, это сейчас так важно? Не, просто он в своем новом видео грабил директора школы. Прикольное видео. Я не вижу в этом ничего. В фронтуре я тебя заметил, но как я тебя пропиарю-то? Прикольно. У меня у самого там, типа, не прям... Да я пошути. Я не мега-популярный. Я думала, это уже совсем того. Доброе утро, дети. Доброе утро, Александра Юрьевна. Ну что, к урокам все готовы? Домашнее задание сделали? Да. Вот и отлично. Кстати, контрольные я ваши еще не успела проверить, поэтому оценки скажу на следующей неделе. Ну, а так все, ждите учителя, и к вам я приду после чего. Блин, так обидно, на самом деле. Вот у меня в школе, когда я какую-то контрольную пиздата проверял, а ее, ну, типа, она должна на следующий день была проверять ее, а она такая приходит, такая, я нихуя не успела проверить, блядь. А я-то уверен был, что я пиздата ее написал. И, короче, такой облом. Этого урока. Хорошо. Хорошо. Видимо, мы все провалили эту контрольную. Прошу, а ты смотришь в моем видео Егорка, где они ограбили своего директора. Че он сказал, блядь? А может, грабим нашу классухую и подменим все наши контрольные на правильные? Саша, ты дебил, ты хочешь, чтобы нас всех из школы отчислили? Вообще, нас всех точно не выгонят. Ну, вообще, Саша, правда? Ну, да. Ты серьезно? Объясняю, Фодич, ну, ты, короче, его увидишь, но пацаны в чате, ладно, могут объяснить, наверное. Ну, если что, я могу остаться без интернета, так что идея хорошая. Это тупая идея, нужно было лучше готовиться к контрольной. Мы не виноваты, что ты отличница. А тебе что мешает стать отличником? Так что, кто за? Ну, если об этом никто не узнает, то я за. Я тоже не против, я с вами. Наташ, ты как? Я не буду участвовать в этом. А кто-то знает, где Александра Юрьевна живет? Я знаю. Мы как-то с Сэмом в тетради дома примемся. Камера. Тогда я тоже с вами. Ты сумасшедший или как, Дима, ты когда-нибудь будешь думать своей головой? Наташ, ну, блин, мне нельзя получать двое. Так что, тогда после урока вообще сбор? Да. А остальное через класс они с нами? Дай пофиг. Да, кстати, скоро появится самый такой персонаж, блядь, ну, ты увидишь, жесткий. А вы уверены, что это ее дом? Ну, да. Я когда выжу, то тоже классно руководителем стану. Ебать красавчики, 4 часа уже смотрят, жесткие пацаны. Все, кто прям весь стрим сидят, блядь, мое вам жесткое уважение, реально. Чем? Я тоже такой дом хочу. Саша, блин. Ребята, стойте. Наташа? Меня, подождите. Зачем она пришла? Наверное, из-за Димы. Дима, реши вопрос. Наташа, что случилось? Может, вы передумаете? Мы уже все решили. Тогда я с вами. Что? Серьезно? Да, потому что я там не уверена в одном задании, мне надо его перепроверить. Ты же была против. Мы можем идти? Пошли. Да, только давайте побыстрее. Тогда погнали. И что дальше? У нас ключей нет. Вы стыдите серьезно? Может, через окно? Может, под ковриком? Что под ковриком? Саша, не тупи, отойди уже. Вы думаете, она реально ключи под ковриком держит? А, это что? Чего? Может, ну его нафиг, мне уже как-то пофиг на эту твойку, если чем. Саша, ну это же была твоя идея пробраться. То есть я буду виноват? Да не ной ты, Герман, открывай. Ну, если что, это была общая идея. Хорошо, Саша, общая. Ну что, разделяемся? Хорошо, мы тогда с ним и пойдем в спальню, а вы ищите в других местах. Чего вы в спальню? Ну, может, ты сама пойти? Стараюсь, читай, стараюсь. Не хочу. Значит, ищите в других местах. Так, давайте не тратить время. Начинаем искать. Давайте. А Александра Юрьевна пока тоже. Ну, может, у нее муж богатый. У нее разве есть муж? Ну, я его никогда не видела. Тогда, что ты в твой дом? Ну, я не знаю, Дима. Ха. Нет, а вот вопрос, реально, откуда у Александра Юрьевны такой дом-то, блядь? Охуеть. Ну, я после тебя. Ладно. Ребята, у меня есть второй канал, где я каждый день стримлю. Называется Crunch Streams. Вот, можете посмотреть, загуглить в Ютубе. Поэтому вот так вот. Ну, реально, заходите, смотрите. Каждый день там стримы на Ютубе идут. Не на этом канале. У меня второй канал есть уже. Модераторы про спамьте вторым каналом со стримами. Всегда пришли. Хорошо, я тогда поспал. Давай, ББ Фрэнзи. Хорошо, я по шкафчикам. Дима, смотри, наручники нашел. Откуда это? Не знаю, я в ванной нашел, а что? Саша, положи это на место. Че? Ну, ладно. Выходит, что муж Александры Юрьевны полицейский? Откуда я знаю? Ищи наши контрольные. Хорошо, так, ладно. Наташ, тут только конверт. Больше тут ничего нет. А, что за конверт? Ну, тут написано родительский комитет. Это нам не нужно, лучше не трожь. Хорошо, не трогаю. Блин, так интересно. Офигеть, сколько тут денег. Нихуя. Смотри, смотрите, какая у Александра Юрьевна зановая мочалка. Мочалка, блядь. Саша, откуда ты все это берешь? Это что, главное, что? Ну, а че в этом такого мочалка же? Ты таскать контрольные в ванной? Ты их там 100% не найдешь. И поставь это на место. Ой, 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 ой. Спасибо за фоллоу, спасибо. Здесь нет контрольных. Нам нужно идти в другую комнату. Ну, я кроме денег ничего не нашел. Ты что, трогал конверт? Нет. Я же тебя просила не трогать его. Я не открывал его, честно. Все, боевые единицы начинают отваливаться, пацаны. Пацаны, пиздец, давайте. Активности в чат ебанем, чтобы вообще в топу выдвигаться. Спасибо, Влад, спасибо, спасибо за подписку. Вы нашли что там? Нет, ничего нет. Пишите свое время, сколько у вас сейчас времени. Давайте, пацаны, проспамим этим. И у нас ничего нет. Нужно идти на второй этаж. Ну, тогда чего стоим? Пошли. Ну, пошли. Ребята, нам нужно снова разделяться. Давайте решать, кто куда. Ташенька, ты давно пришла? Кто это? Я не знаю. Уже мужик? С женским голосом? Блин, нас поймают, убеги. Это школа. Да никто нас не поймает. Пошли на второй этаж. Я в магазин ходила, продуктов купить. Как мы выберемся отсюда? У тебя уже сто процентов взгляд замылился. Я бы сам охерил так залпом. Ну да, есть такое. Я еще пытаюсь чат читать. И у меня, понимаешь, как бы... Ну, я немного отстаю. Немного отстаю от действий, которые в сериале происходят. И потом приходится догонять. Ну, есть такое немного. Но... Куда деваться? Рассказал теперь. Надо делать, блядь. Так что вот так вот мне приходится терпеть. Наномер, спасибо за фоллоу. Спасибо. Вот я удивлен, что ты до сих пор здесь заходишь. Периодически чекаешь, как бы. Чит уже. Я боюсь. Это, прикинь, мы еще только второй сезон смотрим. А там еще третий. Ёбаный рот. Реально, хватит ныть. Ты почему молчишь? Отдыхаешь? Что нам теперь... Нет, чипсу не больно, блядь. Он привык так летать. Ну, как бы там кровать. Не пол, пацаны. Мягкая кровать. Мягкая. Как минимум взять тебя в руки и не паниковать. А где нам контрольный искать? Ну вот, стараемся добить, да. Ну, раз сказал, значит, надо правильно сделать. А, ну, думаешь о контрольных? Если что, контрольный у меня. В смысле? Нет, пацаны, четвертый не смотрим. На четвертый мы реакции делаем. Но третий сезон, да. Там много, на самом деле, за сегодня тяжко будет сделать, мне кажется. Не, я понимаю. Я все риски понимаю. И вот она тоже страдает теперь вместе со мной, блядь. Ну, они вот тут лежали. Так что мы делаем? Ба, ты дома? Сашенька. А ты что, разве не дома была? Вот черт, Юрьевна пришла. Что нам теперь делать? Может, я из окна выберу? Ты нормально, мы на втором этаже. И что? В общем, предлагаю так. Спуститься сейчас и сознаться во всем. Нас выберем из школы. А не нужно было залазить в дом классного руководителя. Ты сейчас с нами залазила? Я знаю, поэтому я хочу сознаться. Ба, тебе опять, наверное, привиделось. Пошли лучше поможешь мне пакет из такси занести? Сашенька, я же не дура. Дверь была открыта. Бежим, куда? Не знаю. Вот мне по времени, кстати, говорили, где-то часов 8. Вообще все это займет, как бы. Ты мне говорил 7. Ну, 7, 8, там, 6, 5, 4, 3, 2, 1, да, ну вот, ну, по сути, говорили, часов 8. И сейчас я не знаю, сколько стрим идет, но, в принципе, мы нихуя не успеваем 8 часов, я уверен. Ну, ладно. Ну вас нафиг, все ваши идеи тупые. Зато у нас все получилось, нам не поставят двойки. Не, а, кстати, вопрос, реально, а это что, в Одессе снимается? Ну, сериал, ну, потому что все говорят, что в Одессе, я не знаю. Я бы приехал, снялся, блядь. Я же говорю, с дерзким вот так бы, там, блядь, сидели за одной партой. Я, пацаны, вы сами понимаете, по обстановке я бы приехать туда в любом случае не смог, так что. Мечтать не вредно. Что? Массаж, блядь? Общая фотка. И что на ней? Тут написано, что мы любимый класс. Серьезно? Так все, когда мы контрольное проверять уже будем? Саша. Саша, блин. У меня 9 часов скоро будет. Ай, блядь, че ты так давишь, блядь? Дети. Александра Юрьевна, прежде чем вы... Да, но мне тяжело это назвать прям сериалом, пытаясь прийти к этому. Надеюсь, через год смогу сделать прям то, что в голове. Сериалом это назвали подписчики, а так, да, Одесса. Ну, слушай, я тебе скажу, что... Вот я сейчас смотрю первый сезон, смотрел второй сезон, ну, вот, который сейчас смотрим. И я тебе говорю, вот этот переход с первого на второй сезон, сразу видно улучшение качества. Поэтому через год, да даже раньше, я думаю, уверенно, все получится 100%. Ну, потому что реально видно, как все лучше и лучше и лучше становится. Вот это прям радует. Выгоните нас из школы, знайте, мы вас очень любим и уважаем. И поступок, который мы совершили... Так что, все будет, все по-любому будет. Мы его сделали неосознанно, а под влиянием интернета. Мы бы никогда так не поступили, так как поступили сегодня. И готовы потерпеть любое ваше наказание. Мы это заслужили. Ну что ж, проходите в дом, чаю попьем. Чаю? Да, Дима, чаю. Не будем же мы на улице стоять и разговаривать. Ну ладно. Кто вообще приглашается домой? Кто вообще приглашается к себе домой? Я. Зная, как работает YouTube, то либо да, либо нет. А, ну ты в том плане, что через время? Да не, ну блин, слушай, у тебя аудитория максимально активная. И я не думаю, что они забьют на тебя. Там наоборот, только рост будет. Ну либо вот, знаешь, типа, стандартно там миллионов два будет набирать, как сейчас набирает. Вот так вот. Отсылки будут, еще все норм. О-о-о-о, Адли, вот это да, вот это я понимаю. Будем ждать, будем ждать. Проникли к вам в дом? Ну да, мне ребята из класса все рассказали. И вы нас даже не накажете? Ну, начнем с того, что я бы вас наказала, если бы вы сами во всем не признались. То есть вы специально дали на время и возможность уйти? Ну конечно, знакомьтесь, это Тамара Никитична, моя соседка. Когда я узнала про ваш план, я позвонила ей и попросила ее, чтобы она... Не, в любом случае, удачи, как бы. Ну тут даже удача не нужна, как бы. Просто, как бы, контент лучше будет становиться и людей больше будет приходить, 100%. Тем более, как бы, аудитория со временем больше будет. Шла ко мне в дом и напугала вас. Но когда я вернулась домой и увидела на пороге... А если у тебя больше аудитории, то и у меня. Хе-хе, получается так. А то, блядь, вот все, что связано со школой, набирает дохуя, а все, что другое, вообще не набирает, блядь. Какие-то кроссовки, я поняла, что вы еще не покинули дом. Поэтому я и придумала эту историю с такси и продуктами, чтобы дать вам возможность уйти. Извините нас, Александра Юрьевна, мы маленькие дурачки, и все это из-за дурацкого видео в интернете. Ничего страшного, самое главное, что вы это осознаете. И вы все расскажете нашим родителям, да? Не расскажу, если пообещаете мне больше не творить такой ерунды. Договорились? Да! Вы же мои оболтусы. Мы вас очень любим. И я вас люблю. Александра Юрьевна, зачем у тебя такая большая моча у Кабаны? Моча. Я тебе. У тебя есть на самом деле потенциал, просто делай и все будет хорошо, никогда не сдавайся. В принципе, по такому поводу и живу, как бы, ну, чтобы ты понимал, я уже три года стримлю, три года, три года. И вот то, что сейчас происходит, это вообще вот прям взлет явейший, как бы. И, соответственно, год, два, три месяца, все от тебя зависит, но все будет. Уже три года стримлю, уже три. Это чисто интересный факт. Это я к тому, что, ну, я реально не сдаюсь. Я как вот начал, так и такой, блядь, вот пока вот реально что-то не начнет получаться, там, даже если получится, то хуй я закончу. Пока мне не перестанет это нравиться. Вот, как видишь, три года, и все до сих пор нравится и нравится, поэтому да. И до Талова. Согласен. Тут вот прям конкретный плюс ставлю. Это просто факт, типа. Я говорю, никогда не может быть такого, что ты, когда что-то начинаешь делать, и если ты, ну, не прекращаешь это делать, у тебя почти не остается шансов, что у тебя не получится. Ну, надеюсь, я правильно высказался в плане, потому что, что меня все поняли. Ну, короче, такая вот идеология. Ты слишком много, хватит с меня. Ты серьезно организовал для меня свиданку? Это, конечно, официанта. Ну, а я тебе реально так сильно нравлюсь. Дима, что у тебя с успеваемостью? Все хорошо, Александра Юрьевна. Нет, ну, если для тебя плохие оценки, это хорошо. А так прям вообще, типа, на самом деле, ты меня замотивировал своими комментариями, там, ну, и всем вот этим прям, ну, жестко реально. Я помню первый комментарий, когда ты оставил, я Полину до дома довозил. Я помню. Полина уже из двери машины вышла к своему подъезду, типа, я смотрю, типа, уведомление в телефоне, блядь, ты там смайлик оставил. Я такой, Полина, блядь, смотри, тут мне вот блогер, я его смотрю, он мне отвесил. Такой я там был радостный, блядь, домой поехал, такой, блядь, быстрей. Такая, ну, говорю, сразу мотивация, типа, стримить появилась прям такая жесткая, блядь. Тогда да, у тебя действительно все в порядке. Как можно было умудриться получить двойку по физкультуре? Я просто форму забыл. А с математикой что, голову забыл? Вы посмотрите, там у всех плохие оценки. Я сейчас с тобой разговариваю, ты не переживай, до других очередь тоже дойдет. Но нам математичка занижает оценки. Опять 25, ты с Наташей сидишь? Ну да. Ну вот, бери пример с нее, у нее с математикой все отлично. Ну, я же не виноват. Значит, и я не буду виновата, когда тебя заплаку. Свалик опять оставил, ну все, мотивация опять появилась. Да нет, конечно, пацаны, мотивация. Я про это и говорю. Я вот про это и говорю, что мотивация жесткая. Написал коммент, он слетел. В плане, не отправился, что ли? Возьмись за голову, в конце концов. Ааа, ну я понял, понял, понял. Наташа, чтобы она тебя подтянула. Ты сидишь с ней за одной партой. А даже списать не в состоянии, господи. Ну, Александра Юрьевна. Так, я думаю, мы друг друга услышали. Свободен. Офигенно, блин. Вот почему из всего класса только меня позвали? Неужели я самый плохой здесь? Дима, ты что, плачешь? Плачу. Ну да, ты скулил только что, я слышал. Саша, ты дурак? Дима, а зачем? Вообще, на самом деле, это очень... Я не ожидал то, что меня... Вот у тебя почти 2 миллиона, да? И у меня там, ну, почти тысяча. И как бы то, что ты меня заметишь. Вообще, как? Вот просто вот, реально, как? По сути, вот разница, вот, она же вот огромная, блядь. И вот как такое происходит, я даже подумать не мог, реально. Короче, делай, опыт придет, тогда будет все норм. Полине, привет. Все, не дергаю тебя. И верю, что у тебя все выйдет. Спасибо, Руслан. Все, давай, удачи тебе, желаю. Спасибо, что к нам залетел. И спасибо за Фудича, так сказать. Все, давай, пока. Тебе Юрина вызвала. Ну, а нам не про успеваемость рассказывала. Всех говорила только про тебя. Вообще, только про меня. А, про меня что спрашивала? Нет, Саша, не спрашивала. Фух, пройисло. Или что по итогу сказала, если не буду учиться, могут перевести в другую сторону. Так ты же, что Таша сидишь? Чего не списываешь? Такой же ее любит, но, наверное, подставлять не хочет. Саша, заткнись. У вас уже свиданка была? С кем? С Наташей, у тебя свиданка была? Нет, мы просто друзья. Да, ну, друзья, не смотрят друг на друга такими влюбленными взглядами. Никто никого не любит. Так, а свиданка была или нет? Ой, все, идите в жопу. Че вы закриваете? Вас из коридора слышно. А мы твои отношения с Димой. Не, ну, подожди, они же в кино вроде вместе ходили. А, нет, они не сходили в кино, блядь. Тогда, да, не было. Че? Че? Про твои и Димой. Саша, ты бы лучше про свои отношения с учителями подумал. А ты про свои с Димой. Саша, да заткнись. Что у нас здесь происходит? Они спрашивали у меня, было ли у нас свидание. Ты что-то ответила? Ну, сказал правду, что у нас ничего не было. И как тебе все устраивает? Ну, нет, я пытался им рот закрыть. Дима, я не про это. А про что? Ой, все забейте. Дима, Наташа на свидание намекает. Саша, ты не с... Вообще-то я ваше отношения спасаю. У нас нет отношений. Что? Ну, я говорю, что у нас нет отношений. Ой, нет, в Undertale не умею играть. Не умею. Ну, в смысле, я не играл никогда. Понятно. А что я не так сказала? Добрый день, дети? Добрый день. Сидите, сидите, сидите. У вас же сейчас последний урок литература? Да. Вот и отлично. Готовьтесь к уроку, учитель сейчас придет. А ты, Наташа, собирайся, пошли со мной. Опа. Я отпросила тебя у Софьи Михайловны, надо кое с чем помочь. Хорошо, Александра Юрьевна. Чего? Александра Юрьевна, можете меня тоже отпросить? Александр, если вы так хотите, я могу позвонить вашим родителям и отпросить вас на вечер мыть в школе коридоры. Хотите? Нет. Вот и отлично. Готовимся к уроку. Наташа, пошли. Повезло тебе. Кому еще повезло, Саша? Наташа, пока. Пока. Нет, не обиделась. А на что она обиделась? Я такая, я прослушал. Из-за того, что у вас свиданки не было. Мне не нужна свиданка. Потому что ты трусишь. И почему же? Дима, если хочешь, мы можем тебе помочь. В чем? Мы можем организовать для тебя свиданку с Наташей. Мне не нужна свиданка. А Наташа нужна. Мы же сделаем тебе свиданку в школе. А что, отлично. Так пусть они реально помогут устроить свиданку жесткую. Разговорю. Мне свиданка не нужна. Да, она просто трус. Ты не знаешь, что им с ней говорить на свиданке. Это не так. Так докажи иномэш. Что вам нужно? Слушай, ну во-первых, Александра Юрьевна сказала, что тебя могут перевести в другую школу. Наташа хорошо учится. Вы любите друг друга. Устроишь свиданку для Наташи, а она взамен подтянет тебя по урокам. А что, отличная идея. Я за. Я тоже за. Вы за меня решение принимаете? Короче, ребят, он струсил. Готовимся к урокам. Трус. Ладно, я согласен. Только это не из-за того, что... Как и себя ощущаю. Пока нормально. Не устала вообще? Я устала. Я уже говорить не могу. Ну ты можешь, если что, пойти туда посидеть, если устала. Пока нормально. Ну окей, если что, ну как бы где-то не держу. Можешь там приезжать отдохнуть, там в ТикТоке посидеть. И все такое вот. Так что, если что, это... Иди вообще за водой не сгоняй. Ты не спешу. Она хорошо учится. А из-за того, что она мне нравится. Ты уверен? Да, но мне пофиг на учебу, но Наташа мне реально нравится. Тогда после этого урока у тебя начинается свиданка. Расскажешь потом? Что? Ну каково быть на свидании? Саша! Ну а что, может я тоже какой-то учебец? Блин, на самом деле реально, вот Руслан же мотивирует жестко. Он прям, ну еще и поддержал, блядь. Это просто, это золотой ютубер реально. Ну чтобы заметил такой медиамолекулу, как я, плюсом еще и это. Написал мотивацию. А я хотела сказать про свидание. Уважение прямо реально. Про свидание. Давай. У меня никогда не было свиданий. Что это такое вообще? Ну свидание, типа в кино сходить у тебя были. Да ну... Ну просто это не обозначается как свидание, типа. Почему? Ну потому что в кино сходить, ну это типа как, по сути, как свидание. Почему? А так, ну для меня свидание, это лично вот, например, посидеть там в ресторане каком-нибудь, там такое вот, там меню, бля, почитать и так далее. Вот это да. Ну... Но это же можно как просто погулять там в парке. Мы что, в парке никогда не гуляли, хочешь сказать? Да это не свидание. Ну нет, ну в ресторане, да, но все равно. Свидание устроено. Ты дурак? А откуда у вас деньги на это все? Снимали со школьных обедов. Блин, спасибо. Мне показалось, там секс-игрушки. Тебе уже везде это кажется. Сериал про детей, блин. Что, спасибо, деньги возвращать? У тебя есть тикток? Так, а смысл от тиктока, он у меня есть как бы? Ну там сейчас, ну сами понимаете, видосы я не могу выкладывать. Чего? Ну вообще, Саша прав, я не хочу голодать всю неделю. Так у меня не будет столько. Да ладно, не парься, мы шутим. Я вообще-то не шучу. Ну, Саша можешь вернуть. Чего? Это все, что я смог найти? А, это что? Это костюм официанта. Какого еще официанта? Всем будь официантом на ваш вечер. Вообще-то это не мой размер. Другой будь официантом. Саша, это твой размер. Когда я буду официантом? Поцелуй, ну был, да? Какие игры играешь? Ну, немного, там, ну, овервотч поигрываю иногда. Стоп, я не хочу быть официантом. Саша, не ной, пора зайдешь и выйдешь. Ничего с тобой не... А я играю в Сапвейсерф. Она так, с 2013 года просто. Мне не продали. А в руках у тебя что? Детское шампанское. Детское шампанское. Нам же влетит за это. Не влетит. А если Александра Юрьевна узнает? Что? Вообще-то в школе такое пить нельзя. Вообще, дураки, это детское шампанское. Блин, может, не будем этого делать? В смысле не будем? Может, деньги потратили? Так я верну. Когда? Через месяц? Ну, я просто... Все, Дима, поздно за днюю. Давай, садись и жди. Да блин. Саша, ты сделал то, о чем мы просили? Да, я написал им, Саша. Дима, насоса с Эмоной. У них не было портфелей, блядь? Ну, только они, может, лежали где-нибудь там, не знаю. Идем. Дима, расскажешь потом, каково это? Саша, отстань от него. Пошли им. Вот черт. Это по плану все было, Гоби, по плану. И о чем я с ней говорить? А вдруг я ей вообще не нравлюсь? Или может, мы просто друзья? Хотя, друзья не обижаются, если их не зовут на свидание. А она обиделась. Значит, я ей нравлюсь? Ну, о чем я с ней говоришь? Саша, если это очередная ваша тупая проделка, то я не буду с вами разговаривать ясно. Да, по-моему, учит. Ты офигел. Это сюрприз. Какой еще сюрприз? Ты обращаешься со мной, как с табуреткой. Короче, садись на стул, снимай повяжку через минуту. Окей, а где стул? Зая, нащупай его. Ты дурак. Вот блин, и что делать? Если это какой-то тупой пранк, или... Геншин вроде только для девочек. Нет, для всех вообще все играют. Ну, я имею в виду то, что девочки более бельщие. Да, да, может быть, может там. Меня сейчас снимаете на камеру, то я вам всем наваляю. Пояснили? Так, ладно, главное не паниковать. Так, о чем мне с ней говорить? Ну, вот это вот свидание? Ну, это да. У нее любимое домашнее животное? Или кем работают у нее родители? В подъезде. Все, я снимаю, ребят, куда ставим? Блин, Дима. Наташа? А что здесь происходит? Ну, тут это... Я феминистка. А о чем ты думаешь? Кого, блядь? Кого, нахуй? Какая ты феминистка, блядь? Ну, ты, блядь, говоришь, что то, что я феминистка, блядь? Так я жжу, блядь. Еще бы она была феминисткой, ну его нахуй, блядь, это жесть. Чего жесть-то я... Ну, как ей, ну, блядь? Я не феминистка, но... Не, ну, понятно, что это... Поддерживают движение. Ну, адекватно, не радикально. Я не знаю, разделение радикально, не радикально. Я с некоторыми суждениями соглашаюсь, с некоторыми нет. Это свидание? Ну, получается, что да. Ты серьезно организовал для меня свиданку? Ну, как я... Ты хочешь сказать, что это организовальная связь? Постри, пока я это... Нет, ты что, это все я придумал. Тогда прости меня. Я нажить воды и пописать. Ну, за то, что я сегодня обиделась на тебя на уроке и вела себя как токсин. Что? Ну, я очень злилась на тебя из-за того, что ты не делаешь первые шаги, и вела себя токсично по отношению к тебе, и даже специально тебе не давала списку. Ты серьезно? Ну да. Это получается, что я слепой дурак и всего этого не замечал? Получается, что да. А? Можно к вам. Саша, что с тобой? Я не Саша, а Раль Беттерфлэш. Чего? Что непонятного, я официант на сегодняшний вечер. Это что, шампанское? Да. Дима. Но оно же детское. Ну, раздятское, тогда ладно. Ну, хорошо. Саша. Что? Ты что стоишь? Что мне делать? Может, ты уйдешь? Ладно. Вот же дурак. Да чего ты, Саша, смешной видишь. Ну, это да. У меня уже мозг кипит. Ну, блин, что говорить? А кем твои родители работают? Зачем тебе это знать? Действительно, зачем мне это? А у тебя есть домашнее животное? Дима, да что с тобой происходит? Да я просто не знаю, о чем разговаривать на свиданиях. Это мое первое свидание. Это тоже мое первое свидание. Давай будем самими-собими, понятно? Самими-собими? Ну, ладно. Ну, а я тебе реально так сильно нравлюсь? Слушай, а может открыть шампанское? А может, ответишь на вопрос? А может, после шампанского? Так нравлюсь или нет? Я не понимаю. Так, стоп. Сейчас спал. Идиот. Я что-то сейчас спалю. Так, беру в контроль стрим, пацаны. Здесь я. Здесь я выбираю финизм. И мне совсем не до тебя. Ля-ля-ля-ля. Полине приятно досмотреть это все. Полина, у вас свидание было. Официального нет, но мы типа там и в кино ходили и так далее. Но я про это. Я имею в виду то, что в ресторанах там мы не сидели. Вот я про это такое. Поняла, что здесь происходит? Александр Юрьевна. Вот блин. Я спрашиваю, что... Да и мама позвонила, она еще поговорит и придет. Что здесь за уединение? Александра Юрьевна, это свидание. Свидание в шестом классе. Вы что, слишком взрослые? О, нет. Ты для этого вырядился в рубашку и галстук? Ну да, я официант. Слышишь, официант, лучше бы ты так в школу одевался. Дима, я когда просила тебя подтянуть учебу, я не это имела в виду. Или ты все буквально воспринимаешь? Дима, что значит подтянуть учебу? А то и значит, Наташа. Дима, хотя я взяла тебе свидание, чтобы... Кстати, реально, а вот у Димы успеваемость вообще как? Типа троечник там, четверочник, что он вообще? Это неправда, а зачем ты врешь? Ты так сам говорил. Я говорил по-другому. Ну что, сфотографировать вас с этой бутылкой и отправить в родительский чаш? Что за алкоголь в школе? Это детская шумпанка. Так, Саша, вышел отсюда. А я что? Я сказала быстро. Ой, дети, я, конечно, понимаю, что у вас переходной возраст. Троечник? О, жесть. Получается, Дима, это как я, бля, я тоже лютый троечник был. Да и сейчас им остаюсь, если честно. Я просто не позволю. Вы бы еще с вами... Пацаны, есть вообще в чате отличники, там, хорошисты или что-нибудь такие вот? А? Есть? На пончике будешь сидеть? Да, там у меня все прилипает к шоке. Да, двигайся. Наехал. Извини, Полина. Ты же даже свет в туалете не выключил. Я выключу, все, иди садись. Сыграли. Наташа, тебе повезло, что ты меня сегодня выручила. Значит так, собираем всю эту церемонию и быстро по домам, пока я не позвонила вашим родителям. Александра Юрьевна. Я сказала, у Вас есть пять минут. Придумали тоже. Свидание в школе устраивать. Дима, в последнее время ты вообще на волосе. Я сейчас работаю. Я ебашу на заводе, блядь. Вот так вот. Ски висишь. Действительно, еще б свадьбу тут сыграли. Блин. Ты специально это все устроил, чтобы я тебе давала список? А уже видит Полина, не получится, блин. Ты что, прикалываешься? Мне пофиг на это. Ты мне просто нравишься. Я тебе уже не верю. Нужно было раньше говорить. Наташа, ну я серьезно. Мне пофиг на оценки. Ты мне реально нравишься. Ты что, дурак, что ли? Как может быть пофиг на оценки? Наташа, Диме реально пофиг на оценки. Эту свиданку он попросил устроить только, чтобы побыть поближе к тебе. Да что вы его защищаете? Да я реально свидание хотел, чтобы с тобой побыть. Да я забыл про это. Саша, блин. Все с вами ясно. Идите вы все в жопу, даже ты, Дима. Да я тебе честно говорю, ну поверь мне хоть раз. Я тебе верила слишком много, хватит с меня. Офигеть, ну спасибо за свидание, пацаны. Мы не думали, что Юрьевна придется. Теперь она точно меня никогда не простит. Да она перевесится, все будет нормально. Саша, сейчас я беситься начну. Саша реально достал. А я что, блин? Дима, не парься, она реально перевесится, и все будет нормально. Тупое свидание, так и знал, что не нужно было соглашаться. Задонна понимала, что ты ей дорог. Да иди ты. Я понять не могу, тебе что-то не нравится. С компьютером что делать будем? Может это я новый парень? Тебе надо, ты успокаивай. Пиздец, новый парень. Вот эту серию я не смотрел, кстати говоря. Интересно ей понравятся такие цифры. Ой, Дима, привет. О, Наташа, я как раз хотел с тобой поговорить. А это кто? Знакомься, это наш новый парень. В смысле? Это ты мне про него рассказываешь? Про меня? Ты вообще откуда? Я перевелись в другой школы. Что-то не нравится. А почему нам никто не сказал об этом? Так, стоять. Это даже ни разу не фудич. Никто не в школе не будет, наверное, поэтому никто и не говорит. Офигеть, а остальная часть класса видела уже его? Нет, не видела, а его только что встретила. А цветы это кому? Цветы, это тебе. Ну знаешь, мне цветы не нужны. Можешь их кому-то другому подарить. Костя, пошли. В смысле другому? Я же хотел позвониться. Я же хотел позвониться. Вот это вторая измена, блядь, за все время пока что. Испочи на свидание. Офигеть. Ребят, а вы слышали новое? С третьего НО? Ну, можно сказать, что да. Серьезно, а где? Только что в коридоре. А оно еще не улетело? Саша, я пошутила. Вы знаете, что у нас вообще новенький появился? Кто тебе такое сказал? Я только что его в коридоре видел. Так ты сказал, что я НО видел. Саша, ну ты серьезно? Так а откуда ты знаешь, что у нас новенький? Ну, мне Наташа сказала. А Наташа откуда знает? Ну, она с ним рядом шла. Может, это ее новый парень? Новый парень? Да, она пошутила, наверное. Ребята, всем привет. Наташа. Привет. Знакомьтесь, это Костя. Всем привет. Пацаны, по-братски, без спойлеров. Не пишите спойлеров в чат. У меня костыль. Костя с этого не будет учиться в нашем классе. Наташа, ты уверена в этом? Но ведь Юревна ничего не говорила. Зато я вам говорю. Костя, сегодня ты будешь сесть со мной. Я тебе расскажу, что и как. А, как же я? Ну, ты можешь сесть с твоим лучшим другом. Ты про кого? Это она про Сэма, наверное. Я вообще-то про тебя. Почему-то так мало подписчиков? Ну, скоро будет больше. Наташа, Дима, он тебе даже цветы купил. Вообще-то это не ему. Нужные цветы, и мы с Димой не друзья. Пошли, Костя. Видимо, Наташа нашла тебе замену, Дима. А почему сразу замену? Дима, я не хочу с тобой сидеть. Хорошо, Саша, не будешь. Ну, вообще, Костя, мы очень дружелюбный класс. И если тебе надо будет помочь успеваемости, ты всегда можешь обратиться ко мне. В смысле обратиться? Ты даже мне не помогала. Дима, почему ты летишь на свои дела? Не разобраться с ним, Наташа. Не обращай на него внимания. Разобраться? Ничего, я не злюсь. Мне вообще пофиг, с кем ты сидишь. Я понять не могу. Тебе что-то не нравится. А если не нравится, то что? Да могу разобраться, Костя. Вот этот? Успокойся, не трожь его. Ты, кстати, ноутбук взял? Вообще офигел. Первый день в школе, а уже так выпендривается. Дима, ты ноутбук взял? Нет, не брал. А нужно было? Я поэтому и не хотел с тобой сидеть. Так, а для чего ноутбук? Прошу, мне информатика. Нужно было взять ноутбуки. О, так у тебя еще и с памятью проблемы. Ты это кому сказал? Мальчику, который сидит напротив меня. Мне что ли? Слушай, запишись в карачу, пройди обследование. А то у тебя, видимо, еще со слухом проблемы. Понял, я бы. Если ты сейчас не замолчишь, то я... То что ты? Дима, отвлечь, пожалуйста. Наташа. Ну что, танкисты, к уроку все готовы? Танкисты, блядь. Дима, вы почему-то ноутбук не взяли? А ты почему не взял? Не бабушка не разрешает его в школу носить. Не, пацаны, камрана никто не переплюнет, реально. Это вообще какая-то подделка. От меня что ты хочешь? Я не слышу, готовы все? Или, как обычно, есть те, кто отличился, а? Обсуществует Малерчук, Степанюка, Остепенко. Ну, в принципе, это как обычно. А у нас еще новенький есть. Новенький. Станьте, пожалуйста. Я тут. Это хорошо, что вы тут. А как зовут? Меня, Костя. Откуда вы к нам приехали? У меня. Забыл, что ли? Ну, хорошо. Компьютер взял? Да, вот. А вот тут ты молодец, Костя. Кстати говоря, Руслан довольно долго рекламы сюда не вставлял. Или... А, нет, может, там-то была реклама. Ну, короче. Я не видела, нету рекламы. Ну, здесь не было. А может, в тех было, ну, именно по серии не. В поле некоторые проблемы с компьютерами иногда приходится пользоваться своими. Присаживайтесь. И что нам делать? Я не знаю, Саша. Александр, что у вас снова случилось? Дима, компьютер нет. У меня? А твой где? Мне бабушка не разрешает. Ну, возьмите, раз вам бабушка не разрешает. Серьезно? Нет, я пошутил. Ну, ладно. Александр, возьмите мой компьютер. Как он же пошутил? Саша, блин. Саша, блин. Вот, держи и смотри. Пользоваться аккуратно. Хорошо, спасибо. Отлично, ребята, на прошлом уроке мы изучали теорию презентации. Вот так вот, Apple, на самом деле. Ты помните? Да! Хорошо, запускаем компьютеры и приступаем к работе. Я вижу, вот у вас ипога пара, да? Слушай, чего ты хочешь? Да так. А у этого, смотри, пакбог, блядь, богатый чел какой-то. Возьми на класс. Ты под мои описания подходишь. А ты подходишь под описание тупого. За языком следи. Наташа, успокой своего нового друга. Тебе надо, ты успокаивай. Лицемерка. Что? Что слышала? Как тебе вот Наташа вот по... Ну, тебе она вот симпатизирует вообще? Поведение ее там и так далее. Да вроде не пойдет. Серьезно. Не знаю, на меня бить. Пойдет. Мне прям вообще не нравится то, что она делает. Что, игру включи? Нет, я включала, она закинала. Реклама. Ты зачем врешь? Не вру. Предпоследняя парта, что у вас там случилось? Ничего. А предпоследняя парта решила в игры поиграть вместо того, чтобы делать презентации. Какие игры, что у вас здесь? Мы честно не во что не играли. Мы записили ноутбуки, тут это. Верю. Это я играл. Вы? Да, ноутбук-то мой. Значит, играл я, правильно? А вы что, в танки играете? Да, я играю. А знаете почему? Ну, может, потому что вам скучно? Нет, Александр, вот что у меня написано в ноутбуке? Танку. Танку. Правильно, Саш, танкуй. Это своеобразный боевой клич, с которым танкист идет по жизни. В любой ситуации проявляя стойкость своего характера. Так вот, когда я был примерно вашего возраста, мне очень сильно нравилась моя одноклассница. Ну, она как-то не обращала на меня внимания. Я думаю, у всех такое было. Бегал я за ней до конца. А потом он пошел в танки, и ему стали нравиться мальчики. Хе-хе. С этого класса. Ну, судьба никак не давала мне шанс. Я хотел заслужить ее внимание, но у меня не получалось, и она вечно смотрела на других. У нас Дима так за Ниташи бегает. Саша, я что-то не так сказала? Так вот, она всю жизнь мечтала стать педагогом, как и я. Узнав, в какой вуз она пойдет, я подался за ней, и это я называю танковать. Виктор Олегович, а вы, получается, еще тот танкист? Правильно, Александр. Я тот еще танкист. Ведь еще в вузе все мои старания были замечены, и теперь это одноклассница, моя любимая жена. Получается, что Дима и Наташа будут муж и жена? Саша. Александр, получается... Я не оскорбляю, пацаны, шутки же просто. Чего вы, блядь, сразу взъелись-то? Проявив упорство, я добился своих целей. И замечу, так во всем. Главное, танковать и не сдаваться, быть упорным. Виктор Олегович, я хочу быть, как вы, танковать. Виктор Олегович, это прекрасная история, нашим мальчикам бы поучиться у вас. Спасибо, Наталья. Ну, тогда продолжаем урок. Александра Юрьевна? Да, Александра Юрьевна. Запускаем софт и работаем. Наташа, прекрати, пожалуйста. Я тебе что-то говорила? Нет, но я понимаю, что ты это все делаешь на зло мне. Ты про что? Ты специально села с этим Костей, чтобы отомстить мне за свидание. Ой, да больная ты мне нужен, чтобы тебе мстить. Ты слышала, что рассказывал Виктор Олегович? Да, но в его истории он вел себя как мужчина, а ты вечно ведешь себя как баба. Зато этот дурак ведет себя как мужчина, да? Ты меня далеко назвал? Да, тебя. Или тебе что-то не нравится? Так, книга сейчас в тебя полетит, чувак. Чувак, успокойся. Да он только и умеет, что предметами кидаться, как баба какая-то. А? О, ты че? О, бля. Пиздец, да, вот этот человек, блядь? Он что? Так это этот ноутбук же препода. Дурак? Что вы делаете? Ты че, он вообще тупой? Ты первый начал, вообще не хотел этого делать. У тебя с головой нет никаких проблем? Это ноутбук учителя вообще-то. Я не поняла, что за шум? Учитель попросил вас посидеть тихо. Головенький шумалка. Виктор Олегович. Какой еще новенький? Вот Костя. Костя, ты кто такой вообще? В смысле? Че молчишь? Я спрашиваю, как здесь оказался? Его Наташу перевела. Наташа, это кто? Мне что, по слову из вас вытаскивать? Извините. Что мне ваше, извините, а если мне не нужно было приезжать сегодня в школу, чем бы это все закончилось? Можно я постараюсь все объяснить? Мне очень бы хотелось знать, кто это такой Костя. Почему он ломает имущество учителей и присутствует на уроке, на котором не должен присутствовать? Так ты что, не новенький? Наташа, вот о чем ты думала, когда своего брата... Это вот от книжки, ну типа от удара в книжку произошло? Пол утащила. Я хотела поручить Диму за то, что он не устроил свидание на настоящее. Вы что, вообще с ума тут все посходили? Псидется, она недовольна, блядь. Вот это вообще-то был романтичный поступок, правильно? Где не в классе там, блядь, под свечки, под всю хуйню. Пиздец, блядь. Извините, пожалуйста. Что мне твое, извините. Наташа, ты лицо класса, ты староста, ты отличница. Что за выходки такие вообще? Такого больше не повторится. Ничто, каждый день на уроках с вами сидеть? Или может мне тут родителей ваших поставить, чтобы за дисциплиной следили? У меня один единственный выходной. А я должна сейчас с вами тут стоять и разбираться. Оно мне надо. Александра Юрьевна, можете позвонить моим родителям? Конечно позвоню. Я еще и Диминам позвоню. И расскажу им, что у вас тут вместо учебы Санта-Барбара происходит. Александра Юрьевна, это все из-за того, что мы друг другу нравимся. Что? Ты что, с ума сошел? Романтик с опытом? Александра Юрьевна, Дима тут вообще ни при чем. Я его сама постоянно провоцирую. А? Я по сик и пишет Крэйзи Дак. Крэйзи Дак. Дениска. Дениска, бипейска. С компьютером что делать будем? Я могу заняться его ремонтом. Вот и займитесь. Наташа, где твой брат? Ну он уже к себе домой пошел. Чтобы я его здесь больше не видела, ясно? Да. Бипа и Бой. В красном? Который новенький? Ну это, типа, типа новенький. Ну это, я так понял, его то ли брат ее, то ли кто-то еще такой. Извините. Что мне ваше извините? Пусть вас родители извиняют. Ты действительно позвала брата, чтобы меня позвали? Я не думала, что все зайдет настолько далеко. Прости. Ну ничего, считай один. Брат, брат это. Брат. Давай все начнем с чистого листа. Эээ, давай. Ну знаешь, мне все равно за это стыдно. А мне стыдно за то, что тебе... Красавчики, пацаны, че, 130, подтянем лайков? Нет? Стыдно. Ну знаешь, я тебе могу пообещать одно, что тебе не придется ждать единства класса, чтобы стать моим мужем. Ты серьезно? Ну не знаю. Мужем. Уже, блять. Офигеть. Опа-ча, какие. Ооо, а опять этот, блять, Джассин Бибер пришел. Гена здесь. У вас есть парень? Ты че, вообще попутал? Да какой он ребенок? Дима, ты проснулся? Мама? Что, мама? Ты почему еще лежишь? Давай, вставай, не хватало, чтобы в школу опоздал. Мама, слушай, а можно я не пойду в школу? Что, прости? Надеюсь, ты пошутил? Нет, я серьезно. Не поняла, Дима, что за новости такие? Школу не пойдет. Ну, мам, ну, пожалуйста, хоть один раз. С другим одноклассником родители разрешают прогулать. А мне не волнуюсь, что там другие. Какие у тебя уроки сегодня вообще? Ну там Англия. Так, пацаны, сейчас я отойду, Полина опять стрим будет вести. Надо позвонить кое-кому, вопросики порешать насчет еды. Вот, поэтому... Пишай, вопросики! Давай. Иски, математика, биология. Нет, Дима, в школу ты пойдешь. Математику прогуливай, да еще и биологию у классного руководителя. Я не позволю. Так что давай, вставай, собирайся, а дома, Санечна, в следующий раз. Честно, останусь. А когда? На конихулах, Дима. Вставай. Блин. Привет всем. Привет, Дима. Привет, Дима. А где все? Почему нас так мало? Сегодня день самоуправления. Уроки будут вести старшеклассники, поэтому полкласса редко заболел. Бегите, вот я дурак. Сейчас бы целый день играл дома в Бравл Старк. Ты про что? Добрый день, дети. Я надеюсь, вы помните, какой сегодня день? День самоуправления. Правильно, день самоуправления, поэтому вместо меня сегодня у вас уроки проведет ученица 10 класса Анна Владимировна. Я попрошу вас отнестись к ней как к настоящему учителю. Вестись. Самые пацаны, ща подойду, пока Полина будет сидеть, спрашивайте ее, что там про меня, про что-то такое. Вот, это самое, вот, да. Я прилично. Меня не подставлять. В школе меня сегодня можете не искать. Мне нужно отъехать в город по некоторым вопросам. И учтите, у Анны Владимировны есть мой номер телефона. Поэтому не дай бог. Александра Юрьевна, не переживайте, все будет хорошо. Вот и отлично. Ребята, не подвиги всех. Хорошего дня. До свидания. А, она ничего такая. Саша, ты задолбал уже. У тебя что, переходный возраст начался? А у тебя что? Заткнись и отвернись. Сама заткнись. Саша, отвернись от нее. Ты реально уже запарен. Кабу. Что? Ты что, только что заступился за меня? Спасибо тебе больше, мне приятно. Ну что, дети, сейчас у вас первый урок математика, поэтому доставайте свои тетради, учебники и будем проверять домашние задания. Аня, вы даже не познакомитесь с классом? Ну, во-первых, не Аня, а Анна Владимировна. А во-вторых, давайте познакомимся, как вас зовут. Меня зовут Александр, но у меня нет девушки, а у вас есть парень? Что? Уважаемый Александр, такие вопросы учителям не задают. Так вы же не настоящий учитель. Зато замечание в дневник могу написать по-настоящему. Ой, как страшно. Саша, успокойся уже. Ну вообще, мы здесь все можем быть ичителями. Ну да. Итак, дети, достаем двойные листочки, сейчас мы будем писать контрольную работу. Вам смешно сильно? Я вам сейчас действительно замечание в дневнике. Я смотрю Алекс Люсик. Психолог. Не помню, лысенькая такая женщина. Ну и все, пока что ничего не смотрю. Только вот этих вот двух. Мы все дневники дома забыли. Ну, значит, я вас отправлю домой за дневниками. А вы со мной пойдете домой за дневником? Слушай, ты дурак? Наташа, не мешай нам урокнуть? Это не смешно. Это нам смешно. Дима, скажи им что-то. А я что? Значит так, или вы сейчас молча достаете учебники, и мы начинаем урок, или будем разговаривать по-другому. Давайте разговаривать по-другому. Почему вы такие придурки? Вообще, учителя не имеют права разговаривать так со своими учениками, за это вас уволят. Ну все, вы меня достали, я вас предупреждала. Пеняйте на себя теперь. Куда она уфу? Ну что, доигрались, теперь рано позвонить Юре мне. И нам всем жопой. Я не буду вас прикрывать, я расскажу все, как было. Но вообще, Наташа права, это было слишком. Так она такая же школьница, как и мы. Саша, ну вот почему ты такой тупой? Опача, какие люди. Это же мой любимый класс. Вот черт. Малолетки, не могу понять одного, почему вы такие... Седьмая серия. И тупоголовую. Почему мне должны жаловаться учителя? Вообще-то она не настоящий учитель. Это кто тут гулькнул? Пухляшка ты? Сама ты пухляшка. Пухляшка? Значит так. Я сегодня заменяю завуча. То есть я имею полное право вами командовать. Кто будет себя плохо вести, будут... Еще он говно мальчик. Водить к дирек... Типа вот этот. Йоу. Я вам пизды дам все мелкие. Короче, самоутверждается. Поняли? Чего? Если что, он директор. В смысле он директор? Сейчас у вас урок математики отменяет. И вместо него мы проведем урок физкультуры. Будем из вас всю дуру. Мне 17 лет. Вообще-то вы не имеете права. И у нас нет физкультуры. Мы немного видоизменили ваше расписание. Так что через 5 минут всех ждут в спортзале. Офигенно, блин. Теперь будем всем классом вонять. Спасибо, мальчики. Вот, блин. И что нам делать? Может, позвонить Александр Юрьевич? И что мы и скажем, что мы... Я активная настолько, насколько могу. Мы вели себя настолько плохо, что старшеклассница позвала на помощь своих одноклассников, да? А? Я не понял, чего это мы тут возимся? Не кричи на нас. Карапут. Быстро в строй. Вот черт. Ну что, начнем с простого. Отжимания на кулаках. На кулаках? Да, на кулаках. Или боишься пальчики стереть? Ничего я не боюсь. Вообще-то мы в армии, мы этого делать не будем. Вообще-то я, стучитель, и я буду решать, что мы будем делать, а что нет. Понял? Упор лежа принять? Вот, блин. Нет, нету. Все это Саша. Может, наваляем ему толпой? В своем уме? А что не так? А не нужно было обижать его одноклассников? Вот и я. Я не понял, чего разговариваем. Отжимаются все. Вот это мы, конечно, попали. Вы что, думаете, я тут с вами шутить буду? Может, все-таки наваляем ему? А может, лучше в баскетбол поиграем на выживание? Это как? А вот так, что? Ты что делаешь, придурок? Блондинка, а ты что тут вякаешь? Я не вякаю, но вы не имеете права нас избивать. А кто вас тут избивает, выскочка? Сам ты выскочил. Малолетка, что ты такая уже противная? А ты что такой взрослый, уже такой дегенерат? Я сейчас доставлю вас бегать по всему залу до потери пульса. Ну попробуй, придурок. Слушай, ты сейчас договоришься, лучше замолчи. А то что, полезешь со мной драться? Если нужно будет, полезу. Но я не сомневалась, что от такого придурка, как ты, это стоило ожидать. Слушай сюда, полудурок, если ты сейчас не отстанешь от нее и от моего класса, я тебе наваляю по твоей кабине. Ты что, вообще попутал? Я не поняла, кому вы тут валять собрались? Почему у вас сейчас физкультура? И что, вы тут забыли? Александра Юрьевна, у нас сейчас тут разборки. Простите, что? Разборки? Дима, вы что, мордобой тут решили устроить? Мордобой? Я вас предупреждала, к моим детям больше не подходят. Сменяемость власти. Ебать, Полина онлайн подняла, что ли? Бедный пончик, нахуй. Пончик под жопой лежал. Всегда время. Давайте у нас здесь будет пока лежать, сидеть, вот так устоять. Так. Ребятушки. Она придет еще, она придет. Вот, да. Все, я здесь, я здесь, салам алейкум, пацаны. Поехали смотреть, поехали. 72 зрителя, да, пацаны? Отлично вообще. Требуем вернуть власть Полине. Вам что, теперь Полина больше, чем я нравится? Ебаный сыр. Так они первые начали, мы решили их проучить. Вообще вы первые начали. Так, я сейчас не собираюсь. Доро, лавдаун. Кто первый, а кто последний. Сейчас все собрались и быстро за мной. Куда? Директору, Дима. Так он же директор. Что? А? Господи, каждый год одно и то... Пересмотри. Да нет, ты что? Ни один день самоуправления не может пройти без происшествий. Александра Юрьевна, расскажите, что опять произошло? Максим Геннадьевич, вы не представляете, что произошло. Не прошло 15 минут, как мне позвонила ученица Анна и сказала, что урок математики проходит мягко говоря не по плану. Так, вкратце перескажите, что было. Напишите кто-нибудь. Ну, давайте напишите, напишите все вообще, что было. Я тут же вернулась и застала свой класс в спортзале. А данный ученик Иван со старших классов моим детям там, тебя-то уроты устроил. Он еще нас на кулаках заставлял. А, он типа этот, блядь, заставил их на физре отжиматься, что ли, да? Отжиматься. На кулаках? Это правда? Это не правда, все было не так. Почему ты врешь? Месяц назад не ты моих детей запугивал? Я уже не первый раз тебя с ними рядом вижу. Максим Геннадьевич, можно расскажу все, как было? Все, снимайте нас, слушай. Александра Юрьевна мне угрожала личной расправой. У меня даже свидетель есть. Да, она его еще называла Джастин Биберем. Да как вы смеете? Дело в... Vertex Game, передаю тебе привет. ...в том, что у меня был безобидный спорт с ее учеником. И в этот момент... Тут, короче, на дне самоуправления Санек вел себя плохо и пожаловалась челам, и они заставили зашквариться, ебать. Это хоть Александра Юрьевна и начинает меня запугивать. Александра Юрьевна, было такое? Максим Геннадьевич, ну вы не знаете, что они собирались делать с вашей машиной. Пизис Бибер что-то охуел реально. Александра Юрьевна, вы прекрасно знаете, что педагог не имеет права давить на психику ребенка. Да какой он ребенок? Ну вообще дилда здоровая, блядь, и посмотри на него нахуй. Передаю привет маме Лавдауна. Александра Юрьевна. Стрим до последнего человека. Стрим до... Ну, весь третий сезон посмотрим, и все. Давайте... А? Я не знаю. Посмотри. Будем считать, что конфликт исчерпан. Че... Да как... Я не знаю, там еще это, в контейнере че-то. Исчерпан, в смысле? Иван, Дмитрий, остальные все свободны. В смысле свободны? Дениска Савченко, передаю привет. Че, малой, схавал? Чего? А ты со своими дружками оказывается не только придурки, но еще и с цыкуны. Ммм? При первой возможности... ...позвонили своей мамочке-классухе, сказали, ой, как нам страшно, ой, спасите. Мы никому не звонили, и че ты вечно докапываешься к моему классу? А ничего, что это вы первые начали. Ну ничего, привыкай, это взрослая жизнь, естественный отбор, выживает сильнейший. Ивану Золу передаю привет, блядь, всем теперь буду передавать привет. Сколько сейчас зрителей? Всем 72 человека? Сильно влетела? По линии еще скажу спасибо ночью. Это я позвонила вашей классной руководительнице. Ты в смысле? Я хотела позвать своих одноклассников, чтобы они вас успокоили, но я не думала, что это превратится в такой беспредел. Я ему говорила, чтобы он успокоился, а он меня не слышал. Ну и, кстати, в нашем классе он тоже всех так смотрит. Понял, понял, Андрей, понял. У нас это ничего не бывает. Говорят, что его отец спонсор школы, и именно поэтому все перед ним так трудно. Дерзкий, здорово, брат, салам алейкум. Ну, офигеть. Она Владимировна, извините нас, пожалуйста. Мы вели себя... Полина, спасибо тебе за 72 зрителей. Как бы уже... Ну ладно тебе, Саш, можно и без Владимировны, просто на ты. Что? Если что, у меня нет парня. Ну ладно, малыш. Санек? Всем пока, еще увидимся. Сирил дерзкий? Нет, мы просто попросили передать дерзкому привет. Ооо. У кого-то будет девать. Видите, я, блядь, он пришел онлайн, понизил нахуй. Он... Надо Полине стримером быть, походу. Вы че, придурки? А что не так? Ладно, Дима, ты идешь домой? Да, иду. Пацаны, всем пока. Пока. На самом деле, я тебе хотела сказать спасибо за то, что ты на меня сегодня заступился целых два раза. Мне очень приятно, особенно когда... Ольга Викторовна? Блядь, это... Это мой препод, который у меня, это, будет курсач вести. Передаю привет. Ольга Викторовна, здравствуйте. Ты чуть не подрался, старший класс. У меня две комнаты в квартире. Ну, вообще-то я... Да ладно тебе, я всегда знал, что у меня смех. Ну да, ты у меня тоже. Нет, я теперь жду, когда дерзкий придет. Вот мы с ним попиздим, вот так поразговариваем. Ой, бать, пирожки пришлись. Кто он? Отлично. Скоро чай придет, похаваем, ебать. А старший классница потянула. Ну, Александра Юрьевна, пожалуйста. Нихуя себе. Только мы его соблазнить хочешь. А когда мы приняли это решение? У-ху. Блядь, Санек-то, блядь, он получается альфа-самец, ебать. Я очень надеюсь, что мы друг друга услышали. Хорошо, Александра Юрьевна, мы друг друга услышали. До свидания. Что случилось, мама? Это ты у меня спрашиваешь, что случилось? Это я у тебя должна спрашивать, что у вас случилось? Да блин, что случилось? Когда ты подрастаешь? Прости, господи, ты думаешь, у меня куча свободного времени. Мама, я тебя не понимаю. Я не буду ходить в школу и тратиться на это время. Мне надо работать. И передать свои классные руководительницы. Если они не в состоянии справиться с вашим поведением, то я этого делать точно не буду. Все, собирайся, иди в школу. Мама. Я сказала тебе в школу. Вот оно мне надо. Почему я должна выслушивать от всех? Александра Юрьевна? Что мне твоя Александра Юрьевна, Дима? На урок один. Александра Юрьевна, можно я хотя бы нему бабушку, пожалуйста? Саша, чего ты... Обниму. Ты ко мне пристал. Чего ты от меня хочешь? Ну, Александра Юрьевна, пожалуйста. Наташа. Хорошо, Максим, сниму. Ну, я буду стримить эту игру. Что происходит? Пройдите в школу. Только на другом канале. Вызывай. Чих, Сашина? Ну, пока что непонятно, ну, вроде да. В смысле, а из-за чего? Блин, меня бабушка убьёт, а это всё из-за вас. Из-за нас? Короче, пошли в класс, там всё я расскажу. Ладно. Пиздец, Димаса не было, такая хуйня произошла. Ну, что там Юрьевна сказала, твои будут? Да, моя бабушка уже едет в школу, всё это из-за Димы. Наташа, что происходит? Твоей маме звонили сегодня утром? Ну да, она с Юрьевной по телефону разговаривала. Ну вот, директор сказал Юрьевне, если она не в состоянии наладить дисциплину в классе, то пускай этим занимаются родители. А Саша чего так подикнула? Ну теперь на наших уроках будут присутствовать наши родители, чтобы смотреть, как мы учимся. А первое в списке дежурства... Сюда поставь, всё, готово? Садиться будешь? Так, поехали. Аккуратненько, аккуратненько, лишь бы ничего не разлить. Правильно, Полина? Да. Пончик не будешь забирать? Ой, надо подсобку. Спасибо за очередной фоллоу в лавдаун, ты заебал, блядь, ты отписываешься, что ли? Раз, нахуй. Сколько ты, блядь, за всё время отписался и подписался? Тебе не надоело наушники? Блядь, уже развила? Ну, ёбады, Полина. Ура, запалила. Ножки парила. Они скринят мои ноги. Саша, бабушка. И всё, и за вас. И за нас. Да, но я же не реваю урок своими любовными ссорами. Мы истребаем, а ничего, что прошло урок, сорвал ты. Я? Ну, не я же простою к старшеклассницам и не обзываюсь селем милочкой. И что, всё равно виноваты вы? Здесь виноваты все, не только мы с Димой. И что, тогда почему только мою бабушку вызвали в школу, не в ваших родителей? Здесь все родители будут, просто твоя бабушка первая, поэтому ты и не прав. А ты всегда права, заучка тупая. Ну, закрой ты уже свой рот. А идите вы все, знаете, куда? Всё. Спасибо, спасибо. Больной какой-то. Так а чего он нервничает? Да у него бабушка не от мира сего, она ему в компьютер разрешает играть только по 15 минут в день. Ну и правильно делает, лучше бы книги читал, может умнее станет, а? Ну что, допрыгались? Сам директор мне дал распоряжение ваших родителей в школу позвать. И проводить совместные уроки. Вот оно мне надо, позорище. Александра Юрьевна. Не надо мне, Александра Юрьевна. Достаем все необходимое, готовимся к уроку. Ух, я вам устрою сегодня. Вся учительская с меня смеется, что я с вами справиться не могу. Правильно сделали, что ваших родителей позвали. Пусть посмотрят, как вы тут ведете себя. А то вечно у них учитель виноват, а детки святые. Готовимся к уроку. Что происходит? Какой-то сумасшедший дом. Ребят, всем привет. Оооо. Ооо. А Саша есть в школе? Есть он, просто вышел на парамелл. Если что, я могу быть вместо него. Ты дурак? Нет, Руслан. Я ему торт принесла, надеюсь, он любит сладкое. А за какие такие заслуги? Может, мы тоже сладкое любим. И можешь забыть о компьютере, я сказала. Бабушка. Я у тебя еще и мобильный телефон заберу. Здравствуйте. Добрый день, это учитель ваш. Спасибо, спасибо всем. Ой, вы знаете, извините, если мы что-то натворил такое. Я ему дома объясню, как себя вести в школе. Больше такого не повторится. Я, если что, не учитель. Саша, это тебе торт. Только с ребятами поделись, они тоже любят сладкое, я так поняла. Так вы не учитель, что же вы делаете в классе детей наших? И чего вы моему внуку торт перетащили? Я старшеклассница. Мы познакомились с вашим внуком на прошлом уроке. Я пришла извиниться перед всеми ребятами за свой поступок. Какой такой поступок вы совершили? Ну, ребята знают, что за поступок, поэтому... Значит так, детка, забирай свой торт и проваливай отсюда. И чтоб я тебя в этом классе больше не видела. Чего? В смысле? Бабушка! Что ты бабушкаешь? Что, на старшеклассницу потянула? Ну бабушка им. Торт в зубы и вон отсюда. Извините. Офигеть. Сейчас второй сезон, восьмая серия. Какой урок у вас сейчас? Биология. Все к уроку готовы? Что? Языки проглотили. Как уроки срывают, так все пожалуйста. А как готовятся, молчат все. Бабушка, пожалуйста, не позорь меня. Что бабушка? Я вас научу дисциплине и порядку. Будете у меня по струнке ходить. Показывай, где сидишь. Я чувствую, что ни одному Саше дома влетит. Что такое? Да бабушка действительно сумасшедшая. Если что, барышня, у меня проблем со слухом нет. Извините. У родителей твоих извинения проси. Че блин с тобой? Добрый день еще раз, дети. Добрый день, Александра Юрьевна. Я надеюсь, все уже помнят, что с сегодняшнего дня наши уроки проходят совместно с родителями. Поэтому сегодня у нас присутствует бабушка Александра. А мы уже со всеми тут познакомились, Александра Юрьевна. Вот и отлично, тогда начинаем урок. Домашнее задание проверять будете? Лавдаун, ты че на бабку гонишь? Это бабка Санька, на нее нельзя гнать, блядь. Чего? Бабушка. Естественно. Но для начала давайте проверим их готовность к уроку. Итак, кто мне ответит, что мы проходили на прошлом занятии? Вот вы. Вот вы, допустим, Дима. Я? Ну? Ну? Царство растения. А можно не подсказывать, блядь? Наташа, ты не подсказываешь? Я думал, она скажет, царство небесное, блядь. Что ты трынгишь? Я сама слышала, как ты ему тему подсказала. Ты что, еще и врешь? Александра Юрьевна. Вы что сюда ходите? Штаны протирать или учиться? Если не знает, двойку надо ставить. Действительно, Дима, Наташа, дневники мне на стол, а за урок у вас два. В смысле? Александра Юрьевна. Так, никаких Александра Юрьевна, я все сказала. А вы спросите у Саши, пусть он скажет. А ты за собой следи. Он все знает, да, Саша? На прошлом уроке мы изучали Сашу Рожестевину. Вот видите? Он же услышал, что я сказала. Он дома учит уроки, и он в состоянии помнит, что ему задавали, и что вы проходили. Это великий. Давайте, пожалуйста. Я передам учителю. Ему нафиг, блядь. Еще раз повторюсь, проблем со слухом у меня никаких нет. Так, хорошо, раз тема урока мы с вами повторили, давайте перейдем к проверке домашнего задания у доски. И что окаем? Пацаны, информацию сколько лайков на стриме? Скажите кто-нибудь. Слушайте внимательно, что вам говорит учитель. Спасибо вам, конечно, но давайте дальше я буду проводить урок со мной. Если вы считаете, что вы в состоянии самостоятельно вести урок, то вам бы не пришлось привлекать родителей. Пацаны, давайте 130 лайков добьем. И корректировать поведение детей. Ну, знаете, тут уж не моя прихоть. Саша, ты сделал домашнее задание? Ну... Что, ну, ты что вчера делал? Домашнее задание. Иди к доске. Бабушка. Александр, прошу вас, к доске. Да блин. Итак, домашнее задание было это выучить все виды растений. Поэтому, Александр... Давайте, пацаны, еще один лайк надо въебать. Поставьте. ...маркер. И попрошу вас перечислить сейчас все виды растений, которые вы запомнили. Ммм? Ну... Что, ну? Первый раздел это растения. И какие же? Что ты мямлишь там? Ты учил вчера уроки? Бабушка, да. Саша, скажи честно, ты делал домашнее задание? Вы почему давите на ребенка? Дайте ему вспомнить. Задаете сначала черт знает что, а потом давите. Ну, вообще... Я же говорю, бабка это решала жесткая. Да. Я задаю вопросы исключительно по школьной программе. Саша, отвечай на вопрос, не позорься. Александра Юрьевна? Че? Да, Анна? Опять она. Ага. В этом нет. Это что за вертихвостка? Простите, что? Спрашиваю, что за вертихвостка ошибаются в этом классе. Это ученица старших... Саша Беляев, 10 лет, передаю привет. Пасов, Анна, а почему вы, собственно, так разговариваете? Я тебе говорила не ошибаться здесь, в этом классе. Так там Александру Юрьевну вызывают. Так передай туда, где ее вызывают, что у Александры Юрьевны урок. Ты посмотри, сначала стартом приперлась соблазнять, а теперь я Александру Юрьевну подавала. Простите, что делать? Ты посмотри на нее, а в ебку еще вырядилась. Ну, кому его соблазнить хочешь? Бабушка! Всем спасибо, пацаны, за лайки. Давайте добьем 140 нахуй. О, бабушка! Анна, передайте, что я сейчас подойду. Хорошо, Александра Юрьевна. Простите, конечно. Я пока отнесу все. Вы так выражаете? Я выражаю. У вас старшеклассницы детей соблазняют. Вы с поведением справиться не можете. А я еще и выражаюсь. Бабушка! Саша, ты сделал домашнее задание? Нет, Александра Юрьевна. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Прежде чем меня выставлять виноватой и кричать на меня, лучше бы сделали домашнее задание со своим внуком. А мы и выполняем. Просто ребенок вспомнить не может, потому что вы на него давите. И старшеклассниц водите сюда. Так, с меня хватит. Покиньте, пожалуйста, класс. Может, как-то определитесь? То придите, то покиньте. Я определилась. Я тут просто что-то писать не хочу. Так это, на ютуб, на ютуб. И прошу вас покинуть наш урок. Я на вас буду жалобу писать и требовать замены классного руководителя. Давайте, пацаны, на 200 лайков показываю ножки. Давайте, на 200 лайков так и быть покажу свои ножки. Блядь, что? Понятно, чипс опять играться начал. Я последний раз вас прошу, покиньте, пожалуйста, урок биологии. А ты месяц будешь без компьютера и мобильного телефона. Ну, бабушка. Все, надоело. Я все сказала. Вольные. Взаимно. Блин, мне жалко, Саша. Ну да, моя мама ангел по сравнению с ней. Саша, дневник не на стол. Тебе сегодня два за невыполненное домашнее задание. Остальные сидим тихо. Саша, твоя бабушка реально сумасшедшая. Да я знаю, мне дома хана. А че родители следующие будут дежурить? Вообще, завтра именно мама должна быть. Моя мама? Давайте, пацаны, 200 лайков добиваем. И я показываю свои ножки. Лютые такие, блядь. Придумаем, мы ты долго не протянем. Что ты предлагаешь придумать? Ребята, можно к вам? Что тебе нужно? Да я решила торт все-таки принести. Да мы из-за этого торта сегодняши не подрались. Это твоя бабушка была? Ну да. Повезло тебе, конечно. Аня, а куда Юрьевну вызвали? Да ее директор к себе позвал. Понятно, видимо, скоро с нами полицейские на уроках сидеть будут. Может вам стоит... Ну, хуй знает, Лавдаун, найди где-нибудь. Там на Твиче должно быть. Ты звонишься перед Юрьевной? Ну, вообще, это указание директора, чтобы родители сидели с нами на уроках. Ну, если вы хорошо поговорите с Александрой Юрьевной, я думаю, она сможет. Люди просят, я не знаю, зачем. Уладить этот вопрос. Кстати, тортом поделись со всеми. Хорошо. Ладно, всем приятного аппетита, пока. Пока, Аня. И тебе пока, Саша. Полина, я думаю, не знаю, на сколько. Через тысячу. На тысячу, да. Саша, ну теперь к нам постоянно будет заходить? Не знаю, а что. Сувошедший дом, честное слово. Простите нас, Александра Юрьевна. Что вы уже натворили? Александра Юрьевна, мы понимаем, что это распоряжение директора, чтобы родители сидели у нас на уроке. Но мы, честное слово, поправим наше поведение, и вам больше не придется за нас краснеет. Александра Юрьевна, простите меня за эту бабушку. Это торт вам. Саша, это торт, который... За эту бабушку. Вам приносила Анна с утра? Все ясно, бестолочи вы мои. Короче, с этого дня никто больше не будет посещать уроки. Серьезно? Да, и скажите спасибо бабушке... Это тот же торт, что и у Клоуна был. Да? Александра и ученицы Ани. В смысле? В общем, когда Аня принесла тебе этот торт, твоя бабушка слегка перегнула палку в общении с ней. Но Анечка не растерялась, пошла к директору и нажаловалась ему. А директор принял решение, что родители не могут посещать уроки. Это мешает учебному процессу. Особенно, если такие родители, как у тебя. Простите. Так, ладно, меньше разговоров, то следующий на проверку домашнего задания. Есть, смотри. Блин. Наташа и Дима целовались на уроке. А это мне вот этот мальчик подарил. Саша, лежит в кабинете целоваться. Я Юля, я девушка Дима. Горятся здесь только ты. Ну как дела в школе? Все наладилось. Все хорошо. Ебать, ответочка прилетела от Димасика. Ебать, красавчик. А с Наташей как? С Наташей? Ну да, Дима, с Наташей. Наташа ходит там налево. Я, кстати, рассказала бабушке, а что у тебя в школе есть невеста. Мама. Ну что, мама, мы все в твоем возрасте любили. Ну прекрати, пожалуйста. Я даже видела, что вы друг другу ушли на тебе сообщение с поцелуйчиками. Ты что, подсматриваешь мой телефон? Успокойся. Так вот, бабушка передала тебе цветы, что ты подарила их на пашню. Ты серьезно? Да, серьезно. А теперь все, давай. Конечно, поднимаем. Давайте, пацаны, до 100 зрителей ебашим. Сколько сейчас зрителей? В школу, а то еще опоздаешь. Хорошо, спасибо. Блин, ничего не спрашивай от мамы. Мухаммад, здорово. Красивые цветы. Что? Говорю, цветы красивые. Спасибо. Это не тебе вообще-то. Но я не вижу никого красивого, кроме меня. Верни цветы, это не тебе. Ты еще и боевой оказывается. Боевой? Ну да. Сколько тебе лет? Тебя это волнует? А кто-то по знаку зодиака. Зачем тебе это? Нормально. 68. Хочу сопоставить, подходим ли мы друг к другу. Ты вообще дурочка? Ты, наверное, лев, да? Кто ты вообще такая? Точно лев. Какой же боевой? Давайте, пацаны, делиться будете. Давайте, поделитесь стримами со всеми своими родными, друзьями и так далее. Сто добьем? Зрителей сможем вообще? Нет, как думаете? Я думаю, да. Или, может, ты любенок? Я говорю, цветы верни. Ладно. Пока. Еще увидимся. Ты что, офигел? Дима? Наташа? Это кто только что был? Я не знаю. А чего ты... Будет миллион подписчиков, будет пиздатый контент, я думаю. Я разговаривала. Она что-то хотела. И что она хотела? Не знаю. Но ты мне что-то недоговариваешь. Артуру 13 лет, привет. Дима, провезти ко мне в кабинет. Что я уже сделала? Ничего, мне на пару минут. Наташа, я сейчас подойду. Я буду в классе. Хорошо. Итак, Дима, мне нужна твоя помощь. Если что, я честно ничего не делаю. Я знаю. Просто понимаешь, у нашего директора сегодня полный завал. А вы это о чем? Александра Юрьевна, я тоже. О, Юлечка, ты уже пришла? А что это за цветочки у тебя? А ты мне вот этот мальчик подарил? Так вы уже знакомы с Димой? А так его Дима зовут? Ну да. И ты сегодня побудешь с ним в его классе. Что? Вот поэтому, Дима, я тебя к себе и позвала. В смысле? Знакомься, это Юля, дочь директора. Так как у Максима Геннадьевича сегодня дел не в проворот, а Юленька приехала к нему на каникулы, сегодня она побудет с вами на урок. А я тут при чем? Ну ты у нас мальчик воспитанный, интеллигентный. Да, это все про Диму. Поэтому я прошу тебя проконтролировать, чтобы Юлю никто не обижал. Дима по гороскопу Лев, не переживайте, Александра Юрьевна. Ой, бля. Вот это отлично. Ну, Александра Юрьева. Я не поняла, какие-то вопросы? Нет, свободен, блин. Привет, Егор, один слет. Ты понимаешь, что такие девушки, как я? Что ты прицепилась ко мне? Развини, слышу, что сказала Александра Юрьевна. Ты мой жених на сегодняшний день. Кто? Жених. Хотя нет, можешь называть меня львицей. Ты же львицей. Как говоримте с тобой, что я не лев и ты не львицей? Я просто помогу тебе и познакомлю со всеми. И на этом все. Хорошо договорились. Спасибо. Ребята, всем привет. Привет, Дима. Дима, а это кто? Ребята, познакомьтесь, это Юля и сегодня. Всем привет, я Юлия, я девушка Дима. Что? Что? Блин. Хуяно решительное. Что ты несешь? Ты мне даже цветы подарил. Красивые краски. Дима, что все это значит? Да она сумасшедшая. Как тебя зовут? Наташа, меня зовут. А ты откуда вообще нарисовалась? А что-то не так? Дима, она сейчас серьезная. Ты что ревнуешь? Дима же русским языком говорит, она сумасшедшая. Чего она, блядь, серьезная какая-то? Ди, ты знаешь куда? Что? Саша, я сижу с тобой. Вот что она делает, блядь? Вот что она делает? Да, дочка директора. Моя баба сказала, все гаджеты забрала. Так вы что, встречались? Ты дура? Егор, 11 лет, привет. Что? Где сидишь? Он сидит на последней партии. Дочник, что ли? А ты отличница? Да, папа директор приходится. Папа директор? Тебя на дочь директора потянула, теперь ясно все с тобой. Наташа. Можешь мне больше ничего не говори? Да. Офигеть. И что делать? А какой у вас сейчас урок? Наш урок литературы, это вообще где учишься? Ну, я жил в Германии с мамой, но сейчас каникулы, поэтому приехал папе в гости. В Германии классно. Ну, да, прикольно. У вас учили, там тоже противные придут? Везде такие есть. Но, правда, мальчики там не такие красивые, как ты. Ну, это да, а я кричусь в мальчике в Германии. Такой же, как это мысли. Она сказала то, что ты страшный, Саша. Ха-ха. Ты чего такая дерзь? Следи за языком германии, что ты не сейчас сейчас угрожаешь? Ну, и ты все поняла, да? Наташа, забудь это имя. Ну, ты серьезно, я же могу все объяснить. Что ты мне объяснишь, что ты меня сегодня утром обманул в коридоре? Что ты не знаешь, кто она? Ну, я действительно не знала. Спасибо большое, у меня сердце остановилось. Никита, 11 лет, здорово. Сейчас ты все прекрасно знаешь, можешь наслаждаться. Ну, ты серьезно? Ну, чего ты паришься, знаешь, сколько у тебя еще таких Наташ будет? Ты шизофреничка или что? Ну, слушай, я тебя не обзывала. Добрый день, дети. Здравствуйте. А это кто? Директ? Хорошо, кто мне напомнит, на чем мы в прошлый раз остановились? На прошлом уроке мы изучали биографию Антона Павловича Чеха. Павло Сашников, привет. Привет. Как вам? Молодец. Наталья, присаживайтесь. Серьезно, вы проходите только сейчас? Что? Олег, 22, передаю привет. Блин, давайте всем привет передавать тогда. А кто мне скажет, в каком году родился Антон Павлович? Кирилл, 18 лет. Тебе мистер Пуш сказал, что ты еблан, вот это да, ну-ка нахуй. Давайте теперь я так буду привет и передавать. Передай привет Роману Нащикину мне комп за 70, как купили вчера. Роман Нащикин, передаю тебе привет. И Донской, поздравляю тебя с крутой покупкой. Это действительно круто. Вот, пацаны, все, теперь, блядь, привет, там, за 10 рублей, за такое. А то, блядь, я сейчас всем в чате заебусь передавать, блядь. Реально, устал уже. Так что хотите, чтобы передал, там, ну, 10 рублей закиньте. Просто реально поймите тяжело. Января в 1860 году в Таганроге. Он русский писатель, драматург, прозаик, публицист, врач и общественный деятель в сфере благотворительности. У вас удивительное познание о биографии Чехова. Нихуя себе. Я Юля. Вы новенькая? А, так это же директор. А, ну тогда понятно, откуда у вас такие познания о биографии Чехова. Ты что, специально готовилась? Ты дурочка, это же легко. Или у тебя память, какой курица? Курица здесь только ты. Мамина дотя, смотри, не заплачь. Кто здесь еще мамина дотя? Ах, да, точнее папина. Прекратите. У ребенка голос прорезался. Если ты дочь директора, это не дает тебе право здесь его пендриваться. Даже если бы я не была дочерью директора, я бы... Не понял. Дотца. Где ты видишь дотца? Ну, она говорила. Мамина дотца. Ну, типа дочь, наверное. Все равно бы пендривалась. Ты реально сумасшедшая. Да ладно, не обижайся. Твоя бывшая просто ревнует нас. Она не бывшая. Так если она даже не бывшая, чего ты паришься? Я не это хотела сказать. Ну да, а у вас там сладости вкусные? С сладости, да. Ты приезжаешь это попробовать? Но я много с собой взяла. Саша, отвернись, у нас урок. Почему ты видишь не свои дела? Как раз таки все, что происходит в этом классе, это мои дела. Я староста. А ты, блин, староста. А все староста такие зашуганные. И почему же я зашуганная? Отвернись, у нас урок. Разве не зашуганные, а? Так, задние парты, что у вас там происходит? У нас все хорошо. Там беседа, бред. У нас с тобой биографию Чехова. Обсуждайте биографию Чехова. Так давайте все вместе обсудим. Что вы интересного можете рассказать? Давайте обсудим. Бунья и Наташа. Да, Наташа. Да, давай. Так, пошла. Давай. Обозвольно, что Чехова вошел в тройку самых экранизируемых авторов мира. Помимо этого, он очень любил творчество Гоголя. Антон Палачехов коллекционировал марки. Он посвятил Чайковскому рассказ. Ему нравилось искать смешные фамилии среди обычных людей. Он любил говорить нелепости. Толстому не нравились пьесы Чехова. Так, прекратите. Пиздец, я столько фактов сейчас узнал. Я с времени проводил в стаду. Я сказала, прекратите. Я только что ничего не понял. Везде, блядь. Я ничего не понял, блядь. Чехова, но не стоило. Пацаны, давайте вот скажи, передай привет. Все вот это, ну, если что, только, блядь. Забабки, нахуй. Как эмоционально об этом рассказывать. У обеих отличное знание. Присаживай. Согласен. Выпустила? А кто еще выпустил? Девочки, прекратите. А что не так? Дмитрий, в каком году Чехов окончил гимназию в Таганроге? А, ну. 1979-й. Или, нет, пиздец, наверное, да? Нет, какой тысяч? Блядь, 1815-й. 1879-й. Слушай, ёлка, 1878-й. Дмитрий, в каком году Чехов окончил гимназию в Таганроге? 1878-й. Неправильно, Дмитрий. Чехов окончил гимназию в 1879-м. Эх, блядь. Почему ты мне не послушался? Зайдите в обе, знаете куда? Тима, простой. Что, простит? Ты вместе со своей ревностью помешиваешься? Что вообще сумасшат? Ольга, 22, Олег, 56. Будет свадьба. Так, карты Тарор разложил. У вас будет три ребенка и свадьба после четвертого. Сумасшедшая какая-то. Сумасшедшая? Да, сумасшедшая. Мне кажется, Наташа еще сумасшедшая, чем я. Да закройся ты уже. А давай на слабо. Что? Кто выигрывает, то ты идет с Димой на свиданку. Ну кофиг на него, можешь идти с ним на свиданку. А меня спросить никто не хочет? Ну вот ты еще и трусиха. Ты не трусиха. Тогда играешь? Играю. Слабо дать подзатыльник, Саша. Не слабо. Сто отжиманий на сто зрителей, ну хуя знает, можно, наверное, ебануй, да? Че? Ты че офигела? Сказать Диме, что у тебя ферк. Дима, ты ферк. А тебе слабо порвать дневник, Дима. Ты слабо. Блять, вы че делаете? Хер. Там был хер, там был написан хер. Да легко. Ты дура? А тебе слабо поцеловать, Дима. Легко. Что? Эй, ты офигела? Целуй, Саша. Да идите вы в жопу, больной. Что тут происходит? Реально ебануции какие-то. Тепарты, Саша. Он хотел меня поцеловать. Кто? Наташа, лезу, ко мне. Я пошла, я устала. Отдыхать? Все. Полина у нас устала. Сейчас, ты придешь еще? Не знаю пока. Я думаю, придешь еще времени нахуя. Все, иди отдыхай. Ты в зал пойдешь? Здесь? Может, лучше в зал? В зал. Иди в зал. Так, ребятки, Полина устала. Мы ее прекрасно, все прекрасно понимаем. Вот, поэтому сейчас я сяду. Наконец-таки за этот удобный стул, блять. А то вот на этом деревянном хуе устало сидеть. Вот так вот. Лавдаун и Полина будет свадьба. Какая Полина, блять? Ну вот это со мной... Нет, конечно, блять. Ты что, охуел? Я на члене 34 и пошел нахуй 40. Да. Будут. Вижу прям счастливую жизнь. Мне целоваться в такой роли. Можно пересесть? Наталья, что с вами? Что значит лезло целоваться? Она проспорила. Что проспорила? Вы что на уроках в игры играете? Она так проспорила. Так быстро, 4 дневника мне на стол. У меня нет... 5 часов прошло. Не, все, Руслан уже, наверное, там ушел. Он уже все. Он сказал, что не будет меня там отвлекать и так далее. Хотя, типа, я наоборот это бы рад был. Не, ну все, ушел. Что я? Ушел, так ушел. Блять, да иди ты нахуй чипс, сука. Блять, Полин, забери чипса, пожалуйста. Полина! Она умерла, что ли, блять? Вы GTA 5 RP? Все, забрала. Дневника, я же здесь не учусь. А почему вы здесь сидите, если... Это твои или Полины? Наши, наши. Вы здесь не учусь. 75 зрителей? Нихуя себе, пацаны. Ебашим, ебашим дальше, давайте. Давайте, 100 зрителей, 100 отжиманий. Буду здесь прям вам показывать. Подруг, блять, ебать она вообще реально странная. Это же круто. Чего? Мир? Ладно, мир. Ха-ха, что? Тема вдвоем нужно к врачу обратиться. Согласен, абсолютно. Вот, ты прям все из вас не дома от бабушки хана. И что тебе написали? Целуются на уроке с одноклассниками. Мне тоже написали, и мне. Извини меня еще раз, это, кстати, твои. Мои? Ну да, он же тебе их нес, а я их насильно отобрала. То есть между вами ничего не было? А ты поверила? Да, ты ведь сказала. Я шла по коридору, а на встречу... Ебать подруги! Так оно и находится. Уже 76, отлично. Кранчетка, какой сезон? Второй сезон! Второй сезон чай, чай, чайковский. Прикалываться, но, видимо, прикол затянулся. А я тебе говорила, что я не виновата, и она сумасшедшая. Ну что, дети, как дела? Что? Вижу, уже подружились? Да, все хорошо, Александра Юрьевна. Вот и отлично. Юленька, собирайся, папа ждет тебя в кабинете. Хорошо, всем пока, ребята. Приятно было познакомиться. Пока. А ты каком-то еще раз приедешь, что салаток не приведешь? Тебе точно не привезут, это страшно. В смысле? Да ладно, я пошутила, привезу. Всем пока, прости меня. Да вы уже задолбались со своими ссорами, реально бесите. Саша! Блин, реально, Санек сейчас добрый такой стал, типа, позитивный, можно сказать. Я скоро даже калькулятор за вас заберу. Что значит целовались? Блядь, бедный Санек, блядь, без калькулятора оставит. Да, вот эти трое, Саша, Наташа и Дима целовались на уроке. Дима! Ебать, Саша, Наташа, блядь. Ха-ха. Наташа! Что за мы же мы, блядь? Так, дети, сегодня на территории нашей школы произошла краша. Только мы учим. Мы здесь крысу поймали. Кто же меня достали уже? Я даже к кому-то милиться не хочу. Красавчики, пацаны, давайте напишите примерно, сколько вы сейчас меня уже смотрите, вот этот стрим, по времени. Там час, два, кто-то пять уже смотрит. Наташа, давай я понесу твой... Кто самый боевой, нужно узнать? Да не нужно, Дима, Лёв. Ну, как знаешь. Кстати, совсем забыла сказать. Это тебе. Что это? Ну, я знаю, что у тебя проблемы с географией, поэтому решила сделать для тебя домашнее задание. Ты серьёзно? Ну да, а что, не нужно было? Ты что? Нет, конечно, спасибо тебе, Глуб. Дима, Наташа! Саша? Вы в школу идёте? Ну да, куда ещё? Ладно, давайте, на уроки все начнем. Хуеть, бать, пацаны, вы прям красавчики реально жёсткие, жёсткие, жёсткие. Чё? Куда это он так бежит? Может, боится опоздать? Ну, до урока ещё сорок минут, странный какой-то. Может... Андрей Лёнов уже девять часов смотрит, блядь. Ха-ха, и Тимофей тоже. Туалет хочет? Ну, может, и хочет. Ладно, пошли. Спасибо тебе ещё раз за контурную карту. Да успокойся, всё в порядке, а? Простите, но вы уверены, что это был ученик нашей школы? Свидетель сказал, что он забежал в эту школу. Ну, знаете, я вам тоже много чего сказать могу. Все вопросы к директору. Где у вас от кабинета директора? Понятия не имею. Вам надо, вы ищите. Что происходит? Не знаю. Может, у Юрьевны узнаем? Ты хочешь, чтобы она опять на насырала, как истеричка? Да, ты права. Детишка, где у вас от кабинета директора? А что у него замылено вот здесь? Почему? Ну, мы не знаем. Как не знаете? Вы хоть из этой школы? Да. Странная у вас школа. Ну, ничего. Разберёмся. Ты чего? Ну, если Юрьевна на него злая, зачем нам помогать? Пошли. Ну, ладно, пошли. О, ребята. А то точно правильно? Я не знаю, я делал как мог. Блин, кто сделал правильно? Дайте списать. Пять часов идёт, понял. Мы домашку по географии не сделали. Наташа, дай списать. То есть вы не сделали домашнее задание? Артур, держи в курсе. А я вам должна давать списывать? Нет. Жадина, Дима, дай списать. Дима вам тоже не даст списать. Под каблучник. Что? А, да, запрещено, нихуя себе. Пошли. Может, дать ребятам списать? Я делаю домашку для тебя, а ты сейчас хочешь дать им списать? Ну, нет. Если ты дашь им списать, от меня больше помощи не жди. Зачем ты манипулируешь мной? Прости, но я просто старалась для тебя, а не для меня. Я понял. Дайте. Дядя Глеб, проспань ссылку на мой телеграм-канал. Пацаны, еще раз, всем говорю, подпишитесь на мой телеграм-канал, чтобы не проебать и знать, где и когда идут стримы. Вот. Чтобы реально, вот вы всегда уже были со мной. Тем более, вы сейчас реально смотрите меня 5 часов, но я уверен, что вы уже, типа, вам интересно, поэтому заходите, и это самое. Сейчас об оба вам, ну, дядя Глеб, короче, вам сейчас проспамит ссылку, поэтому вот так вот. Сфоткую, пожалуйста. В чате. Пожалуйста. Саша, у тебя что, телефон новый? Ну да, мне бабушка подарила. Что? Бабушка? Ну да, она мне новый телефон купила. Все, отвалите, дальше сами решайте. Жулов галимый. Сам какой. Саша, новый телефон? Ну, видимо, да. Ему же бабушка ничего не разрешает. А тут новый телефон купила? Ну, видимо, теперь разрешаю. Чтобы назначил тех, кто не спит. А ждать? Согласен, блядь. Телефон поставить? Не дам. Да мы с ним ничего делать не будем. После уроков. Я не понял, почему все бегают по классу? А они домашнее задание списывали. Наташа. Опять ничего не делали дома? Раздолбай. Леопольд Арнольд. Хуя, он побритый. Как только ссылочка в чате будет, сразу, пацаны, переходите, подписывайтесь, и тогда вы меня уже точно не потеряете никогда. То большинство о вас даже не знает, что я стримлю на другом канале. Не на этом, на котором вы сейчас смотрите. На другом. Ну что ж, давайте не будем тратить время друг друга и перейдем сразу к теме урока. Я Польд Арнольдович, вы меня простите, но это срочно. В классе все присутствуют? Аху, блядь. Это всегда Малярчук, Степанюк, Осипенко. Так, может, это они? Эти они, как вы выразились, отсутствуют сегодня по семейным обстоятельствам. Я же не знаю, кто по каким обстоятельствам. Да, на Твиче я там стримлю всегда, ты уже все, не потеряешь меня, кразедак. С отсутствия. Так, дети, сегодня на территории нашей школы произошла кража. Ооо. А че спиздили? Так, тишина, сегодня у одного из учеников. Спасибо, спасибо. Украли телефон прямо возле школы. И, как сообщает наш доблестный дядя полицейский, один из подозреваемых забежал в нашу школу. Что? Нам просто необходимо выяснить, видели ли вы что-то подозрительное на территории школы или, может быть, на уроке. Ну, вроде нет. Да, Александр. А что за телефон, дорогой? Десятый айфон. А вы что-то видели? Нихуёво. Нет, не видел. Сколько сейчас примерно десятый айфон стоит? Тысяч пятьдесят, наверное, да? Тогда для чего вам эта информация? Просто интересно. Александр, вы бы лучше свой интерес на уроках проявляли. Остальные что-то видели? Ну вот. Я же вам говорила, что мои дети точно ничего не знают и ничего не видели. Это обязательно процедура. Мне девятнадцать лет, парни. Что необходимо, это узнать. Мы бы лучше реальных преступников ловили. Они ходили по школе и детей запугивали. Мы можем пройти в другой. Да. Простите, продолжайте. Как думаете, это кто-то из наших? А это случайно не ты? Я что, дурак телефон воровать? Я в детскую комнату милиции не хочу. Вот в наше время телефон... На твиче ник CrunchTheBest. Ну, типа... Не на русском, а на английском. И таких проблем не было. Зачем вам только родители... Бля, ссылки... Где тот ёбаный об оба, блядь? Я хуею. Так, вот, если чё. Это мой твич. Кто хочет, подпишитесь. Не, давайте лучше с телеги сначала. Бля, сейчас опять заходить надо в Телеграм. Нахуй, так, секунду. Мало ли, что в Телеграме можно такого спалить, ебать. Так. Давайте сначала я вам скину. Сейчас ссылку на мой твич-канал. Уже там 39 подписчиков. Нихуя себе, пацаны. 39 подписчиков. Я ебал. Вот это жесть. Так, вот ссылка на мой... Телеграм-канал. Бля, ебать, чё отлетит. Это телеграм-канал? Вот. А вот это... Что сейчас кидаю? Это твич-канал. Вот так вот. Так что заходите, подписывайтесь и не теряйте меня. А то потеряете и... Ага, нахуй. И пиздец. Реально. Поехали. Или в школу телефоны дают. Ладно, продолжим урок. Саша, у тебя десятый айфон? Да. Может, это ты украл? Ты дурак? А от кого ты сегодня утром убегал? В смысле убегал? Ну зачем ты утром бежал в школу? Чтобы списать домашку. Или может, ты сворвал телефон и поэтому в школу бежал? Ты дура? Нет. Почему тебе бабушка... Проникала? Его депортировали, побрели на волосы и избили, скорее всего. Вот и все. Вот что... Все, что... Бля, спасибо за фоллоу. Спасибо, спасибо. Бля, кранч закрепи. ТГ или твич и все. А, ну можно, кстати, играть в описании. Ладно. Купила новый телефон. Где он? Спасибо, пацаны, кто переходит. Спасибо большое. А еще и айфон десятый. Не странно ли это? Странно, ты что думаешь? Я докапываешься. Да признайся уже, что телефон своровал ты. Я не воровал телефон. Так, я не понял, что там происходит? Ничего, Леопольда Арнольда. Вы же все знаете, что... Типа, опять его подставили с телефоном. На уроках разговаривать запрещено. Вы должны внимательно слушать. Просто в чате спросили. Что то, что вам говорит учитель? Потому что это вам в будущем может всем пригодиться. Я надеюсь, на сегодня все сделали контурные карты? Да! Хорошо, тогда положите их на край стола. Я сейчас пройдусь и соберусь. Вы реально думаете, что это я украл? Короче, смотрите, вот мой телеграм-канал. Вот мой телеграм-канал. Соответственно, здесь сейчас 44 подписчика. Вот красавчики. Вот это я понимаю, бля, лучшие. Так, а сейчас ссылочку на твич дам, пацаны. Пацаны с твича тоже заходите. Еще раз вам тоже скину, на всякий случай, на телеграм. Все, пацаны. Теперь не проебете. Те, кто подписался, вы лучшие, во-первых. А во-вторых, вы меня не потеряете теперь. Анвару, привет. Думаем, Саша, ну новый телефон у тебя появился одновременно, когда у кого-то пропал. Это совпадение. Нифига себе совпадение. Ну я честно не крал телефон. Ну тогда молись, чтобы вора нашли. И ним не оказался... О, чай! Что-то ты украл телефон. Что? Я? Наталья, вы сделали контурные карты? Да. Ну я же попросил сложить все на край парты. Ну, просто. Дмитрий, а вы что сидите? Где ваша контурная карта? Вот Леопольд Арнольдович. Ну что там, Наталья? Она была в рюкзаке. А может вы ее не сделали? Я ее сделала, я не могла ее забылить. А может все-таки нет? Да я что, дурочка? Я помню, как я ее делала и складывала в спортсель. Я понял, давайте мне свой дневник, Наталья. Пиздец, еще и домашку спит, или? Спасибо, спасибо за фоллоу. Я поставлю вам Нио за невыполненную работу. Я ее реально делала. Ну а где же она тогда? Леопольд Арнольдович, и я работаю у меня. Леопольд Арнольдович. Александр, почему я работаю у вас? У меня, кстати, да, сейчас 10 часов. У кого сколько времени? У меня 10 часов. Офигел. Я вчера не успею сделать домашнее задание и решила взять и писать у Наташи. Ты украл у меня тетрадь? Я ее не крал, я просто взял и писал, и я бы вернул. Александр, давайте мне свой дневник, пожалуйста. Извините. А вас, Наталья, я попрошу быть внимательнее к своим предметам. И дневник жду. Ты вор. Я не воровал. Телефон ты тоже не воровал, просто взял такой. У кого-то уже час ночи, прикиньте. Ты дурочка, это мне бабушка подарила. Отвернись, или я тебе сдам Александре Юрьевне, то, что ты телефон украл. Ты дура? Саша, ты оказывается Крисом. Что? Согласен. Ты ворсел от него, а то у тебя телефон пропадет. В смысле? Ты воруешь, а мы издеваешься? Так, а сколько третий сезон идет по времени? Я тебе сейчас... Че. Эээ, на. Ну, ебаный рот, Полина, нахуй. Судар же за такие слова. Того человека, у которого ты украл телефон, ты тоже ударишь? Саша, да не сын, мы тебя не сдадим. Покажи... Пять часов уже, я хуею, это где вы живете? Как телефон? Задние парты, вы опять? Мы здесь Крису поймали. Закрой рот. Я тебя сейчас тащу, телефон доставай. Я доставать ничего не буду. Так, что здесь происходит? О каком телефоне идет речь, Саша? Мне бабушка его подарила. Ты куда? Стой, куда ты идешь? Так, кто-нибудь объясните мне, о каком телефоне идет речь? Саша украл телефон, который ищет полиция. Наташа. Наташа, вы уверены в своих словах? Если это не так, то вы сейчас оклеветали человека, не за что? Да, он еще и Наташа на тетрадь украл. И что? Он пришел в школу сегодня с новым телефоном, который якобы ему купила бабушка. Но бабушка ему ничего не разрешает и точно бы не купила ему новый телефон. Так, и вы уверены в этом на все сто процентов? Да. Наташа. Ладно, тогда сидите тихо здесь, а я сейчас придумаю. Ребята, а что если это реально его телефон? А ты что, на его стороне? Там Криса сто процентов. Ребят, может это реально Саша телефон? Тогда почему он утром так спешил в школу? Он же сказал, что домашку хотел переписать. У меня месяц назад ручку кто-то украл. Бля, Саша загадочный персонаж на самом деле, мега интересный. Ты перегибаешь. А чего ты его защищаешь? Я не верю, что это он сделает. А может истинно поработает? А может... Все, кранч сделал дела, я пропустил что-то? Да нет, в принципе, только если то, что Твич, там, Телеграм не подписан. Вот это может быть пропустил. Ты не будешь говорить этот бред? А то что? Хочешь выйти? Ты серьезно? Ты забыл, как год назад был терпилой. Ебач, а спиздилка будет? Был терпилой. Ну не меня же Наташа от Сережи защищала. Ну вот, смотрите, дети говорят, что вроде Александр. Где Саша? Он вышел. Куда вышел? Шишел-мышел. Мы не знаем. Так позвоните ему кто-то. Да, слушаю. А вы уверены в этом? А, ошибочка. Кто видел, как Саша ворвал телефон? Чего молчим? Чего вообще взяли, что это он украл? Он украл мою рабочую тетрадь. И сегодня у него появился новый телефон, который подходит под описание пропавших. Хорошо. Значит, будем разбираться. Нашли. Нашли. Третий серий. Нет, третий сезон. Третий сезон, пацаны, сколько идет? У нашего Саши? Господи, опять мой класс. Как же вы меня достали уже? Да, нашли. Оказывается, воришка в соседней школе прятался. Что? Что значит соседней школы? Пиздит, соседняя школа. Нормально, блядь. А что, хули ты сюда пришел? В школе прятался. Ну, свидетели что-то перепутали. В смысле, свидетели перепутали? Здесь не будет пиздилки, пацаны. Пиздилка на ютубе запрещена. Так, и мне, пожалуй, уже пора. Эээ, спасибо вам. Два часа всего? О, нормально. Содействие. Можно модера? Ильяс, я пока не набираю. Я двух вот назначил своих старичков, так сказать. Вот, но они вроде что-то делают. Значит, будут бежать. Эээ, я слышал, кстати, у вас тоже телефон куда-то украли? Господи, оставьте нас уже в покое. Я вас умоляю. Я вас услышал, я пошел. Эээ, дубинку никто не находил? Дубинку? Честь имею. Спиздили тоже бы дубинку. Свидетель у него перепутал. Я же говорила, что это не мои дети. Господи, понабирает черт пойми кого. А нам потом расхлебывать. Так, стоп, а Саша где? Да, блядь, сказали же ушел. А, вот он. Я же говорю, что это я украл свой телефон. Что вы все? А ну дай трубку вашей классной руководительской. Да, алло, слушаю вас. Вы почему мы... Зрители падают? Сколько зрителей? Вы ребенка вором обзываете. Я сейчас приеду в школу и поставлю вас всех на место, твари. Простите, я сейчас уложу этот вопрос. Я еще раз говорю, что я приеду в школу. И такое вам недоразумение устрою. Мало ли? Ну реально падает. Ну люди, видишь, спать уходят. Это нормально как бы. Я сейчас все уложу. Не сейчас, а уже. Хорошо. Я же вам говорю, что это не я украл телефон. Что? Вы что тут обалдели все? Я вас предупреждала или нет? Кто тебя позвал вором? Показывай. Что? Я вас научу друг друга уважать. Будете у меня каждый... Спасибо, Гепардыч, спасибо тебе большое. День парки мести. Работаем. Пиздец загрузила, блядь. Обижайся на ребят. Да я не обижаюсь, все нормально. Бля, вот эти субботники, такая уебищная хуйня. Это же типа эксплуатация детского труда, бля. Прикиньте реально. Ну у кого был субботник? Мне кажется, еще у каждого человека в школе, блядь, который учился, был субботник. Саша, если бы ты не украл у меня тетрадь, то я бы не подумала про телефон. Сам виноват. Я не украл, а взял списать. Хочешь бы у меня спросить, я бы тебе ее сама дала. Так я же спрашивал. Слушай, я не назначал. Так а ты, блядь, я откуда знал, что ты придешь? Ты вообще опять на полгода пропал. Да? Наш разговор еще не закончен, помнишь? В смысле? Мы еще выясним, кто из нас терпел, а кто из нас нормальный мужик. Блядь, да ты охуелся. Что? Чего он взъелся-то вообще? Чего сказал повторить? Ай, блядь! Ух, и думал, он скажет, ай, блядь! Чего он на меня гонит? Лечите себе нового классного руководителя. Ему тебя что, охрана есть? Давай, покажи ему кто-нибудь. Нет, в Шарагину субботники можно и не ходить, в принципе. Что? Я говорил тебе, что меня лучше не трогать. О, опа, опа, опа. Я не терпела. А, это сон, блядь. Сука, жалко. А, что случилось? Тебе что-то приснилось? Мам, ничего. У тебя проблема в школе. А, с чего ты решила? Ну, ты только что кричал на всю квартиру, что ты не терпела. Как еще это? Терпила все-таки, терпила. А, мне кошмар приснился. Что-то связано со школой. Рассказывай. Мам, все хорошо. Выйди, мне нужно в школу собираем. Ай, блядь! Ай, ладно, папа. Кто ты здесь, Кама? Вот просто вот я вот насчёт вот этого вот, хехе, спалився. Дед? Дядя Серёжа? А кто ещё? А, это дядя. Или ты не рад меня видеть? Рад, конечно, а вы... Дядя Серёжа приехал к нам в готе на пару дней. Ладно, оставь его, пусть собирает. У, дикбой, дорога. Он опять ляжет спать. Ничего он не ляжет, пацан уже взрослый. Да, Диман? Ладно. Ну что, в школе никто не обижает тебя. В смысле? Даёшь отпор за дед? Да, типичный такой дядя, блядь. Девушка есть, блядь, а мы это самое. Ну, меня никто не трогает в школе, а всё хорошо. Невеста есть? Невеста? Ну, может, нравится какая-то... Да Наташа ему нравится. Мама! Красивая? Кто? Наташа, бля. Красивая? Ну да. Ладно, не расскажешь мне сегодня. В смысле? У тебя сегодня Серёжа отведёт в школу. Затем... Ёбаный в рот, серьёзно? Чем? О чём проблема, я не поняла? Ну, я сам могу в школу пойти. Да ладно, пацан взрослый, не хочет, доставлять не будем, пусть сам забирает. В смысле сам? Серёжа, отведи его в школу. Заодно посмотришь, как он учится. Ну, мама! Что, мама, ты поел? Да. Тогда иди, собирайся. Хорошо. Дядя Серёжа, я дальше сам пойду, вы можете уже ехать. Я прям в школу доводил, нихуя себе. Ой, что такое? Я с твоими одноклассниками познакомился. Ха, серьёзно? Да у нас сейчас урок, все заняты уже, наверное, давайте потом. Открываю что-то. Нет, вы что? Дима? Александра Юрьевна? Приветствую вас, а это, простите. Господи, мне пришло уведомление, где ты смотрел сериал Погача Лави, мне уже показалось, что мы мой сериал смотрим. Добрый день, меня зовут... Ты тоже делал, да? Но я когда-нибудь дойду. Сергей и я дядя этого отличника. Что? Отличника? Разве ты не отличник? Чего? Дима, ты серьёзно? А что у него по поведению? Может быть, есть что обсудить? Ну, обсудить действительно есть что. Может, пройдёмся? Ну, пройдёмся. Ого! Помните, Дима, а ты иди пока. Тааак, Дима. Тааак. Я пока в школе, давай тебе ампу. Да, пожалуйста. Что происходит? Что происходит, блядь, в натуре? Дима? Наташа? А что, звонка ещё не было? Ну, нет. А ты меня ждёшь? Тебя? Нет, ну сколько у тебя сантиметров? Такая конфиденциальная информация раскрывается только за вот такая, бля, понимаешь, нахуй, понимаешь. А, у нас же сейчас урок с косухой, да? Ну, да. Тогда пошли. Ребята, привет. Привет всем. Лучше сеять за последнюю парту. В смысле? Ну, лучше сядь на другое место. Саша, тебе что, зубы мешают? Отстань. Саша, сядь на место. Почему вы так с ним разговариваете? Наташа, не власть, хоть ты, пожалуйста. Ну, ну, пошли, Дима. Чуть бы за диричь сидит. Саша, стой. Что такое? А если Руслан спросит, блядь? Я думаю, что он не спросит такого. Зачем вы так разговариваете? Дима, ты не путаешь? Не путаю, ты реально много понтоваться стал. Я понтовал. Рост? А есть догадки? Вот как думаете, сколько у меня, какой у меня рост? А не ты ли в прошлый раз берега начал путать? Ты же первый зацепился ни за что. Если бы ты мне криво не ответил, я бы и не зацепился. Я тебе криво ответил. Да я на 150 расскажу, сколько хуй. А может мне нужно с тобой общаться шепотом и на вы? Если надо будет, будешь общаться со мной шепотом и на вы. Ты дура? Дима, ты реально в прошлый раз приезжал? Губник ебать ты, конечно. Палку, лучше молчи. У вас что, переходной возраст начался? Жалко, что у тебя его нет. Дима, да забей ты на него. Руслан, ты в правду прошлый раз к нему просто так прицепляешься. А ты опять решил за него заступиться? Дима, ж ты в состоянии сам за себя постоять? Да, Дима? Короче, я разбираться с тобой не буду. Весь класс понимает. Пока правильного ответа нету. Что ты сейчас не прав. Так давай спросим у всего класса. Да иди ты. Чего? Здарова, мамаджан. Сказал, повтори. Ничего. Вот и хорошо, сядь на место. Не тебе решать. Дима, доставь ты его. Так я его и не трогаю, он же первый. 176 был правильный ответ. Ну это я не знаю, Крузич правильно угадал. Это я мерился три года назад, сейчас я может больше. Но последние из замерки 176 было. А можно ссылку на телегу? А Боба, ты здесь? А Боба, прием. Или Фудич, Фудич, пацаны. Чего не отвечай? Ну ладно. Ай, ты! Саша, это ты сделал? Это не я. А кто тогда? Руслан! Что? Саша, тебе видимо зубы вообще не нужны. Так а че он на меня гонит? В попе 30 сантиметров. Руслан, ты тупой? Если ты общаешься с терпелой, значит... Так, ссылка на телегу, пацаны. Ссылка на телегу. Это куда надо? Это вот сюда надо, вот так. Опа! Вот так, ссылочка на телегу пошла. Кто не подписался, до сих пор подписываемся. Ты получаешь так же, как и терпила. Слышь, ты терпила. Опа, она... Она девочка вообще-то, придурок. Так почему же ты не защищаешь свою девочку? Извиняйся. Дима, не глупи сейчас. А то что? Не поняла, что у вас опять тут происходит? У нас тут драка, Александра Юрьевна. Какая еще драка, Саша? Дима и Руслан дерутся из-за Наташи. Рот закрой. У меня в ютубе ссылки не копируются, блять. Серьезно, нахуй, зачем тебе ютуб? Ну, на твич хотя бы ссылку сможешь скинуть? Слан. Что я вон? Диму спросите, он даже Наташа стул сломал. Ты че врешь? Видите, даже память ошибло во время падения. Че? Ты что, придурок? Дневники все на край парты. Александра Юрьевна. Дима, сядь на место. Первый урок не успел начаться, а вы уже тут драки устраиваете. А все остальные сидят и смотрят. Вместо того, чтобы успокоить своих друзей, да? Ммм. Ну, как обычно, молчим. Сели все на место. Здесь сто условно. Я мамаджан, я поздоровался с тобой. Другое место, Наташа. Александра Юрьевна. Дима, хватит. Он по-любому ему въебут вот так вот, блять, на этой драке. Он такой, что? Уже устала от вас каждый день одно и то же. Почему я постоянно слышу? Дима, Наташа, Саша. Саша, Наташа, Дима. Почему у меня с Германом нет никаких проблем? Так он же и тихонь. Скоро будут. Ты дебил? Герман. Ну так а че он мелет? Так, все, смейте. Вы мне надоели. Каждый день мне нервы трепете. Но у вас вообще никакой управы нет. С вами по-хорошему, а вы на шею мне садитесь. Ищите себе нового классного руководителя. Блин. Молодцы. Пиздец, нахуй. Это вот она так ушла, да? Ваших тупых ссор у нас проблемы с Юрьевной. До урока не будет. Юрьевна же ушла. Саша, видимо, твои мозги тоже ушли. А ты, Руслан, мудар. За кто урок? Может, вы лучше... Бер, Руслан, блять. За школой после уроков решите, кто прав и кто виноват. Что? Раз на раз, а то бы у меня уже оба бесит. Чат в Твиче обозначается. Ну, тут такая проблема, просто, что я не смог в Донат-Алертсе отвязать чат Ютуба основного канала, где я стримлю. Поэтому он не отображается здесь. Не отображается почему. Там у меня мультичат настроен, я не смог просто подключить именно вот этот канал, где сейчас стрим идет. Не знаю почему. Не просто не получилось. В смысле раз на раз? Это типа Махич будет? Махич, да. Давайте сейчас. Что? Ну, а что, Юрьевна ушла. Быстренько решим, кто этот мужик и закрою вопрос. Правильно? Ну, вообще можно, Саша. Или боишься? Да, пиши, Егор, в принципе, пиши. Где моя модулька? Чай, ну а ты будешь кидать ссылки, которые я попрошу? Отлично, Саша. То, что ты опять на полгода съебешься, сука? А что я на шухере? Я тоже посмотреть хочу. Я на камеру сниму, потом все покажу. Пусть уже Соня останется на шухере. Вы дураки. Так ты идешь или струсил? Иду. Нема. И что ты хочешь от меня? А ты что уже, трястись на него? Лифон, ты же на карате ходишь, да? Таша! Пиздец. Таша, сейчас зимний хэн обудет. Ну что, готов? Придурок. Придурок готов, а ты готов? Что? Что за разборки? Дело или просто так? Ну-ка, отпизди их. А вы кто такой? Личная охрана. Чего? Чья? А вот, придурка. Дима, у тебя что, охрана есть? Так за что разборки? За девочку или так? Показуха. Они вообще просто так сцебились. Просто так, это не дело. Вы давайте определяйтесь, за что разбираетесь. А давайте я с Наташей разбираться буду. Я сейчас что одному, что второму просто так по ушам настреляю. Нормально тебе пиздяков пиздить? С нашим коллективом зашли в класс. Так мы что, даром вышли? Зашли в класс, я сказал. Подрожки трудные. Разгибал просто. Кто первый начал? Вообще, Руслан. Что случилось? Ничего. Я еще раз спрашиваю. Что случилось? Что он выбесил меня своей тупостью. А ты отличный. А при чем здесь отличный? А при чем здесь тупость? Что он вечно ведет себя как тряпка. Это меня и выбесило ты. Серьезно, блядь? Вот это единственное, что было? Решил кулаками научить его быть не тряпкой. Ну нет. У меня сердце замирает, когда ты пишешь, Егор, меня никогда не замечали. Да ладно, что ты уж. Тогда в чем проблема? Нет никакой проблемы. Вот и хорошо. Дима, встань. Да. Почему ты тряпка? Я не тряпка. А может все-таки тряпка? Нет. Вы понимаете, что вы в одном классе учите? И вместо того, чтобы быть одной большой дружной семьей, вы ссоритесь с друг другом просто так, без причины. Вообще, где ваш учитель? Она ушла с урока. А что произошло? Довели? Или из-за того... Книги вирус пока не буду выдавать. ...что вы не можете определиться, кто из вас мужик, а кто тряпка. Вы вообще понимаете, чем могла закончиться эта ваша разборка на территории школы? Если бы директор увидел, он бы нам двойки поставил. Хорошо бы, если так. Но вы могли покалечить друг друга. И самое главное за что? За недопонимание? За самоутверждение друг перед другом? Я вообще не хотел всего этого. А ты чего хотел? Я не подумал. Значит так. Бля, вот мужик красава, реально, пацаны, согласны? Красавчик просто разрулил реально ситуацию, как боженька. Сейчас пожали друг другу руки и пообещали, что дружбу и дисциплину в классе нарушать не будем. Вы же дружить должны, а не грызть, как собаки, друг друга. Я прочитал чай. Смотрите, руки. А слова заветные. Какие? Прости меня, я больше не буду называть тебя тряпкой. Или прости меня, я больше не буду тряпкой. Как же вы меня все достали уже? Александра Юрьевна? Простите, а что вы здесь делаете? А мы тут решили урок вместо вас пройти. Спасибо, конечно, но я как-то и без вас могу справиться. Это никаких сомнений. Ну да ладно. Мы договорились? Да! И Юрьевну не обижаем, да? Да! Еще увидимся. А тебя, Дима, я жду дома. Хорошо. Ну и что это только что было? Александра Юрьевна, все хорошо. У нас просто только что был урок психологии. Урок психологии. Ну и он охуенно прошел, если честно. Вы определились, кто стул сломал? А он сам сломался. Ребята, здесь ни при чем. То при чем, то ни при чем. Как вы мне дороги. Достаем домашнее задание, будем проверять. Дима, слышь, ты реально, извини меня. Просто у меня сейчас трамплится на камеру, вот поэтому я злой. Эээ, как рулечь? Может помочь? Да нет, все нормально. Прости. Дима, слушай. Что? В смысле? Ебать, дядя, зарешил. Вообще все проблемы решил, нахуй. Да, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, кот подъебался. Ща приду. Ща покажу. Покажи кота в ветку, мужик. Спасибо за 22 рубля, ща покажу, блядь. Ну я не знаю, где он правда, нахуй. Полина! Полина! Вот он, чипс. Вот он. Вот он. Красавчик мой. Поприветствуем Полину, она опять здесь. Она отдохнула. Вот это да. Вот это да. Нихуя-то уже 1250 поднял? Кого? Кого 1250? Чего? Поехали, господа. Как настоящий мужчина. Спасибо тебе. Офигеть. Ну что, товарищи? Знаете что? Ты мне так же поцелуешь, какие деньги? Ань, когда он 100% тебя подкатывает, может вы замутите уже? Я задолбала команда. Мне деви... Ой, блядь. Сейчас, секунду. Опа. Мне 19 лет, пацаны. Бида, да они совсем малые. Да и что? Малой, иди сюда. Я все равно рано или поздно узнаю. Ты видела? Ну что, разбойники, рассказывайте. Как прошел урок? Прошел без происшествий? Да, все хорошо, Александра Юрьевна. Дима, ты даже не отличился? О, нет. Саша, а у тебя что? Все хорошо, Александра Юрьевна. Подвинься немного туда. У остальных, как? Все хорошо, Александра Юрьевна. Вот и отлично. Александра Юрьевна, а что это вы ставите? С сегодняшнего дня, Наташенька, в нашем классе будет висеть или стоять, я еще сама пока не решила, доска почета. А почему она пустая? Ну потому что в нашем классе, Саша, еще нет учеников, которые учились без отличия. А как же Наташа? Ну вот когда Наташа подтянет свое поведение, тогда я и подумаю над этим. А пока что она будет пустой. Но я надеюсь, что вы не позволите ей пустовать до конца семестра, правильно? Да, мы постараемся, Александра Юрьевна. Вот и отлично. Готовьтесь к уроку. Ну ладно. Как думаешь, какая сейчас серия? Можно поставить доска в классе? Может, Германа за него повесить? К нам его не выдержит. Двенадцатая. Дураки, сами себя вешают. Мальчики, хватит прикалываться. Мы же обещали Юрьевне, что мы себя будем вести хорошо на уроках. А мне как удобно будет. Ты сдолбала командовать вечно. Саша! Что, молчу? Дима, мы должны с тобой хорошо... Да я троечник лютый был в школе, блядь. О чем тут речь вообще? Вы наши фотографии повешили, но это доступно. Как показатель того, что... Да ты сейчас отличница. Ну да. Я не была отличницей в школе. Не была? Ты что, дебил? В смысле, нет? Я еле как на тройке вытягивала, блядь. Зато сейчас, ебать, в шараге пятерки. Заебись, логика. Снова все наладилось, и мы стали таким дружным классом. Наташа, а я видел, как ты Диму целовал на прошлый день. Это вы, типа, официально встречаетесь? Саша! А я что? Я тоже буду с кем-то встречаться и целовал. Саша, не бери меня сейчас. Конечно, Санек. Ты мне так же поцелуешь, как и Дима. Давай, поцелуй. Ха-ха-ха. Яблочил вообще. Ты реально думал, что я тебе поцелую? Отверни. Ну и ладно. Добрый день, мой любимый класс. Вот, где-то вот с этих серий я уже примерно начинал смотреть, но это было давно, это было, наверное, полгода назад. Здравствуйте, Леопольд Арнольдович. Так, все в сборе? Да. Я надеюсь, сегодня все пройдет без приключений? Да. Ну хорошо, тогда с чего начнем? Леопольд Арнольдович, вы будете проверять домашнее задание? Домашнее задание? А я, как понимаю, Александр, вы подготовите. Да, я выучу всем эти реки и планеты. Планеты? Планеты, говорите. Ну да, что-нибудь так. Ну, раз вы выучили все планеты, предлагаю... Пацаны, а есть еще кто кушает вообще, что-нибудь хавает, там, чаек, может, пьет, ну, там, печеньки, ну, вот это вот, что-нибудь такое? Давайте, что-нибудь такое напишите. Поверять домашнее задание и сразу перейти к началу новой темы. Так что записываем число, классная работа и тему. Вот, козел, единственное раз выучил домашнее задание, он не проверяет. Значит, на следующий урок выучишь еще раз. Буду я буду сучить. Здравствуйте. Так, 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 мальчики, тихо. Девочки, что-то случилось? Нам сказали... Всем приятного, кто кушает, пацаны, всем приятного аппетита. И кто поел тоже приятного. С приятным аппетитом. Я к вам на урок. Кто сказал? Александра Юрьевна сказала сюда. Странно, вроде у меня сегодня с вами уроков нет. Ой, Илья Фольд Арнольевич, вы меня простите. Да, Александра Юрьевна, что-то случилось? А можно девочки посидят у вас на уроке? Дело в том, что у их мальчиков сегодня соревнования по футболу, и директор попросил куда-то их пристроить. Так я вот и подумала, пусть лучше у нас посидят. Не, ну если некуда пристроить, конечно, пускай у нас посидят. Ой, спасибо, буду у вас долгу. А что тут мои, кстати? Ой, на удивление, очень даже хорошо. А что типа вот по коридору бы походили или что-нибудь такое? Нет, блядь, надо в класс какой-то рандомный их. По уроку подготовился. Говорит, что все планеты выучили. Планеты на уроке географии? Как интересно. Ну, видимо, допоздна учился и перепутал книгу с астрономией. Ну, ничего страшного. Ну, понятно. Раз у вас все в порядке, я не допустил. Хорошо, Александр Юрьевич, идите, мы все сделаем. Спасибо вам еще раз. Леопольд Арнольдович, куда нам садиться? А пусть я не ко мне сяду. Александр, вы лучше свои заметки похвалите. Девочки, смотрите, наверное, сядьте здесь. Хотя нет, давайте вы сядьте там. Наташа, ты тогда к Герману пересядешь, а Саша, ты к Диме. В смысле? Леопольд Арнольдович, почему? Можно не с Дивой, пожалуйста? Ну, ребят, ну чего, я вас только похвалил перед Александр Юрьевичем. Да ладно, это же всего лишь на один урок, потом обратно пересядь. Ну, просто почему? Да не расстраивайся ты, я тебе и на расстоянии сядю. Я уже устал, пацаны, я не знаю, как вы там вообще. Кто устал? Да я учил, все нормально, не переживай. Ну, тогда я спокойно. Хорошо. Если мне из-за тебя сделать замучаем, то я... Да расслабься ты, я буду тихо себе. Ну и хорошо. Саш, привет, как ты дела? Нормально, твои гады. Как же хорошо? Я занимаюсь к ниболидному, блядь. Ну, да, как-то так. Немного наушниками не узованы. Что тебе на мауалетах, пацаны? Ты дурочка? Нет, конечно. В смысле на мауалетах? Я вообще-то уже энергетики пью. Даже энергетики пьешь, какая будет. Ты мне не веришь? Саша, давай напереведим. Так что она трендитна, а? Ну что ж, давайте перейдем к теме урока. А вас, девочки, я попрошу вести себя тихо. И не мешать нашим малышам получать знания. Договорились? Договорились. Даже препод их малышами называет. А он говорит, что энергетики пьет. Ну, ладно, ты успокойся, они же забавные. Ну, да. Ну, тут вот интересно, блядь, старшеклассницы, нахуй. Смотрим, развлекаемся. Урока, как определить азимут. Кто мне скажет, что такое азимут? Девочки, как же попросил, не мешай. Шестой класс, кто мне ответит, что такое азимут? Можно я? Да, Наталья, давайте. Азимут это дед, с направлением на север. Молодец, Наталья, отличный. Ты ботанша. Да фу. Рот закрой. Ты что? Она не ботанша, а просто хорошо учит уроки. Ну, значит, заучка. Да, успокойся, ты что-то так на них гонишь, они же малы еще. Потом все равно будут пробудивать. Ну, да. Ебанутые, блядь. Так они целуются уже. Кто? Вот он и Ермена целуются уже. Саша, ты офигел? Так а вы парочка? Да, парочка. Любовь, ну нет. Ну, это бартер. У меня сначала были наушники, которые сейчас на Полине, а у нее были вот эти, мы обменялись наушниками. Вот такая хуйта. А тебе какая разница? Слушай, а ты не бегала в шестом классе за малым жором? Он хоть красивый был, не то что это, посмотри на него. А что со мной не так? Ну да, Дима, ты так себе. Чего? На твоем месте я бы вообще молчала. Ты на колобка, походу. Сама ты колобок. Да прекрати, ты реально. Давай откроем фото в интернете. Сравни. Аня, твоя подруга тупая. Санька, ты точно не мутишь, что этим малым что-то он больно заливает? Да. Микрофон воняет просто до хлятины какой-то. Какой-то ничего не воняет. Да понюхай же. Это мои слюни, блядь. Они нормальный пахнут. Они деревенщины пахнут. Сама ты деревенщина, нормальные слюни. Ребята, а теперь кто мне скажет, можно ли на моем глобусе определить азимут? Как он своим глобусом выпендривается? Что с глобусом он там? Говорят, он там энергетики прячет. Не хочешь проверить? Серьезно? Саша, да, она прикалывается с нас. Не обращай внимания. Ну там реально энергетики есть. Я же говорю. Проверь. Ну что, молчим? Никто не знает, что ли, да? Леополье Тарфандовичу, а у вас глобус тяжелый? А что происходит? Ну я вообще не говорю, что вы там энергетики прячете. Ты дурак. Александр, какие девочки? Ну вот это. Дети энергетики, дети в заблуждение водят. Бля, вот мне нравится, Санек, за честность. Он прям вообще ему попал. Ну вот это. Да, он всегда, блядь, говорит правду. Сказала про азиму. Рано ему еще про азиму-то знать. Да и к тому же, я не виновата, что они такие наивные. Так, стрим лагает, что ли, или нет? Что-то мне говорят, стрим лагает. А ты в шестом классе наивной не была. Настолько. Я вас прошу, не трогайте, ребят. Вы сюда пришли не для этого, правильно? Будем молчать, хорошо. Так кто мне скажет, что такое азиму? Ты реально как-то... О, Фулич, наконец-то модер. Проспайм ссылками в телеграм и на твич, пожалуйста. У него тоже мозгов не было, а потом его лиса съела. Аня, успокой ее. Анька, да на 100%. А вы, парни, подписывайтесь, сейчас ссылки пойдут. Переходите и подписывайтесь. И на телеграм, и на твич. Да вот, может, вы замутите уже? Да, это прикрытие уже реально. Слушай, есть идея. Какая? Леопольд Арнольдович, извините, можно мы с Аней выйдем на пару минут? Ну что уже случилось? Да нам тут по женскому вопросу... Так, все, не так много, а. Давай я тебя в синий покрасим. В синий? Не. Ну тоникой смоется за месяц. Не. А в какой? Мужики на заводе не поймут. Могли не кричать на весь класс, да, идите. Что ты уже придумала? Короче, малую прикол ржач не хотите? Через пару минут выходите за нами. Зачем? Взрослеть будете. Вито, вы выходите? Да, да. Саша, я надеюсь, ты не будешь выходить. Я не сказала, что прикол. Она будет прикалываться с тебя. Прикол. Что прикалываться не будет? Тем более там... Спокойной ночи, грузич. Саша, спокойно. Спокойной ночи, Грузич. Можно выйти с Димой? А вам куда? Нам по мужским делам надо выйти. Издевайтесь на то. Нам только на минуту. Только быстро у вас есть одна минута. Дима, пошли. Дима, дурак. Дима, вы идете? Что? Обычно, когда вдвоем выходят, нам говорят, типа, вы что, помогайте друг другу будете в туалете. Такая же хуйня. Слово я прояснил Володей. Да какой я Володя? Я Слава. Я Вячеслав. Слава. Я Слава. Что такое Володя? Ну, кто такой? Не знаю, почему меня Володей называют. Почему вообще я Володя? С чего вы? Ааа, типа, пацан писал, типа, можно я тебя буду называть Володей? Хуй, а все оттуда пошло, что ли? И, значит, походу, да. Саша, они позвали тебя поприкалываться, вот увидишь. Малые, сюда идите. Видишь, все нормально. Блин. Ну что, товарищи? Для чего Володя? Знаете, что это? Ну да, это бутылка. Сейчас будем играть. В бутылочку, колобок. Сейчас будешь целовать эту Малую. Ты серьезно? Да не сытый, твой герман не узнает. Идите сюда. Я не буду в этой игре. Целоваться не умер. Издевательство над животными? Что, Саша, я что-то уже целовался. В щечку? Не только. Чего вы такие испуганные стоите? Алексей, сколько вам лет, блядь, да? Понятно, нахуй, пацаны. Все живы. Видя, да они совсем малые. Да и что? Смотри, смотри. Что ты делаешь? Дима, а что здесь происходит? Ничего. Мы в бутылочку за Сашей классно. В бутылочку, нахуй. Сами играем. Простите, что вы делаете? Саша. Дима, Наташа знает, чем ты тут занимаешься? Наташа в классе осталось. Саша. Аня, Вита, вы что, с ума подсходили? Что за церковь тут устроили? Этот колобок сам попросил поиграть. Я при чём? Колобок? Ну да. Вы учите мне пыловаться. Так, Аня, Вита, ко мне в кабинет быстро. Как всегда. Ладно, пошли, малая. Малая. Кошмар какой-то. Что, вылупились? Нацеловались? Вы нам даже не дали поцеловаться. Всё, моли, нужно. А, ну всё нормально. Я не поняла. Мне что, твоей бабушке позвонить? Не повезло, пацанам. Или, может быть, твоей маме? Так я не виноват. Я не знаю, что-то после школы будет? Не-а. Не будет ничего. Мы хотели посмотреть «Беременна в 16» вместе, но теперь понимаем, что... Ну, тут, блядь, ну, дохуя. Мне Наташа пойти всё рассказать? Александра Юрьевна. Так, на урок. Оба, быстро. Простите. А куда вы выходили с Сашей на уроке? А, так мы выходили поиграть с... Саша, помочь Александре Юрьевне. И в чём вы ей помогали? О, кстати, я по знаку зодиака, я весы. Давайте свои знаки зодиака напишите, пацаны, все в чат. Я тоже весы. Да, она тоже весы. Все в чат свои знаки зодиака, давайте. Посмотрим, кто есть кто. Там. Отличное у вас начало, да, ребят? Стрелец. Хуевин. Дево, рак, рыбы. Близнец, телец, весы. О, весы есть. А Дима потом тебе расскажет, что всё это значит. Вместе с Сашей, да, Саша? А я что? А ничего. Готовимся к следующему уроку. Уже не терпится посмотреть, кто будет следующий. Блин. Дима, почему доска позора? Мы же должны были стать примером для всего класса. Да там просто такая ситуация произошла. Какая такая ещё ситуация? Нет, и не один овен. Есть ещё овены. Я вот читаю, смотрю. Есть весы, водолеи, стрельцы. Вообще все есть, короче. Блин. Заткнулись все. Привет, родной. О, там эта, блядь, палочница пришла, которую палочки вставляют. Вы понимаете, что у вас в столовой дети еду воруют? Хорошные дети, довели меня. Поторопись, пока заявление не написать. Я, я жду, в какой серии Фудич появится, парни. Вообще офигелись. С такими ценами я вообще в столовой кушать не буду. Может купить тебе что-то сладкое? Да нет, Дима, не нужно. Лучше сам поешь. Привет, родной. Что? Родной. Что? Распокойся, ты же знаешь, я специально вас позвонила. Не делай так больше. Ладно, не буду. Что вы сейчас уроки? Мне нужно по расписанию посмотреть. Не против, если я с вами посижу? А Юрьевна знает? Ну, думаю, если мой папа директор, она особо запрещать не будет. А ты разве не улетела обратно к маме? Да нет, сейчас каникулы, пока неизвестно, когда домой. Вы уверены, что это здесь? Вы понимаете, мы каждое утро печем 40 пирожков. 30 из них продаются. 10 куда-то деваются, воруют. И это происходит регулярно. Я вас понял. Пиздец. Так, расследование пошло. Подожди, опять у школы придется? Это типа столовая школа? Да. Нихуя, кстати говоря. Это столовая в школе, ебать. Я ходил к нам искать ворованный телефон. Я, блядь, на гнилой табуретке сидел, блядь. Это какая-то хуйня, блядь. Не у всех, но тот телефон вообще нашли в другой школе. Это, может, и пирожки в другой школе украли? Может быть. Ладно, пошлите на урок, кто еще опоздал. Так что, я с вами? Ну, я не против, пошли. Ну, идем. Господи, да что вам опять от меня нужно? Вы понимаете, что у вас столовая, дети, еду воруют. Так а я здесь причем? Вон, Саня, пирожок павают. А вам, кроме нашей школы, больше нигде разбирались? Давайте сам разберу, где мне решать этот проблем. Подим, что мы шеем, какой-то, честное слово. Чего? Э, алё, подождите. Ты опять пришла? Саша, а ты где пирожок взял? В столовке купил только что. Кстати, иди за Юрьевной. Зачем? Говорят, что ты пирожки из столовой воруешь. В смысле, вру, я его купил только что. Да давай быстрее, видишь, она уже с полицией разговаривает. В смысле? Поторопись, пока заявление не написали. Да блин. Зачем так с ней? Она рофлит? Он же сейчас реально пойдет к Юрьевне с пирожком и доказывает, что это не ум. Это уже его проблемы. Мне кажется, хватит калапный сегодня чай. Да, пошли. Мы так пиздеть будем, а не смотреть, если ты присоединишься. Мы обманули. Ты реально к Юрьевне пошел? Ну да. Значит, в следующий раз не будешь таким наивным. Срок математики? Да, Герман. Ну тогда нам жопа от беды. От кого? Да у нас у математички такое погоняло. Почему беда? Потому что она всегда, когда в хаос приходит, беду приносит. Саш. А что? В общем, она просто... В 17-й появится? Ой, еще 4 серии. Сумасшедшая постоянно на всех кричит. Говорят, даже если ее выбесить, она может руку поднять. Так а чего она еще в школе работает? Так это ты у своего папы спросил. Ясно. У меня пол-одиннадцатого. Такое погоняло дали, потому что во время ее урока у них постоянно что-то происходит. Креативно, однако. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. А вот и еще одна беда пришла. В вашей школе произошло ЧП. Опять телефон украли? Нет, учителя и многие другие жалуются, что в школьной столовой пропадают пирожки. Он что-то видел, что-то или слышал? А вы у Саши спросите. Он наверняка за каждый пирожок отчетность предоставить сможет. Закрой рон. Александр, вы видели, кто ворует пирожки? Да я не воровал пирожки, что вы вообще ко мне пристали? Может, остальные что-то видели? Ну, нет. Я понял. Порешаем. Решала? Опа! Это что такое было? Это что? Саша, мне в пачке в салон ворует. Да. Да я не воровал пирожки. Вот эта училка славится тем, что на палочке ученикам вставляет, ебать. Прям вставляет, нахуй. Чего? Сейчас узнаешь. Заткнулись все. Звонок слышали? Да. Фудич, еще раз твич проспайм немного, но там ссылок 5. Спасибо, спасибо. Отсутствует Малярчук, Степанюк, Осипенко и Руслан. А Руслан где? Прогуливает? Не знаю. А что ты вообще знаешь? Можно я тебе вставлю? Конечно. У тебя детей в классе нет? А ты не знаешь. Садись. Палочка это кол. Почему она такая зверечка? Так я же тебе говорила, что она совсем больная. Мы просто к ней уже все привыкли. Так что... К такому привыкать нельзя. Что ты приложил? Побьем активности. Я не знаю. Я думаю, что на этот урок лучше посидеть. Ты лучше вообще не разговаривай. Потому что из вас у меня могут домашнее задание спросить. Саша. Не пиздец. Я когда вообще стрим запускал, я думал там будет примерно... Ну типа зрителей там 15-20, блядь. Ну чтобы типа 80, там 70. Это вообще охуеть. Я... Такой еще перед началом. Блин, я рассчитывал хотя бы 50 будет. А тут вы вообще ебать залетели, блядь. Я замерзла. Замерзла? На прошлом уроке ты получил двойку, помнишь? Ну да. Надо исправлять. Показывай домашнее задание. Блин. Сделал? Ну нет. Тогда сегодня ты получаешь палочку. Что? Тебе, Саша. Садись. Я же вам говорю, что лучше не разговаривай. Дима, домашнее задание. Ну я... Тебе тоже палочка. Так я же даже... Что ты хочешь мне сказать? Да, Белуга. Ничего. Кто следующий? Дима, ты вчера делал домашний? Ну да. Слушайте, она реально беда. У нас бы за такое выиграли сошли. Такой вопрос поступил. Если я пересплю с парнем, это измена? Да. Ну так вот, пацаны, значит не судьба. Так бы устроили гэнгбэнг в 70 человек, блядь. Это у вас, а это у нас. Саша, у тебя еще одна палочка. За что? За разговоры на уроке. А третья палочка за глупые вопросы на уроке. Здорово, Волк. Да блин! А теперь четвертая палочка за блин. Еще что-то скажешь? Вы не имеете права, мне ставишь столько палок за уроки. Еще, блядь, один юрист нашелся. Ты имеешь права срывать мне урок своим невыполненным домашним заданием. Вы ставите мне палки просто так. Потому что ты тупой. Поэтому я тебе палку... О, ну вообще охуела. Нельзя. Нельзя. Не, ну вот это уже пиздец. Этим уже можно к директору спокойно. Не, ну а доказательства? Ну, доказательства еще нужно снять. Нужно нарваться на нее. И вот на диктофон записать. Почему вы так разговариваете? А ты кто такая? Я новенькая. Наташа, встать. Я. Почему ты не сказала, что у вас в классе новенькая? Ну, она. Она, она, она. Что она? Тебе тоже сегодня палочка? Садись. Они, блядь, все с одной семьи, блядь. Все такие ебанутые и противные там. А может, и мне тогда палочку поставите? Встань. Фамилия. Нет такой. Что значит нет? А она же дочка директора, блядь. Да. Да? Да. Нет в списках. Нет в списках, пошла вон из класса. Простите, можно вас прервать? Тут на минутку. Что значит на минутку? У меня идет урок. Все во время перемены. Но у нас тут ЧП. Но если у вас ЧП, вы со своим ЧП и разбираетесь. И не мешаете проводить урок. Давайте, наверное, все-таки на перемене подойдем. Что значит на перемене? Когда не все улики уничтожат? Простите, пройдемте. Ну что, у вас школа какая-то. Ну ничего, порешаем. Так что ее, даже ваша классуха боится? Мы же говорили, что ее боится вся школа. Ее нужно ставить на место. Она работает здесь больше 30 лет. Ты думаешь, никто не пробовал? Как ее, блядь, за это время не уволили? Что за бред? Ну я не пробовала. Я не поняла. Ты еще не вышла из класса? Не разговаривайте так со мной, пожалуйста. А как с вами, блядь, не разговаривать? Пиздец, ты же, ты... Она вообще охуела. Как не подобает общаться педагогу с учениками. Я не знаю, почему никто не записал на дефект. Ты или я, но мы ваши ученики... Вон Димас, блядь, на камеру все снимает. Что это за, блядь, пошел бы и все. В большинстве здесь дети. Вы такие дети, что мне страшно по улицам ходить. Вы настолько тупые, что не в состоянии даже домашнее задание сделать. Вон из класса. Так как вы меня назвали? Что, меня решила снимать на камеру или как? Вы меня обозвали тупой, да? Ты умная. Основные свойства дроби. Если числитель и знаменатель дроби... Спасибо за подписочку, гепардик. Спасибо. Сатуральное число, то получится равное ей дроби. Смотри, говорю. Какие познания? Или это на камеру? Так что я тупая, да? Че? Ах ты супер. Я же сказала убрать телефоны. Вы не имеете права. Ты, деточка, какое право имеешь? Все равно я все сняла и покажу папе. Сняла? Покажешь? Что? А теперь ей что, папе? У нее муж директор всей прокуратуры. У нее муж директор всей прокуратуры. Это круто? Директор всей прокуратуры? Там не директора. Там же какие-то другие челики, реально. Что, я теперь танцевать тут должна? Вы действительно сумасшедшая. Как вас вообще в школу впустили? Я? Сумасшедшая? Да у вас всех надо одеть смирительной рубашкой. Вы себя сейчас реально ведете... Пиздец. Я бы ее не лобнул. Хе-хе. Похуй вообще. Мошедшая. Стань. Что? Ты староста? Ну да. Какого черта ты такая тупая? Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Я еще раз говорю. Так. Ваше поколение нужно изолировать от общества. В будущем нечего ждать от вас. Вы не понимаете. Пацаны. Че, че, че. Одновременно останавливаем просто. Я... Ну, короче, так говорят все бабки, блядь, и все учителя. Изолировать поколение? Да. По-плохому не проходит. Оль, лучшее. Мы разбили телефон учениц. А не надо было и мне в лицо тыкать. Пацаны, новенькие, вновь пришедшие. Давайте 150 лайков добьем на стриме. Вы же первые начали на всех эрать. А кто докажет? Ты докажешь. А кто тебе поделит? Она не видит, что сзади, да? Все, одноклассники, свидетели. То, что вы кинули телефон на пол и разбили его. Какой? Это? Телефон? Разбил? Простите, что здесь происходит? Воспитываю ваших недорослей. Что делаете? Она разбила телефон Юли. И правильно сделала. Пусть скажет спасибо, что не всему классу разбили. 150 пока... А, нет. Я на 200 ножки показываю, блин. На каком основании вы все это сделали? А нечего своими мобильниками мне в лицо тыкать, с жизни улучить. Домашние задания не сделали? Теперь будут делать. Она нас только что обзывала и угрожала. Это точно школа? Я что-то не понимаю. А вы точно полицейские или только вырядились? Я могу попросить вас пройти со мной. Когда будет звонок... На 140? По-моему... По-моему, либо 200, либо 150, пацаны. Но точно не 140. Подожди. Да? Пусть он ее дубачит уже. Эта дубинка. А что он с ней ходит-то? А, ну вот, на 150 я, да-да-да, обещал. Я пойду. А сейчас у меня урок. И попрошу вас выйти из класса. У вас больше не будет урока в этой школе. Я надеюсь, что надолго. Уважаемый дядя полицейский, это она ворует пирожки в столовой. Какие пирожки? С капустой и с картошкой. Посмотрите у нее в сумке. Покажите вашу сумочку. Ничего я вам показывать не буду. Не буду. Вот видите? Зачем вы это делаете? Это вы мне сейчас подбросили. Пройдемте, пожалуйста, со мной. Хуя. Дело раскрыто. Душные дети довели меня. Это их надо с собой, чтобы вы их забрали. Просит он меня. Сейчас я пойду. Офигеть. Порешаем. Ну и что это только что было? Это наш стандартный урок математики. Что значит стандартный? Мне ваши ребята сказали, что она со всеми так разговаривает. Телефон твой? Ну да. Как так получилось? Спасибо еще раз. Я потом начала обзывать всех подряд. Юля начала снимать все. Что, пацаны, 100 добьем, что ли, зрители? Смотрю, 84 уже. Нихуя себе. Телефон. А беда его разбила. Господи, что происходит? 150 мои ножки, блядь. Что это я украл пирожки? Я сказала на 1000 ножки. Да, только на 1000. Каша, ты серьезно? Что? Ну да, а то он и доставал уже своими тупыми криками. Так, ладно. Об этом никому не стоит говорить. Вы как вообще? В порядке? Да. Господи, дети мои. Красава Гепардыч. Очень странно, что на нее еще до сих пор никто жалобы не написал. Я думаю, я поговорю с папой. Тысяча лайков. Ну, поговори, пожалуйста. Так, ребята, у вас следующий урок со мной? Да. Можете собираться домой. Урок отменяется. Слава богу, что никто не пострадал. Нихуя. Родителям лучше про этот случай не рассказывать. То еще всю школу проверками закидают. Хорошо. Можете собираться? Офигеть, ты крутая. Ну да, Юлька, ты прям спасла наши души. Но она реально больная. Я вообще не понимаю, как вы ее терпите. Это она, да, подкинула? Все на полтона чеша. Подожди, стоп. Это она пиздит пирожки. Ой, зачем плюешься? Это она пиздит пирожки, правильно, Юля? Я не знаю. Мы так еще не увидели, кто пиздит. Да я прям спровоцировала телефон. Ну да. Мне кажется, в каждой школе есть такой больной учитель. Ну да, если бы их всех поувольняли, то мы бы росли с нормальной психикой. Ну да, у меня, извините, точно психика с ума сошла. Саша. А что я? Юлька, а тебе куда? Может все вместе домой пойдем? Ну пошли. Дима, ты идешь? Ты посмотри на него. Он даже не понимает, что произошло. Идем? Да, идем. А ты, Саша, прикачай в столу, в пирожки идти. А что я? Так, молодежь. Дубинку мою никто не видел. Чего? Опять дубинку проебал. А, не. Все нормально. Александр Юрьев, ты любишь человек проебывать дубинки? Быстро вышли из кабинета. О, пополнение. Ну можешь закрыть две с этой стороны? Димон, за такой базар обычно спрашивать надо. А ты ничего не перепутал? Нас развели, как у охота. Вот мало я доказал, что он красава. Какая еще Аня? Аня? Дима? Здравствуйте, Александра Юрьевна. Здравствуй, а ты почему так рано пришел? Ну, меня мама подвезла, ей на работу нужно. А, понятно. Ну, молодец, готовься к урокам. Хорошо, Александра Юрьевна. Так, собственно, зачем я пришла? А, вспомнила. Не знаю. О, Дим, привет. Привет, Саша. А ты сделал домашку? Ну да. А можно тебе только что-то, как и все, как и все, как и орать? Саша. Что, Саша, не хочешь сказать, что она на нас не орет? Саша, замолчи. Вот если бы у меня в руках, но я обычно не так кринжовала. Что говоришь, Саша? Александра Юрьевна? Да. Дима не нужен. Ну, я не это хотела сказать. Домашнее задание тоже не сделал, говоришь, да? Не сделал. Ну, мы-то готовимся. На уроке проверим твое домашнее задание. Я же говорил, молчи. Дима, почему ты не сказал, что Юрьевна в классе? Так я же пытался. Ну, спасибо тебе, Дима. А? Опять он? Доброе утро, детишки. Че? Александра Юрьевна, кто-то видел? О, она выше пока что-то. Че у него, кстати, по настроению все это? А у нас что, опять что-то в школе украли? Опять в этой фольги и у вас в руках? Так а че, мы же тоже так же дарили на юбилей, по-моему. Нет, мы дарили матовой, а не вот этой вот хуйне. Ты что, Александра Юрьевна? Так она вон украшена, смотри как. Это некрасиво, ты же видишь, как это дешево выглядит. Никогда вот так не дари. Поняли? Лучше без этой фольги, как она, обертка вот это вот называется. Чем вот такое вот. Вот так, пацаны, вам на будущее. Кто-то ограбил себе точную? Я сам сейчас с вами. Готовьтесь к уроку. О, здрасте. Добрый день. Что? Привет, малолетки. А почему это не наоборот? Да, вот пришлось знать, как у вас дела. Я не могу, я не могу. Вообще топовая, блядь. Хоть бери курицу, запекай. Ну или еще для чего-нибудь там. У нас все хорошо, выйди из нашего класса. Че ты опять борзеть начинаешь? Я не борзею. Я прошу тебя выйти из нашего класса. Короче, я пришел нормально с вами поговорить. Ты не умеешь нормально разговаривать. Я вот подумал, неправильно я с вами поступил. На физкультуре вам армию устроил, деньги с вас выбивал. Какая запись, фудиш, блядь. Чат читаю. Вертекс. Салам алейкум. Чупер, двами извиниться. Ты сейчас шутишь? Нет, не шучу. Пока я игра стримеров не верю. Хе-хе, здорово до очи. Салам алейкум, старичок. Короче, в качестве извинений хочу вас пригласить к себе на вечеринку. На ютубич добро пожаловать. Там актив пиздец ебанутый. Заходи. Каждую пятницу мы со старшеклассниками устраиваем у меня тусу дома. Так что, был бы рад вас там увидеть. Повеселимся. Че? Там девочки будут? И не только девочки. А кто еще? В общем, подумайте над моим предложением. А для тебя, Карапусь, все сделаем в лучшем виде. О, привет, малые. Там же этот в мухомор наденется, блядь. Вот, Санек. Да не быкуй ты. Вас тоже сегодня жду у себя. Это он про что? Он нас с Димой позвал на вечеринку в честь примирения. Какое еще примирение? Он нас всегда оскорблял и унижал, поэтому решил с нами, типа, помириться. На твиче человек десять, по-моему, сейчас смотрит, да? Сейчас давайте посмотрим. Опа, кстати, баллы канала, наверное, открылись, да? Что это такое? Да, я компаньон твича теперь, пацаны, можете меня поздравить. Уэхуу! Хе-хе-хе-хе. Все, я компаньон твича, наконец-таки, блядь. Скоро баллы канала. Десять зрителей здесь и 67 тут. Нормально, кайфово, блядь, заебанно. Зарбля! Вечеринка, со старшей классикой. Алихан, привет! Это оно? Ну да. Не уверены, что это не подстава какая-то? Да он сказал, что все будет в шоколаде. Саша, ему не стоит верить вообще. Ну вообще, Дима прав, вечеринка через час, а у нас все. И что, мы можем прогулять эти уроки? У нас урок с классухой, мы не можем прогулять. Почему вы все так засали? Саша, успокойся. Ну вообще вечеринка со старшеклассниками, это звучит круто. Сэм. А что, нам не обязательно прогуливать. Мы можем сходить в медпункт и сказать, что у нас температура. Пацаны, скажите, сколько лайков на ютубе? Сегодня пятница. Температура сразу пятидесят. Пятница, развратница. У-у-у-у. А это что такое? Это типа деревья. Бывают загончики. Зачем карандаши? Теперь это у себя поднимать будем. А как? Сто сорок восемь? Че, сто пятьдесят добьем-то или нет, пацаны? Че вы не можете дотянуть? Давайте, давайте, давайте. Нужен грифель от карандаша. Вы серьезно? А ты что, ливаешь? Я. Так, пацаны, идем без Зимы. А то на него еще Наташа накричит. Смотри, человек шесть часов меня смотрит. Рум-тур, отдельное тебе спасибо. За то, что уроки прогулял. Не будет она кричать. И при чем здесь Наташа? Зима, ты каблук. Пацаны, пошли. Я не каблук. И решение могу принимать сам. Зима, ты каблук. Я не каблук. Вы что, с ума сошли? Какая еще трепотня? Ну, это типа диарея. В голове у тебя диарея. А остальные что? Дверь ли она есть? Ну, у нас здесь видела температура. А как же там школу приперлись температурой? Ну, мы только сейчас поняли, что у нас температура. У всех пятерых? Нет, у меня это трепотня. Все выходим дружно из кабинета, идем на урок. Так, мы можем заразить кого-то. Знаете, сколько у меня таких заразителей за неделю проходит? Ха, быстро вышли из кабинета. Че? Вас уволят. Вышли, сказала. Блин. Не, Зэ, я не знаю, сколько ты смотришь. Все-таки на урок пойдем. Все, что не делается, к лучшему. Дима, тебя никто не заставлял отсюда в снах. Я же говорю, это у Полины приступы веселья бывают. Такие, типа, буууууууууууууууууууууууууу! Бля и дальше такая. Если хочешь, можете идти на урок. Тем более скоро Наташа придет. Если она заметит то, что тебя нет, то она такой кипиш поднимет. Что тебе morally exclusiva. 150-150 добили, да? Че делаем? Че делаем на 150? Да, хватит мне за Наташу, говорит. Ну, тогда не ной. Давайте просто прогуляем уроки. Все. Вообще, да. Четверых сразу из школы не исключат. Максимум, что сделают, это позвонят родителям. Ну, в принципе, ты прав. Ладно, идем. Че? Дима, скажи, что нам с опухой. Блин, ты серьезный? Что мне делать? Так, ладно. О, какие люди. Привет. А ты, оказывается, мужик. В смысле? Ну, как это, прогуливать уроки ради вечеринки? Что бы вы хотели? Давайте так. Создаем опросик, нахуй. Создаем опросик. Да, 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 вот так вот. Ножки. Сколько сантиметров? Что делаем на 150 лайков? Вот так вот. Мои ножки, если что, свои. Я мои. Так там 148 сейчас. Да? Да. Где ты видела? Вот здесь у тебя же написано. Вот 149. Не добили, пацаны, нихуя получается. Один остается. Не добили. Не добили, пацаны, нихуя получается. Один. Уже 148. Опа, 149 опять. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. По-моему, не добьют, блядь. Так, сколько сантиметров? Все хотят узнать, сколько сантиметров мой хуй, блядь. Пиздец. Один лайк. Ну, посмотрите, вы не добили еще. О, добили, все. Короче. 151 уже. Сколько у меня сантиметров хуй? Ну, ты же говоришь. Сколько? Я не знаю, там 16 или 17, по-моему. Где-то так. 16 или 17. Короче, 16-17 где-то так. Где-то вот столько. 17 я не отвечаю. Будешь, знаешь. Будешь шарить, блядь. Иди померь. Сходи померь, блядь. Сходи померь. Иди, иди померь, блядь. Так, это все. Опросик завершаем. Вот, на 200 тогда свои ноги показываем, ебать, да? Ну, или вот полосочку, не знаю, до скольки, 2700. Короче, когда тут полоска на, ну, типа, 2700 рублей будет, тогда можно и ноги показать, я думаю, ебать. Да. Ну, или, нет. Да, ну, похуй, давай. Нет, давай, 2,600, 2,600. Еще и прийти одному. Ты, конечно, отважный. А, я что, сам? Давай, заходи. О, хорошо. Смотрите, кого я к нам привел. А ты не говорил, что будут, малолет? Прошу не называть нашего гостя малолеткой. Нихуя, а че это он так? Впрочем, он ради этой вечеринки уроки пропускает. Да его после этого дня наверняка со школы выгонят. Со школы? Ну, вот когда здесь 2,600 рублей будет, вот здесь 2,600... 2,600 рублей, когда тут будет, тогда, думаю, можно и ноги мои показать, ебать, да? Так шутит, не переживай. Хавать будешь? А? Что ты ему похавать предлагаешь? Думаешь, он сюда похавать пришел? Тоже верно. Отцовской водички будешь? А, ты про что? Согласен, тебе еще рано. А, кроме меня, больше никого не будет? А тебе что, тут мало людей? Вроде тут все взрослые, интересные. Допустим, это Вита, она очень умная девочка. Да мы с ним уже знакомы, не переживай. Ну, а я вообще-то про своих ребят спрашиваю. А зачем нам твои ребята? А ты еще кого-то ждешь? Нет, вроде. Ну, а ты с чего стесняешься? Распрешу на вечеринку к старшеклассникам. Так раз, лапся и забудь обо всем. Это чисто такая тусовка, как в Америке, знаешь. А почему тусовка днем? Ну, это да. Не, ну, может, собрались днем? Просто. Во время школы, типа. Они же тоже школьники. Да. Что ты? Ребята, смотрите, кто к нам пришел. Ооо, пополнение. Что? Ооо, мухоморик, блядь. Ты что, в детский сад сегодня решил собрать? Почему сразу детский сад? Вообще-то они уже в шестом классе. Ну да. Старшая группа согласна. А зачем он вырядился в костюм грибан? Мне сказали костюм надеть, а в школе других не было. Ты каждый раз присваивай костюм гриб на себя надеваешь? Саша, я тебе говорил, что это тупость. А я что, знал? Так, ладно, гриб и грибята. Раз уже пришли, располагайтесь. Мы вообще не сгоним. Что? Наташа? Мама уже звонит. А, нет. А где у вас тут туалет? Как задонатить? Да, под стримом есть на твиче, ниже просто промотай, там будет кнопка да нет, вот так вот. А на ютубе, там просто в описании ссылка есть, кто не знает. Да, Наташа. Тима, ты где? Наташа, я дома. В смысле дома? Мне Юрьевна говорила, что ты в... Ну или сейчас может проспамить фудич. Фудич проспамит. Вот, он скинул. Ну сейчас еще на ютуб, наверное, скинет. А, у меня просто температура поднялась, и я домой отпросился. Температура поднялась? У ребят тоже температура поднялась. А, ты про кого? Я про половину класса, но с на уроке 4 человека. Я не знаю, Наташа. Малой? Дима. Вот скинул, фудич скинул. Что случилось? Спасибо, фудич. Я со своей подружкой разговаривал. Да нет же, говорю, все в порядке. Можешь выйти? В смысле? Ну, как бы это туалет? Пошел нахо отсюда. Зачем в этом костюме пришел? Я думаю, что все в костюмах придут. Соняк так смешно выглядит в этом мухоморе, блять. Вообще знает, что вы уроки прогуливаете? Нет. И она вас искать не будет? Надеюсь, что нет. Дима, ты оказывается нормальный пацан. В смысле? Посмотрел на своих одноклассников, тупил. Выразились в костюм, пришли толпой. А ты сам как нормальный человек. Ну мы вообще вместе должны были прийти. Почему тогда пришли по отдельности? Нет, ну костюм пиздата, я ничего не скажу. Так вышло. Ну тебя что, за терпилу держат или что? Да нет, все нормально. Слушай, я тебе скажу так. Ты выглядишь намного умнее, чем они. Ты лучше подумай, с кем тебе общаться. С своими сверстниками, которые максимум тянут на слабую троечку. Либо с нормальными пацанами и девчонками, которые тебя жизни научат. Хорошо, подумай. Да что ты тут мало мне втираешь? С чего как жить нужно, чтобы он своих дружков как можно скорее терял. Ну да, одноклассник у него, конечно, так себе. Ждется, не печется. Грибочек. Да, Саша фигню просто чуть. Я тебе скажу так. Такие, как они будут тебя всегда тянуть вниз по жизни. Слушай, а что это Аня трется возле этих слюнтяков? Я так у нее роман с этим грибом. Я как-то была в ней в море, так она меня за это мало. Роман с грибом, блять. Чуть не загрызла. Так может мы объясним этому новому, чтобы на сверстнице своих смотрела? Зачем малым портить праздник? Пусть все веселятся. Ну да, считай, впервые в школу пробуливаются. Ну вообще, Саша нормальный. Просто я думаю, что на него лучше не обращать внимания. Давай мы сами будем решать, на кого нам стоит обращать внимание, а на кого не стоит. Ты мол, главное, не бойся. Если кто-то тебя обидит, подходи ко мне. Ну хорошо. Вот и отлично. Анька, иди сюда. Ты слушай, если ты хочешь пить, есть, то не стесняйся, чувствуй себя как дома. Да, я не понимаю, почему Джастин Бибер приветливый стал такой, блять. Или это тоже какой-то... Может исправился? Не знаю. Может норм стал? Не знаю, не верю в это что-то. А, а как-то ты оказался первее нас. Я не знаю. Или ты решил нас кинуть? Да не кидал я вас, это выросло. Ой, спасибо, спасибо за фоллоу, спасибо, Андрей. Саша, поэтому мы устанем тебя ждать. Вы меня достали упрекать вечно в том, что мне ничего не разрешает Наташа. Что это ведь правда? А вам не кажется, что как-то все тут слишком добродушно по отношению к нам? Это ты про что? Ну, у нас позвали старшеклассники к себе домой, хотя раньше они прикалывались над нами. И такое ощущение, что они нам как друзья. Ну так они же сказали, что таким образом кто-то извинится перед нами. Это как-то странно. Герман, действительно, нищий подвох, расслабься, вот иди-ка ты, Витя, познакомься, может домашку за тебя будет делать. Спасибо, я сам разберусь со своей домашкой. Ну как знаешь. Что? Опять, блин? Наташа? Не твое дело. Да. Дима, где ты находишься? Александра Юрьевна? Сэм, Герман, Руслан и Саша с тобой? В смысле? Так, это сейчас в учебное время происходит что ли? Реально? Ебать, дураки, блядь, а нахуй они собрались тогда? Мы все знаем. Откуда? Мы знаем то, что вы прогуливаете уроки. Битпункти мне сказали, что вы пытались поднять себе температуру грифеля. Мы не пытались. Значит так, у вас есть 15 минут на то, чтобы вернуться в школу. Если бы это не сделало... Е-е-е... Блядь, сколько мне сегодня задонатили, ёбаный в рот? Да очень, блядь, еще и комиссию погасил. Спасибо, блядь, спасибо большое. Такая сумма 586, блядь. Ты последние деньги что ли скинул? Охуеть. Я же теперь богатый что ли получается? Спасибо, 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 спасибо. Спасибо, 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 спасибо! Уу! Охуеть. Так теперь ты ноги вроде показываешь, нет? Бля, я теперь ноги показываю. Ау, он ровно 3000 добил, нихуя! Ладно, пацаны, летс гоу, ноги, блядь, ебашем. Показываем? Показываем ноги, блядь, поехали. Итак. Итак, нахуй. Поехала первая сейчас нога. Сейчас будет ебать. Вторая, нахуй. Ну, я ещё, чё, прям одновременно. Блядь, лишь бы не пиздануться, ёбаный. Охуеть, а чё у меня с ногой, блядь, вот здесь? Что это за хуйня? Как вам, парни? Уф, в чат, ебать! Кайфарики просто, пиздец. Ты ещё и жопа показываешь. Мне кажется, я так пизданусь скоро, блядь. Красивые, ебать? Охуеть! Последние, я не доначу, самому нужные. Спасибо, да очень, спасибо большое. Не ожидал, не ожидал вообще. Чтобы прям столько, прям, чё и ровное число. Спасибо, спасибо, спасибо. Пиздец, сколько, сколько мы сегодня, я богатый, блядь. Я буду звонить вашим родителям. И если я им позвоню, то это будет последний ваш... Убрать? Не надевай носки, пожалуйста. Почему? Понюхаешь? Нет. Видите, не хочет. Кто бы мои носки понюхал, кайфанули? День в этой школе. Александра Юрьевна. Аня? Какая ещё Аня? У тебя всё хорошо? Ну да. А с кем ты сейчас говорила? Стриптиз за трипецот, блядь. Просто... А, я поняла. Можешь закрыть дверь с той стороны? В смысле? Ну это как бы туалет. Понял, извини. Может, в бутылочку поиграем? Чё? А может, ты за водой в магазин загоняешь? В смысле? Тебе что тут, бутылочный куб? Мы уже играли с Витой в бутылочку. Чё такое, Егор? Чё такое? Чё такое? Чё тебе отвечать? Шутят. Я бы плотненько занюхал твои носочки. О, бля. Знаю, я бы целовала. Что? Ты вообще? Всё на свою девушку потратишь. Ну, я бы не сказал так. Но мы типа там похавать будем, покупать чё-нибудь такое. Мне вопрос. Да. Мне на следующей неделе нужно записываться на шугаринг. 624. Рубля? Рубля. Рубля? Да. Пиздец, бля. Вот куда деньги уйдут, пацаны. Придётся потратить, да? Не на камеру деньги уйдут, получается. Вообще ни разу. Бля, чё тик сделали? Он где вообще? Чё-то скрипит, трещит всё постоянно. Чё, дурак? Что-то себя возомнило. Слышь, малай, свали отсюда, пожалуйста. Да очень наш угаринг скинул, да? А что я? Ну, вообще, Саша не обманула. Они реально целовались. Слышь, свали, пожалуйста, ТОР. Разговаривай уважительно, окей? Чё? Нихуя, ща пиздилка будет. О, тявкаешь ты. Что тут происходит? Аня, зайди туда. Не бойся, он жёстко сказал, ты видел. Чё он стал? Типа тявкаешь ты. Он вообще жёсткий пацан. Слышь, защитник, ты сейчас реально в магазин бежать будешь. Ты закрыли все? Я не понял, мы здесь, чтобы малых обижать или что? Дима, подойди сюда. Хуеть, он реально типа адекватный какой-то? Да, я тут. Можешь, пожалуйста, обехит своим, тугодогоняемым друзьям, чтобы они чувствовали субординацию? Стрим останется, парни, стрим останется. Только раз ты уже это говорил. Ну да. А, что они? А, они слишком много себе позволяют. Мы здесь, чтобы в бутылочку играть или общаться. Мы здесь собрались, чтобы малых обижать или бежать леща. Так эти малые эпохи леща некоторых. Дима, ты нормальный пацан. Объясни, пожалуйста, своим друзьям, чтобы они были потише. Ну, пацаны, реально, мы же в гостях. А давно ты стал приспешником? В смысле? Что самое активное в сети? Да блин, на самом деле прям сложно сказать. Много людей пишут, блин, даже не знаю. Есть много активных прям вот ребят. Как же каблуки приобувать? Там Наташа, тут старшеклассница. Слава, когда будет третий сезон? Не знаю. Саша, замолчи. Еще через час. Правильно, Дима. Поставь их на место. Может, еще и обувь натрешь? Да, про что? Ну давай, ослужись уже по полной. Димон, за такой базар обычно спрашивать надо. Не молчи. Пацаны, вы... Да я устал, пиздец. У меня спина уже болит, ебать, как жестко. Покажи спину. А? Покажи спину. Спину? Да. Мою? Свою, не мою же, блядь. Свою спину, блядь. Насколько... Так, вы бы хотели увидеть мою спину? Бля, к чему это... Спину, спину. Я уже запуталась. Спина. К чему этот стрим приведет, блядь? Смотрите меня и себя в том числе. Ты, Саша, вообще в костюме гриба пришел. Я не знаю, зачем спина, блядь. Спин как раньше, нахуй. За 2к можно, блядь. Да, 5 тысяч добиваем, блядь. Как всегда, пытаешься показать всем, что ты тут самый главный, хотя ты тут ничего не стоишь. Давайте на 3 500 спинку показываю. Дима, мы с тобой... На 3 500 рублей. Он реально очень жесткий. Его только сейчас заметила, вот, и он реально... Почему он жесткий? Да ты не видишь. Не, типа, он конфликтует с одним, типа, с Димой, и со вторым сейчас. Ну, типа, че он жесткий, чем он жесткий? Он просто пиздит. Хоть бы закрыли вопрос. Или ты опять хочешь, дядю, школу? Видишь? Да и знаю, блядь. Что? В школу с дядей? Раньше с мамой ходил. Димон, давай ответ. Мы все во главе с Русланом ставят держас. Ой-я-я-я-я, ай-я-я-я-я-я. Вертекс, бра. Раздеваем кранчи на стриме. Почему он сказал 10? Да, тихо, блядь, тихо, нет. Не знаю, что написать. Короче, через неделю вернешь эти 10 рублей с процентами. Окей, блядь. А ты слышал, вы слышали, он сказал 10, блядь, какого-то хуйя. Почему так? Спасибо за 10 Ну, блядь, понятно, но он должен сообщение озвучить, как бы, а не сумму пришлённую Странно Тен, блядь Первобытные Ну-ну, пошли на урок Тусовки не будет? Как видишь, Саша, не будет Ну и валите Ещё одно слово, и я с тобой совсем по-другому начну разговаривать Ой, ты вроде свалить хотел Вот и валит Тебе повезло, как всегда нашёл для себя хорошую вещь Фрифайра? Не, нету, не играю Чё такое? Чё? Фрифайр Игра Ясно Свали уже отсюда Дима Бэн Хорошо, Александре Юрьевне привет передавайте А ты красава, малой, правильно? Пять тысяч снимешь трусы, блядь Ну, это, думаю, последние заработанные мои деньги будут тогда, получается Но они реально себя ведут, как дети Взрослые ребята А я могу снять трусы где-то там, в другой комнате, как бы, я же сниму, правильно? Был бы ты постарше, я бы с тобой замусил Ну что, тогда давайте делить деньги Что? А что, ставка сработала Я же говорил, что у всех тихонь, внутри бурлить сильная кровь Вот малый доказал, что он красава Медород свой закроет Да пофиг на него, малый всё равно уже свалили А что происходит? Малый, иди пока в туалет, посиди, подумай над математикой В смысле? Ты тупой или что? Ты реально думаешь, что Ваня вас пригласил на тусовку? Ты хоть знаешь, как выглядит настоящая тусовка? Я тебя не понимаю Прости нас, конечно, малой, но это был спор Какой ещё спор? Малый, мы поспорили на то, что мы сможем вас поссорить И решили поднять на этом бабу Ты, кстати, молодец Хорошую двухсотку Вы серьёзно? А ты забыл, что я тебе говорил Эта взрослая жизнь тут выживает сильней Так а зачем вы так жёстко со мной? А зачем ты на это всё ведёшься? Ты реально думал, что мы сейчас с тобой станем друзьями и будем веселиться? Ну я просто только что с одноклассниками поссорился Да им насрать на тебя, как же как и нам Чё? Если что, насчёт того, был бы ты постарше, я бы с тобой замутила Я не шутила Да идите, вы знаете куда? На поворотах поаккуратней, хорошо? А ты знала и молчал? Пиздец, блять Я не знала вообще, ты думаешь, я бы не сказала? Да иди ты тут Блять, серьёзно, они на тусовку к этим пришли, что за люди? Джастин Бибер, собственная персона Сюда все подошли, быстро Что вы делаете у меня дома? Выйдите? Это твоё? Не знаю Ты понимаешь, что ты детей заставил прогуливать уроки? Никто их ничего не заставлял прогуливать, они сами сюда пришли Что? И никто их туда насильно не тащил Джастин Бибер, замолчи А ты, Аня, вообще, почему всё это не остановило? Что за элиту вы тут устроили? Так я что, знала? А ты, Ваня, вообще, это твой последний учебный день Я что, знала Я всё сделаю для того, чтобы тебя выгнали из нашей школы А ты, Дима, вместе со своими друзьями, одноклассниками Домой не уйдёте, пока родители в школу не приедут Мы не его друзья, а он не наш друг У него новые кореша появились В смысле? Так, замолчи тут Я не поняла, у вас тут что, карнавал или что? Ты какого чёрта в мухомор вырядился? Я вообще так гриб Так, вышли Гриб, я гриб, бля Быстро, проводите их, пожалуйста Мне нужно уладить ещё кое-какие нюансы Хорошо, Александра Юрьевна Так, пошли Блин, какой позор Родители едут? Мы скоро будут Моя бабушка тоже едет Дима? Мама едет Ну почему туда попёрлись? Дима предложил Что? Почему ты мне врёшь? Я честно говорю А если я скажу, что знаю всё правду? Он вообще самый невинный Что ты мне тогда ответишь? Мы решили прогулять уроки и пойти на видео Раньше у тебя ювелий 25 фолловеров? В смысле 25, больше же, гораздо И как вечеринка? Удалась? Ну, удалась бы, если бы не Дима Вы вообще знаете, для чего вас туда позвали? Да, погулять с девочкой Погулять с девочкой Ну ладно, так и бэй Жду спинку Давайте ещё Ещё 80 рублей, я думаю Ладно, так и бэй Чё-то 500 реально загнул, блядь Всё, хватит, нахуй Ещё 80 рублей, думаю И показываю спинку, нахуй Ну, типа, своди такую У меня, кстати, там шрамы есть, блядь Я не знаю, будет их видно или нет Я уже всё, не могу Спина, блядь, просто киснет, нахуй Гони спинку Давайте ещё рублей 80, блядь Радикальный мир Чтобы было 300, ну, типа, красивое число Коридор И что делать? Нереально поспорить? Да, я видел, как они деньги делили Прикольно Просто развели, как лохов Ну, я думаю, что мне лучше не извиняться перед вами Мои извинения никак не спасут ситуацию Так что просто знайте, что мне жаль, что я так поступил Ну да, твои извинения вообще ни о чём по сравнению с тем, что ты нам наговорил Дима, хватит уже ко всем подкаблучиваться Научись уже иметь своё мнение Может, ты и прав, Саша Короче, мы не будем тебе прощать Но хотелось бы, чтобы ты знал на будущее, что так не поступаю Ну, я понимаю Как думаете, что... Когда перерывно поговорить? Чё, поговорить хотите? В качестве наказания нам придумали Можем поговорить, в принципе, да? Ну, если это самое... Плюсики в чате будут, конечно же, да? Не знаю, Юрь, можно сильно нас бесить? Ничего, прорвёмся Кстати, заметили, как полицейский начал заливать к ним? Да и пусть заливает Может, беситься и переставит Блин, как же стыдно Вот я тухой Это что такое? И всех переведу в другую школу Понятно Ты уже бесишь меня Ну, а с вами надо поговорить Наташа, отвали это Это быстро Да, мы, кстати, дезинфицировали подъезды когда-то Меня заметили опять За 5к слова хуй покажет Как возможно И всё возможно Сколько мне ещё извиняться? Я же сказал, что мне стыдно за свой пост Мне иногда кажется, что нам вообще не стоит общаться Ну, Наташа... Да чё, там перерыв недолгий Просто на вопросики в чате поотвечаем и всё Ну, Наташа, от тебя и от твоих друзей одни проблемы Вот возьму и переведу в другой класс Наташа, пожалуйста, прекрати хоть ты Я осознал, что... Это вот как раз коронавирус начался Они сейчас дезинфицируют, да? Коронавирус Коронавирус Себя очень некрасивая И с этого дня всё будет по-другому Ты, Дима, пошёл на вечеринку к старшим классам Да не, чай, я не избегаю Ну, просто сейчас реально не вариант, типа Классникам, во время урока Ты думаешь, что от одной фразы Я всё осознал? Что-то изменится Ну, а что мне делать? Ну, хотя бы не врать мне И как минимум думать о последствиях А Дима не умеет думать Так же, как и ты, Саша Мы все тут виноваты, по сути Да молчи, тихоня Ещё одно... Ну, смотрите Мне сказали, в 17 серии Фудич появится Вот Поэтому... А сейчас, кстати, в 15 Ещё 5 серий В мою сторону И ты будешь ещё и мою парку мыть Доброе рабочее утро Всему классу Наташа все пришли Или кто-то решил зафилонить Те, кто провинились, пришли Вот и отлично Завтра точно так же В 6.30 утра Что у вас у себя в учительской Будем там порядки наводить А почему Наташа ничего не делает? А Наташа, между прочим В отличие от вас, мальчики Уроки не прогуливала Ради вечеринки со старшеклассниками А пришла сегодня вместе с вами Чтобы проконтролировать процесс уборки Так что меньше слов, больше дела Работаем Вообще офигели все Спасибо, что хотя бы уборкой отделались После всего А сколько лайков, парни? Сколько лайков на стриме? Кстати, забыла сказать На следующей неделе у вас пройдёт Первая тренировка по бальным танцам А на этой неделе Школьный чемпионат по футболу Так что не расслабляемся В смысле бальные танцы? А вы что думаете? Фудич, скинь ссылку на донат На Твич Лишь вы одной уборкой отделаетесь Вы у меня этот прогул До конца своих дней отрабатывать будете Блин, тут хватит уже Ну сколько можно? Так, ребята, убираем ещё 10 минут Спасибо, спасибо, парни Готовится к урокам Собственно, вот здесь у нас И учится 6 класс Добрый день, дети Директор Здравствуйте, Максим, Геннадий Ребята, вам в школе как? Нравится? Хуя себе, это что за Филипп Киркоров, блядь А чё молчим? Да они не проснулись ещё, наверное, да? Столовый вас хорошо кормят? А так нас вообще... Да не, Мирослав, это девушка моя Полина Полина Кто не знает, её зовут Полина Полина Она, кстати, уже ножки показывает Нихуя себе, блядь Кормят Саша, замолчи Как не кормят? У нас просто для 6 классов питание не включено, да? Меня и в 3 классе не кормили Саша Так и что, я правду говорю? Александр, а может вы забыли, что вас в 3 классе не кормили? Ничего я не забыл Ну хорошо, а по успеваемости у вас как? Преподаватели вас не обижают? А, так у нас недавно математическая телефон ученься разбила Этот учитель уже не работает в школе, да? А-а-а-а, пиздёж, полный пиздёж Дальше пройдём, я покажу вам столовую Где детей не кормят? А, вот там-то я вам и покажу, кормят детей или нет Пройдёмте Ну давайте попробуем Вот как ты написал, так и говорит Фу, дичь, фу, дичь Кстати, а чем вы тут занимались? От кучки трогаешь Следите за чистотой класса Молодцы Ну что ж, тогда пройдёмте А, так нам классно сказала, класс убрать за то, что вы уроки прогуляли Саша, ты молчишь Что, Саш, нам ещё за учительскую убирать А как зовут вашего классного руководителя? Извините, давайте я вам всё объясню Можем пройти? Сичку-то больно, наверное, попробую Надеюсь, объяснение данному мероприятию будет весьма аргумен Дети просто неправильно выразились Всё в порядке Продолжайте готовиться к уроку, детки Хорошо Саша, ты до... Так а что? Саша, мне иногда кажется, что ты свои мозги дома забываешь Так а что я? Кто это вообще был, а? Так, дети, сейчас внимательно послушайте, что я вам скажу Подромче говорите, я не слышно Да я тебе говорю Я тоже не слышу Вообще правильно, фьюдич На меня исковеркали до фудича Ты исковеркал Да, это ещё фудорас там Давай без всяких слов, а то это запрещено А чё я тут сказала? А чё я говорила? Ну я просто предупредил человека Да? Да? Алло? А ты выключаешь фон? Это так круто Оказывается, тут сенсорно Типа это выключается Я только что узнала Хопа Да-да-да-да-да, всё, дальше Поехала санэпидемстанция Чего? Будет проверять пожарную безопасность и столовую Я вас прошу, не учудите чего-нибудь, иначе директор нам этого до конца дней не просит Худрочила Что, Наташа? Мы уже учудили Ты о чём? Ну, к нам заходил директор с какими-то людьми в белых халатах Господи, они уже приехали, что ли? Я не знаю И что они спрашивали? Я надеюсь, вы вели себя достойно? Ну, как сказать Дима? Да Саша Я не знала, что это санэпидемстанция, я бы молчал Господи, уроки ещё не начались, а вы уже успели что-то натворить Наташа, что было? Ну, Саша сказал, что... Так, модераторы, где вы? У нас не коротят столовую, и вы нас заставляете по утрам мыть весь класс Что? Заставляю? Ну, я не знала, что это санэпидемстанция О, Господи, куда они ушли? В столовую Так, ладно, готовимся к уроку и бросьте уже эти тряпки, наконец То бросьте, то убирайте, вы уже определитесь, Александра Юрьевна Саша Это, я сейчас приду, воды налью, пописываю Я, короче, вообще ссать хочу дико, поэтому это... Давай Чат на тебе Я тебе сейчас как определюсь Саша, ты действительно голову дома забываешь? Чё ты бочишь? Я уже на свою диму побыху Научись молчать, когда тебя не спрашивают Ты научишь не командовать, когда тебя не просят, окей? О, а вы уже все в школе? Что тебе нужно? Да я вот в гости решила зайти, особенно поговорить о том, что случилось А что уже у нас случилось? Ну как, вечеринка? Я знаю, что вы поссорились и на вашего Диму все обижены А еще я знаю, что вас заставляют перед школой каждый день убирать И что, на следующей неделе нам идти на балет? Ну вот И что, тебя это вообще не касается? Да не скулите Я вообще-то вам прикольную штуку принесла Саша на мозги? Заткнись, тихоня Ну, если это похоже на Саши на мозги, то, возможно, это Саша на мозги Вы чё, тупые? Ну знаешь, если мы сейчас разговариваем про твои мозги, надо еще определиться, кто из нас... Ты тупая Так, все, успокойтесь Чё? Лучше посмотрите, что у меня есть Ну что это? Ну это точно не мои мозги Вообще-то это мадагаскарские тараканы А зачем их нужно в школу приносить? Что бы ты спросила? Ты уже бесишь меня Наташ, тебе что-то не нравится, иди готовься к урокам Каждый день Сама же говорила Саша, закрой рот, она права Зачем этих тараканов в школу нужно было приносить? Она опять нас подстала Спасибо, Дима, но не нужно за меня заступаться, я и сама справлюсь Не заступался, я просто сказал свою мысль Господи, какие же вы все... Да Все в этом классе токсичны Аня, дай мне их подержать Только аккуратно Хорошо, я не буду их выпускать Саша, иди реально, готовься к уроку А ты, Аня, иди в свой класс Наташа, отвали от нас Наташа, действительно, от этих тараканов ничего плохого не будет Ну... Нет, ну вы что, вообще бестолковые? Вот как можно было сказать, что я вас принудительно заставляю убирать класс? Да, заставляю, но это для вашего же благо А ты тут что делаешь? Каждый день стропонит кранчет и вот на это ответила, да? Нет А что? Ты в гостей в этом классе, иди себе на урок У меня физкультура сейчас А физкультура что, не урок? Ладно Саша, дай... Не обижаю Ну ты абьюзер Ну да, блядь, периодически Ты про что? Ты что-то потеряла? Даже одним словом? Чего? Ладно, ничего Всем хорошего дня Сделали из нашего класса проходной двор какой-то Вы вообще знаете, что у меня от директора влетело За то, что вы сказали, что я насильно вас заставляю убирать Я что, насильно вас заставляю? Ну это же шутка про абьюзера, правильно? Не знаю Блядь, в смысле? Ну правда? Я реально абьюзер Ну давай по факту, давай Не буду Ну говори Давай не наставляйте-то все В смысле? Я не абьюзер, блядь В чем я абьюзер? Я самый добрый, позитивный человек на планете Все, что вы делаете во благо нас Спасибо Хоть один адекватный человек в этом классе Санэпидемстанции я общий язык нашла Но это не отменяет завтрашние уборки в училище Сука сидит, улыбается Так что не расслабляйтесь И вообще, вы к уроку готовы? Достаем тетрадки, ручки, учебники, давайте Блин Вот блин Тихо не стучи Саша, где тараканы? Ой, Юрьевна Что? Ты что, не отдал тараканы в Ане? Ну, не успел В смысле не успел? Она как бы сразу зашла, что я не успел среагировать Да ты их делал? Ну, подкинул ей в сумку Ты серьезно? Сумку ты думаешь? А что мне нужно было делать? Я три года стримлю Да не трех года ты стримляешь Сколько? Два с половиной Вообще-то я с августа начал Ну Ну три Ну, с августа это когда мы еще не встречались Это получается вообще два года с чем-то А, ну да-да Тогда два с половиной Не три Нихуя не три Он все это время пиздел Но я просто молчала Я не пиздел Я так и думал Я знала Я так и думал, что три реально Я почему-то в голове мои три года было Тогда получается даже меньше, чем два с половиной Да Где-то, короче, два года Так, дети Давайте мы отпустим сейчас с вами все обиды Тихонечко проведем этот урок Потом у вас останется два последних Короче, два года Короче, в августе двадцатого года получается О, ебать Ты бы видел Чип, короче, стоял Он прыгнул Он прыгнул Все, хватит, блядь Синдром у тебя какой-то Вы со спокойной душой пойдете В доту не играют Да, Александра Юрьевна Вот и отлично Давно у меня не было с вами биологии Я уже забыла, как это не кричать на вас А спокойно что-то объяснять Итак, что мы проходили на прошлом уроке? Нет, Наталья, давай Герман ответим На прошлом уроке мы проходили царство растений Царство растений мы проходили на прошлой неделе А на прошлом уроке мы проходили На прошлом уроке на вас, нарау, моя бабушка Так, ну что ж, я вижу, что тему урока никто не помнит Санек факты, как всегда, говорит Ого, черт Саша, расскажи Юре мне про тараканов Так, а зачем? Ты издеваешься? Так, на прошлом уроке мы изучали Пацаны, лайки не забываем ставить под трансляции Давайте, давайте В топ выводим трансу Жестко, жестко прямо У вас БВЛ деский кекс? Что? А, БВЛ, блядь Деский? И многообразие покрыто семенных растений Вот видишь, он даже не заметил, поэтому все хорошо Да ты еще вебуфудишь, блядь Можно к вам? Конечно, Максим Геданевич Я бы хотел поговорить с вашими детками по поводу поведения Я не против, я думаю, им это только на пользу пойдет Вот и отлично Александр, да, Ван Зуб? Да Хорошо, Александр и весь остальной класс Я бы хотел с вами поговорить по поводу вашего поведения И по поводу того, что вы говорите при посторонних людях Понимаете о чем? Максим Геданевич, я с ними поговорила уже на эту тему Я хочу сказать на будущее, что прежде чем говорить что-то при посторонних людях Надо думать своей головой, понимаете? А у Саши нет головы, чтобы им можно было думать Керман Так и что? Как вы уже знаете, у нас в школе санэпидемстанция И нам Блядь, да вы че, охуели? Какой откат лайков? Не надо никакого отката, сколько лайков Все, так сколько есть, только оставляем, блядь Что это такое началось, блядь? Откаты, блядь, придумали себе Это вы даете, конечно, блядь Ситуацию, ту, в которую вы нас загнали Я же не знала, что это санэпидемстанция Я хочу сказать на будущее, что при любых посторонних людях Вы должны думать, о чем вы говорите Вы понимаете? Да Хорошо, Александра Юрьевна Я пойду дальше делать, так сказать, экскурсию по школе Спасибо вам, Максим Геннадьевич И извините, что не уследил Все нормально, Александра Юрьевна Ой, Максим Геннадьевич, я же забыла Я же документы Блядь, да вы реально... Не, блядь, все, тихо, хватит, блядь Хватит, сука Так может лучше сейчас? Вот черт Давайте наперед Хорошо, тогда я их пока что подготовлю Блядь, я же не знала, что это санэпидемстанция 149, блядь, фу Пугаете, блядь Любовь, сыр, блядь Это же нормально, вы же реально, все нормально? Это же нормально, вы же реально, все нормально? Тихо, блядь, тенденцию не рушим, нахуй Кто-то знает? Это что такое? Это мадагаскарские тараканы, Александр Ой, блядь Герман! Что они делают у меня в сумке? Какие у них, простите? Саша! Они не страшные, Александра Юрьевна А что они у меня в сумке делают? Это Аня принесла Фу, убери их немедленно, сейчас же Что за крики здесь? Пиздец У нас тараканы по классу рассыпали Какие еще тараканы? А так и сказки, но они и страшные Вот, не бери его в руки Александр, что я вам только что рассказывал? Так они и страшные Откуда здесь тараканы? Давайте я вам сейчас все объясню Что вы нам будете объяснять? Блядь, это реально настоящие тараканы Они даже шевелятся там, прикиньте? Да, пройдемте ко мне в кабинет И уладим все моменты Нет, мы никуда не будем идти Вы что все из класса? Саша, блин! Саша Юрьевна, они и страшные Я честно говорю Выходим все из класса Вот, блин Так они же бесстрашные Мозг твой бесстрашный Вы вообще бестолковые? Я понять не могу Извините Вы понимаете, что тараканы являются Разносчиками болезни и вирусов? Максим Геннадий Кто их принес в школу? Их принесли в школу старшеклассница Аня Я ей говорила, чтобы она ушла из нашего класса Сука, в смысле 650 подписчиков, блядь? В смысле, нахуй? 746 А сколько было? В смысле, нахуй? 746 747, все нормально Блядь, 146 лай... Сука Она не ушла Ну сколько можно? Я же говорила с вами перед уроком Давай, Анвар, спокойной ночи Иди по-хорошему с вами А вы мне что? Тараканов, сука? Я хотела их убрать на перемене Юрьевна, если вы не справляетесь с дисциплиной своего класса Я буду думать о разжаловании вас Как классного руководителя А вы, дети, если с вами даже родители не справляются И как... Пиздец, блядь Короче, если будет на этом стриме Если мы добьем сейчас 700 На этом стриме Если мы добьем 760 подписчиков Я так и быть покажу вам свою спину, блядь Хотя бы так, давайте выруливаем ситуацию Каждую неделю у вас есть какие-то залеты От которых мне приходится краснее Я буду думать о расформировании вашего класса И всех передать в другую школу Понятно? Ксень Геннадьевич Максим Геннадьевич Так уже не прокатит Максим Геннадьевич А? Все Все, убрали, обработали Можете возвращаться в класс Спасибо большое Ну, а с вами надо поговорить Пройдемте в ваш кабинет Пройдемте Они что, в тех тараканов потравили? Саша Так а что, они живые были Ой, да делайте вы что хотите Саша, ну почему ты такой... Саватый дуб Саша, Дима, вы не хотите перевестись в другую школу? От вас реально одни проблемы Так я же вообще ничего не делал Дима, ты и до этого много чего сделал Блин Извини, да пошли вы все знаете куда Блин, я реально такой не знаю Да, Санек Кстати, когда он футбол Я не буду брать труппу и не дави Так, ждем Фудича Блядь, нет Фудича Это тупо, зачем вообще надо было соглашаться на это? Да время еще есть, не паникуй Если он не придет, то нам от Юрины хана Ты почему же? Потому что мы проиграем Ну, может у него что-то случилось? Не мог же он просто так взять и отморозить Ну, а почему он тогда не позвонил и не приобретил? Еще эту трубку не берет Так, я кстати, что понял-то, ебать Вы-то про мои хуй теперь знаете, блядь А я про ваш нет Какого пениса, ебать Давай-ка Давайте, блядь Все в чат пишут свой правдоподобный Настоящий размер пениса Давайте, пацаны, поехали, блядь Ваши там 5-10 тысяч километров, нахуй, ебашьте в чат Тут облажаемся На хорошее отношение с ней мы можем больше не рассчитывать Можешь рассказать мне мне то, что он не выходит на связь? Ты не издеваешься? 156 миллиметров, как раз О, бля! Подожди Это он звонит Ты вообще нормальный? Где тебе ночи? Ты играешь через 45 минут Ты почему в школу не пришел? Пацаны, меня не будут, но я тут форс-мажор Какой еще форс-мажор? Ты понимаешь, у нас всех представляешь У чувака член 38 световых лет, блядь Как тебе такое, нахуй Подумал, как мы потом перед Юрьевна выкручиваться будем Ну так придумайте, что там Ну что, офигел? Значит так, если ты сейчас не притащишь свою большую жирную задницу в школу И не решишь все свои проблемы У тебя в понедельник такой форс-мажор Стоим, что будешь на поле Жесткий челик, да? До конца 11 класса Ты что, все заебалась опять? Я не могу Устала? У меня ухо палит Че там Иди отдохни опять Не хочу Так ухо палит, блядь Как ты сидеть слушать будешь? Я просто на кресле хочу посидеть У меня спина заебалась, блядь Я не могу прийти, у меня тут форс-мажор Здравствуй, трубку, он кидалок Давайте ему на день рождения пакет мозгов подать Да? Давай Скайпом, вообще с удовольствием Давай, 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 давай Я сейчас убью Убьешь кого-то, убьешь Уф, ебать, на месте, нахуй Да слабо Че? Я чуть не прищемил Извини, поехали Да, я чисто козел Я не поняла, а что это у нас тут за козлятник? Александра Юрьевна, мы тут о своем говорили А почему вы о своем говорите перед девочками? Девочки, а вы что делаете в раздевалке у ребят? Так, мы пришли их поддержать перед тобой А, поддержать, это правильно Я, собственно, по этому поводу и пришла Вы вообще... Это твой пенис? Так, готовы? Ну, вроде да Я, кстати, слышала, что ваши соперники из 42-й школы Одерживают победу три года подряд Но вы не переживайте, вы справитесь, я в вас верю А это самое главное Ну и к тому же свои прополы тоже нужно отрабатывать, верно? Да Ну все, тогда я желаю вам отличной игры И, конечно же, победы Спасибо, Александра Юрьевна О, Александра Юрьевна И вот как думаешь, сколько у него может быть пенис? У него нет его Кстати, вы нашли... Реалисты Да хуй знает Полина и Слава, всем пока, я спать Давай, Анвар, спокойной ночи Спокнок Так что по замене? Так он нам сказал, что сегодня будет Так будет или не будет? Ну да, должен быть Поэтому мы и не стали ему замену искать Странно, однако Ладно, готовься А? У меня его нету Кого? Пениса У тебя нет пениса? НЕТ! Я, кстати, хотел себе капельки купить Они просто, знаете, прическу не портят А то у меня вот здесь вмятина такая ебаная образовывается Пиздец Ой, да идите, вы знаете куда? Я успел О, вот и виновник торжества Что у тебя опять случилось? Пирожков столовых, наверное, ты съел, да? Причем здесь пирожки? Короче, у меня очень большая проблема Мне бабушка запрещает идти в школу Но если бабушка запрещает идти в школу Значит, проблема слишком большая Приехала моя тетя с моей племянницей Теперь нам за ней смотреть Как ты вообще в школу пришел? Короче, что-то такое дело Давай подлокотник Короче, вот Что? Это кто это? Это, блядь, ебать Санек отцом стал? Серьезно? Саша, я тебе сказал притащить свою задницу И решить свои проблемы А не притащить свои проблемы за собой Ха-ха-ха-ха Слышь, блядь, блядь Ебать, челп, фахтит Расставайся у него не от члена Я прочитал это, чай, я прочитал Я наказал, я не хочу, чтобы меня наказывали Кранчегор смотри, типа топа У него новый видос Я вообще не придумал, как притащить свою сестру У него мозга как у курицы Если что, пакет с мозгами на его день рождения Все еще актуал Я вообще-то не курица Так, ребята, давайте не будем ссориться, а что-то думать Девочка, с ней проблем точно не будет, поэтому Это англичанка, ебать Систра, да Ты еще потише говоришь, чтоб тебя вообще слышно не было, блядь Пацаны, я извиняюсь чисто, блядь Я потом с ней поговорю, нахуй, ночью Объясню ей, что так нельзя делать Ночью Что-то полная хуйня Вот эти минус уши, блядь Нам лишите, куда ее спрятать Ее, чем ее вообще куда-то прятать Давайте на время игры оставим ее просто А если ее кто-то увидит Давайте в шкафчик спрячем ты сейчас разбудила чью-то маму кстати да сколько часов стрим идет уже интересно алина со здесь никуда не уходи 6 часов 30 минут а где мы ходили к физраку за формой алина оставалась раздевалки игорь я вижу тебя я вижу пиздец племянницу потеряли где-то меня видишь вижу 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 инстис и гора вижу инстис вижу вертикс ты все что ли уходишь я не буду брать трубку и не дави на меня что у нас играть через 15 минут зачем замазали маленький ребенок типа вообще наташа права чем дольше мы тянем тем хуже становится я тоже за то чтобы пойти и во всем признаться саша и рассказывайте мы тут не при делах саша придачула проблема мы сейчас должны ее решать какие же все-таки бесчеловечные пошли александра юрьевна можно к вам я не поняла почему по школе бродите у вас игра вот-вот начнется александра юрьевна у нас чп мне обо всем уже доложили можете не переживать этот вопрос я беру на себя у нас двадцать три двадцать восемь времени ну да а вы думали если меня не было в школе я ни о чем не узнаю здесь свои глаза и уши моя бабушка и тетя уже знают если честно я уже устала по каждому поводу звонить вашим родителям вы самый худший класс в школе самый проблемный а до этого говорила вы у меня самый лучший класс только аккуратно нахуй куда ты давишь блять аккуратно нахуй знаете меня даже не шокировал нельзя что нужно сделать чтобы я удивилась сейчас глупый вопрос там где и положено быть на помойке на помойке зачем о господи что за реакция саша а потом мне нужно было ее деть после того как вы ее разорвали а чё там в контейнере было не посмотрела там ужас какой-то там макароны с курочкой и еще это посыпано какой-то хуйней нет реально хуйней там огурцы что ли малосольные жесть я охуела когда это увидел это как так что ты мне тут цирк устраиваешь на стенную карту в кабинете у леопольта арнольдовича ная карта александра юна и про свою младшую сестру про кого младшую сестру я не поняла что твоя младшая сестра делала тут в школе не хотел поставить мальчиков и поэтому взял в школу свою младшую сестру мы обыскали все но ее нигде нет даже у охранника спрашивали и уборщица но она как будто сквозь землю я надеюсь вы шутите надо мной нет мы не шутим ну все можно паковать вещи я же в тюрьму посадят из-за вас а еще чего хуже твоя бабушка придет и сотрут меня в пух и брак бля вот учителям так то опасная работа реально же могут в тюрьму посадить просто как а это тетя его телефон выключаете что говорила бестолковый простите а вы кто такая почему так разговариваете с ребенком разберусь как не разговаривать со своим племянником вы тоже хорошая он полчаса дозвониться не могу где твоя сестра чуть-чуть имя лишь где алина но я ставил ребенка постороннему человеку еще это вертихвостки ибо токсичная хуею просто так оскорбила девочку рот закрой бегу по всему городу ищу его а он домой пошли я щас такой тебе усталонгий парк ничего страшного это тиро пожалуйста на вас я буду жаловаться напишу заявление чтобы вас отстранили от должности руководителя этого класса никудышный педагог и классный руководитель пошли давай александра юрьевна наташа тихо я абсолютно не хочу вас сейчас не видеть не слышать о нихуя себе это кстати редкое вообще явление когда он сам снимается так конечно извините но я ваших ребят дисквалифицирует за неявку что 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 ваших ребят нет а мне нужно к следующему этапу переходить мы что не будем играть в футбол где она была у меня была физра на прошлом уроке я забыла бутылку с водой в раздевалке когда зашла в спортзал увидела как маленькая девочка играет с мячом я начала ее расспрашивать и она сказала что все ушли и бросили поэтому я позвала ее к себе в класс и потом в столовку кушать пирожные она мне кстати потом еще рассказала про своего брата и я да кстати 16 серия сейчас конец и сейчас будет катамаран ебать скоро катамаран пацаны тот самый фудич все отдыхать давай на не забудь сразу возьми еще катамаранчик будет господа блять кто же кто ждет катамарана вот кто ждет катамарана давайте плюсики в чат нарисуем сейчас ну в общем поэтому я и привела ее понятно мы тоже по всей школе искали и в столовую тоже заходили ну не знаю может разменулись ладно я пошла еще увидимся слава богу что нашлась ну что молодцы круто футбол поиграли нас дискалифицировали я говорю что саша нужно купить пакет на зонах когда следующий раз ты хочешь помогать наши нас это не тягивают кто-то не хочет катамарана возможно сходишь салам алейкум я баный сэр уху александра юрьевна уволилась быстро школу кто из вас только что был на парковке и спустил колеса как так все к новой жизни это судич да Мамуль, давай ты не будешь вмешиваться в мою учёбу Что значит не вмешиваться? Весь родительский чат в шоке от вашего поведения в школе Дима, я для чего тебя воспитываю? Чтоб ты меня позорил? Мам, ну у нас в классе были некоторые трудности Сейчас уже все налаживается Чё, пацаны, у меня вопрос такой Вы вообще заебались, нет? Сильно заебались? Пожалуй, идём в школу Но ты меня будешь позорить А ты меня не позоришь Быстро в школу! Где твой классный руководитель? Наверное, у себя в кабинете Пошли в кабинет Мама, давай без меня Если сейчас ребята увидят, что ты пришла в школу А я читаю Твич Он просто обновляется у меня каждый раз Типа сообщения стираются и всё Вот это норм, мне в кайф Не похуй, я вообще заебался Пиздец, как заебался Короче, сейчас сделаем голосование Есть предложение, короче Сегодня досмотреть вторую часть Ну вот этот второй сезон Сейчас вот это досмотрим А завтра посмотреть третий Ну завтра где-то часов там 18.30 по московскому Вот такое вот Поэтому голосование сделаем И посмотрим, как вы проголосуете Вот, так что так Не будут над мной прикалываться Что значит прикалываться? Значит, ещё и с твоими ребятами я поговорю Ну мама Это её кабинет Что? О! Здравствуйте! Добрый день, Александра Юрьевна у себя? Палочкина Классный руководитель шестого класса? Да, я пришла поговорить по поводу Не, пацаны, как проголосуете, так и сделаю Типа, ну, за что большинство будет До поведения Говорят, с нашими детьми справиться не могут Да, не могут Именно поэтому Ваша Александра Юрьевна Больше в этой школе не работает А вы заходите и поговорим Что? В смысле не работает? Дима, стой здесь Хорошо Посмотрим Сходите Что происходит? А что у тебя происходит? О! Здорово, блять! Фурищ, я тебя так даже долго ждал Мамку в школу вызвали? А, ты про это? Ну да Мама в школу решила прийти Потому что весь родительский чат говорит о нашем поведении А твой папа что, без помощи? В смысле? Ну, твои дела только мамка затерешит Ну, вообще-то не мамка, а мама И при чем здесь папа? А ты что, неженка? Да ты копа Бля, как он им еще въебет Ладно, маминки Буляй Я пойду дальше экскурсией заниматься Бля, вот Вообще-то вы могли бы со мной Вот тут он еще такой, типа, более-менее То, что сейчас происходит с Футичем, ну, это пиздец А что мне смягчать? Мне достался класс, то по головах А я с вами должна мягко И заполнить раз и навсегда Еще одно замечание И он вылетит из школы без оглядки И это касается... Сейчас, пацаны, будут эмоции, раздражение, блядь, и так далее Со всех Я поняла Хорошо и... А ты что стоишь? У тебя урок Маш в класс развесил тут уши Мама Дима, иди в класс Вечером предстоит серьезный разговор Ну, блин Привет всем А вы увидели, что беда снова в школе? В школе, а тебя не смущает, что она наш новый классный руководитель? Что? Ой, блядь, Александра Юрьевна уж съевалась Вот это плохо Она, кстати, появится потом не скоро, по-моему Александра Юрьевна уволилась В смысле уволилась? Почему уволилась? Прямок, Дима, и все благодаря нашему поведению И в частности, твоему Дима Саша, и твоему в том числе Подождите, а кто вам вообще это все сказал? Может, это шутка какая-то? Нам будет делать нечего И мы придумали так тупо пошутить, да? Не знаю, как вы, но я точно буду перейдеться в другую школу Я не хочу, чтобы моей классной руководителем Была сумасшедшая колоссуха Которая при первой же возможности Может писать палочку за урок Или вообще телефон разбить Так ее же за это уволили Почему она опять в школе? Еще и наш классный руководитель Директор дал распоряжение вернуть ее в школу И назначить нашим классным руководителем Все просто, Дима Да ну, это бред какой-то Не поняла? Не поняла Почему не по местам? А так звонка еще не было А тебе звонок нужен? Расселись и готовимся Лагает стрим? Пацаны, лагает стрим или нет? Он не должен лагать в принципе Я не знаю, по какой причине он может лагать Скажите, пожалуйста, лагает или нет К уроку Я вам не Александра Юрьевна балбесы распоясались Я найду на вас суправу Офигеть Сели Наташа, а ты не пыталась позвонить Юрьевне? Я ей уже давно звонила Она просто трубку не берет Так позвони Пишут, что все норм, гепард Обнови страничку Пацаны, если у кого-то лаги начинаются Страницу обновляйте Еще раз Я не знаю Вообще, периодически всем желаю обновлять страницу Потому что задержка на Ютубе может из-за этого увеличиваться Задние порты Пересаживаемся, Наташа, на вторую порту В смысле? В смысле ты больше с Димой не сидишь? Я наслышана в ваших романтических историях И еще одно подобное услышу Вылетите быстрее ветра из школы Какие еще романтические истории? Что вы себе вообще позволяете? Сегодня же после урока Так, сколько зрителей? В родителей в школу, ко мне в кабинет Да за что? Еще поговорим и родителей вызовут сейчас Ебанутая Это понятно Почему ее не уволили-то, ебаный в рот? У нас в машине пробьем А у нее что, есть машина? Не знаю Александр Какая машина? Учти, тебя ни в одну школу города не примут усвоил О, этого о чем? Ты меня понял Пересаживайся, бери свои манатки и на первую порту Катя, погоди Офигеть, что происходит? Здесь он один остался Сходит, что за утро такое тупое? У-тупое утро? Тупое? Ты? О, да Андреевна, можно? Ты все документы принес? Да, как вы просили, все вопросы тоже уладил У директора был? Да, был, он сказал, что сегодняшняя дня можно приступать к учебе Чего? Ну тогда давай я тебя представлю класс Было бы отлично, спасибо вам Итак, оболтус и сего Легенда Кольнешнего дня в вашем классе новый учебник Аватарку поменял Зовут его Сейдов Камран А у школы с детской посадки Не, это похуже, это вообще пиздец, карга старая Не перепутал? Встань Что? Тебе палочка за этот урок Спасибо А с каких это порок нам новенькие посередине года приходят? А тебя это касается? Я вообще-то староста Камран, как ты думаешь, ты справишься с обязанностью староста? Чё? Почему и не? Хуеть, блять Для меня это будет честью Вот и отлично С этого дня в нашем классе новый староста Да реально, вот это такой человек, что его не зовут, он сам пришел Зовут его Камран Как добросовестный ученик он будет следить за порядком, правильно? Чего? Я вам обещаю, что поведение в этом классе изменится только в лучшую сторону Вот и отлично Присаживайся за эту парту Софья Андреевна, а какое вы имеете право забирать у меня обязанности старост? А какое право ты имеешь открывать рот на уроке? Александра Юрьевна назначила меня старостой Ваша Александра А все, пиздец Сурьевна, больше в этой школе не работает Кутамарана, ну то блин, тут этот вопрос непонятный Сколько не справилась с обязанностью классного руководителя и педагога Поэтому с сегодняшнего дня начинается жизнь по новым правилам Понятно Александра Юрьевна прекрасный педагог, и она справлялась со своими обязанностями Я вот это помню, это мы смотрели А тебе палочка за этот урок А теперь, прежде чем перейдем к теме А Полина, в какой серии третьего сезона появится? Все сдают мне свои телефоны, гаджеты и часы Так вы не имеете права, забирайте у нас телефоны А тебе, Александр, тоже палочку за урок Во второй серии уже так быстро? Не думал, что буду учиться в этом классе с Нежинкой Нежинкой, твоей мамы, сын Охуеть, блядь Что? Тебе в этом классе не вы Понял? Знаешь, в первых минут получить титул старостой И кому тут еще не вы Так что давай, доставай свой телефон в коробочку И готовься к новой жизни Маленький сынок Вот он, вот он Это не Сережа, блядь Это уже имба ебаная Дима, не вижу телефона в руках От меня этот новенький отвлек София Андреевна, он мне просто только что таких гадостей наговорил, что пришлось ему рот закрыть Простите, моя вина Гадости, говоришь? Дима, тебе кол за сегодня Давай телефон Я поверю на слово этому тупому пиздяку Ты что, офигел? Еще один кол тебе сегодня Ну это мега апгрейд Все, это война Звонок вообще-то Звонок для учителя А тебе, Александрыч, одну палочку Александрыч? Да в смысле? Следующим уроком у вас должна быть биология Нет У меня пончик спиздили Вместо нее мы проведем еще один урок математики А можно уже хотя бы телефоны забрать? Телефоны будут находиться в моем кабинете в сейфе После урока вы их Это, да, 17 серия Получите Вы не имеете права Укол, палочка, одна и та же хуйня Просто она называет по-другому Все, одно слово И я тебе выставлю палочек до конца четверти Ты понял? Да А теперь у вас есть время сходить в туалет и подготовиться к уроку Ну что, ребят Давайте ознакомимся Ребята, не будем ознакомиться Наташа, он занял твое место старостой Ты мог и отказаться И да, ты не перепутал детский садик со школой Как тебя зовут, малышка? Что? Ну, Наташа меня зовут И че? Если бы я знал, что такая сумушка будет в этом классе Я бы с утра ограбил все цветочки Походу, третья измена, господа Магазин и подорога в школу Ну, а вы сделаете тогда завтра? Ого, малой Тебе что, в детском саду преподают уроки пикапа? Не, кстати, вот в первом сезоне она получше пиздела Она там и про будку там что-то такое Захлопни свою будку Пикапа, звучит как-то убога Но для красивых девушек комплиментов не жалко Ну, спасибо Наташа, ты серьезно? Смотри, как раздобрела уже Ты себя хорошего А ты что, уже с ним знаком? Он только что меня на уроке ударил Дима, тебя потом кончил уже, каждый хотя бы по одному разу бил Это может не удивительно Саша А это, кстати, мне это, Александр зовут Вредно, Саша, а ты это, в Бролл Старс играешь? Ой, блядь, ну ебаный в рот Ну да, в смысле? Ну, я хочу тебе подарить аккаунт Бролл Старс там 25к Хочу Ты серьезно? Ну да, это 25к Так и на уроке не играй, а то, что математичка еще одну палочку поставила Да, ну я любительница палочки ставит Ну я заметил Ты всем тут решил подвязать? Тебе обидно, что тебе не подвязали Да мне попить Здесь 25к А тебе сколько лет вообще? А тебя это волнует? Ну ты просто не похож на шестиклассника Ну, я просто два класса перелетела Это как? Ребят, вы серьезно? У нас классный руководитель уволился со школы И нам ничего не сказав об этом А мы в ответ тратим время на знакомство с этим клоуном Наташа, нужно узнать, куда делась Юрика Господи, Дима, да не паникуй ты Мы все равно сейчас точно ничего не решим Просто после... Я не знаю, почему катамаран, блядь, остановился в росте Уроков поедем к Юри мне и у нее уже все узнаем Правильно, ребята? Ну вообще, Наташа права Главное в этот момент не поддаваться панике Ну что, странно? Мы же можем пойти к директору и узнать все право Дима, что ты ноешь? Не позоришь перед новеньким? Саша, а ты вместо того, чтобы выпендриваться перед этим клоуном Лучше бы подумал, как палочки свои Ха-ха, Анвар, доброе утро У меня в прошлой школе тоже была сумасшедшая математика Мы ее всегда наказывали за двое Я вообще предолгала ей колеса на машине Пошли пробьем Ты серьезно? Свой, блядь, кто не знает, типа Хотя ладно, я не буду спойлерить Ну вообще-то вести себя так нельзя Балышка, ты не бойся, если что, я все вину возьму на себя Ну я все равно против такого мероприятия Все бывает впервые, идем Дима, ты идешь? Ты меня видишь? Раид, конечно, вижу Ты же себя так не ведешь Да, согласна, тупая идея Да забейте на них, они у нас в классе самые правильные Эээ, пошли вдвоем Странный он какой-то Ну да, Герман, ты прав Ну я имею в виду, зачем училке колеса пробивать, если можно просто лобовуху разбить Ты серьезно? Или на капот насрать, например Добрый день, класс Здравствуйте, Максим Геннадь Здравствуйте, заебался жестко Не то что устал Думаю, вы уже в курсе последних новостей Вы про Александру Юрьевну, да? Да, Наталья Александра Юрьевна больше не будет преподавать в нашей школе по собственной воле А знаете почему? Потому что вы первый класс, который так довел своего классного руководителя Именно поэтому я решил лично вас уведомить об этом Ну так а чего она об этом нам сама не сказала, мы же ее класс Об этом я уже не знаю, Наталья Вы можете... Стой, Егор факт написал Вы можете лично с ней встретиться и обсудить все интересы... Обратите внимание, Егор написал факт Ку, ты жив еще? Ну, стараюсь выжить А какой черт вы поставили нам эту сумасшедшую математичку в нашем классе? Стрим что-то уже чуть больше 7 часов идет Ужи их встать! А? Что? Почему вы так выражаетесь? Ну так а что? Он прав, вы же сами ее уволили из-за того, что она с учениками общается как с животными Я как директор буду сам принимать решение София Андреевна отличный специалист И я уверен, что она наладит дисциплину в вашем классе Потому что Александра Юрьевна уж слишком его запустила Или вы хотите, чтобы я расформировал вас по разным школам? Пока, пупчик Холдик, все, спать, спокойной ночи Что? Вот и отлично Сели, учитесь Не, кто-то очень сильно ждал 20 серию Сколько серий еще? Еще вот это и еще третий сезон, блять Короче, тут пиздец Все как-то странно Видимо, потому что все хотят, чтобы сегодня досмотрели Но я не знаю, выдержите ли вы, парни? Выдержите, отстоите, бля, оборону, так скажем Защитите, ебать Сможете? Смотрю, уходят люди Это не похоже на Александра Юрьевна Еще этот новенький, почему он пришел сразу после того, как Юрьевна ушла? Нам нужно узнать как можно больше информации, а? Я не знаю, что мы ей колеса пробьем Да ну, это было бы слишком жестко Ну да, спущенные колеса Вы уже все видели? Колеса тоже нормально А, кстати, она мне влетит Ну, не все, наверное Мы какие-то серии пропускали Да не бойся, если что, я все именно дарю на себя Да? Это вообще ее машина была Камрана, ты в какой школе учился до этого? А что за странные вопросы? Александра Ты сможешь? Да, бля, постараюсь, ебать Ну, спина уже все, отваливается Я говорила, что тебя ни в одну школу не возьмут Так, а что случилось? А вы вообще видели их лица? Третий сезон мы весь смотрели Мы весь смотрели третий сезон, реально? А что я мог видеть? Нет, тут дело в реакциях, понимаете? Реакции выкладывали или нет? Школа сразу за ним Кто из вас только что был на парковке и спустил колеса? Ну, это скорее всего Александр Он только на уроке говорил о какой-то машине София Андреевна, это... Это Дима, блядь Это Саша Это вон, вот этот Я сам... А ты смотрел школьные каникулы? Да, смотрел Я... Дима, немедленно маму в школу Ты чё, офигел? Камран Дима выгоняет из школы Пиздец Пиздец Это всё для тебя Уткни... Сколько тебе лет? Не знаю, лет 15, наверное В листок и делай задание Стоять Да ебать Это ж рад был, что ты меня понял С чего вы вообще решили, что это мой сын? У меня есть свидетель, и он подтвердил Мама, он ничего не видел, он просто так на меня наговаривает Ваш свидетель, насколько мне известно, первый день в школе А вы уже делаете какие-то выводы Вот что вы о нём знаете И почему его вообще перевели в класс именно к нашим детям? Оставьте своё мнение при себе Я знаю о нём всё, что мне нужно знать 17, ну почти угадал В отличие от вашего сына Он не переворачивал кверху ногами школу И не заводил романтику Ну мы же не будем заново всё пересматривать Мама Дима, замолчи Ты спускал колёса Я ничего не спускал Это вообще сам Вот помню тот Дима, который ведро, блядь, вылил на чувака какого-то Вот это Димас, блядь А это сейчас Вот это Дименька Он, пожалуйста Говорит о других и выгораживает себя Да блин, в момент, когда спускали колёса Директор видел меня в классе Дима, закрыл рот Ребята могут подтвердить, что это не я А я предупреждала вас Ещё одно замечание И он вылетит из школы Ну подождите У вас нет доказательств, что это именно А третий сезон два часа длится, да? У меня есть свидетель И он подтвердит Ну может мы можем как-то уладить это недоразумение Ну конечно можем Вы сейчас пишете заявление О добровольном переходе в другую школу Что? Вы сейчас серьёзно? А я похожа на клоуна Это ваша предыдущая классная Ну или час Работала клоун У меня всё будет Два часа пишите Другому А сейчас покиньте кабинет А? Ты? София Андреевна, можно? Камранчик, что за мужчина? Камран Я бы зашёл посмотреть, как дела с виновником обстоят Ты офигел? Признайся, что это ты спустил колёса на машине Зачем со мной так разговариваешь, присутствие учителя? Потому что ты обманщик София Андреевна, почему он со мной так разговаривает? Камранчик, не обращай внимания, что сын, что мама не понимают правил поведения в стенах школы Надеюсь, отчисление школы научит их нормам поведения София Андреевна Покиньте кабинет Офигели Допрыгался Мама, ну это не я Отчисляют именно тебя, Дима Вот почему ты у меня такой бестолковый? Ну, мама Получилось уладиться? Наташа, докажи, что я не виноват ни в чём Наташа, ты видела, кто спускал колёс? У меня, кстати, куртка такая же, как у Наташи Ну, вот тут просто такой же мех вот на воротнике Ну да, весь класс знает, что Дима здесь ни при чём А вы ещё стоите под дверью, у вас ещё есть вопросы ко мне? Вот Наташа может доказать, что Дима не виноват Ни ваша Наташа, ни класс, ни авторитет в этом вопросе А вот Камранчик авторитет, блять А вы отправляетесь домой, а дети пусть идут на урок А ваш Камран вызывает больше доверия, да? Света Андреевна, вы будете готовиться к уроку? Камранчик, иди Вы будете нас игнорировать, да? А у вас есть что-то серьёзное мне сказать? Или вы снова будете выгораживать своего тупоголового сына? Что? Нет, пацаны, я всегда стримлю и всякое разное Мы и в игры играем, и общаемся И другие видео смотрим, много чё делаем Ссылка... А, кстати, Фудич, скинь, пожалуйста, ссылку На мой ютуб-канал, где я стримлю Ссылку на мой ютуб-канал, где я стримлю Прям, ну, по-основному Вот, то есть есть ещё канал, где я стримлю Здесь, это вот одноразовая акция Сидя, ну, очень хорошо Стримы оставлю, да Ну ничего, и до директора доберу Пропустил, да, крэйзи было, было такое Вот, заходите, пацаны, туда Подписывайтесь, я там стримлю Постоянно, и всегда, каждый день В какие игры, да в какие, вот, найду чё-нибудь такое интересное Там мы будем играть Чё вы посоветуете, например, и так далее И на Твиче, и везде Я стрим, я, короче, ретрансляция идёт Ножки показал Блин Дима выгоняют из школы Так Дима же не виноват Я знаю, но беда никому не доверяет, кроме Камрана Может, она спи... Рейд, я не понял, в смысле? Специально, как нам в класс пристроила, чтобы потом выгнать нас всех по очереди Если это так, то это очень странно Наташа, у тебя появилась информация об Юре? Нет, Юре до сих пор трубку не берёт Мы вообще-то должны были после уроков пойти к ней... А спинку на 3-100 Домой Ну вообще, да Что, полдись? 3-100, когда будет, тогда спиночку покажу Камран его забрал куда-то И туда же Не знаю, но думаю, Саша появилась новая подруга 3-100 рублей Всегда присмывается к тем, кто кажется ему авторитет А что это вы уже там секретничаете без меня? А, не ли вы нас обсуждали Саша, ты не парься Наташа, помнишь, я для тебя... В доту не играю Чё? Ты серьёзно? Так вот, малышка, это всё для тебя Что? В смысле? Саша, ты чё стоишь? Давай я тебя на парту ставь А, да, точно В общем, малышка, я ещё чтобы ты знала, что ты очень красивая А для красивых девушек Красивые подарки Ты чё, офигел? Выкинь свои цветы в мусор Наташа Ты не против, если я один букет испорчу? Чё? А, я думала, Наташа не будет против Бля, и Наташа поведётся? Ты чё поп... Пиздец Путал? Если тебе когда... Что? Если тебе нравилось Наташу, забудь об этом Понял В смысле нравилось? Мы вообще-то в отношении Наташа, ты серьёзно встречаешься с этим? Терпилась? Так, а что тут происходит? Я не понял, у нас урок географии или флористики? Так это всё Наташа на цветы И кто у нас такой смелый и ограбил цветочки? А чё там на 5К? Чё предлагали на 5К? Точный магазин А, так это я! Я не думаю, типа, что кто-то ещё 2000 закинет Я ограбил, а купил всё собственные средства А вы у нас кто? Ко-какого староста? Новый староста, а с Натальей что? Так Наташа исправлялась, оба злочной старостью, поэтому её и сняли Сняли и поставили сразу новенького? Странный поступок, как для Александра Юрьевна Так Александра Юрьевна уволилась Александра Юрьевна уволилась? Меня всего лишь неделю не было, что у вас тут происходит? Ну у нас теперь новый классный руководитель Так, ладно, после уроков поговорим На 5К ты танцуешь в стриптиз? Хе-хе А сейчас рассаживайтесь по местам Наташа, ты зачем цветы эти приняла? Я что, их принимала? Ну ты могла его послать, куда подальше? Ну знаешь, здесь так много цветов, я даже не знала, как реагировать Я тебе что, цветы никогда не дарила? Ну в таких количествах точно не дарила И сюрпризов таких тоже не делала Ну да, Дима, тебе, конечно, камра на лопатки Подли, за туку, вернись Закрой рот Ты вообще собирался переводиться в другой Ну, мне кажется, Фудич лучше с третьего сезона Ой, с четвертого, с четвертого сезона Где он самый агрессивный, он там самый интересный В школу почему остался? В этого рунует А? То есть ты еще хоть одно слово скажешь Против стаж, это эти цветы Это нормальный режим, Артур Жрать будешь, ты меня понял? Ты, видимо, еще не догнал, что тебе не в этом классе, да? Ты бы лучше за себя так переживал, как за меня Тебе в этом классе осталось учиться все Партнер А дальше новая школа, новая жизнь Понял? Свинчай, мальчик Ёлки-палки, задние парты, что за шум? Леопольд Арнольдович, можете пересадить этого терпилу от нас подальше? Что уже случилось? Уважаемый учитель Препод, я... Может, это он и есть? Это Дима, который сзади Только что мне про вас сказал То, что вы точно такой же страшный, как и ваш губ Что, простите? Ты что, это нырял? Так, прекратили Ой-ой-ой, спасибо за фоллоу-гномик Своим глобусом и всем остальным я разберусь как-то сам, хорошо? Он фудич Вообще, вы помните, что сегодня вместе с вами мы пишем семестровую работу За все пройденные темы по географии И мой глобус не такой уж и страшный Что тут у нас? Что? Какого фига она приперлась? Добрый день, а вы к нам? А вы думаете, что я слепая и путаю кабинеты? В смысле, я вас сейчас не люблю? Не, не играю в гепард Я хочу поприсутствовать на уроке Вы не против? Нет, но у нас сегодня семестровая работа Я знаю, именно поэтому я здесь Да, но у нас сейчас урок географии, никак уж не математики Я классный руководитель этого класса И хочу проконтролировать, чтобы никто из присутствующих Не списывал, есть вопросы Классный руководитель, вот как вы выглядите А что не так? Нет, нет, все так, присаживайтесь Спасибо, я постою Ну все, считай, мы завалили, итоговый по географии Здорово, Андрей Наталья Александровна, вы почему сидите на прежних местах, а не туда, где я вас пересадила? Ну у нас сейчас вообще-то не урок математики А что это за цветочный магазин у тебя на столе? Ну мне это Каммран подарил Каммран, говоришь? Молодец Конечно, так можно Полина отдыхает, парни Полина, ты там жива? Полина Эй Она умерла А вы сейчас же пересаживайтесь туда, куда я вас пересадила Че, я ей позвоню, бля Если что, я тебе постараюсь помочь по семистровой контролю Хорошо, спасибо А ты мне помочь не хочешь? В GTA 5, ну играл, ну так, типа Че там делать? Зачем тебе поменять тупым, когда можно помочь старостью? Ну знаешь, если ты мне подарил цветы, это не значит О, жива, бля Че молчишь-то, алло? Устала? Хе-хе-хе Устала Понял Ну, по живому виду Наталья, Александр, долго ждать? Да не кричите вы, пересаживаемся уже Поставьте, пожалуйста, ей палочку В смысле? В смысле, за огрызание с учителем ученица должна получить Я Полину позвал, она такая Дай поссать, бля Палочку А может я на своем уроке буду сам решать, кому ставить палочку, кому нет, хорошо? Че? Ребята, у вас на партах есть задание, это тесты Нужно дать правильный ответ Также на второй стороне листочка есть вопросы, на которые нужно дать развернутый ответ Тесты легкие, кто готовился, справится легко А те, кто не готовился, получат палочку и после зимних каникул уйдут в школу для двоечников Да, Дима? А что я? А что ты огрызаешься? Уткнись в листок и делай задание В листок? Вообще, тебе по-моему, это опасно Я без сопливых справлюсь, ясно? Дима Да что? Ты почему отвлекаешь Камрана? Да не отвлекал я его, он сам повернул Да, Андрея, он снова врёт Да закрой ты уже свой рот Успокойте, пожалуйста, учеников Дмитрий, успокой Так, ладно, не нужно на него реагировать Хавал После... Бля, прикинь, я сижу, у меня тупо уши закладывают, я не знаю, что это за хуня Давление, ебашит Че ты, блядь, че это такое, блядь? Урока просто поговорю с ним и объясню ему, как нужно жить в этом классе Получается... Что? Со слуху... Короче, давление что-то ебашит, прикиньте, нахуй, поднимается Плохо, ты задание сделал? Я ещё... На старости этого ещё хуйня Не решал, я только начал думать Ну так думай быстрее времени Ну я не знаю, я постараюсь осилить Немало осталось Вместе с Полиной Только ко мне решили приставать? Лучше за Камраном своим следили Ты опять огрызаешься Так вы только ко мне и пристаёте, ещё и унижайте меня Где живёшь и на каком этаже? Нихуя себе Я как не унижал, хуй, бестолковый, как же тебя не унижать Ты сама по себе бестолковая, ясно? Сань Нихуя себе Да что вы ко мне пристали? На этом контроле Не, а пусть этот глобус разъебёт её Закончено, выйди из класса Да за что? Я прошу меня извинить, но... Вы что-то хотите мне сказать? Вы ведь сами подошли к ученику Ученика контрольная работа закончилась Город Магнитогоровск Я не буду выходить Тебя сказали бы те Камранушка Вот Камран, это фудич, фудич, фудич Я разберусь Встань и выйди из класса Тот самый Ты будешь пререкаться со мной? Нет Я нет, я не уволили Я вот про это же какая-то хуйня полная Да ну блин, это несправедливо Почему она цепляется ко мне? Она же специально это всё Ну что? Какого быть двоечника? Лучше уйди отсюда, иначе я себя не ручаюсь А то что? Маме позвонишь? Если только твоей Я расскажу Пацаны, давайте напишите, кто с какого города-то вообще Давайте так Давайте, давайте активность проявим Скажу про тебя, всё, понял? Ой, как страшно Ладно, маменька Сейчас сколько? Вообще офигенно 147 лайков 54 зрителя Александра Юрьевна? Дима? Александра Юрьевна, я так рад вас видеть Тут шесть Знаете, что у нас сейчас в классе происходит? Пагнитогорск, Житомир Я уже бегу Ладно, Дим, у меня нет времени Ещё увидимся Ребятам привет Из Жопинска Вот это крутой город Ждите, Александра Юрьевна Да блин, вы куда? А? Что? Звонок? Звонок? Ну да, наверное Полтава, Украина Ребята, сдаём тесты Звонок слышал? Симферополь Ну да Это я его включил Ваш школе так легко включить звонок У меня в прошлой школе было всё намного тяжелее Ты? А зачем? А как ты думаешь зачем? Сейчас я разберусь Почему это в нашей школе раньше времени звонки дают Барнаул, Санкт-Петербург, Симферополь, Иваново Жопинс, Германия Я только хотела, чтобы он звук раньше времени не включал Он всё равно включил Ты чё офигел? Дима Так это не я Смотри Вернись назад на урок Я уже все сделала Я сказала зайди Вот этот внук, да Это внук Да? Да Я угадала? Да Класс Хорошо А ты оболту слушай Если ты будешь оговаривать Камряна То завтра же займусь твоим переводом в другую школу Да я вообще ни при чём Смотри вот на него, блять Ну сразу Какие эмоции он у тебя вызывает? Ну вообще пиздец А мама твоя Через полчаса Что бы была у меня в кабинете Да блин Теперь понял Зачем я включил звонок Дима, ты что делаешь? Нихуя Ты спускали колеса в машину Ну что? Конец твоей школьной жизни Ты реально выгоняют из школы? Не смей со мной так разговаривать Всё пиздец Димаса выгоняют, блять Сериал заканчивается Мамуль, ты разговаривала с директором? Он мне даже и слышать не хочет Ну ты же мне веришь, мама Дима, вот как я... Вкусная еда там, да? Могу тебе верить Не то, что у нас там какие-то тоже Какие-то огурцы лежат, блять Для тебя чистая эта школа Мамуль, ну это все новенькие меня поставляют Слушай, а ты можешь как-то его проучить или подставить самого? Ну как, он всегда делает всё против меня Тогда сделай так, чтобы все были против него Так а что мне сделать? Не знаю, Дима Конец полугодия, ты мне перед Новым годом сделал столько проблем Что пик разберёшь? Может, ты нашей бывшей классной руководитель? У меня 12 часов Ты позвонишь? И что я ей скажу? Моего сына подставляют новенькие Вернитесь, пожалуйста, в школу Ну можно же ей рассказать всю правду? Можно, не можно, не знаю Знаю только то, что ты не в состоянии справиться Своими проблемами самостоятельно Вот если ты изначально... Неудобно? Да, вот так Я наделал себя нормально Никто бы тебя не смог подставить Ясно всё с собой Ты даже не в состоянии меня защитить Ты куда? Я в школу, доучиваю свои посредние дни Ну пиздец, там какой-то киндер, блять Спасибо тебе Никому я не нужен Да Что ещё сказать? София Андреевна, а вы накажете этого тупого Дима? Чё? Комрач Не выражайся так Ну конечно накажем Просто от него толку ноль И сейчас можно в другой школу его переводить Переведём обязательно А ты будешь с Наташенькой общаться? Ну да, она красивая девочка Ну ладно, я побегу тогда кота Беги и внимательно смотри за поведением в классе Беги, беги Обязательно Модераторы, модератор здесь Дима Что Дима? Не штокай Идём со мной в кабинет Что вы от меня хотите? Я сказала в кабинет Ты знаешь, что у тебя за этот семестр Не двойки Ты чё сиськи чешешь? Где? А, губник, осуждая, не пиши такое В смысле? Ну вот, по математике у тебя палочка Так это ведь вы поставили Ага, ты осуждёнки пишешь Мне палочку А по географии? По географии вы мне тоже завалили Я из... Липецк, да, знаю За вас не смог написать семестровый У тебя виноваты все, кроме тебя Причём здесь все Добрый день Что за хор? Боже О, явились? Да, мой Время Почему я так долго должна вас ждать? Ну как сказали, так я и приехал Вы вообще представляете себе, что творится в школе? Вам когда сигнал поступил? Вчера Сегодня вот приехал Вчера Ну вот, это Дмитрий Ученик шестого класса Это она у меня кота спиздила Успеваемость у него жуткая Одни двойки Поведение тоже Вчера этот ученик сорвал Семестровую контрольную работу по географии Ключи в школьный звонок На этой же неделе Он спустил колёса на автомобиль Жду спинку второй час Который стоял на школьной стоянке Да блин, это не я, всё Рот за... А чё, до спинки никто не докинет, пацаны? 300 рублей надо 3100 рублей Вон полосочка, всё показано В чём собственно дело? В чём дело? Я требую, чтобы это было... Спасибо, Андрей Ученика поставили на учеб детскую комнату милиции Глубок раньше И глаз с него не спускали Ну хорошо, будем разбираться Вы вообще больная? Вот, ещё я грызг Давай, Артурич У меня голос пропадает немного Ты лучший из тех, кто снимает реакции Желаю тебе удачи Спасибо, спасибо большое, спасибо Мило Спасибо за 10 рублей еще 70 рублей до до спинки 70 рублей до спинки господа спина болит давление поднимается на хуй чего голос пропадает я хуею у меня у меня вот уже начинает горло болеть еще раз говорю твои и что я тебе помогу их переложить а на твиче нельзя чат рулетку стримить ничего скором времени у него его мамы будет достаточно времени посещать врачей а сейчас я что-то в рифму сказал саживайте все как рассадила я кому еще повезло всем все понятно с математикой облюзер например нельзя поскольку он все равно хорошие характеристики от меня не получит его не только переведут другую школу но и поставили на учет полиции и после урок там вода есть зайдете ко мне в кабинет получить стихотворение и программы мне 19 лет ни какая таблеточка мне уже не поможет 19 лет это старость ты реально выгоняют из школы я не знаю наташу мама разбирается с этим вопросом я уже думала что все наладилось как видишь нет слушай ты же не обижаешься то что я играла на телефоне камрада мне уже пофиг на все если честно мы с тобой столько времени вместе проводили а ты вот так да я завтра буду стримить парни быстро на другом канале только на другом находишься либо на ну на твиче переходите либо на другой канал фудит сейчас ссылку если что даст ну если он здесь восемнадцать тридц по московскому запущу с теми кто выгоден ооо отлично пам 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 вот ссылку 5 рублей ссылку скинул в чат фудич это заходите подписывайтесь завтра там стрим спасибо ростик спасибо брат за 15 рублей спасибо спасибо милки вей микки уэй микки уэй неправ я не общаюсь из-за выгоды ты понял а вас не смущает что здесь стою я и что все близится к спинке мне как то неприятно слышать как ты плачешься делать что закрой рот камрада закрой рот я тебе цветы дарю на своем последнем айфоне даю играть а ты мне говоришь закрой рот ты думаешь если ты мне подарил цветы и дал поиграть на телефоне то я тебе чем-то обязана а что лучше снимке маменькин сыночку потерять мои вещи не трожь их что ты там сказал маменькин сыночек да ахахаха ебать везет ему нахуй второй раз вещи раскинули о а чей это вещи прилетели это мои вещи а что же вы книжками то разбрасываете ты хочешь стать кранчихой да она и так кранчиха книга между прочим лучший друг человека спасибо Дмитрий я собственно к вам можно вас на пару слов на учет в детскую я не могу это максимальная громкость комнату меня записать хотите Можем выйти в коридор? Максимально. Что в школе происходит? Наш классный руководитель уволился, а на замену пришла сумасшедшая училка, которая постоянно все валит на Диму. Вы спускали колеса в машине? Это не Дима. Азван, вы включали раньше времени? Нет, не включал, это все новенький. Дима сейчас говорит полностью правду. Новенький постоянно его подставляет, а колосуха никому не доверяет, кроме него. Что, пацаны? Где он бывший классный руководитель? Ну мы не знаем. Пацаны, тихо, да? Сильно тихо. Она трубки не берет. Я видела ее вчера в школе, она меня проигнорировала. Ну конечно, после ваших проделок еще с вами о чем-то разговаривать. Так вы действительно будете ставить Диму на учет? Будем разбираться. Где ваша школьная парковка? Входы в школу. Хорошо, порешаем. Идите пока на урок. Спасибо тебе. За что? За то, что ты на моей стороне. Но я вообще-то перед тобой тоже виновата. Осталось доказать, что это все норм. Ебать, да очи еще здесь. Покажи мне это, пошли в класс. Тебе спать не надо? А, завтра выходной же. Ну что, конец твоей школы. Вау, пошло, ебаный сыр. Отлично, чуваки. Скоро, скоро, скоро. Да ебать, еще пришел донат. Ладно, добавлю. И еще донат. Еще чуть-чуть. Давайте еще немного. А я думаю, что после этого стрима Кранч больше не будет желать такие громкие заявления. Ну бля, я в принципе рад, что это провел на самом деле. Я с вами пообщался, вы со мной пообщались. Много обо мне узнали. Ну и денег я заработал. Спасибо, Ростикс и Мистер Путч. Спасибо. Пиши с выводами, понял? Ну, я тогда помогу твоему отчислению из школы. В смысле? Что ты делаешь? Ты вообще отбитый. Зачем ты мне только что намочил пиджак? Ты дупой-то реально думаешь, что в это кто-то поверит? Ну мне как старость не поверит точно больше, чем вам, двоим ученикам, которые... Мне напоминает, но мне кажется, такого нельзя говорить. Пиши. Лучше не стоит это говорить. Если хотите, чтобы я сказал... Давайте там 160 лайков. Тебе смешно? Ты реально... О-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще 25 рублей, Андрейка, спасибо большое. еще 25 рублей парни и спинка я смотрю без меня вообще распоясались что у вас здесь происходит вот этот чел красава он вернулся опять что вас исключают из школы кто посмел а ну быстренько мне все рассказать а вы что еще за шрек шрек блять опять понятно это вот этот вот слезняк всему вина слезняк вашей мамы сын ай блять больно а чё ты родненький тут пиджачок свой намочил а это не я на 3500? да легко вообще 100 отжиманий на 3500 будет по-любому если сделаете это вот это с всему виной а ничего что я своими глазами все это ну значит у вас глаза косят ну теперь мне понятно почему меня попросили за вами присмотреть давно он? я думал он навсегда уходит слава богу у нас тут слезняки и все контролируют закройте рот кто вы такой чтобы меня оскорблять а я тот кто будет здесь наводить порядки понял? я не понял я не понял я не понял всё нахуй ебать это тебе это отдельно на пирожок для Полины да это отдельно ну чё поехали парни поехали спинку показывать получается блять ебать еще и жопу заполю по ходу дела так встаем разворачиваемся ебать ну ты наушники-то сними да похуй поехали блять опа где-то трусы вываливаю с ней вот моя спина собственно я не знаю там шрама видно нет не знаю чё на красная блять какая-то отлежала охуеть это как будто пресс знаете кажется короче вот так вот ебаная старость блять кранч портит целевую аудиторию блять осторожней с заявлениями я теперь понимаю но я этого хотел я не жалею ни о чем вот так вот пацаны спин спина пошла на 3500 100 отжиманий ебашим вот такая хуйня 100 отжиманий это вообще жесть блять я ебанусь сезон досматриваем второй сезон день добрый а вы кто я вот решил к своим ученикам в гости зайти да у меня нету пресса блять я жердя ебучий вы о чем угрожает отчислениям я так понимаю это вы покиньте класс на 5-к ножки Полины да ты согласна ну вы все знаете вы знаете что делать пару капель балерьянки и все будет хорошо что вы себе позволяете ты уже показываешь тихо не спойлере не смей со мной так разговаривать так вы успокойтесь для начала это не дима это слезняк сам взял и окунул свой пиджак ну я 60 килограмм вешу этот мужчина только что вообще хотел меня ударить чего ты еще пойди побой с ними вы почему себя так ведете в присутствии детей разрешите я же вам говорила чтобы до конца дня вы оформили этого оболтуса в детскую комнату милиция а вы где-то в поле привет франди и вот что он сделал с вещами ученика я напомню это не Дмитрий это вот этот слезняк бля вот этот чувак в красном бля это просто лучший Шрек как вы наверное смеете я здесь по этому же вопросу ко мне в руки попала видеофиксация с регистратора машины на парку Крис где удобнее там и смотри именно тот момент когда спускали колеса какая еще видеофиксация давайте придем к вам кабинет и со всем разберемся да Кабран и Александр а зачем Кабран меня Кабран заставил я тут не бредила бабушка они все врут я реально здесь не п... не знаю Рейд может не заметил здорово Рейд Бабушка Выгрили Ой-ой-ой-ой-ой-ой продолжает продолжает ебажить терроризировать полосочку это тебе на пол пирожка спасибо спасибо Горько Я таки злал что на тебе нельзя положить не на ту нарвали Дима полчаса тебе ищем Да он Стивил забыл ха-ха я сказала так 20 серия ой да 20 серия парня Финал. Тебе, валерьяночки, налейте. Дмитрий, прошу. Да начнём с того, что вы своего внучка засунули в класс, где являетесь классным руководителем, верно? А вы что, директор? Проявите максимальный актив на финал, господа. Я не знаю, там в чате напишите. Давайте все в чате напишем, я гей, типа. Ну, я даже... Ну, да, короче. Напишите, я гей, прям в чате все, чтобы все кайфанули, бля. Морали мне читать. Я не директор, но меня смущает тот факт, что ваша болту срывает дисциплину в классе. А во всём винить других детей, не так ли, Дима? Да, она всегда меня во всём винила, а Камран руки... Ой, лучший, 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 бля, вот это да. Пускал в бусту. Какие руки? Да он ниже тебя в два раза. Что себе придумал? Может, Камран неоднократно поднимал руку на Диму? Камран, Камран, между прочим, он тебе цветы дарил, а ты... А что я? Я ещё слышала, как вы в коридоре с Камраном обсуждали, что если вы меня выгоните, то Наташа будет встречаться с Камраном. Что? Встречаться с Камраном? Может, ещё свадьбу мне устроите? Ты почему врёшь? Тут ещё нужно разобраться, кто из вас здесь врёт. А вы чего? Всё, красавчики, всё, пацаны, хватит, хватит, спасибо, спасибо. Банк ту натурал. Припёрлись и в разговор влазите. Ну не припёрся, а пришёл, это во-первых. А во-вторых, вы своими глазами видели, что ваш внучок творил на школьной парковке с гражданским автомобилем. Это всё фотомонтаж, а вы специально детей выгораживаете. Вы думаете, я не слышала, уважаемый полицейский, о том, как вы таскали цветы для их бывшей классной руководительницы? Думаете, вернуть её? Не получится, они на ту нарвались. Что ваш внучок будет состоять в детской комнате милиции. Ооо, Фудич попал, блядь. Вы меня просили поставить на учёт учеников? Вот, собственно, по вашему же распоряжению я и действую. Вы что, шутки надо мной шутите? Что вы, никак нет, констатирую факты. Смотрите, чтобы ваша констатация не вылезла вам боком, ясно. Камран, пошли? Бабушка! Какая бабушка? Я Софья Андреевна для тебя здесь. Всё, внук, видишь, ты угадал, а я же не шутил. Мальчик, смотри по ковидору. Сколько же стримишь? Да там больше 7 часов. Рот закройте. Всё-таки валерьяночка. Тебе валерьяночка налейте. Ну, и что скажете, лоботрясы? Спасибо вам, Владислав Павлович. Меня благодарить не стоит. Это всё вот, мама Димы. Хоть сказала, что у вас, чёрт возьми, что происходит. И вообще, почему у меня... А просто ник такой придумал. Вот и всё. Не позвонили. Я сколько раз говорил. Обращайтесь ко мне в любое время за помощь. А вы... Балбес. Так что по итогу-то? Парни, напишите, все на мой телеграм подписаны. А вы что, его выгоняют из школы? Ещё своего внучка заснула в класс. Так в этой ситуации ещё и сам... Плюс, кто подписан на мой телеграм-канал, давайте, блядь. Кто не подписан, блядь, ссылочку в чате сейчас фудич скинет. Паша Данова, они же с Камраном лучшие друзья. Так я что, знал? Да, Александр. Ну, ты не обязан, но просто чтобы не проебать меня, соответственно, заходи и подписывайся. Ну, просто я там уведомления о стримах делаю и всю хуйню. Видать, я вас плохо воспитывал, раз вы променяли дружбу класса и авторитет на новенького разболбая. Я не знаю, что он внукова случится. Чё он врёт? Он всё время ходил с ним и не знал об этом. Он мне толком ничего не рассказывал, кроме того, что он влюбился в Наташу и хочет выгнадить мою школу. Так и тебя это не смущало? Так что мне нужно было делать? Вы все время вообще... 160 лайков, нихуя. Видывали на меня, не хотели вообще со мной общаться. Теперь решил найти себе товарища в лице Камрана. Какой он реально нормальный. Такой нормальный, что если люди меня со школы выгоняют, да? Да никто тебя не... Придумай кличку физруку. Да, а чё придумывать? Там уже есть Шрек, Шрек. Шрек, но крутой Шрек. Шрек, он крутой. Будет выгонять, правильно? Сколько в месяц зарабатываешь? Ну пока ещё 20, но скоро 50 будут. Конечно, у нас все факты налицо. Только я одного не могу понять, почему Юрьевна так резко ушла? Ну мы в последнее время каждый день умудрялись во что-то вляпаться. И она уже говорила, что у неё на нас просто сил нет. Наверное, поэтому ушла. Ну она же могла просто сказать детям об этом, верно? Мы пытались узнать хоть что-то, но она просто избегала нас. Так Юрьевна ушла. На Твиче идёт стрим ещё. Потому что ей выбора не... Куда 50? Ну я на заводе работаю, блядь, это первое. Во-вторых, ну ещё вторая работа. То есть две работы ещё у меня есть. Такая вот хуйня. А, Вилли, здрасте. День добрый. Ну не прям к вам, скорее к нашим детям. Я учитель географии Леопольда Арнольдовича. А вы, собственно... Я бывший преподаватель по физкультуре Владислав Павлович. Очень приятно. Так вот, вернёмся к Юрьевне. Насколько я знаю, она неоднократно получала замечания. От директора, учителей, родителей. Что если дисциплина в этом классе не улучшится? А что на 160 обещали? Да то с должностью нам попрощается. Во всех школах есть классный... Ты Фудич? Нет. Кто похож на Фудича? То есть Фудич на кого похож? А, не, не на 160 это было. Это не на 160 было, парни. Где победение оставляет жалок лучшего? Вольнять же, ну вот тут, а Софья Андреевна и приложила свою... На каком заводе? ММК. Магнитогорский металлургический комбинат. Вы что-то знаете. Мне кажется, человек... А у него... у географа глобус-кличка. Ну да, это Софья Андреевна уже вольняли из школы. И между прочим, из-за этого же класса. Она нам еще телефон разбила, но... Котенок на кровати сейчас, вон он, бесится. Полин, отодвинься, чтобы его увидели. Вон он там, белое вот это вот чудище. Вон она там, блядь, хуярится. Ну да, было дело. Но там родственники поспособствовали, чтобы ее вернули в школу. Полицейского дубинка, очевидно. Она должен сказать на руководителя. А еще она говорила, что у нее муж директор всей прокуратуры. Это что получается? Она просто вернулась отомстить ребятам? Дмитрия зачем трогать в той истории виновником? Ну, лично мне не кажется, что она вернула, чтобы отомстить. Устроить здесь свой порядок? Это да. И скорее всего Юрьевну уволили, Лиза. Не на 160, по-моему. Это, по-моему, не на 160 было. Получается, Юрьевна просто крайняя? Я не уверен. Ну, я не помню точно. Это надо уже спросить напрямую у Юрьевна. Лиза, можно это говорить или нет? Если с директором поговорить. Не выйдет, он сейчас на больничном. Если вам интересно лично мое мнение, то уволить Софью Андреевну у вас не получится. А вот сместите ее с должности классного руководителя. Я в разные игры играю там, блядь. Ну, обычно сейчас в Overwatch, ну и так, немного. Это да. И вот тут можно вернуть Юрьевну. Вообще да, убрав Софью Андреевну... Нет, 3 500 рублей, 3 500 рублей задонатите, будет 100 отжиманий. Нужно будет назначить нового классного руководителя. А тут-то Юрьевна... Ну, в смысле, вот добьете до 300... Для... Блядь, до тр... До трех тысяч пятисот. Сука, вы поняли, короче. Когда тут в этой полоске 3 500 будет, тогда 100 отжиманий делаю. Если еще родители детей подключатся и скажут, что она хороший педагог, то считай вопрос улажен. А как убрать Софью Андреевну? Если вы сможете... Наверное, любимая игра это... Метро X... Метро серия Метро. Сказать, что она переходит грань в общении с детьми, то я помогу вам в этом. Красава ром-тур, красава. Вопросик. Как это сделать? Ну, может, кто-то снимал на камеру, как она скоро нас ловит на учеников. Она вас обзывала? Да, я не знаю. Тогда мы можем вообще жестко обзывала. Не избавиться, правильно? Все так просто. Нужны доказательства. Может, все-таки кто-то снял на камеру или записывал на диктофон. Обязательно будет камера, диктофон. В общем, суть вы уловили... Меня жестко плавит, меня вообще несет. Нужно бежать. Вы знаете, что нужно делать. Ну, звучит все довольно легко. Что вам, легко-то? Ну, вы же слышали, полицейская... Давайте 750 надо добить подписчиков. Подписывайтесь, кто не подписан. Нужно, чтобы она кого-то обозвала. Ну, да. А мы это подснимем, правильно? Мы бы еще предложили оператору. Ну, же идея. Это безумство. Нет, максимум, что мы можем сделать, это записать... Ой, характеристики компа. Ryzen 5 1600. Видеокарта GTX 1650. Ну, и все, больше ничего не надо, в принципе. Ну, оперативки 16 гигабайт. Все на диктофон. Нам нужно просто ее спровоцировать. Верно? Да, но не все так просто. Она сейчас будет вести себя предельно аккуратно. Ведь вокруг нее столько внимания. После того, как мы... Вам мое уважение, парни, кто с самого начала сидит. И все узнали. А вы все кости мне перемываете? Может, разойдетесь? Вот вы идите домой. А вы к себе на урок. И не думайте, что у вас что-то получится против меня. Так что проще покинуть школу. Вы, собственно, и что пришли-то? Я пришла к своим детям. Раздать им стихотворение и программки на новогоднюю елку. А вы мне будете мешать. Ну, вот и поставьте свою папочку там на столе. И дальше утирайте сопли, слюни своему внушку. Это школа. Покиньте территорию. Вы что, не понимаете? Уроки закончились у детей. Или у вас может быть какая-то своя программа? Как же вы пожалеете о том, что вы появились в этих стенах? Можете мне поверить. А вы, чтобы завтра выучили все. И не позорились. А болтусы, слушайте двух взрослых тупоголовых мужиков. Вы до сих пор думаете, что мы не сможем развести ее на оскорбление? Ладно, вы действительно были правы. Леопольд Арнольдович. А вы, собственно, почему нам помогаете? Так, я считаю, Александр... То есть вы хотите, чтобы Полина стримила? Если кто хочет, чтобы Полина стримила, напишите плюс в чат. Я могу полежать, отдохнуть как бы. Юрьевна отличным педагогом. Хочу, чтобы она заслуженно вернулась на свое место учителя. И считай своим долгом помочь вам в этом нелегко. А может у вас просто планы какие-то на Александру Юрьевну? Владислав Павлович! Да ладно, все нормально. Какой у нас план? Значит, первое. Мы убираем... Софью Андреевну. Софью Андреевну. И освобождаем место классного руководителя. После чего мы выгоняем этого сопляка. И управляем мозги Александру. Ну, конечно, мы выучим все стихи, чтобы не опозориться петь бумажки. И самое главное, подпишем бумагу, чтобы перейти Александру Юрьевну на свое место. Пока что все статка, все верно. А, кстати, Леопольд Арнольдович. Леопольд Арнольдович, мы организуем фунт свидания с Александр Юрьевной. Эх, Владислав Павлович! Че? Пошутил же. Вы же не забыли, что там есть мен, который может вас и ваш глобус. Ну, вы понимаете, да? Вы серьезный? Я серьезный. Только как нам это все промутить? Да давайте Дима просто... Но они хотят, чтобы я отдохнул. ...поцирует Камрана на глазах у Софии Андреевны во время выступления. Завтра во время выступления, когда все родители будут в зале. Ну, а что? Нет, нет, нет. Crunch the best is she hold. Идея, конечно, хорошая, но Дима с этим не справится. В смысле, я не справлюсь? Я справлюсь. Да, дело даже не в этом. Завтра на концерте София Андреевна... Нет, я минут пять пойду полежу, наверное. Будут вести себя, как божий одуванчик. О, Леопольдович прав. Тогда давайте перед выступлением, когда все будут репетировать, все это и сделаем. А, вот это уже звучит интересно. Так, получается, мы сможем перед выступлением начать наш план по возвращению школы в нормальное состояние. Че? Ну, то есть вернем Александру Юрьевну на свое место, ну и победим зло. Так, ладно, я, значит, сегодня иду к Александре Юрьевне... Еще и нагрузим нас отжимание в натуре, блядь, если... Если такое будет, я вообще аж кокнусь, блядь. Не узнаю, почему она нас морозит. Ну и, конечно же, постараюсь, чтобы она была в момент того, когда мы будем палить, какой она прекрасный педагог. А может, я все-таки с вами съезжу к Александре Юрьевне? До завтра. Дима, ты собрался? Да я собрался уже, не кричи. А, Костюма в школе будут? Да. Ты просишь, чтобы мне звонила сегодня классная руководительница. Александра Юрьевна? Нет, я досмотрю, я досмотрю. Андреевна, сказал, что пересмотрят твое вопрос о подчислении. Серьезно? Это все Владислав Павлович постарался, я правильно понимаю? Ну, не знаю. Я таки знала, что Владислав Павлович решит все ваши школьные проблемы. Кстати, ты стих выучил, который вчера дали? Выучил. Отлично, тогда иду в школу. А я подойду сразу на концерт. Ты, блядь, все не выдаю? Я не знаю. Она сматерилась, по-моему. Это что ты вообще знаешь? Смотри, где он ходит? Дима, полчаса тебя ищем, где ты ходишь? Так, а, это тот самый этот концерт, блядь, или что это такое у них? Ну да. Мама вопросами своими замучила. Какие вопросы? Говорит, что ей беда, звонила и сказала. 60 зрителей, актив возвращается. Что меня не будут отчислять из школы. Блядь, поняла, что мы против него план строим. Ну ничего, это затишье перед бурей. Дима, держи. Это что? Это диктофон, он уже включен, поэтому веди себя так, как обычно ведешь, понял? Ребята уже в классе переодеваются, нужно идти. Все, на тебя вся надежда, а я пойду географу мяч покажу. Офигенно. Уже спать хочу, терпим, терпим. Мама, пошли. Наташа. Что? Я хочу тебя... Держим оборону, парни. Что же ты сказать? Что уже случилось? В общем, когда мы учились в пятом классе, ты проявляла ко мне внимание, и ты мне тоже нравилась. Но когда мы перешли в шестой класс, ты почему-то стала холодна ко мне. И я не могу понять, мы вместе или нет. Дима, ты реально решил поговорить об этом сейчас? Это все из-за фудича. Ну а когда еще, скажи мне, мы встречаемся или нет? Ну, наверное, скорее нет. Трагичная история. Ни чем, да, я еще не определилась. Я знаю, что я еще тот дурак, я терпила, и я обесцениваю твое внимание, и вообще всегда иду на поводу у всех. Поэтому я хочу знать, что между нами. Дима, давай поговорим после концерта. После концерта мы разъедемся по домам, и потом еще не будет. Ну да, можно же сейчас поговорить. Увидеться полмесяца. Дима, ты неоднократно пренебрегал мной в пользу других. Твои похождения на тусовки к старшеклассникам, это как вообще? Ты хочешь, чтобы мы были вместе и мне нравишься? Пока с ними. Я не хочу встречаться с тобой такой, как ты сейчас. Либо ты меняешься, либо мой ответ на твой вопрос, то, что мы сейчас не вместе, а сейчас пошли в класс. Офигенно. Ребята, Дима пришел. О, привет. Почему мне опять достался костюм Гриба? Опять Гриб одевает, блядь. Просто идиот очень. Ну да, блядь, Санек и Гриб это вообще. Еще повезло. Как я понимаю, у тебя всех пройдено морозом. А у тебя, я так понимаю, по Грибам. Саш, если хочешь, можешь отдать мне с собой костюм. А этот что? Я буду тебе ничего отдавать, и вообще отстань. Не, ну, Фудич больше на Мухомора похож, чем Санек, реально. Понят меня. В смысле? Я не хочу больше с тобой дружить и общаться. Это все из-за того, что я внук наш... Кранище мне жрать лимон. Блин, да лучше не надо, мало ли какие проблемы с желудком могут быть. Не только. Кобяк! Спасибо за фоллоу, спасибо. Что я реально не хотела рассказывать, то, что она моя бабушка. Вы вообще обижаетесь с нами? Камран, да всем пофиг на тебя. Наташа, если хочешь, я могу отказаться от... Осуждаю, гепард, не пиши вот это слово. Ты думаешь, что это все только из-за этого? Я вас понял. Дима, извини меня за то, что я себя так илла. Я реально не думала, что это будет тебя так сильно задевать. Я так полагаю, нам лучше вас оставить, да, Дима? Да, Наташа, нас лучше оставить наедине. Ребята, пошлите, Дима и Камран хотят поговорить. Дима, ты только не тупись, я все, как говорил, ввесел в палочке. В смысле? Саша, ты тупой. Так что? Иди уже быстрее. Вы что-то думали против меня, да? Нет, мы ничего не задумали. Подставить меня хотите? Чего ты взял? Ладно, Дима, ты реально меня измени, я действительно перебил. Ну так ты же тупой. А чем ты меня обзываешь? Потому что ты и твоя бабушка больные и тупые. Но вы хочешь, что моя бабушка реально тупая, если хочешь таким способом добиться должности директора. Что? Что-что, моя бабушка специально меня... Ну да, она в директоры метит. Перебылась из другой школы в эту, чтобы я помог ей разобраться с этим классом. Я на всем доказала, что она крутая. Ты серьезно? Ну вообще, что она мне говорила, чтобы я тебя провоцировала на конфликт, и за счет этого показывала вот то, что она справляется со всеми ими. Стоп, так ты постоянно меня задевал, потому что тебя просила бабушка? Ну... Не, ну по-моему, это вообще все не так. Ну мы-то знаем, что будет в четвертом сезоне и так далее. Точно так, и Юрьевна она выгнала с угрозами, сказав ей, что если она попробует вернуться в школу... Я когда смотрел вот это, мне показалось, что чел-то реально адекватный оказывается, но... ...весь ваш класс по другим школам. То есть, Александра Юрьевна не приходила к нам ради нас самих? Ну, получается, что так. Просто моя девушка в прокуратуре работает, и поэтому бабушка слушается даже директора. Ты серьезно? Офигеть! Нам нужно срочно об этом рассказать ребятам. А, кстати, а что вы сделали против меня? Расскажешь? Блин, мы хотели вывести... А, вот чё... Сука, вот чё он делает. ...все твою бабушку на эмоции, чтобы она нас обматерила, и записать это всё на диктофон. Потом выгнать её из должности классного руководителя. А Димас, блядь, молодец, всё рассказал, нахуй. ...нашего класса. Что дальше будете делать? Ну, я не знаю, нужно ребятам всё рассказать. Ну да, зови всех. Зашли все в класс, почему в коридоре стоим? 30 минут до начала выступления вы шастаете по школе. Мы готовы, не кричите на нас. Я не вижу, что были готовы, не все ещё в костюмах. София Андреевна, у Димы в кармане диктофон. Он только что хотел меня вывести на эмоции, чтобы потом вы его оскорбили. Потом он вас записал на диктофон, и потом вас отстрелили от должности. Что? Ты чё, офигел? А что? Ты же сам мне это всё только что рассказал. Да, какой же гений, а? Я сказал, что беда хочет занять место директора. Ты что в этом такого? Дмитрий, выворачивай карманы. Не буду. Я сказала, выворачивай карманы. А в чём проблема носить диктофон? Нельзя, что ли, в школе? Карманы. Не понял. А чё это мы заставляем ученика карманы? Вот именно. Выворачивай, Дима, всё есть. От меня на диктофон? Чё? Она всё знает. Откуда? А это вы у Димы спросите. Просто Камран мне рассказал всю правду про беду и про то, как она выгнала Юрьевну со школы. И, наверное, она сказала не приходить не в школу, иначе вас расформируют. Это я мог и без Камрана тебе рассказать. Ну, я же не знал. Я так и знал, что на тебя нельзя положить. Ты мне ещё что-то просрещаться говоришь, что я даже нормально не смог помочь классу. Как с тобой вообще после этого разговаривать? Наташа. Что, Наташа? А я вам говорила, что у вас на меня нет шубонец съели. А сейчас переодеваемся и жду вас через 20 минут на сцене. Камран, иди со мной. Хорошо, Софья Андреевна. Ребят, простите. Ты мог всё исправить, но ты как всегда налажал. Дима, прости, но тебе реально после такого проще в другой класс перевезти. Вообще, пошёл отсюда, Димас. Я всё исправлю, вот увидите. Ну что, могу вас поздравить? Да не с чем поздравлять, Леопольд Тарнович. В смысле, не получилось или ещё не записывал? Ну, у Димы спросите. Ладно, там Юрьевна приехала, пойду встречу, обрадую. А что произошло? Мне кто-то может... Тим рассказал Камрану, что у него в кармане диктовка. Дмитрий? Ну, блин, просто он мне такое рассказал. Камран ему рассказал всё то, что Александра Юрьевна рассказала Владиславу Павловичу. Ну, ребят. Стихи все выучили. Посмотрим, он грезёт провод. А можно костюм не надевать? А это ты можешь спросить у нашей новой постоянной... Да? Блядь. Ну так иди, выгони его нахуй. Классный руководитель Наташа. По дорожке шли, боровик нашли, боровик боровой, в мох укрёсла с головой. Юрьевна, видите? Да. Блин, мне так перед не стыдно. Она столько наших проделок вытерпела, а мы даже в замене ничего не можем сделать. Ну, Дима сделал всё, что мог. Ну, ребят. Дима красава. Сейчас хочу пригласить на сцену следующего ученика. Герман. Его стих посвящён прекрасному принцу. Нам надо будет сделать легендарку, точнее, вам, тебе и Полине. А в каком плане? Что за легендарка? Ладно, я пойду. Мы видим, там Юля у нас стоит. Да, Саша, видели. Ты чего вы так переживаете? Если не иди правильный подход к моему бабушке, то всё и всех будет хорошо. Ты стих выучил? Ну да. Ну вот стой, повторяй, окей? Дима. Что? Ты как всегда облажался, да? Закрой рот, козёл. Да ничего страшного. А веришь, что тебя сама распорядала, что тебе придётся перевести в другую школу? Без тебя разберутся. А что? Друзья у тебя в этом классе уже нету. Так что считай, что в новой школе новая жизнь. Герман, спасибо за прелестный стих. А сейчас приглашаю на сцену любимца всей школы, отличника и просто замечательного ученика Дмитрий. Ну, камран. Что за стул? Иди, позорь. Дмитрий, прошу. Спасибо, спасибо за фоллоу. Так, ладно. Дима, давай. Мама. Мама? Папа? Александра Юрьевна? Привет всем. Я ученик шестого класса и сегодня расскажу вам стих. Что-то музыка мне не нравится. Нет, я не могу, простите. Я не смогу вам рассказать. Дмитрий? Дима! Ха! Он стих забыл! Хотя, подождите. Пожалуй, я расскажу вам стих. Стих, о котором вам не расскажет никто. Дмитрий! Уважаемые родители, бабушки, мамы и дедушки. Вы не подумайте, я стих знаю. И я его не забыл. Но это не тот случай, когда нужно рассказывать стихи и радоваться жизни. Пусть даже после моих слов меня выгонят со школы. А меня выгонят. И я, честно, ничего не потеряю. Но я буду доволен собой, что рассказал всем право. Если у вас есть камеры, доставайте свои телефоны и начинайте снимать меня. Сейчас будет весело. Слева от меня стоит наш новый классный руководитель. О! Это Дима. Мы ей погоняло далее. Беда. Потому что она всегда в школу в беду приносит. Спешите. Не понял. Что? Не правда ли? Дмитрий. Видите, как нервничает? Но мне плевать на ней. Ведь в этом зале стоит наш любимый классный руководитель. Александра Юрьевна. Мы в этом семестре вели себя настолько плохо, что ее уволили из-за нас. Представляете? А могли бы себе представить, что наш новый классный руководитель разбивает телефоны ученикам и еще нас оскорбляет? Понятное дело, что в это никто сейчас не поверит. И все будут говорить, что я сошел с ума. Но среди всех, кто здесь присутствует, сошла с ума она. Выключи кто-нибудь микрофон. А сзади меня стоит самого маленького роста мальчик. Видите его? Так вот, это гамран. Это ее внук. И она его пристроила к нам в класс, чтобы избавиться от каждого из нас по очереди. Прикольно, да? Уважаемые родители, я предлагаю наш праздничный вечер перенести назад. Сядьте, пожалуйста, на место и не мешайте слушать. Вы больной? Вот так вот. Так вот, она метит на место нашего директора. И все потому, что у нее муж работает якобы в прокуратуре. И ей все спадает с рук. Вы можете говорить, что я обманщик. И можете говорить, что я ребенок, и мой мозг еще не окреп. Но нет. С такими учителями, как она, нам ученикам в взрослой жизни будет плохо. Такие учителя, как она, ломают нашу психику с детства. И мне жаль, что таким ученикам, как я, никто из присутствующих здесь не поверит. Так что, пользуясь моментом, хочу извиниться еще перед ним, человек. Наташа, можно попросить тебя выйти сюда? Ай, началось. Вообще пиздец стелит, реально. Когда я не предлагал тебя встречаться. Пользуясь моментом, хочу сказать, я люблю тебя. И хочу, чтобы мы официально были вместе. Наш мать заплакала, вот он сидит, вытирает. Дурька! Я согласна. Маску, маску. Пиздец. Что это было? Почему руководство молчит об этом? Ну я же говорил, что директор на больничном. Правильно. Не, ну тупо разъебал вообще, по факту. Директор на больничном, а наших детей унижают. Я вам ничего не могу сказать. Так, все, давайте подписывать документы, давайте свои бумажки какие-то. Диман. Да, Наташа. Хотела тебе сказать спасибо за то, что... Не, я помню, чай, я помню, я прочитал. Что ты сделал на сцене из-за всю правды. Я всего лишь сказал то, что чувствовал. Но ты не знал же, как все обернется. Но мне было не важно. Мне важно, чтобы все узнали правду и то, как есть на самом деле. Дима, ты мужик. Спасибо вам, Владислав Павлович. Дима. Все исправил. Спасибо тебе. За что? Вот так закончился наш... Типа ему все поверили? ...семестр. А что будет дальше? Я и сам не знаю. А вот я вам не знаю. Походу, сегодня мы узнаем, что будет дальше. Последний сезон на сегодня, да? Устала? А? Да. Сильно? Да? Да. Сейчас ты еще и стримить будешь, я тебя поздравляю. Сидеть одна, стримы вытягиваясь, блядь. Отвечать на вопросы, общаться с чатом. Пока я включу, короче. Давайте голосование, во-первых, сделаем. Короче. В чем заключается суть голосования сегодняшнего? Смотрим. Подожди. Досматриваем сегодня. Сегодня досматриваем третий сезон. Или завтра. Вот. Короче, здесь напишу сегодня. А здесь напишу завтра. Вот так вот. Пацаны, сегодня будем досматривать третий сезон? Или завтра? Давайте. Поехали. Let's go. Опрос пошел. Смотрим на голосование. Кто устал, типа, ну, можем реально легче завтра сделать. Ну, если все заебались, как бы, времени там вся хуйня. Так что вот так вот. Давайте, пацаны. Третий сезон, два часа идет. Да, я понимаю. Сколько процентов, по линии процентов аддонов. Да, мы все равно эти деньги, ну, как бы, это, тыри. Да, мы их пройдем на двоих. В любом случае. Вот так вот. Так. Смотрим. Пока выигрывает сегодня. Но тут, скорее всего, 44 голоса. За все проголосовали. Сегодня смотрим. Все хотят сегодня. Мама же ругать будет. Охуеть, время уже 10? У меня уже пол первого, ебаный сыр. Фонг, послушай. Послушаем сейчас. Давай, давай. Кстати, Абоба реально Фонг какой-то сделал. Давайте послушаем его. Так, скинь ссылку на ТГ сюда. С телефона не копируется. Нихоя. Так, член чипа называется. Фонг. Ну. Давай, разъем. А почему это называется член чипа? Давай, бицюрку покажи свою. Так. Сравним. Ебачь. Победа нахуй. Победила однозначно. Под такую музыку. Ну, чё-то коротенький какой-то, блядь. Такой, блядь. Первый, говорит, накосячил еще. Так, чё по вопросу. Все. 50 голосов. Смотрим сегодня. Значит, давайте ищем, пацаны, с вами. Где же, где же, где же, где же, где же, где же это было? Так, это четвертый сезон, я правильно понимаю? Доверим. Вот, вот он, вот он, вот он, вот он. Тут тоже 20... А, нет, тут 13 серий. Вот все серии. 2 часа 13 минут сериал. Да, это третий. Отлично. У тебя есть 2 часа, чтобы учить вопрос, Наташа. Вот, тут уже вот все прям такое знакомое. Наши, тыры-пыры. Тут уже все, комментариев только нету. Жалко, обидно. Как ты узнал про школу? А мне кто-то, по-моему, и зрителей посоветовал, порекомендовал. Вы с дерзкими, вы с дерзкими братья? Я думаю, да. 100%. 100%. У Полины разрыв мышц. Ну, тут, блядь. Такая бицуха здоровая, там, блядь, мышцы просто уже не выдерживают. У меня в Бравле 17 тысяч 2228 тысяч кубков. Я понял. Красава, красава. Привет, самурай. Салам алейкум. Я до конца. Осталось 2 часа, пацаны. 2 часа дотерпеть, ебать. Досмотрим сегодня 2 часа. Нахуй. Мы выжили 2 часа, 3 часа сможем и 2 часа. Правильно, правильно мыслите. Кранча, ты знал, что дерзкому 17? Ну да, сегодня рассказали. Это я знал. Пиздец, боля. Какой персонаж самый любимый? Ну, дерзкий, дерзкий. Дерзкий, я прям все влюбился, нахуй, в него. Я спать скоро. Через сколько? Как скоро? Скинь ссылку на ТГ, ПЖ на Ютуб, я добавлюсь и ливаю. На Ютуб скинуть ссылку. На ТГ скинь ссылку, Фудич. Ебать здесь, Санек похудел. Ну, кстати, да, есть такое. Он пополнее, он же пополнее был. Он просто вытянулся. Не, ну, да, ну, кстати, вырос, да. Ты наш комбат. Дерзко, я топ. Что? Хочешь уже стримить прям сильно? Нет. Возьми завтра на стрим меня. Я постараюсь. Подписывайтесь на ТГ, сейчас Фудич скинул. Вот. Ну, что, давай стрим, а я пошел отдыхать. Ну, я могу здесь лечь. Или туда идти. Такая твоя ноша, блядь. Все, пацаны. Я минут там пять полежу и приду. Прямо здесь. Можете на мои ноги наблюдать. Мне 17 тысяч раз говорила. Взяли привычку позориться на сцене. Ты что, переводи, что забрался? Личные мотивы. Кого ты бить собираешься, слушай внимательно, что говоришь? Во сколько завтра стрим? 18.30 по московскому. 18.30 по московскому. Ясно, Дима, ты реально полный дурак. Смотри, только он мне позорный. Что, ты встречаешься с Леопольдом Арнольдом? Дима, ты что, дурак? Ну что, друзья, по традиции 13 роликов в одном видео. Школа глазами школьника, третий сезон, шестой класс. Ну а новые видео начнут выходить совсем скоро. Запасайтесь вкусняшками, зовите свою семью и приятного просмотра. Почему самый нелюбимый я кормила? Привет. Не буду пранковать. Саша, это твоя вещь? А может Дима просто плохо целуется? Это цвета от тебя? Это я не тебе, честно. Если он еще раз на меня полезет, я его сломаю. А это еще что-то? Он скоро придет, он сейчас полежит и придет. Ой. Спасибо вам большое, что подвезли меня до школы. Ты теперь девушка моего сына, так что считай одна семья. Какой режим? Сна или чего? Мама. Что мама? Вы дальше сами пойдете? Хорошо, можете идти, но мне все равно в школу надо. Зачем? Тебя это уже не касается. Наташ, пошли. Пошли. Александра Юрьевна? Дима, Наташа. Здравствуйте, Александра Юрьевна. Рада вас всех видеть и вам доброе утро. Ну что, рассказывайте, как каникулы прошли? Успели отдохнуть перед началом нового семестра? Как же отдохнуть? Сутками друг с другом на телефоне висели. Мама. Что мама? Александра Юрьевна. Я, собственно, к вам. Ну что ж, тогда пройдемте в кабинет, если можно. А вы, ребята, идите готовьтесь к урокам. Хорошо. Хорошо, Александра Юрьевна. Почему это у тебя в шкафчик? Да я не знаю, честно. А может, ты просто спер и у меня со шкафа? Я ничего не воровал и вообще отстает мне. Уверен? Что? Эй, ты что делаешь? О, любовная парочка приберутся. Что, воришку пришли защищать? Выйди из нашей раздевалки и отстанет Саша, понял? А то что, расскажут на школьной сцене о том, какой я плохой? Чего? Это же ты тут приду... Нет, меня такое не штырит. Ну, вейпы. Урок, который в любви на сцене перед всей школой признал. А тебя это волнует? Объясни своему дружку-воришке, что если я его еще раз увижу за этим делом, то ему ни один супергерой в виде тебя не поможет. Понял? А если не понял, то что? Тогда тебе ни одна школьная сцена не поможет. Еще увидимся. Положи кота на ноги. На ноги? Он убегает. Ты вали. Че? Это я не тебе. На следующей перемене жду тебя на этом же месте. Это я не тебе, честно. Не дай бог ты не придешь. Саша. Что это сейчас вообще было? Он нашел свою электронку у меня в шкафочке и подумал, что я ее спорю. А как там она оказалась? Я не знаю, сейчас полушколы с этими электронками ходят. Может мне и кто-то как-то все тебе ее мог спорчить. Да и вообще я ничего не знаю. Отстаньте, мы из него его проблемы решаем, а мы его можем отстать. Это странно как-то. Саша вроде не из тех, кто хочет с собой эту гадость. Ну, может его каникулы испортить. Удачи начинающий стримерш. Что случилось? Спасибо тебе, Дима. За что? Мне начинает нравиться то, как ты за мной ухаживаешь. Спасибо за цветы. Привет, Ваня. Цветы? Ты хочешь сказать, что это цветы не от тебя? Дима, это цветы от тебя? Ну, да, от меня. Фух, а я-то уже думала, что от кого-то другого. Кстати, а когда ты... Донать сюда. Успел сюда положить. Ну, я просто... Наверное, Саша помогла. Ладно, идем. Ну, да, идем. Так, а это что? Так он лезет ко мне и говорит, что я вор, а я его толкаю и говорю, что если он еще раз мне полезет, я его сломаю. И поэтому у тебя на лбу написано, что ты вор. Саша, в твоей сказке здесь никто не поверит. А у тебя здесь никто не влюбится. Ребята, как бы, привет. О, звезды школы пришли. Вы теперь хоть с нами дружить не перестанете? И про что? Ну, как про что? Тебе с Наташей уже знают вся школа. Вы теперь тут у нас самые популярные. В смысле? Ну вот, о вас даже написано в школьной газете. Что там? Ученик шестого класса Дмитрий в защиту своего класса и классного руководителя на главной сцене школы рассказал всю правду об учителях и учениках своего класса. О том, как его унижают и о том, как классные руководители превышают свои полномочия. В последствии руководителем класса был назначен их прошлый классный руководитель Александра Юрьевна. Я в шоке. Читай ниже. А там что? Все было бы хорошо, если бы он не опозорился на сцене, предложив своей однокласснице встречаться, а после поцеловал ее. Основная часть учеников школы считает это позором, а оставшаяся часть школы воздержалась от комментариев. Позором? Ну, кому-то, видимо, не вкатил ваш поцелуй на сцене. А может, Дима просто плохо целует? Дима, да забей ты на них, они просто все завидуют твоему поступку. И о чем это мы тут рассуждаем? Давайте садитесь по местам, будем начинать. Офигеть. Ну, рассказывайте, все успели отдохнуть на каникулы. Отдохнуть? Что, не скучали по школе? Скучали. Ну, а по мне хотя бы скучали? Да. Не, не могу, я кипю. Киплю. Кипишь? Вот, блядь. Сейчас приду. Вячеслав сейчас придет. Какой Ваня, блядь? Не понял, блядь, а что пердим? А, подписались еще. Подписались. Спасибо за фоллоу. Спасибо, спасибо, спасибо. Поехали. Что ты остановила-то? Да. Александра Юрьевна. Александра Юрьевна. Да, Саша, я теперь с вами до конца. У Софии Андреевны забрали обязанности классного руководителя, а Камрана перевели в другой класс. Так что можете не переживать. Я понял, чай, давай. Привели в другую школу, а София Андреевна не уволили. Наташа, если бы я знала ответы на эти вопросы, я бы вам обязательно рассказала. Александра Юрьевна, в этом семестре мы будем предельно уважительно относиться к вам. Очень на это надеюсь, Наташа, потому что второго шанса у меня уже не будет. Поэтому давайте максимально хорошо себя вести в этом семестре. Здравствуйте, можно? Да, Руслан, короче, намерены до конца добить. Ух ты класса, ну-ка, тихо. Лукачка в школу вернулась. Как ты его проигнорила-то, а? Я не заметила. Стримерша, ёбаный сыр. Да, короче, сегодня намерены добить. Все, последний сезон на сегодня. Ну, в принципе, мы три сезона планировали смотреть. Кристина Игоревна пришла провести вам лекцию сегодня. Наверное, лекция будет правильно запекать. Ты дурак? Лучше попроси ее провести лекцию о том, когда... Я же говорил, все добьем, все добьем. Сторожеклассникам на перемене это будет тебе полезно. В последнее время в нашей школе участилось в использовании разных приспособлений по типу вейп. Поэтому руководство школы обязало провести лекцию для вас по этой теме. А какое отношение к этому имеет учитель рисования? Кристина Игоревна не только учитель по рисованию, но и новый учитель по основам здоровья. И, между прочим, с этого дня я официально новый учитель вашей школы. Это значит, что мы будем любоваться вашей простой жизни. Вот так вот, блин, доверил неопытные стримерши. Саша, я не видавал, что наш новый учитель такой красивый. Это никак не относится к теме сегодняшней лекции. Блин, я реально в нее втюрился, я готова подать все, чтобы с ней замутать. Свою электронку. У меня тут уже пиздец. У меня горло все. Ты все? Отдыхать? Да. О, ладно. Сейчас. Сейчас расскажу. Блядь. Охуеть. Короче, рассказываю, в чем прикол. У меня уже голос пропадает. У меня давление скачет, нахуй. И спина, ебать, болит. Так что, ну мы добьем. Мы добьем, я уверен. Мы по-любому, сука, добьем. Ну, вот этот сезон. Вот. А четвертый нет смысла смотреть, потому что мы на него реагировали. То есть, есть ролики. Для чего все затевалось? Потому что я смотрел, когда-то, школу, но реакции еще не записывал. Вот. А теперь, получается, все просмотрел. Вот. Поэтому все будет чики-пуки. Кстати, тебе будет полезно послушать эту лекцию. Так, ну хорошо, я тогда пойду. Анвар или Алихан, здорово, привет вам. А вы позовете меня, когда закончите. Хорошо, Александр. И да, Саша, что у тебя на лбу? Все понятно, как обычно. Степа, привет. Быстро провести себя в порядок. А мы будем проверять на практике? Андрей Куликов, привет. Мы можем на практике проверить ваш дневник. Лучше не надо. Вот и отлично. Дети, кто мне может сказать, какой вред приносит курение? У меня 2 октября был день рождения. Рано стареешь. Проблемы с легкими. Проблемы с девушками. Черт. Проблемы с девушками. Ну да, я тебе послушаю, что проблемы с девушками. Ладно, кто еще может что сказать? Это очень вредно. Погадай на картах. Действительно, дети, это очень вредно. Ну мы же не используем эти электроники. Ну не знаю, как вы, но в шкафчиках у старшеклассников почти у всех обнаружили эти, как вы выразились, электроники. Так это же противозаконно лазить по нашим шкафам. Носить эту гадость в школу тоже противозаконно. Ну хорошо, тогда мы с вами поступим иначе. Да я постараюсь не упасть. Нет, мы с вами пройдем небольшой тест, результаты которого пока... А то как Наташа со стула наебнусь, блин. Пашут, какое именно у вас отношение к курячке? Если я неправильно отвечу... Тогда тебя выгонят со школы из-за электроники. Окей, чай, понял. Нет, конечно, никто никого не будет выгонять. Результаты теста анонимные и нигде не будут разглашаться. Как думаете, а у старшеклассников, которых нашли электроники... Исмаил и Азал, привет передаю. А тебе что, за вина то, что ты не в их рядах? Да нет, мне вообще пофиг. Почему у него написано на голове бокс? Чё там? А, или лох. Что ты её забрал у кого-то из моих детей. О, Джастин Бибер. Ну кто здесь пухленький? Так вон он сидит, вор который. Саша? Ну да, он шёл с ней по коридору в руках, а я забрал её у него. Саша, это твоя вещь, чё? О, Санчик, привет тебе. Может, проверим его шкафчик раздевал? Может, там ещё интересное что-то есть. Александра Юрьевна, это правда не Саша? Я не знаю, чай, посмотрим. Это твой шкафчик? Да. Открывай, показывай. Александра Юрьевна. Саша, открывай шкаф. А, вор, я понял. Что там? Ничего нет, кроме сменки и сумки. Так вы посмотрите в сумке. Саша, что в сумке? Тут ничего нет. Дай мне её сюда. Так ты ведь ещё на лекции говорил, что попрактиковаться на электронке хочешь. Смужчина Игорьевна, я вас любил. Это точно. Бля, я не могу, я второй раз слышу это. Кристина Игоревна, я вас любил, бля. Эта фраза, наверное, разъёб. Это не моё. Сумка же твоя, чё ты врёшь? Да, но то, что внутри, не моё. Александра Юрьевна, вы ещё посмотрите. Ой, блядь, я посмеялся, у меня голова закружилась. Сука. Это шкафчик школьной звезды. Это ты про Диму? Ну да, это же он сооса на сцене. Ты тупой? Дима, открывай шкафчик. Но у меня там ничего нет, это сто процентов. Дима, показывай, что в шкафу. Что? А это ещё что такое? Да не может быть, это не моё. Я же говорил. Биздец, кстати, это так долго раскручивалось, в плане того, что, типа, кто это сделал. И весь класс на этой фигне висит. А ещё здесь Фудич пропал. Чтоб ты не повис. Наташа. Так, а чё он такой балабал? Я с Димой в школу пришла, и у Димы такой дранил. Я говорю, пока не знаю чай. Так, выйдите все, пожалуйста. Кристина Игоревна, пожалуйста, решите вопрос. Александра Юрьевна, вы бы сначала в своём классе порядок навели, прежде чем мне замечание делать. Так, знаешь что? Пошёл вон отсюда. Саша, Наташа, останьтесь. Балабов, красный жилет. Так, рассказывайте мне сейчас всё только честно. Александра Юрьевна. Наташа. Да я такое даже в руках никогда не держала. Дима сейчас говорит правду. Дима, мне сегодня твоя мама утром говорила, что ты повзрослел, и что тебя больше не придётся утихомиривать. Ну это действительно так, я бы не стал. Вы понимаете, что... Ну я модырки не продаю, пацаны, ну типа... Но вам очень крупно повезло, что именно я споймала старшеклассника в руках с этой дрянью. Потому что если бы это был директор, то все вопросы снова были бы ко мне. Понимаю. И вообще, если у вас какие-то проблемы со старшеклассниками, пытайтесь их решить самостоятельно. За пять тысяч, ну хуй знает, кстати говоря. Хорошо, Александра Юрьевна, но это правда подкинули, ребята. Вам ключики от шкафчиков, для чего? Научитесь ими пользоваться, в конце концов. Хорошо. Ну как модырку? Ну чисто заслужить как бы. Ну типа там... Вот, например, у меня дядя Глеб и Фудич, да, они модыры. Они тупо модыры, потому что они... Ну типа реально они уже сколько? Ну где-то полтора года со мной. Чисто смотрят меня уже. Ну то есть олды такие прям жёсткие. Ну чё, блядь, на полгода пропадает нахуй, можно сказать, типа... Классите быстро. Саша, это твоя электронка? То, что забрали сейчас, да, то, что было утром, нет. Наверное, когда у старшеклассников проверяли шкафчики, он решил её перепрятать у тебя. И зачем ты вообще электронки покупаешь? А, ну, это модно. Саша, включи свой мозг, это не модно, это вредно. Так откуда у меня электронка появилась? Ну это я уже не знаю, ладно, идёмте в класс. Ну я же возвращаюсь. Ну тем не менее, пропадаешь, блин. Ну я говорю, парни, нет, нет минимума, потому что модерка, она по сути бесценна. Ну я не знаю, ну типа, блядь. Ясен хуй, если вы мне там задонатят типа 20 тысяч, блядь, и попросят модерку, это 100% я дам, как бы. Ну это же 20 тысяч, ебать. Ну, она, ну блядь, она так бесценна, ну понимаете, да, о чём я? Не остановит ничто и никто. А Диме можешь передать, что этот семестр для него будет худшим из худших? Вот, мне кажется, это фудич сделал, хотя хуй знает. А, нет, смотри, я знаю, кто это делал. Нет, я знаю, ну ладно, вам не спойлерю. А вот этот чел, кстати, блядь, я насчёт него не помню, куда он пропал и как. О, Полина появилась, нихуя себе. Полина, ты в сериале. Спасибо, что заступил. Ты уверен? Так, и не забудьте записать домашнее задание. Эээ, Наташа, ты идёшь в салон? Дима, прости, мне нужно подготовиться к литературе. Можешь сам сходить и мне тоже что-нибудь купить? А, что ты хочешь? Вот, смотри, как типа сезон начался, третий, да, и сразу видно, как качество улучшилось. Я про это говорю, то, что, ну, с каждым сезоном всё лучше и лучше. Возьми каковысь. Хорошо. Так, и не забудьте, что у вас... И декорации, и в принципе, как бы, свет, качество, ну, всё, вот этот звук. Сегодня дополнительное занятие по географии. Чё? В списках есть Саша, Дима, Герман, Руслан и Сэм. Какого офига я там, Герман? Мне вот интересно, знаете чё? Сколько денег тратится на одну серию? Ну, в плане, прикиньте, это же, по-любому надо платить актёрам. Ну, они же не за бесплатным, там, хотя, хуй знает, может, типа, за популярность. Ну, всё ровно, типа, мне кажется. Плюс, там, какие-то помещения, звук, свет, камеры, всё, вот это вот. Ну, это, ебать, сколько денег? В прошлом семестре у тебя очень слабая оценка по географии. Ты можешь... Да это времени, дохуя, самое, чё главное. Это я и без дополнительных справлюсь. Ну, знаешь, списки не я составляла. Так, всё, готовимся к литературе. Не, одна серия тысяч... Не 600-700. Сезон? Ну, не знаю. Ну, самое главное, это действительно сложный процесс, за что, как бы, уважение Руслану реально. Мне понадобится помощь, я тебе не помогу. Мне от тебя понадобится помощь? Что ты придумал? Я, по-твоему, чё, фякрую? Чё? Вали от меня. Пока я не дашь ответа, не отвалю. Саша, что ты делаешь? Забери своего одноклассника от меня. Саша, отстань от девочки. У меня есть ответы на самостоятельную. И что? Она закрысила мне их давать. А ты пытался по-человечески попросить их? Она не человек, а жлоб тупой. Саша, закрой рот и извинись перед девушкой. Ах, делать мне нечего. Чё? Он у вас неадекватный. Прости его, он действительно иногда бывает неадекватный. Я заметила. Так, а что он хотел от тебя? На прошлом уроке мы писали самостоятельную по литературе. И он хотел, чтобы я ему ответы на тесты дала. Ну да. Да, и финал четвёртого сезона. Ну, не финал, но последняя серия четвёртого сезона. Крайняя, точнее, на данный момент. Тоже там масштабная пиздец получилась. Типичный Саша. А ты что, новенькая? И почему же? Ну, я тебя раньше в школе не видел. А ты что, новенький? И почему же? А я тебя тоже. Гона 170 лайков нагнёшься раком. А ты в школе не видела? Так, а ты с какого класса вообще? С параллели. Папам! Да, не за что. Чё? Застаём двойные листочки, прячем всё в портфеле. Извините за опоздание, может я зайти? Где вы ходите? Вы звонка не слышали? Слышал. Вы вообще знаете, что у нас самостоятельно? Ну да. Так, кстати, училка пропала, вот это тоже. Так почему тогда опаздываем? Ну, простите. Быстро идите на место. Ты чё так долго? Я в раздевалке задержался. Ты что, не ходил в столовую? Да, я не успел. Спасибо тебе, Дима, теперь у меня и для тебя будет двойка. Да что у вас происходит? Дима вам мешал. Всё у нас хорошо, Наташа. Что такое, Рейд? Я вижу, я просто это самое. Полина изменилась. Я всё читаю, просто не всегда отвечая на сообщения. Состоятельная, лёгкая. Вам нужно дать характеристику двум поэтам. Хорошо, Егор, ты сегодня хорошо постарался. Спасибо тебе за всё. На которых написано у вас на листочке. А у нас разве не тесты будут? А кто тебе сказал, что у нас тесты? Я у Полины спорослана говорю, что тесты. Кто ещё такая Полина? Девочка, которая учится у нас в параллели. Так, а что такое? Пам, пам, видишь, в тайминги попадаю как. Так, я всё знал. Состоятельно обсуждаю. Ну, вот и правильно. На выполнение у вас есть 30. Кстати, пацаны, а как бы вы отреагировали на то, что у меня бы открылся свой сервак по Майнкрафту? Ну, типа, поиграли бы на нём? Вместе со мной, там, на стримах, вся херня. Как вам идея? Минут? Можете приступать? Дима, я выполню свои самостоятельные. С модами, в смысле, там, вот это. Состоятельные? И сразу же тебе много будет, хорошо? О, спасибо большое. Так, всё, время вышло. Можно ещё 2 минуты? Я сказала, время вышло. Вот поэтому, пацаны, надо подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка, сейчас Фудич продублирует, ну, либо Абобыч, дядя Глеб который. И там я сделаю уведомление о всём сервере и так далее. Я не успел. Времени было достаточно. Это всё из-за тебя. Почему ты постоянно винишь всех в своих проблемах? Здравствуйте, дети. Вот, подписывайтесь, там всё будет, инфа по серверу. Ты целяфольд Арнольдович? Да, конечно, пиратка. А, вы уже закончили? Да. Отлично. Списки все знают или мне... Чтобы для всех доступно всё было. Зачитать повторно. А, что за списки? Списки на дополнительный урок по географии. А я там есть? Саша, ты чем слушаешь? Блядь, упал чипс, он тут был. Что ты брёшь? Александр, вы в списках первых. Серьёзно? Дима, тебя подождать? Да я думаю, не стоит. Можешь идти домой. Хорошо. Я могу тебе несколько идей подать. Хорошо. В комментариях можешь написать, чуваки, там, вот, дядя Глеб и Чай, они шарят за Майнкрафт, типа, они, короче, ну, если что, наверное, примут твою идею. Чипс и флешка, нормально. Выучили биографию блока, ясно? Нет, пиратка, в смысле, да, я осуждаю. Оооох, ебать! Да ну! Нефига, почти 8 часов стрим. Помню, как я тебе писал, что хочу быть под твоими ногами. Пока ты стримишь. 8 часов, это такой кайф. Покажи две стопы. аноним так легенда вернулась блять но на минуту целую ебать мне вот так вот сидеть нахуй пацаны ведем стрим вот так вот блять как дополнительные нужны вам между прочим я трачу свое личное время что вы потянули свои знания по географии что для учебы потребуется много усилий чтобы усвоить как же тяжело это блять стримером а с каких пор крыса из другого класса приходит к нам на корабль александр все полина сегодня будет заниматься вместе оба и сыр нахуй ноги не сломал обсуждению ясно пацаны блять так вот нахуй вот приходите ко мне на стримы я там так часто делаю аноним братный не минута конечно но тут вообще пиздец поза немного неудобная нахуй ломает ноги жестко и вот блять край стола короче режет ноги но спасибо тебе за 100 рублей ты что-то прям сегодня рекорд поставил блять жесткий обычно по 10-20 а тут левать 100 нахуй и мы начинаем ножки вкусно пахнули стрим на этом канале не здесь реакции выходит чтобы ничего не путалось на том канале будут эти подсчет ведет бухгалтер мой вот вот этот чел это тоже крутой ну типа в плане эмоций полина у тебя разве плохие оценки по географии ты опять решила поиграть в молчанку она всегда молчит как думаешь но это можно проверить даже звука не издала прикол а если так что делаете по-моему кого-то надо отпиздить пацаны ну-ка нифига себе это что тот фрик который целовался на сцене при всех у тебя глаза труса ты хоть знаешь об этом защиты девочку обижать эта девочка моя одноклассница и мне решать что с ней дело она что вещь какая-то короче парни кто хочет накинуть идеи для лучшего сервака напишите дяде глебу в телеграмму он сейчас скинет вам свой телеграм ну вот этот чел бля сука ну это вообще что что-то с чем-то 46 типов а вот так вот максимыч вот так вот нахуй сегодня рекорд был типа 85 что ли 86 что ли ну сейчас спад пошел спать пацаны уходят тебе не стоило как чего они так разговаривали сколько я знаю теперь девушка если это конечно ты тот самый дима который целовался на сцене ну да тогда мне лучше пересесть ты куда станьте че-то тетрадка валяется так это моя вы что тетрадку красава вообще блять реально рум-тур сидит 8 часов блять как твоих котов зовут чипс и эля получилось ну смотрите что так больше не получалось а теперь достаем двойные листочки и будем реально чай не пропадай давай блять на два месяца или на полгода чего ты это делаешь такой же как и ты тоже любишь детей с и кости нет меня тоже вечно гором тур вообще-то мне никто а где стримы проходят я просто хэзэ а на твиче на моем другом youtube канале на трава на другом youtube канале самое важное вот и без такое нельзя позволять что ты мне предлагаешь подраться с ним за школой ссылку ссылку на что на youtube канал мне больно вообще скиньте какой на youtube либо на твич пацаны заговорила отвали от нее можно да да проходи садись так хочу сказать скиньте на youtube ссылочку вот вот этот твич пошел спасибо всем ссылка на твич дали кто решил уделить свое дополнительное внеурочное время реально пацаны щиты поднимем давайте блять надо актив возвращать для изучения такого интересного предмета как география вообще-то нас заставили ну кого заставили в описании на твои соцсети я тебе могу туда идеи написать а бобе напиши а бобе идеи напиши который дядя глеб вот youtube пошел фудича скинул youtube ссылки пришел по своей инициативе а так там телеграма чё-то такое блять ты ебанусь сидишь 8 часов в этом году я вредно создать срок 8 часов чел да ты още не шаришь ё-моё итак сегодня мы будем изучать все то что мы проходили в прошлом смысл если оценки за прошлый семестр уже вы чтобы во взрослой жизни вы смогли отличить северную америку от южной давайте пацаны 750 добиваем подписчиков надо ебашить жестко вот именно поэтому мы с вашим классным руководителем мы подумали что дополнительные уроки по географии вам не помешат почему в этом классе так много посторонних людей они не посторонние такие же ученики как и вы которые отличились в прошлом семейство а теперь записываем тему урока ты ведь новенькая правильно нет я уже отвечала на этот хорошо егор хорошо я прочитал я тебя никогда не слышал так же как и я тебе ты ведь слышала историю про поцелуй и ты решил теперь этим педриваться нет я просто пытаюсь понять что к чему тебе не стоит в это лезть блин ты встречаешься с кем-то саша интересно чего скажи ему что если он еще раз повернется в одних трусах как вот этого чела выгнали из сериала я вот не помню еще раз за микро нихуя это apple game ну-ка въебите ему андрею андрей блин который донатит мне это ты туда его глобус авторитет айойой ой ай ая 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 я сегодня богатый бы мы были в одной школе хотелось бы чтобы ты меня замерил без проблем в этом кбер спорт смен блях и спасибо на нем за 10 рублей спасибо Максим забыл меня, это Абоба. Вам мало последних событий? Хотите повторить? Нет. Иди ты. На чём я остановился? Я говорила, не стоит в это вмешиваться. Я это просто так не оставлю. Я хоть и раньше смотрел на с тобой лучше. Спасибо, приятно. Очень много на тебя брать. Вот они тебе нужны были. Леопольд Арнольдович, можно пересесть? Полина, да, конечно, пересаживаюсь. Да. Зачем? Потому что у тебя есть девушка, и ты не должен за ней заступаться. Полина, доставьте её. Смысл в тебе лишний раз получать замечание. Итак, Южная Америка Эрт small Это один из 6 Континентов Словил депресняк Да, бля, это чихуан, бля, крыша, да, 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 у тебя реакции лучше, чем у типа топа. Спасибо, парни, спасибо. Дим, тебе тут послание оставили. Что? Прочитаешь в соу? Отвали. Дима, прочти. Ты думаешь, что Наташа не узнает о твоих влюбленных взглядах на стороне? Рано или поздно я все равно буду с ней. Бля, я знаю, я знаю, кто это писал. Дима, Наташа. Пошли домой, я тебя решила подождать. Домой? Эээ, ну да, пошли. Что? Она реально к Юрию не пойдет? Оба встали и вышли. Ты можешь отстать от меня. Не надо мне врать прямо в глаза. Полина, иди отсюда. А сколько тут серий? Да. Че, он с Полиной замок. Ты че, козел? Почему не ешь? Не хочу. Опять, что-то в школе случилось. Ты обычно не ешь, когда у тебя что-то происходит в школе. Да я просто не хочу есть. Каждый день человек вообще не ест нахуй. Дима, ну ты же знаешь, что можешь мне доверять. Я с Наташей поругался. Нет, все хорошо у нас. А с классной руководительницей как? Меня не позоришь? Нет, мам, не позоришь. Тогда что случилось? Ты меня сможешь в школу отвезти? Ты знаешь, мне надо на работу. Как всегда. Ладно, пока. Зачем спрашивать, как у меня дела, когда даже до школы подвезти не мог? Только вид создает, что ей интересно. Ну да. Давай еще раз так нечестно. Я сказал, за мной пошли в радиоку шестых классов. Да блин, привет, друг. Да все хорошо. Что? Наташа? Привет, Дима. Наташ, как твое настроение? Твои настроение? Да вроде хорошо, а чего ты спрашиваешь? Наташ, мы же встречаемся, правильно? Дима, с тобой все в порядке? В общем, ты не против была бы сходиться на свидание сегодня? Сегодня на свидание? Ну да. Конечно, не против. Бля, может, ускоримся как-то немного, парни? Не знаю, давайте... Давайте так попробуем, хуй знает. Что, я тебя не дождешься. Правда? Ну да. А куда пойдем? Ну, я придумаю и скажу тебе. Хорошо? Хорошо, а чего ты решила придумать свидание? Надо быстро воспринимать информацию, поехали. Муалетки тупые. Чё? Жуй через плечо, крестин. Ты чё, попутал? Дима, не обращай ты на него внимания, пошли. Я его сломаю в следующий раз. Саши! Ебать его замазали. Саши, ты здесь в туалетной бумаге? Это сашеклассник сделал. Он ко мне всегда цепляется просто так. Саши, ты об этом Юре мне говорил? Нет. И почему же? Потому что я его сломаю в следующий раз. Кого ты ломаешь, собрался? Лучше бы пошел об этом Юре мне рассказала, она бы поговорила с ним как следует. Иначе он будет тебя цеплять до конца школы. Саташа, может, лучше не нужно? В смысле, не нужно? Ну ты разве не помнишь, что Юрьевна говорила? Да нет, 2Х вообще нереально будет. Так, чтобы мы сами разбирались, потихо. Я помню, мне Юрьевна говорила, чтобы я говорила о всём, что происходит в нашем... Ну плюс, кто... Давайте попробуем на 2Х, блядь. Плюс в чат, кто хочет так. Классе! Ну это не тот случай. Не надо ничего Юрьевне говорить, зачем? Ну вообще, Саша, правда. Дима, я староста. Тогда делай, как считаешь нужным. Хорошо, тогда стойте, я сейчас приду. Она реально к Юрьевне пойдёт? Ну, видимо, да. Так ты, что он тебе так? Ладно, я смотрю, там половина на половину, на самом деле, потому что... В основном, одни люди плюс пишут. Спамят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хотелось стать бы твоей шестёркой, бля. Как Санёк. Хотелось бы тогда быть твоей шестёркой. Спасибо, Аноним. Спасибо. Ну и где он? Здравствуйте, Александр Юрьевна. Добрый день, Полиночка. Саша, где? Класс пошёл. А почему ты здесь остался? Давайте так оставим, привыкнем, привыкнем. Так, Наташа, скажи Саша, чтобы зашёл ко мне в кабинет. Хорошо, Александр Юрьевна. Ты знаешь эту Полину? Ну да, она в параллели учится. Красивая, да? Ну, наверное. 2Х это будет невозможно, согласен. И что, даже красивее меня? Что за глупый вопрос? Тебе что-то связывает с ней? Наташа, успокойся, пожалуйста. Ты что, не заметил? Мне совершенно спокойно. Кстати, ты уже нам придумал место, куда мы пойдём на свидание? Нет, ещё не придумал. А что, мысли были забиты Полиной? Ты издеваешься? Ну и нафига нужно было Юрьевне говорить? Итак, молодёжь, здравствуйте всем. Добрый день, Александра Юрьевна. Я так полагаю, что мне нужно провести с вами разъяснительную беседу по поводу учёбы и старшеклассников. Да, Саша? Можно сесть? Присаживайтесь. Итак, 6 класс. Кого обижает старшеклассник? Да, я уже привык, я не знаю, всё нормально было. Поначалу, конечно, не прикольно, а сейчас уже привык. Если только мы, Герман. Саша сегодня был полностью перемотан в туалетную бумагу. И хорошо, что Наташа и Дима заметили его. Иначе бы он молчал до конца 11 класса и терпел насмешки. Короче, если вас кто-то обижает и старшеклассников, сразу говорите мне, договорились. Потом нам и потом ещё сильнее насмешать. Герман, я думаю, ты меня учишься. А теперь готовимся к трудам. К трудам? Да, Саша, к трудам. Кудажник, когда не будет трудов. С сегодняшнего дня будут. И, кстати, девочки, сегодня вы занимаетесь вместе с мальчиками. Короче, давайте реально опросом ебанём. Типа, как ускорить. Короче, поехали. Опрос. Вот так создать опрос. Как делаем? 2х, полтора. Полтора. И вот здесь оставим 1.25. И ещё обычная скорость. Всё, делаем опрос. Поехали, смотрим потом результаты. Пока ещё не буду смотреть. Let's go. Давайте, пацаны. 19 голосов уже. Интересно, что там. За обычную голосуют. Нихуя себе. Пацаны. Тут за 2х много и за обычную много. Не проснулись или что? Я вас знаю. Я вас знаю. Вы нас с тарганов травили. Чё? Почему травил? Не травил, а приводил в порядок класса. А вас упустили до трудовика? Ну почему опустили? Вы раньше работали в сэмпидемстанции. Жизнь бывает порой непрестужимой. Так, ладно, давайте знакомиться. Она кой чертовы доски принесла? Кто одноклассница наша? Саша, ты тупой. Ну смешная же шутка. Ничего не смешная, Саша. Ты вообще мочен защитник женского пола. Рот закрой. Я тебе напомню, как ты сейчас на дополнительных по географии явил. Да заткнись ты уже. Ты прихураш? Чё-то как будто звук тише стал. Прости. Будьте себя вести подобно этому. Я вас заставлю лобзиком выпиливать линейки. Понятно? Линейки, блядь. А в чём? Почему эта проблема? Так, 34 голоса. Давайте смотрим. Обычную ставят голосуют. Голосуют за обычную. Давайте обычную. Чё делать? Если голосуют. Потому что я тебя люблю. И да, я заступился за Полину. И как часто ты за меня заступаешься? Наташа. Ты за меня редко заступаешься. А как за Полину, так сразу. Ты ревнуешь, что ли? А ему ещё кто-то тайные записки оставляет. Да закрой ты свой рот, пупой. Ученик. Сколько зрителей зовут вас? Дима. Давай, Анвар, спокойной ночью. У вас мне по занятию не будет. Так тебе и надо. Вас это тоже касается. А мне за что? Оба встали и вышли. Блин. Дима, блин. Это всё из-за тебя. У тебя проблемы с этим. Винда, десятая. И язык у тебя помил. Сам ты помил. Зачем ты Наташи сказал про Полину? Рано или поздно она бы сама всё узнала. Ты хочешь, чтобы я с Наташей расстался? Ну чё, он с Полиной замутит. Я с тобой не собираюсь больше ничего обсуждать. Так думаешь, Косуха сильно разозлится? Чё ты ко мне пристал? Ты вообще понимаешь, сколько ты мне проблем создал? Не я, а твоё враньё тебе из жизни создала проблемы. Полин, ты дурка. Ты можешь отстать от меня? Да подожди ты. Ты слышал, что она тебе сказала? Не лезь в это, если зубов лишиться не хочешь. Слышишь, отстань, ты её. Ты слышал, что он тебе сказал? И что мне от этого? Может, ты не будешь лезть? Давай я сам разберусь, что мне делать. То он тебя сломает, и я тебе не буду помогать. А я тебя и не просил. Дай пятюню в камеру. Да училка разозлилась. Больше, чем на тебя. Если бы ты не трогала меня во время урока, она бы даже не злилась. Что ты к ней пристаёшь вечером? Дима, уйди, пожалуйста. Я уйду, если он перестанет тебе лезть. А ты не скажешь, что мне ещё перестать делать? Ты слышал, что Полина не хочет с тобой общаться? А ты слышал, что происходит с такими, как ты, в неурочное время? Так и зачем оттягивать? Давай сейчас. Покажи ножку. Ага, это платно. Ты вообще понимаешь, что это не твой класс и не твоё правило? Пока, давай, Анвар. Ха, ебать, красава, Санёк, нахуй, туда его. А ты девочку обижаешь? Зачем ты девочку обижаешь? А тебя это волнует? Полина, лучше выйдем, мы сейчас его на место поставим. Полина, лучше выйдем, мы сейчас разберёмся. Да-да-да, правильно-правильно, Полина, иди, тут сейчас будет разборочки. В смысле, блядь, не понял? В смысле? Никита, я тебе дал свои последние деньги. Так хоть тебе ещё и заплатили. Ебаный в рот, заскамили. Помоль. Так, на чём мы остановились, Дим? Пацаны, вот сколько показываю, вот сколько смотреть осталось. Вы чё, серьёзно, выдаём, сейчас будете идти против меня? Так вас же тоже двое. Да, ебать, Санёк. Ну всё, один. Получается, ты один и остался. Да мне пофиг, делайте, что хотите, но я от своих слов не откажусь. Чёрт. Вот это да. И мы решили их с урока выиграть. В шкаф засунули. А что вы мне предлагали делать? А это ещё что такое? Ёшкинко. Саша, кто это сделал? Ты издеваешься надо мной? Чё, Максим? В смысле, блядь, не читаю. Я шкафчики закрыли. Дима! А как ты здесь оказался? Дима, кто тебя закрыл? Дима, скажи им всю правду. Я проспорил. Кому ты проспорил? Александра Юрьевна, это не вас. Ты издеваешься надо мной? А это ты тоже проспорил? А? Что? Что? Ой, блядь. Дима, маму в школу, быстро. Ебать, адекватно. Александра Юрьевна, ты ещё смеешь мне что-то говорить? Звони маме, сейчас же. Хорошо. Ты мне не хочешь рассказать, что... Давай, Егор, спокойной ночи. Ты опять заступился за Полину, а я позвал старшеклассника. А он оказался за Андрея. В итоге Дима оказался в шкафчике. Саша. Ясно, всё с тобой, Дима. Отличное свидание у нас сегодня будет. Три на Твиче? Ой, мало. Что ты мне признавался в любимой сцене? Зачем мы с тобой встречаемся? Если тебе нравится, другая. Не надо мне врать прямо в глаза. Всё, уходите, что ли, парни? Мне не нравится только ты. А за Полиной я заступился, потому что её все обижают, как и меня. Да, скоро финальные. Четвёртая серия, парни, скоро финал. Почему ты мне рассказал Юре мне правду? Потому что было бы хуйно. Если бы ты не заступился за Полину, то всё было бы хорошо. Дима, ты позвонил маме? Нет. Так, а чего ты ждёшь? Давай звони. Ну, не знаю, Роблс, не знаю, буду ли стримить или нет, если там что-то интересное будет. Может, как-то можно обойтись без докладных? Отдай-ка это сюда. Не ступые пацанские понятия. Ой, короче, парни, я не могу так смотреть, давайте побыстрее закончим. Ну, давайте, подходите! А то у меня уже всё, мозг кипит. Я, конечно, понимаю, что Дима не из тех мальчиков, которые первые лезут в конфликт, но мы же с вами обе понимаем, что он явно что-то недоговаривает. Я в геншин не буду играть. Ну, конечно, сам разорит, потом сам разрисовал шкафы, сам у него залез и не смог выбраться, да? Да, всё так и было. Ты на всех за дураков держишь. А замечание от нового учителя трудов ты за что получил? Саша много говорил, а я ему... Парни, много кто устал, давайте хотя бы на 1,25 сойдёмся. Ну, что ты сделал, я должна написать на тебя докладной и на его директора. Потому что мы здесь без докладных, а поэтому вас я позвала, чтобы вы вправили ему масло. Чтобы вас не мучить, себя не мучить, давайте так сделаем. Дима, рот закрой. Так, а ну-ка вышел отсюда. Много кто устал, правда. Ну что, пожаловался на нас? Я не жаловался. Ну если, пожалуйста, то тебе жопа, ты понимаешь? Тебе повезло, что с тобой был рядом твой друг, Сташеклассник. Не, 2Х я уже понимаю, смысл не оставить. Да, пацаны, всё нормально. Если тебе нужна наша помощь, обращайся. Да я сам разберусь. Дима, нам Саша сказал, что тебя закрыли в раздевалке и баллончиком всё раскрасили. Разъебать их надо. Опа, а что за общее собрание? Ну так и идите на урок. Дима, ну класс. Хорошо. Александра Юрьевна, простите, я всё уберу. Мама? Что, мама? Полюбуйся, теперь твоя мама будет убирать за тобой то, что ты наделал в раздевалке. В апекс, кстати, можно поиграть, я думаю. Ты, когда наберёшься смелости и расскажешь, кто это сделал, тогда и поговорим. Она будет вытирать, ой, блядь, шкаф вытирать будет. Охуенно вообще. Чем ты закончилась, Дима? Мама будет убирать за раздевалку. А тебе не легче рассказать правду, что это не ты сделал? И почему вообще твоя мама будет убирать за раздевалку? Саша, если Дима расскажет правду, то... Жаль, что Руслана больше нет. Не, ну а чё он тут обязан сидеть, что ли? Такие же, как и ваши женские обиды. Добрый день, мои любимые детишки. А что это у вас за секретик? Я заебанулся крайне. Как сказать Ляпольду Арнольдовичу? Научить? Ну ладно, тогда рассаживайтесь, сейчас... Вот такие громкие заявления делаю. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Зачем ты так со мной разговариваешь? Как так? Дима, ты сейчас серьезно? Да что не так? Хорошо, сколько мы с тобой знакомы? Вот так вот пуч. Чтите, больше всего, что с нами произошло за этот год. Ты со мной так разговариваешь? Ты же со мной теперь общаться не хочешь? Полтора хотите? Я тебе сказала, что если тебе нравится девочка с параллели, Ты ЗОЖ? Не, не особо. Дмитрий, Наталья, что вы все сегодня такие возбуждены? У нас ЧП произошло. Возбужденный. Мне кажется, 1,25 идеальная парни, да, согласен. Ну типа того, наверное. Она уже устала, она уже все. Дима, мам, сейчас будучи все раздевал. Она уже, блин, закончить поскорее хочет. Мне вопроса больше, чем ответа. Почему вы молчите? Вы что, насмотрели супергеройского кино? Вы должны понимать, что защищать девочек это нормально. Мы с вами, мужчины, должны быть для них опорой. Если происходят инциденты такого рода, то тут молчать нельзя, понимаешь? И что вы предлагаете делать? Ты как? Тоже устал. А ты, я расскажу всю правду. Договорились? Давай бездну. Я обещаю, что приложу максимум усилий, чтобы эта ситуация осталась без последствий. Все, дайте мне пять минут. Даже не дает договорить Диме. Вот видишь, Арнольд, я ведь сейчас все решил. Какие-то твои любимые чипсы. Кхень с крабом, наверное. Папа, если бы Дима не заступился за эту Полину, то проблем бы тоже не было. Я Диме это тоже говорил. Ой, блядь, пришел опять, сука. Ну че, пожаловались, да? Выйди с нашего класса. Я не к тебе пришел, белобрысся. Да вы лишь ухля. Ну че. Туда его, нахуй. Толпой на меня решили пойти. Да. Вот именно. По твоему, по человеку, это толпа. Ты че вообще приперся? Что, под дверью стоял подслушник? Ну вначале я наблюдал, как твоя мамка вытирала баллончик, который мы разукрасили раздевалку. А потом я увидела, как ваш любимый поверитель глобусов вышел из кабинета. И тут лохом надо быть, чтобы не понять, что вы меня сдали. А зачем ты приперся, если понимаешь, что мы тебя сдали? А ты своей мамке помочь не хочешь? А то она, бедная, без тебя в уборке не справится. Ты че так базаришь? Ты реально перегибаешь. Вы че, толпой на меня решили? А может, у тебя тоже скартики закрыли? Ну как ты Диму закрыл? Ну давайте, подходи. Ой, блядь, дурак нахуй. Вот так его и отчислили, походу. Какая, блядь, книга. Ебать. Пиздец, лох. Я да тут опасли. Юля, что? А где ты классный руководитель? А можно было и не начинать? У нас тут Дима договорить решил. Дима, что тут вообще произошло? Так, а ну-ка, пошли. У них все хорошо, а мне нужно продолжить урок. Давайте вы подойдете на письмо. Дима, я буду в раздевалке. Я так полагаю, надо мной сейчас вся школа будет смеяться? И почему же? Потому что я шестерка, да? Дмитрий, вы бы лучше переживали, что ваша мама вымывает шкафчик. Вот именно, блядь, вот именно нахуй. Ты негодяя. Факт. Так, а что за время будет? Для совета переводят другую школу. Что еще? Так, ладно, у нас осталось где-то минут 20. Давайте хоть тему запишем урока. Итак, чтобы на следующий урок подготовили домашнее задание. Спасибо, Ром Тур. Да. Извините. Дима, можно тебя? Мне дать книгу? Зачем? Мне, когда бабушка ругает, я тебе все время книгу поджегу вставлю. Чтоб больно не было. Так. Почему ты не сказал всю правду? Ну, ты понимаешь, что я как дурочка драил эти шкафы? Ну, дамы, дамы, Дмитрий мужчина и хотел решить проблему по мужски. Ха, тогда почему этот мужчина сам по мужски их не отмывал? Вот именно. Понимаете, мы как мужчины иногда совершаем глупости. Так, для Поля Арнольдович, давайте без ваших шекспировских мотивов. Так, а чем все закончится? Докладную на имя директора я написала, а дальше с ним пусть разбирается опять совет. Но я почти уверена, что с этим Андреем был еще один человек, который ему помогал, верно? С чего это вы решили? Жима, у нашей школы, так сказать, есть свойство все видеть и слышать. Ты не хочешь сказать, кто это был? Никого больше не был. Ты уверен? Санта Юрина, мы же уже нашли основного виновника. Как не будем переливать из пусов порожнее верность? Ну да. А извиниться, ты не перед кем не хочешь? Ну, прости. А что там с этой девочкой Полиной? Ты ведь ее защищал. Так, а почему ее задевают в классе? Ну, насколько мне известно. Потому что она новенькая. Полина и виновником Андрея. Так, я поняла. Нужно поговорить с ее классным руководителем, чтобы она ее дисциплину тоже подняла. Так, Полина там вообще не виновата. А что ты так ее защищаешь? Что по зрителям, парни? Сколько зрителей? Сколько подписчиков? Лайков? Давайте всю инфу. Ты пословица про двух зайцев, знаешь? Ну так оцени тогда то, что у тебя есть сейчас. Свободен. Там должно быть оповещение на Ютубе. Что еще? А можно мне с Леопольдом Арнольдовичем поговорить? Ну, говорите. Ну, наедине. Что это у вас тут за секреты, а? Да, мы попрошу на вас. 48, нихуя. Красавчики, пацаны. Давайте 170 лайков. Кто лайк не поставил, ставьте лайк. Давай, Булат, спокойной ночью. Не признавайтесь, это ваше хрук дело. Я тут ни при чем. Это все Дмитрия. Так, а кто у нас здесь, Дмитрий и Наталья? Что? Можете тебя пригласить, Наталья? Ты серьезно? И специально для Дмитрия и Натальи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять донатики, что ж такое? Сплошные донатики. Сделай обзор на шорты, плиз. Кстати, ты больше не записываешь видео стримов. Мне интересно, кто тебе столько задонатил? А, брат, можешь посмотреть запись стрима, вот, на Ютубе, которая идет. Можешь посмотреть на основном канале. А обзор шортов, конечно, легко, бля, смотрите. Короче, это с карманами, шорты. Шорты с карманами, блядь. Ну, такие, блядь, белые, с какими-то флагами непонятными. Вот так вот. Спасибо за 10 рублей. С ними шорты. А, что-то дохуя хотите. Ну, Наташа, что? Ладно, время покажет. Согласен? Согласен. Саша, давай, что случилось? Ничего, Саша, опять вернусь. Ну, ладно. Дим, мы тебе тут опять записку на шкафчике оставили. Это тебе. Ну, мне что, решили устроить романтический ужин в школьной растерянке? Ого, нихуя. Все с вами понятно. Бессердечный эгоист. Там, по-моему, что-то хуево все. А ты деньги на цветы взял? А у тебя с дачи осталась? Ты серьезно? Ну, он был, когда... Не, вряд ли. Я хочу сделать подарок. Вряд ли чай. Ну, даже деньг скажу. Тогда пусть это останется для меня секрет. Ты жоп. А что это мы по коридорам ходим? Звонок домой. А мы в туалет ходили. А что это у вас за коробка? А кто помнит, сколько было подписчиков, когда стрим только начинался? Саша, а ты выкинул записку, которую мне оставили на шкафчике? Ну да, ты сам попрощил. Ну и правильно. А ты не хочешь узнать, что там написано? Оставь это в таком же секрете, как и то кому-то подарок сделать хочешь. Кристина Игоревна, можно вы все уходите? Полурока пришли. Мы жимы в цветочные ходили. Для цветочного есть большая перемена. Так, сели на места, дневники на стол мне быстро. Хорошо. И для кого это цветы? Для самой красивой девочки этой школы. Для Полины. Ты дусочка, это тебе вообще. Да я же пошутила. Чего ты сразу д**чка? Спасибо за цветы. Закончили обмениваться комплиментом? Простите, пожалуйста. Можно ведь на перемене это сделать, правильно говорю, Дима? Кристина Игоревна, почему вы сегодня такая злая? Александр, я не злая, но я не позволю срывать мне уроки. Я ничего не жди влюбленный. И что? Вы что, не влюблены ни в кого? Так, давайте вернемся к теме урока. Ай, бля. Александр, вы мне свой дневник передали? Кристина Игоревна, можно я пять минуток в вашего времени? Я так понимаю, урок сегодня у меня уже не получится провести? Я на минутку. Итак, дети, как вы знаете, у нас в школе празднуется День Садового Валентина. Поэтому мы с учителями сделали вот такую коробку, в которую вы сможете кинуть своей Валентинке. И в конце учебного дня мы их вам раздремим. Кроме Дня Валентина сегодня будут еще темы? А что случилось? А у Кристины Игоревны сердце не занято любовью. Александр, я вашего дневника не вижу. Я думаю, мне стоило... До полтора икс невозможно будет смотреть, парни. А вы как раз вовремя на Александра Юрьевна? Так, коробка на этой перемене будет стоять в раздевалке, поэтому не проспите. Кристина Игоревна, ну извините. Ну извините. Ну про то, что в сердце Кристины Игоревны не занято любовью. Ну что, вы видели, какая она сегодня злая была. Может, ты сходишь с ней на свидание? Бедно, ты дурак. А что, она же Саше нравится. Вы хотите, чтобы Саша выгнались в школу? Ну что, она даже иногда ко мне во сне приходит. Ну так не открывай двери, когда она приходит. А можете устроить свиданку с учителем каким-то? Попробовать. У нас есть еще географ. Добрый день, детишки. Ваш классный руководитель Александра Юрьевна в школе сегодня? Ну и как вам? Да, вы видели ее, что ли? Учительская, ищите ее. Это кто был? Да что вы охоте постоянно? Да, что вы учитель по основе здоровья и рисования. Если что, она занята уже Саша. Выдьте готовы к тому, что она приходит Саше во сне. Время проходит, а шутки у вас не меняются. Все сами понятно. Может, нам устроить свиданку к Кристине Игоревне именду. Я надеюсь, вы шутите, да? Дима, я ищу. Тебе просили передать, чтобы ты зашел и раздевал. Кто просил? Полина? Это ты меня звала? Опа. Лютый понт, плохо пишет. А зачем вы все голосовали, чтобы мы сегодня смотрели? Могли бы спокойно посмотреть завтра. Ничего не понятно. Ладно. 1,25. Наташа, ты что, истеричка? Ты реально начинаешь доставать. Я доставать? Ну не я же, девочка, всего лишь спасибо мне хотела сказать. А твоя девочка больше ничего сказать не хочет? Хочется, мы так говорим, Дима. Это тебе подарок в знак благодарности на день святого Валентина. Что? Это тебе. Наташа. Это тебе, ебать. Я не ценю. Да, я наслышана о многих поступках Димы ради тебя. А ты то и делаешь, что ревнуешь во каждому столбу и не даешь спокойно дышать. Неблагодарная. Полина, это не так. Не знаю, гепард, у меня имбовая стоит какая-то. Это не так, ты почему ты так боишься ее? Я не боюсь ее. У нас отношения вообще-то. Дима, возьми тебя в руки и посмотри, что она с тобой делает. Она тебе съест все мозги или ты слепой? Наташа. Держи, Дима. Можешь их подарить более достойным девушкам. Все, расстаемся, бля. Заступила за тебя точно так же, как и ты за меня. Ты сделала, только хуже. Посмотри на тебя, ты достойен лучшего. Мы с Наташей почти год знакомы, и наши родители хорошо общаются. Может, я перегнула в твою сторону? Ну, я сказала правду. Мне больно смотреть, как ты ходишь у нее под каблуком. Ты не права. Если я тебя обидела, извинишь. Полина чуть ли там не спит уже. Дима, ты Кристина Игоревна не видел случайно? Вы можете определиться уже. А спина, ну, такое. Я слышал, у тебя тоже с этим проблемы. То Полина, то Наташа. Не ваше дело. Двери лучше закрывать надо, слышно, на всю школу было. А вы в следующий раз два букета сразу покупайте. Вас все готовы? Да она уже все, она устала, она не хочет. Мы уже все сделали. Пацаны, что происходит? Мы решили устроить свиданку полицейскому и Кристине Игоревне. Саша, замолчи. Ну, а что, Диме можно не доверять? Он расскажется Наташа, а Наташа, как шестерка, побежит сдавать нас. Я не общаюсь больше с Наташей. Ты что ты врешь? Ты тут еще каблук. Давай, пушь, спокойной ночи. 500 впс в ютубе, нихуя тянет. Ты что, только понял, что она истеричка? Но раньше было все по-другому. Мы, конечно, не хотели себя говорить, но Наташа реально превратилась в истеричку. Круто меня обсуждать. А зачем ты подсушиваешь? Ты Полину защищаешь? А меня за спиной с ребятами обсуждаешь, да? Я не только тебя обсуждал. Я слышала. Говоришь, что мы больше не вместе? Я реально устала. Давай просто будем друзьями. Да, факт, у Полины характер лучше. Я слишком много брал и слишком много недоговоров. Поэтому я думаю, что так будет лучше для тебя. По крайней мере, вечер точно. Артур, спокойной ночью. Ты тряпка, ты меня уже реально достал. И теперь у тебя официально нету девушки. Можешь встречаться с Полиной, да хоть с Сопой. Ничего ты самить не хочешь? Я хочу сказать тебе спасибо за это лучшее время наших отношений. Бессердечный эгоист. Ты куда? Да, ставь ты. Так а куда она? Пусть будет наедине со своими мужиками. Дима, тебя можно поздравить с чем? Ты с тобой мужиком? Да иди ты, Саша. Так, в биологии все готовы? Рассаживаемся по местам. Иди, мыслись в парты. Саш, сядешь со мной? Итак, шестой класс. У меня в руках валентинки, которые были подарены нашим классом. А остальным что, уже раздали? Каждый классный руководитель забрал валентинки своего класса и раздаст после уроков. Саш, слушай. Что? А ты читал ту записку, которую мне оставили на шкафчике? Ну да. Меня зовут. Ваня зовут. Понял. Так что там было написано? Это записка от старшеклассника. От какого еще старшеклассника? От Никиты. Он сказал, что благодарен тебе за то, что ты бы не спалил. Когда он тебя закрыл в шкафчике, я раскрасив всю раздевалку. Ну да, а что еще? Просто мне до этого еще записки оставляли. А что там было? Не густо, конечно, но я не так уж, чтобы и плакать. Начнем с Наташи. У нее три валентинки. А где Наташа? А все. А все. Значит, не знаю. Я не обязан следить за ней. Вы что, поссорились? Нет. Ну так пойди и приведи ее. Александра Юрьевна. Тима, быстро пошел и привел Наташу. Хорошо. Наташа, ты тут? Что? В смысле? Дмитрий, это ваше хрук дело? Нет. Вы что, решили устроить романтический курс в школьной раздевалке? Кристина Игоревна, это не я. Да что ты говоришь. Кристина Игоревна, вы мне очень нравитесь. Я влюблен вас с первого взгляда. Буду ждать вас сегодня на четвертом уроте в школьной раздевалке, когда все будут на урок. Кто это написал? Я не знаю. Здравствуйте еще раз. Иван, еще раз здравствуйте. Я тут такое дело. Мне вот передали. Что у вас здесь происходит? Уважаемые полицейские, когда я увидела вас впервые сегодня на уроке шестого класса, сразу поняла, что вы тот человек, которого мне не попали. Буду ждать вас на четвертом уроке в воздевалке шестых классов Кристины Игоревны. Я так понимаю, это не выписали. Ты что, похоже на выписание? Я так понимаю, что я могу идти? Это ваш класс решил подшутить над нами? Я не знаю. Я им устрою. Простите, Кристина Игоревна. Это вам. Сука, блядь. Кристина Игоревна, можно идти? Идите, Дмитрий. Бегу. Пацаны, вообще придурки или что? Что? В смысле? А все, ебать, уже нашла замену. Наташа! Эти цветы для тебя. Я по-настоящему к тебе влюблен. И меня не остановит ничто и никто. А Диме можешь передать, что это семейство для него будет худшим из худших, а на них... Я тебя предупреждаю. Вы идите из класса. Это математичка, она сумасшедшая. Что застыли? Мы собрали список. Все, пацаны, скоро середина, почти все, почти конец, нахуй, еще чуть-чуть. Мама, нояна превратилась в истеричь. Мы девушки бываем иногда немножечко импульсивные. А мне что, терпеть это все? Четвертая измена. Я не знаю, что я оправдываться перед ней. И куда вы шли? Нас Русичка в библиотеку отправила. А она что-то говорила про меня? Русичка? Нет, я про Наташу. Она сказала, что потратила на тебя лучший год из своей детской жизни. А ты серьезно? Ну да, я сейчас сказала, что она вообще не будет с тобой общаться. Что значит, она проведет замену? Почему мне сообщают об этом в самый последний момент? Здравствуйте, Александра Юрьевна. В класс, быстро. И вы считаете, что это нормально поступать после всего, что произошло? Саша, что произошло? А ты будешь Наташу имелиться? Ясно все. Дела, ну, тяжело идут. Тяжело. Начали с кайфом, сейчас уже спина болит. В смысле? Ну ей кто-то цветы подарил. Эээ, кто? Ты видел? Нет, я не хотела лезть в это. Ну и правильно, пусть она вообще переводится в другой класс. Надо было с ним раньше начинать. Согласны? Она была с математикой. Чтобы Герман в старую свою сделали. А что она с математикой? У нас сегодня самостоятельная. Или ты не знал? А где мы теперь ничего знать не будем? Мы шерши Наташу все помогали. Есть у кого-то идея, как нам списать? Ну мы можем сорвать его. И как нам это сделать? Вам не нужно сорвать урок. Что? Ну типа того, да, гепард согласен. А вы что? Еще не успели замутся? 18-30 по московскому будет. Это ты сейчас на меня намекаешь? Но не мне же цветы дарятся углы. Ты хоть знаешь, кто мне их подарил? Догадываюсь. Ну вот если не знаешь, то не нужно фантазировать, окей? Нет, не окей. Если вы собрали сейчас здесь устроить разборки своего любовного треугольника, то нам это не интересно. Спасибо, Полина. Ответы точно правильные. У нашего класса почти у всех хорошие оценки. Тебе теперь будет помогать Полина, да? Тебя это уже не касается. Я вообще-то староста, я надеюсь, ты помнишь об этом. Ты мне угрожаешь? Я тебя предупреждаю. Наташа, отвали, ты уже не можешь. Что ты реально? Ты уже не можешь. Что ты реально? Закрожай, какой путь. Сама ты путь. Хуха. Телеса поместилась, там, что стоим? Как не за это вечно у них, что происходит? Александра Юрьевна, у вас что-то случилось? Да, ваш учитель математики заболел. Это знаешь, что самостоятельные не будет? Саша, самостоятельные никто не отменял. Вы у нас проведете? Нет, хуже. Рудовик? Палочкина. О, да, Палочкина. Уже не так весело, да? Какого у нас будет проводить эту самостоятельную работу? Я же отстроили от нашего класса. Вот и я пыталась добиться правды, но меня никто не слышит. В общем, я пришла не для разбора. Я хочу попросить вас просто посидеть тихо на ее уроке. Я прекрасно помню, кстати говоря. Я надеюсь, что весь класс меня услышал, Наташа. Да, все будет хорошо, Александр Юрьев. Ты как староста ответственна за дисциплину. Что уже, снова запугиваете детей мной? Не запугиваю, а прошу их войти в положение и не доводить вас до нервных срывов. Его вы уволите уже должны, сука. Не мой класс, а ваша образовательная программа. Знаете, с моей образовательной программой все хорошо было. Не-не-не-не-не-не-не. Они будут вести себя хорошо. Там явно все нехорошо было. Прошу проявить к ним должное уважение. Я сама не в восторге от того, что должна с ними проводить самостоятельную. Знаете, здесь никто не в восторге. Не в восторге она. Вишь, придумала. Староста кто? Староста я, Наташа. Персонаж из женского пола Полина. Отсутствует Малярчук Степанюка Осипенко. Присаживайтесь. Нам нужно как-то забрать ответы у Германа. Кир, давай ему Полина. Пусть кинет нам. Как он нам их кинет? София Андреевна. Слушаю вас ученик. Можно взять у Германа двойной листочек? А для чего вам двойной листочек? Для самостоятельной. Может самостоятельную писать будем, правильно? Самостоятельная будет. Но кто вам сказал, что она... Мой любимый четвертый, особенно вот последние три серии, наверное, прям вообще жесткие. Она будет письменная. Другие классы писали ее еще вчера письменно. Что было у других классов? Я не знаю. А я знаю, что будет у нас. Вы что, не слышали, что вам говорила Александра Юрьевна? У меня со слухом. Все в порядке, Александр. Вы должны нам провести такую самостоятельную, как была в других классах. Я вам проведу такую самостоятельную. Какую проводили в других классах. Я сразу душно становится, как только она в классы входит. Она на доске. Вы не имеете на это никакого права. Наташа, закрой рот. Как учитель сказал, так и будет. Наша. А что не так? Вы что, хотите сорвать урок или что? Самостоятельная не должна быть. А ты что, ответить не сможешь? Почему ты тогда вообще в школу ходишь? Ты серьезно? София Андреевна... Ну, согласна. Ну, конечно, очевидно, что она неправильно учит. Она угрозами учит. Наталья, я очень рада, что вы как староста сумели договориться со своими одноклассниками. Вот тут вот никто не понял, почему Фудич пропал. Ты вообще тупая? Ты будешь неслабоишься отвечать? Я не хочу. Если так сильно просите, будете первым, пожалуйста, к доске. Я не хочу к доске. Это не приглашение, Александр. Я не пойду к доске. Это ваш выбор? Да, вы должны провести нормальную самостоятельную. Я вас услышала. А вы что, оценки в журнал ставите? Ученик, какие-то вопросы? Что вы записываете в журнале? Я ставлю ученику Александру палочку. В смысле? Следующий... Не, ну, понятное дело, что он будет дальше, но сейчас его не показывают просто. В доске у нас идет Дмитрий. А почему я? Потому что вы первый в списке. До этого, типа, заходил каждый раз, а тут хопа и пропал. В списке. Вообще-то я второй в списке. Девочки у нас будут отвечать после мальчиков. Вы же джентльмены. Причем здесь это? Отвечать будете? Или ставить вам палочку в журнал? Буду. Тогда выходите к доске. И что вы мучаете своим зрением доску? Какой я... Ну, в другой класс, но он же все равно заходит. А, ну тут это... Я не... Ух, ебать, я бы такое не решил. Слышу ответа. Ваша задача упростить это выражение. Я имею право подумать. Вы имеете право подумать, когда вы изучаете тему. А когда вы выполняете самостоятельную, вы должны решить быстро и правильно. Да, я не знаю. Тогда зачем ты нашел в доске? Позориться? Нет, отвечать. А я вижу, что позоришься. Садись, двойка. Почему не палочка? Потому что он набрался смелости выйти к доске и опозориться. А ты сиди за партой опозорился. Есть еще вопросы? Мы Александре Юрьевне пожалуемся. На что пожалуетесь? На то, что вы не подготовились к самостоятельной? Здорово, не стись. А как хочешь вообще не уволиться в школу? А вам тоже двойка за самостоятельную? А почему не палочка? Саша, это крыла, так хватит пререкаться с учителем. Да идите в жопу. Александр, выйдите из класса. Я не буду выходить. Выйдите из класса и приведите сюда вашу классную руководителя. Я сказала, что я не буду выходить. Саша, вышел из класса. Туда его, блядь. Акция позвала Александра Юрьевну. Тебе хана после этого урока поняла? Блядь, а что ты Наташу-то послушался? София Андреевна, можно, пожалуйста? Нельзя. У нас самостоятельная. Я просто мел хотела взять. Попросите у других классов. Хорошо. Что? Извините, пожалуйста. Так, ладно. Вот это да. Она прям как знала. Классного руководителя. Не будем терять время и продолжим нашу самостоятельную сэн к доске. Я не буду выходить. За бастовку решили устроить? Тогда вам тоже палочка за сегодняшнюю самостоятельную. София Андреевна, можно сесть? Нужно. Спасибо. Спокойной ночи, Рум Тур, спокойной ночи. Ты доезжался до последнего. Талия, вы готовы отвечать? Да, конечно, София Андреевна. Выходите к доске. Ну, есть такой институт немного. Ты что-то сказала? Наталья. Простите, София Андреевна. Запишите уравнение. Двои игрек, скобка. Вот, она нам снова палочек понаставляла. София Андреевна, почему вы снова не можете найти общий язык с учениками? А в чем, собственно говоря, дело? Мы с учениками проводим самостоятельную работу. Они не хотят отвечать и совершенно заслуженно получают двойки и единицы. Вы не имеете права давать нам можно самостоятельно. А вы не хотите рассказать своему классному руководителю, как вы выражаетесь во время урока? И Герман, и другие ученики. Мы действительно первые не начинаем. Так, Наташа, рассказывай, что произошло? Дима, Саша и Герман, да и, в общем, все мальчики из класса, они были готовы к самостоятельной работе. Тяжело, пиздец, Егор, я заебался. А на замечание Софии Андреевны не отвечали ей грубо. София Андреевна вела нормальный урок. Ребята просто сорвали его, на что она им поставила соответствующий акт. Эй, ты что, офигела? Это Саша себя вел вообще отвратительно и неуважительно ко всему классу. Здарова, Андрей. Да что, наврёт? Спасибо вам, Наталья. Да она ей просто ж**ку лежит. Саша! Сколько у тебя? Пол второго. Три часа смотрели второй сезон. Да это мой дипломатичка, она сумасшедшая. Александра Юрьевна, она правда не от мира сего. Герман, ты-то куда лезешь? У вас парней одни единицы в журнале стоят. Потому что мы их не лизали. Саша! Вы нашли того, кто включил сигнализацию? Директор будет отсматривать камеры и виновника точно надует. И я сильно надеюсь, что вы в этом никак не замешаны. Мы с вами в классе стояли. Да от вас чёрт знает чего ожидает. Александра Юрьевна, это правда не мы были. Так, всё, по домам. На исправление оценок у вас есть ровно два дня. И как мы их исправим? Вот Саша знает, как их исправить. В смысле? Прямо. Так, домой быстро, уроков сегодня больше не будет. А на что уходит? Халява. Что мы никак и Наташа на уроке? Саша, ты дурак. А на что она тогда намекает? Как думаете, кто сигналку включил? Наверное, старшеклассники прикольные. Нет, Полина, это 100% она. Что? Что, блядь? Мои любимые друзья. А вот и он. Все в сборе. Ты? Чё застыли? Иди, куда шёл. Я, может, сюда шёл. Тогда ты не по адресу. Он по адресу. Ты вся вяческая? Вот столько. Ну да. Хороших выходных тебе, Димончик. Серьёзно? Короче, ещё час остался. Она наверняка, чтобы Диму послали. Если нет. Тогда она реально суррала. А если это он сигналку включил? Да не, он слишком низкий, не дотянулся бы. Дима, ты идёшь? Да не, выйдите без меня. Ну как знаешь. Вот имбовая женщина, блядь. Пошли. Пошли. Чё ты мне сдаёшь уже второй раз? Мы опять их распустили. Будешь вернуться, кстати, спустя шесть серий. Уничтожить. Привет, монстр. Ты уверена, что нам вообще стоит общаться? Мы же общаемся как друзья. Просто у меня до этого никогда не было девочек друзей. А Наташа? Но мы друг другу изначально пожарились, так что там хочется. Не, ну, мы, там ничего не понятно на полтора. Ты уверен, что ты не поспешил с расставанием? Нет, она много истерит. Либо она меняется, либо это конец. То есть вы ещё можете помириться? Ну, разная может быть. Ты куда? Я забыла, мне надо подготовиться к литературе. Так и резко? Хорошего дня. Странная. Не понял. А, ебать, обиделась. Привет. О, Димон узнал что-то? Ты про что? Я про то, что Наташа с Камраном домой ушла. Почему вы все приставили ко мне с Сашей? Мы с ней расстались. Ну, всё, да. Бабушка, одноклассники здесь ни при чём. Кто тогда? Ты математичка. Где она? Бабушка, ты он... Разборочки. Ты позор. Так, старушка в этом классе есть? Наташа. И где она? Здравствуйте. Наташа. А она с Камраном. За что ему поставили двойку? А когда именно? Ах, у тебя ещё и не одна двойка. Но не особо хорошо учится. Бабушка, она гонит на меня. Я не гоню на тебя. По математике за... Жаль, до 3500 не дошли. Ну да, есть такое. Что ему поставили двойку? Ну и так сегодня пацаны хорошо закинули денег вообще реально. Спасибо всем. Всем спасибо, пацаны и свой вклад вложили люто. Все мальчики получили плохую оценку. Видишь, бабушка, всем мальчикам поставили плохую оценку. Можем напоследок попытаться добить 170 лайков, пацаны. Давайте, если сможем, то ебать жёстко будет. Ты меня не интересует. Он грубил учителю и отказывался выходить к доске, а ещё унижал девочек. Зачем ты шестёрка? Я старостая и говорю правду, имея на это полное право. Шестёрка. Как ты разговариваешь с девочкой? А что здесь происходит? Это я вас, Юрьевна, хотела спросить, что здесь происходит. Вы опять их распустили? Я никого не распускала. Наташа говорит, что они отвратительно ведут тебя на уроках. Правда? Ну да. Вот, и вы не можете справиться с ними. Мне чтоб вам на работу устроиться, что у меня есть? Не, не, Андрей, не буду. Короче, где ваша математичка? Может быть, выйти в коридор, чтобы не прийдеть? Хорошо, давай. Зачем ты меня сдаёшь уже второй раз? Мне, видимо, новые отношения плохо влияют. Герман, закрой рот. Вы будете закрывать своему парню, окей? У меня нет парня, поэтому я буду закрывать его тебе. Ясно? Тебе лучше самой перевезти в другой класс, иначе мы будем настаивать, чтобы тебя перевели другие. Закройте все рот. А ты-то куда лезешь? А чё вы её обижаете? Толпой на неё накинули. А, не только умеешь. Хорошо, Максим, всё прекрасно понимаем. А где твоя принцесса? Замки ждёт, пока я её поцелую. Ну так не медли с этим. У тебя есть неделя, чтобы перевезти в другой класс. Может, я сама решила, что мне делать? Спокойной ночи. Слушай, что всё это значит? Вы о чём? Почему твоя бабушка приходит в школу и угрожает тут всем? Это всё из-за палочки по математике. Юрьевна, я ещё долго тут ждать буду. Уже иду одну минуту. Селимся по местам, быстро. И как свидание прошло? Ты это не? Это же не я на свидание с Камраном. Ты не обязана перед тобой отчитываться. Тебя никто из этого класса не просит, мы тебя скоро вышвырнем отсюда. Ты серьёзно? Ты что, платишь? Дима, какой же ты всё-таки зверь? Я зверь, но я причём? Если вам станет от этого легче жить, то я переведусь. Ну и ладно. Давай. Что я здесь не причём? Пока. Ты вообще-то сказал, что мы её вышли. Да какая у тебя разница? Вы уже всё равно не вместе. Саша, ты гонишь? Ну и правда. Это чё ты? Наташа, что случилось? Наташа там? Да это тебя платят? Нет. А это кого тогда? Наташа, открой дверь, пожалуйста. А мне открой тебя дверь, понял? Не тебе решать за неё, понял? Но время прошло. Расслабь. Ты это о чём? Мы с ним встречаемся. Да чё ты придумал себе? Ты её недостоин. Понял. Ты откуда вообще нарисовался? Тебе что, мало было в прошлый раз? Ты же не разговаривай так со мной, если не хочешь, чтобы тебя со школы выйти. Ты бабушкой своей решили не встречать сейчас. Наташа, открой, пожалуйста. Что здесь происходит? Где Андрея? Дима давал девочку до в плёд. Ты что, ударил кого-то? Я не бил никого. А кто там? Наташа закрылась и плачет. Что происходит? Это вас не касается. А что здесь происходит, я стесняюсь спросить. Мне бы тоже хотелось узнать у вас об этом. Весь сбор, все собрались. Я ученица закрылась в туалете и плачет. Если для вашего класса это норма, я не смею вмешиваться. Дима, кто там? Наташа. Наташа? Что произошло? Это Дима её обидел. Ему очень сильно повезло, что у меня в этот момент не было рядом. Камранчик, держи себя в руках. Ты чё тяпкаешь? Дима, Софья Андреевна, можно я сама разберусь со своим классом? Софья Андреевна, рада вас видеть. Мы знакомы. Я бабушка Саши, которому вы по самостоятельной поставили палочку. Прекрасно, значит палочка пошла ему на пользу, Давайте оставим этот разговор на потуну. Дима тут ни при чём. Что? Я говорю, что я просто заплакала, и никто в этом не виноват. Наташа, зачем ты их прикрываешь? Кому она прикрывает? Ну без класса начала издеваться, это не из-за того, что она перестала с ними общаться. Рот закрой. Дима, быстро в класс. Да в смысле? Я сказала в класс, быстро. Ну, ну. Да всё, я уже вообще не воспринимаю. Голова кипит, ёбаный сыр. Что там с Наташей? Ничего хорошего. Она ещё платит? Уже нет. Она специально заплакала, чтобы мы её пожалели. Она не специально заплакала. Она тебе что-то говорила? Нет, она всё камрану рассказала. Спасибо, Ярик. Что тут камран? Ну что, допрыгались? Камран. А вы с депутатом Александра Юрьевна правда не добьётесь? Давайте я сама буду решать, в каком тоне мне разговаривать. Не вижу, как порешали, что девочка стоит заплаканная. А вы, Суфья Андреевна, не лучший. Вон весь класс двойками заблакал. Глобус. Выполняю свою работу. Саша, отвечай. Быстрый же я. Кого ещё в другой класс переводить будем? А что, один Саша виноват, что ли? Другие что? Дима. Камч. Герман, Руслан и Сэм, встать. Во что, на педсовет отправить? Ебать, Сэм был всё-таки в третьем сезоне, нихуя. Я сейчас очень злая. На что он на педсовет? Ебать, рум-тур почти до конца дошёл. Круто свой закрой, бессовестный. Бабушка. Наташу за что обидели? Вы меня не обижали. Это что ты враж? Пуш-галим. Пуш-галим. Саша. А как это он тут ручит? Я с Сатурой, ты вообще разговаривать разучили? Александра Юрьевна, хватит кричать. О, а что, переходный возраст начался? Какая жесть, блять. Потому что ваша одноклассница выбегает из кабинета со слезами, а вам всё равно. Ну, Дима же пошёл её проверять. А что, один Дима её обижал? Да ты нам всех спали, она прошла в уроке. Рот закрыл двоечник позорный. Да бабушка. Что, бабушка, я твой компьютер сегодня же в окно выкину. Будешь знать когда. Вам стоит помягче. А вам стоит ручку сломать, чтобы подельщик палочек. Правильно, нахуй, ебашу. Нет, нельзя. Я попрошу мой класс не вмешиваться. София Андреевна. Я хуею, пацаны. Можно, пожалуйста, добавлять на то, чтобы Наташу перевели к нам в класс? А то её эти сверли съедят просто. Кабранчик, сейчас их учительница всё решит, если сможем. София Андреевна, а вы зачем, собственно, пришли? А зачем, собственно, на что вы пригласили? Я пригласила вас решить проблему Александра с его бабушкой. Вы какая-то непределённая, Юрьевна. Я неопределённая. Там вы. Потому что время проходит, а вы не меняетесь, а наступаете на те же самые граждане. Какое вы... Вообще, в ускорёнке-то жесть. Надо проводить самостоятельную работу у наших детей. Меня попросил об этом директор. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, к директору. А директор тоже верил вам... Всего неделю? ...за этим журнал плохие отметки. Я учитель и имею полное право ставить те отметки, которые заслужил ученик, камрад. Ой, спасибо четвер... Спасибо, Яфа, спасибо. Пусть мне извиняться перед нами. А не извиняться, она тебе расскажет. Извиниться не забудьте. Так, у меня с вами ещё не закончен разговор. Да, я ебанулся, Твик. А я ещё не начала. Вы чё творите? Вы думаете, это что, до директора не дойдёт? Я вас просила быть... Всем спасибо, пацаны, кто подписался. Бля, эмоций и сил уже нахуй вообще нету. Я вас просила быть дружным коллектива. Их в армию надо отдать. И все компьютеры мира уничтожили. Идём к тысяче. Наташа, такая красивая девочка. Почему её нельзя любить? Почему её нельзя защищать? Она же уполистка, истеричка и... И шестёрка. Рот закрыл. Нет, у меня уже сил на вас нет. Который месяц, одно и то же. Александра Юрьевна, мы подумаем, что мы пойдём. Да что тут думать, с меня... Я хуй знаю, я пока придумаю что-нибудь на тысячу. Хватит, вы уже вообще с катушек слетели. Я буду составлять список на педсовет. И пусть с вами разбираются другие учителя. Какой педсовет ещё? Да она шутит, бабушка. Ты не понял, с первого раза рот закрыл, и готовимся к уроку. Так у нас срок с Александрой Юрьевной. Так готовимся к следующему уроку, Александра Юрьевна. Добрыгивать? Саша, ты опять начинаешь? Ой, а мы скоро увидим, схавала вот это. Перегнули, а она не перегнула, как добила у меня пощёчину или оскорбяла меня. Так а сколько ты её раз оскорбил? А я так не знала, что ты каблуки не меняешься. Да при чём здесь это? Кем у меня сейчас не была, она всё равно девочка. Девочка, которая сдаёт свои... Наташа, пойдём к нам в класс, как Андрейна разрешал, чтобы ты у нас на уроке посидела. Вот видите, она даже сейчас нас предаёт. Саша, мне тебя жаль. Себя пожалей. Ты что делаешь? Ты захлопнись, ты реально уже. Жраться со мной будешь? Я не буду с тобой драться. Насал? Клоуны. Ай, бля. Насаби. Я хуею. Круто, да? Ты смотришь? Я не смотрел на тебя. Трус. Тебе виднее. Час, пацаны, я остался, час. Домой уходишь, боишься? Ты что, клоун? Что ты себе придумал? Ну и правильно, лучше уходи, а то я тебя сломаю. Смотри, чтобы тебя бабушка дома сегодня не сломала. Вообще обнаглел. Я же говорю, Твик, да, я ебанулся. Маташа, ты типа как к нам в класс, а я сейчас подойду, хорошо? Что? Зачем зашел? Успокойся, не за тобой. Твоих рук дело. Про что? Я про записку на шкафу. Ты реально думаешь, что мне ничего делать? Ну как вижу, что нечего, если записка... Мне нечего делать? Ну давай попробуем. Если ты еще хоть раз, Поленечка, Наташа, тебе нет на Александре Юрьевне не поможет. Ты понял? Может, ты слепой, но я не бегу за помощью к другим. А ты любитель всех попугать своей бабушкой. Я думал, ты милый. Своей бабушкой. Записка не от меня. Что ты чешешь? Я еще раз повторю, что я могу тебе сказать все в лицо, а записки могут оставлять только трус. Выходит, что ты трус. Лучше за молчание, значит, к папе придется бежать и жаловаться. Папа, говоришь? Ну-ну. Удать. Ты не замечаешь, как медленно ты падаешь на дно? Мне даже не пришлось прикладывать усилия, чтобы ты сам все сделал так, как нужно. Начни встречаться с Полиной и переведись в другую школу, и забудь все то, что с тобой было все эти годы. Возможно, скоро увидимся, но не точно. Но это Полина точно. Ну вообще, мы уже шестые классы закончили, скоро в седьмое переходим. Интересно, какой у него рост? У кого? Это самый длинный стрим? Ну нет, по-моему, 11-12 часов был самый длинный. Ну это было еще в конце марта, когда Дима ростелся с Наташей. Да не за что, Яфа. Наташа замутилась с Камраном. Ну потом Камран куда-то пропавал. Ну короче, там такой трэш был. Спасибо, что за степень. Может, как-то можно обойтись без докладных? Да что такое? Вы идите из класса. Бессердечный ГАИ! Если еще хоть раз поливишь к Наташи, тебе не отмолит на Александра Юрьевне не поможет. Ты понял. Если вам станет от этого легче жить, то я переведу. А может завтра досмотрим? Не, ну мы можем завтра досмотреть, парни. Если уже, типа, вы вообще, типа, ну прям плывете жестко. Прям уже смотреть не можете. И все хотите спать, как бы. Мы можем сейчас опрос устроить. И досмотреть завтра. Ну тут осталось прям буквально час. Нет. Я думаю, я после стрима побыстрее закончу. Ну после вот этого. И все. А что, пить больше нет? Шатал, класс. Какого фига? Что ты хочешь? Ну поздравляю, Дима, за тебя тёлки драться будут. Яфа, приходи на следующий стрим. Ой, да что это? Ребята, ты кто из-за этого в школу? А какого-то что-то школа вообще работает? Саша Джизус. Если что-то завтра не будет, так что-то. Услан, ты из-за этого будешь в школе? Ты что, ты полупитесь, мы еще даже давно приехали. Кстати, а колосуха списки на педсовет уже составила, а кто-то знает? Саша, прошел уже месяц, какой педсовет? Я думаю, все уже давно не дает. А что ты на меня сразу гонишь? Ты должна Диму гонить? Может, мы не будем ссориться в такое время? Какое время? Вот это не понимаешь, почему у нас в школе был перерыв. Я знаю только одно, а то, что ты как волк, ведь твоя бывшая девушка меня подставила перед бабушкой месяц назад. Ребята, успокойтесь, пожалуйста, мы не для этого здесь собрались. Кто-нибудь знает, какую домашку надо делать? А ты у Димы спроси. А я что? Я тоже подумал, что это мне звонит. Вот, мама опять на костылях у него. Бля, мне стоит перейти на домашнее обучение. Как прошел твой месяц? Ой. Кстати, спасибо тебе большое за подарок. Какой подарок? Я теперь с этим плюшевым медведем всегда буду спать. Я не доил тебя плюшевого медведя. Что ты хочешь? Говорю, что не доил тебя плюшевого медведя. Я не с тобой родила. Бля, я хуею, бля, вот это позор, вот это стыдно. Кто-то наушник за волосами? Ты про что? Ничего, забейте. Следующий стрим завтра в 18-30 по московскому времени на другом YouTube-канале, либо на Twitch. Ну, ты мне мог хотя бы что-то написать за этот месяц. Ну, ты мне тоже не писала. Я ждала тебя сообщение. Ну, значит, мы оба виноваты. Как дела в классе? С одноклассниками помирился? Если честно, нет. У тебя нет теперь друзей в классе? Были, но я полностью со всеми перессорился. Тогда, может, перейдешь к нам в классе? Не думаю, что это будет правильно. Может, уйду на домашнее обучение. Серьезно? Ладно, лучше пойду на урок. Хорошего дня тебе тогда. И тебе. Ну, и Месси. Динамо. Герман, можно я с тобой сяду? Я люблю сам сидеть. Ты же с Сэмом сидел раньше. А сейчас хочу сам. Ну, ладно. А все, Сэм ушел с сериала, походу, да? Ух, ебать, мучник. Саша, я теперь не Саша, а Джиплот. Ты что, ты не переодинься, пока Юрьевна не заметила? Мне уже пофиг на кого-то сухопсикает. Что с тобой? Да я просто решил сменить обраться. Что вы все пристали? Саша, ты нарушаешь школьную форму. Ты понимаешь, у нас из-за этого могут быть проблемы. А чего ты что в Косе? Ты должна его перевести. Прошел месяц, многое изменилось. И я изменился. Еще есть вопросы? Мы это прям недавно смотрели, да? Вот это вот именно. Капусту реально начала есть, да? Сейчас посмотрим. Я тоже привык к скорости. Нормальная скорость уже, все адекватно. произошло месяц назад, да? Ну, если вы ничего нового не учудите, то, скорее всего, на педсовет вас не вызовут. Я кранч, Яфа. Правильно, я кранч. Можем присесть, пожалуйста? Присаживайтесь. Ты какого фига здесь села? Ой, я здесь всегда сидела с Наташей. Ну, вы кисять к ней. Что у вас уже там не получается? Дима сел на моем место. Ну что, вам места мало? Как у вас отсутствует? Натуре. Вот туда сядь, блядь. Все, не стись, давай, спокойной ночи. Просто она нас уже второй раз кидает за время учебы в шестом классе. Ну, давайте лучше вернемся к теме урока и... Незаметно вот так вот сделаем. Опа! Опа! Никто ничего не видел. Скажите, как перерыв прошел для вас? Лучше бы этот перерыв не заканчивался. А потом был и с Сим-классом пошли бы работать дворниками, потому что не закончили школу. Почему сразу дворниками? Саша, он рэпером станет, а Наташа, Капуста, Несса, и там для нее широкий выбор профессии откроют. Герман, вы просто не правы. А вы у нас все знаете и всегда правы. Ни кто ничего не заметил, никто ничего не знает. Я познакомилась с новым, уны, красивым мальчиком. Мы каждый день с ним общаемся по 5 часов. А у вас развезли? По 5 часов, блядь. Потом ты у вас трудал весь класс, ведь выясняли отношения, не, я перепадала нам. Такого еще было, что судимый новый тёлк, Палин, я справляю. Ну, и стоит пропали на Наташу, я помню прекрасно. Она не моя тёлка, мы с ней даже не общались. Чего не общались? Она тебе кинула, ты тоже обманывать начал. Я, чёрт, повторяю, мы с ней не общались. Так, ну быстро успокойтесь. Лучше расскажите, кем вы, это как полстрима. Я, нет, весь месяц девочек на интимке. Чего? Да интимки, блядь, говорит. Вы ничего не скажете, Саша, за это? Ну, вы в образе, я тоже таким занимался. Я Поль Тарнольдович, вы, наверное, неправильно, Саша. Я Поль Тарнольдович, а о вашем возрасте я разве был интернет? Ну, нам не нужен был интернет, чтобы заниматься с такими делами. А расскажите, как вы это делали? Мы собирались парними толпой и придумывали, как привлечь внимание девушек. Правда, в наше время ты называлась по-другому? Интимки, блядь. Я Поль Тарнольдович, можно войти? Я теперь в этом классе учусь. Что? Я Поль Тарнольдович. Я Поль Тарнольдович. Директор. Он сказал, что Полина спирючится в этом классе. Я так понимаю, что мало учеников. Какого фига? Ну что, больше шестых класса мне, куда я привезти можно? Я так понимаю, класс доволен. Да куда теперь за нее? Наши опять проблемы будут. Так, Полина училась в параллельном классе, а теперь будет учиться вместе с вами. Я советую вам. Это точка. Это недостойно. А иначе в следующий раз вы будете разговаривать с директором. В смысле, блин? Я думаю, вы присмотрите, чтобы Полину никто не обижал. Можете не переживать. Полиночка может присаживаться на любое свободное место. Спасибо, Леополь Тарнольдович. Офигеть. Все слышали, что сказала Ирина Анатольевна? Я понял. Тогда наконец-то перейдем к теме уроков. Ты решил всех своих бывших в один класс перетащить? Либо ты с ней, например, не говоришь, а она переводится? Либо я буду с ней. Да? Вот именно, блядь. Наташа такое говорит, что, блядь. Красава Ява. Я, Яфа. Что там, Камран, кстати? Ты же сниму тела. Он же тебе течет. Удачи тебе с развитием. Думаю, что мы все забыл. Мы резко дима друзья не станет. Как будем, я такой, как я стал. Господи, добрый. Итак, тема сегодняшнего урока. Как я провел время? Мы постараемся сделать так, Яфа. Как по мне, отличная идея. К каждому из вас есть чем поделиться. К примеру, Наталья может рассказать по своей новой отношению. А Александр послуга. О, вот это интересно будет, да, узнать. Прекратите. У вас есть 20 минут. Хотелось бы. Особенно про СНК. И не забудьте про домашнее задание. Так, пошли разборочки. Ты за этот месяц потупил. Может, вы не будете ссориться? Может, ты скажешь свои новенькие подружки, что в этом классе я не место? Пошли, выйдем, поговорим. Чего? Ооо. Ты мой фанат? Уф. Так можно с вами? Нет. Может, перестанете фигней страдать? Ну, поздравляю днем. У меня сейчас почти 2 часа ночи. Они там не перебьют друг друга. А где ей посмотреть твои же подружки? Наташа же сама первая лезет и провоцирует ее. Может, потому что ты ее бывший, а Полина просто бегает за тобой? Она не бегает за мной. Ну, так почему она в наш класс перевелась? Ну, так почему она в наш класс перевелась? Ты хочешь? О, еще чуть-чуть. А, где Наташа? Думает над своим поведением. Так это была? Ребят, я хочу извиниться перед Полицей. Потому что мы вели себя очень некрасиво по отношению к ней. Извини нас, пожалуйста. Потому что называли Славой. Ну, просто поговори. А ты можешь так поговорить с нашим математичкой? Полина жива. Так, вы что, звонка не слышали? А ну быстро по местам. Дима, не хочешь сядь со мной? Что? Ты сам говорил, что у тебя в классе нет друзей. Может, ты туда со мной сядешь? Ну, ладно. Давай. Таким чином мы разумеем, что автор хотел донести до нас сюда. Так, а что ты сказала Наташа? Почему она извиняется перед тобой? Ничего особенного. Тебе сложно сказать? Почему ты так переживаешь? Она больше не будет истерить и вести себя как раньше. Так что можешь радоваться. Так, а что ты ей сказала? Ничего. Два зрителя на свече? Аааа. Ааа. 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 Давай ты заплышь эмоции. Вирши зошиты. Эээ. Что это все значит? Я без язык ничего говорить не буду. Хе-хе-хе-хе-хе. Можно заказать пиццу для бухого мальчика? Ну что? К нам пришла маленькая. Дима, честь не мутки клубы. Потом где этих мутки? Ну это мы знаем. Это скипаем. Лягушка. Поехали. Да блядь. Что такое-то? Я тебе вчера в телеграмм писала, чтобы ты взял пару книг. Для чего? Мы же вместе сидим. Можно пополам носить? 37 зрителей. Ну все спать уходят. Все уходят спать. Ты что, мне просто так морозишь? Нет. Привет, Наташа. Привет. Где Твич? Ты что не знаешь где Твич? Дмитрий, можно вас смотреть? Я тогда пойду класс готовиться. Пухлый мальчик. Что с ней? Ну да, она ногу сломала. Врачи говорят, что идет на поправку. Ну вроде нет. Ну хорошо, знаешь, школа всегда рада помочь. Ливай глобус оброс. Дмитрий, я хотел узнать, что у вас там сделано. Рум-тур, еще чуть-чуть. Капельку осталось. Капусту на счет есть? Окей, еще обратим внимание. Все нормально вроде как. Дмитрий, вы знаете, что девочки очень мстительные. И если вы сделаете что-то не так, то страдать будут все. И мне важно знать, понимаете ли вы о последствиях? Я вас не понимаю, Леопольта Ромович. Тогда просто запоминайте. Дмитрий, вам нужно разобраться в своих чувствах. Понять, кто вам больше нравится. Наташа или Полина. И не мучить ни себя, ни девочек. А что самое важное, весь класс. Я Порта Ромович, и с вами все в порядке. Я надеюсь, ты меня услышишь. Да, но у нас Наташа все в прошлом. Когда девушка говорит, что что-то в прошлом, это не значит, что в действительности это так. Она женщина, а им иногда порой трудно определиться. Это факты, плюс здоровый твик на Твиче. Серия по счету девятая. А всего серии 13. А ты иди в болото окунь, лягушка. Саша, девочки, я обычно после расставания с парнем меняю себе что-то. Так что скажи спасибо, что она еще подкаренилась. 14, отлично, халява. Девять часов охуеть. Поздравляю, у вас палочка за дисциплину. Да в смысле, Наташа же первая начала. Я не знаю, чай сделаем ли вообще, я не хочу. Я устал, дозаебался. А это имеет какое-то отношение к уроку по математике. Лучше не надо, мне кажется. Давай лучше завтра. Быстро переодеваться в школьную форму. Или я поставлю вторую палочку. Растали, блин, со своими тут правилами. Так, рассаживаемся. Если что, ты должен был здесь книгу по математике. Я же говорю, я не заходил в телеграмму. Потому что морозишь меня. Причем здесь это? Тогда давай пойдем на свидание после урок. Свидание? Получается морозить? О, мне просто домой нужно. Это все из него. Завтра с серваком будем разбираться. На какой теме вы остановились? Можно? На какой теме вы остановились? На какой теме вы остановились? На какой теме вы остановились? Вон этой, как ее. Можно завтра две? Можно хоть три, блядь. Я там буду нормальный. Почему Наташа отвечает, если знает? Почему я? Хорошо, Александр, присаживайтесь. Но в конце года у вас будет худшая сэнка. Я вам это точно обещаю. Какого фига вы угрожаете? Вы всего лишь заменяете нам нашего учителя. Вам виднее. Вам еще вернется. Наталья. Последнюю тему мы проходили координаты на плоскости. Будешь мне морозить? Морожу тебя. Ты любишь Наташу? Нет, не люблю. Да пойдем сегодня на свидание. Я бы пошел, но неправда домой нет. Саша, пойдем сегодня на свидание. А что у меня тимки скинешь? Ясно. Хорошо. Тимки, блядь. Мы сегодня проведем групповое занятие. Я с ним плохо справимся. Вы палочки всей группе поставите? Все будет, Яфа. Все будет, но не сразу. Так что спасибо за пожелание. Я просто спросила. А я просто предупреждаю. Итак, первая группа. Наталья, Александр, Дмитрий и Ваня. Вторая группа. Герман, Варвара, София и Полина. Полина. А как вы... А я теперь в этом классе учусь. Ну зашибись. Почему в одной группе две истерички? Я такой же вопрос. Очень смешно. Так, это задачи по всем пройденным темам этого семестра. А почему задачи нужно решать группам? Я могу выдать отдельное задание. Нет, я согласен. Решать задачи группы это очень хорошее решение. Это хорошее, да. Так, Даня, все время приступаем. Разрешаю пользоваться учебниками, если они, конечно, есть. Спасибо, что прочитал мои сообщения в Телеграм. Сколько заданий достаточно? Может, ты поставишь на середину, чтобы все видеть? Давай я сначала ознакомлю заданиями, а потом ты что? Считаешь себя тот самый умный? Она как бы старца, значит... Привет, Андрей. Привет, Андрей. Спасибо, парни, спасибо. Так, это девятая серия. Ты же на прошлом уроке сказала, что ты общаешься по телефону по 5 часов в день с умным красивым мальчиком. Она сказала, что ты ревновал. О чем не ревновать, если морожать? Она просто поняла, кого потеряла. И пытается вернуть твоё место. На тебе же уже кофиг, да? Да. Что-то долго, Наталья, вы смотрите? У нас просто разногласия были. Разногласия все надо оставить на мне урочное время. Работаем. Так что будет? 300 тысяч? Нихуя себе, Егор. Ну, может быть, и будет когда-нибудь. 100% будет. Диана, спасибо за фоллоу. Разбил твое сердце, чай, ну извини. Ты откуда про записки знаешь? Вы знаете, кто мне писал записки? Я вижу, Наташа не хочет играть по-честному. Меня никто не замечал. Спасибо большое, ты лучший стример. Ты Диму любишь? Нам нужно решать задачи. Да не за что. Не за что, Яфа. Всегда пожалуйста. Да не срать на тебя и на твоего Диму, ясно? Ну и не сложно. А что ты каждый день обязана тебе что-то доказывать. Хватит мною манипулировать. Надо было делать то, что ты сделала. Тебя это вообще никак не мешает. Если стараться, то и будет миллион. Я не понимаю. Вы что, здесь задачи поделить не можете? Я напомню учителям про то, что вас обоих должны вызвать на пиццовет по поводу вашего поведения. Извините. У вас есть 10 минут, и если не будет решены задачи, в конце года я всем поставлю двойки, я вам это обещаю. Мы сейчас быстро все решим. Я жду. Давай уже решать задаться. Давай что-то хочешь? Зачем меня провоцировать? Потому что мне бесы такие, как ты, неопределенные. А меня бесы такие, как ты, которые переводятся к нам в класс, чтобы завоевать внимание матчика, который даже не сможет в твою сторону. Не смотрит, говорит, да ему пофиг на тебя. Я сама все сказать могу. Набрала смелости, ну говори. Саша, любви, давай встречаться. В смысле? Ты снова решила собрать? Так что, ты согласен встречаться? Такой встречаться? Ну вот и слава. А я фанфики уже про себя читал. Сейчас пока что нету. Ебать, она его поцеловала, нахуй. А мы задачи решали. Какая я задача? Я ни при чем, она первая ко мне полезла. А вам за урок палочку, Александр. Да в смысле, я здесь ни при чем. Это вот эти вот двое. Срочно классного руководителя сюда. Это что было? Это она таким образом решила отматься от правды. Мы замешана в тех записках, которые оставляли тебе на шкафчике. В смысле замешана? А ты откуда знаешь? Вы издеваетесь надо мной? Вы не нарубали. Я всем вам поставлю двойки за этот урок. Ясно? Еще чуть-чуть, парни, еще чуть-чуть. Терпим, терпим. Проявление чувствами, Аполь Торнович. Чуть к Александру или к математике? Извините, больше такого не повторите. Я знаю, потому что вы больше не староста этого класса. Вы не имеете на это права. А вы имели право целоваться на уроке? Или вы думали это вам с рук сойдет? Я же ничего такого не сделала. Третья часть фанфика? Но люди ждут, люди хотят по ходу дела. Вы бы хотели, чтобы про меня фанфик написали? Дождешься? Так, скоро десятое будет. И сообщение банят? Кто? А вас, Дмитрий, я попрошу вспомнить, о чем я вас спросил в начале урока. Готовимся. Зачем ты Сашу поцеловал? Она просто хотела заставить тебя ревновать и отвести внимание от того, что сделала. Да, Наташа? Ты серьезно? Дим, только не говори, что это сработало. Значит, ничего плохого не надо писать? Если ты не заметила, то я заняла два твоих места. Да, Дима? Ты лицемерная, знаешь? Такая же, как и ты. Это война. Знаешь? Тебе лучше молчать. А я не могу. Это надо к боту обращаться. Саша, так мы что, встречаемся? Да, Саша, встречаемся. Так, Скип yn. Хоть как-то ускорить этот процесс еще. Десятая серия парни, осталось чуть чуть. Да, Наташа! я прочитал я прочитал блять я просто не ответил прочитал спасибо с ускорением еще я не знаю может быть реально 30 минут еще интересно что будет если на 2x поставить ну просто прикол вот так смотреть максимальная концентрация легко парни что-нибудь понимаете я оставляю задание который будет на контрольной работе те кто думает что они самые умные я все понимаю упа александр что вы себе позволяете что в детском саду я зашла детям оставить задание чтобы они могли подготовиться контроль на работе я больше не буду мешать вашему хорошо софия Андреевна все в ваших руках александр хорошо у меня софия Андреевна александр как вы разговариваете вы что не знаете что софия Андреевна как летит уже вообще в трюсах сошла самую медленную скорость ребят надо заканчивать поскорее полина обиделась короче почему то я не знаю почему как-то накосячил где-то теперь понятно что она обиделась чуть чуть поменьше да хотят ну ладно поставил чуть поменьше вот так нормально парни все парни давайте вот так вот досматриваем досмотрим чуть-чуть осталось буквально это подарок костя давай все за подарок и вы хотите сказать что вы не худший класс школе а зачем вы пришли к нам на урок я здесь удивительно а кто правда внуки с которым ты мутник крутил Александр вы идите из класса идем к директору я никуда не пойду с вами вам нужно вы идите к директору выходите из класса я тебя вышвырну из этой школы ты тоня ну по факту саня сделал не затерпел может быть немного тупые это мой первый стрим который смотрю 10 часов поздравляю тебя и себя тоже поздравляю вот так вот орех и стал старости поздравляю поздравляю 2 подруги теперь стали а нормально нужно успокоиться и привести поведение наших глазок положительным что думаете поэтому что ты мне говоришь ты умеешь говорить проблема со зрением на сегодня контрольном как же вы меня достали на тебе рассказала про записки закрылись 11 серия быстро началась на ютубе то я не знаю я посмотрел да чтобы быстрее закончить я уже типа 9 часов где-то стримлю уже за пиздец все ломает нахуй смешно давай спокойно ночью 11 серия осталось 3 серии 29 ноября о скоро день рождения поэтому не урал KAi еще не написала докладной директор о том чтобы перинар больно шкала на Lew также успокоимся не буду никто бы не было если бы она не была мы цивилизованными давайте и поговорим и чуть-чуть осталось гепард вы прошли тупо самые сложные самые сложные моменты ветерана все пацаны осталось чуть-чуть вообще хрен осталось глад побыстрее надо закончить не могу поставить победим это событие ваше класс будет целый лет на пересдачу контроль фигащик первый раз я вижу ты что не писал что если он провалит в этой школе где ссылки на меня вот там лучший момент вообще пиздец ладом контрольное задание на все темы которые проходили в течение года если кто-то не справится с заданиями полной вероятностью может остаться еще на один год в шестом классе понятно если кто-то будет замечен списывание или разговаривать контрольная для этого человека закончится приступаем последний партнер сейчас Саша тебе дам подожди не мешай всему классу простите что дадите ручку ручку на соседа просил а он что пришел на контрольную без ручки откуда же мы знали что вы нас допустите не надо было допускать играете с огнем что если он волнуется переживать я сейчас быстренько принесу у вас с бабушкой все не как у людей рты закрыли а все crazy так понял 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 да пацаны завтра стрим 18 но на другом канале пацаны а можно спросить макдональдс работает ну типа круглосуточно кто шарит вообще ножки ну можно будет давай что смотреть будешь может играть можешь смотреть да что угодно что вам нравится то и будем делать я всегда учитываю мнение зрителей может вы прекратите мне срывать контрольную ходите по классу туда-сюда вкусно . не круглосуточная а что есть круглосуточная хорошо принесу тебе другую воду хорошо а может быть я просто вот хочу сейчас фасуд какую-нибудь заказать похавать съездить всему классу принес вот куда можно съездить можем пообщаться завтра кстати с вами да если там много народу придут ну как сегодня например можем с вами пообщаться в моем городе чекните что-нибудь ну в магнитогорске что-то меня очень смущает это ваша атлетико спасибо я хотела посмотреть что это за вода я хочу знать где вы берете такую воду я же например не интересует где вы берете яйца а я могу вам сказать я например не знаю ближних магазинов который бы продавался бренд у вас проблема со зрением это у кого проблема со зрением так ребята пьем воду у нас вкусные . до 4 часов ночи работает походу так время вышло быстро передаем контрольной работы я сказала быстро передаем работы макдональдс открылся а ты где живешь остальные работы приниматься не будут так мы уже создали очень хорошо надеюсь что ваш внук не выполнил задания устроили здесь макдональдс у кого-то еще ну что все спранились на дольной а в украине ну в украине то понятно да магнитогорск вас никто не просил оттазываться от моей помощи сейчас списывать нам это никак в жизни не поможет Наташа ну мы все были не готовы контрольно бабушка Таша этот послан я была готова контрольно в отличие от всех и что ты хочешь поссориться можем да вот что-то общение такое сделать не хочу ну вот и славно ну что я надеюсь все справились так господин Географ все справились с контрольной вот и молодцы знали бы вы как трудно найти несколько одинаковых кабинів �е гена сказал пару слов Дальше сидит молчит вот здесь Скоро отключить Чуть-чуть еще осталось Давай рум-тур Кулаки сжать, крестики Нолики Да, чай, ищи вебку На завтра имею ввиду Двенадцатая серия Поехали Предпоследняя серия Смоук, скорость ебанутая Слимать Пацаны, чуть-чуть осталось Вообще капелька Да, восемнадцатый с по-московскому Ты думаешь, что я поверю в дружбу между нами? После того, как ты предала твоего парня, который признался тебе в любви на сцене На точки зрения старосты могу сказать тебе, Наташа То, что сценки по математике можно очистить Я полагаю, что сейчас нервничаешь и подаешься ему Я полагаю, что ты слабо-интеллектуальный, для домности старосты Ясно, что-то сказал Потому что ты одна не могла это сделать Девочки, как говорила, ты подал Привет, как бы Ладно, я, пожалуй, пойду в класс А ценки потом посмотрю Демонт раз догадался, что она на такой способ Это девушки отнесли, значит, уже просто у нас все было нормально Мы встречались, ходили на связи, что не устраивался Почему не сказать в этом глаза, а оставляйте письки о том, что нужно расстаться Еще и под другого человека без меня Ну, я как раз на авто поеду Извините еще раз Чисточел извинения Мини-пуч и вообще биг-пуч Как ты угас давал? Ну, как обычно, как все, но на 4, 4 и 3 У меня по-русскому три, остальное 4, все Биология и информатика Так, разидак, спасибо большое Погой еще 4 сезон Ха-ха, ты чья? Была математика, конечно же Так, сегодня к нам на урок я решу пригласить человека, которого вы любите И я уверен, будете очень рады видеть Ну что, из-за гнук нашей математички? Добрый день Добрый день Ой, палочница пришла Тихо Добрый день, как день Сейчас вы признаетесь мне, кто это, да? Нам никто не помогал списывать, мы сами все решили Ну вот, не хотите признаваться? Пишите контрольную Софья Андреевна, а директор знает, что вы тут сейчас? А директор знает, что про... Ух ты, ух ты, наш бывший физрук, мы с ним даже прошлом летом мы шутки Дааа Я это видел сегодня У нас просто учитель математики решил дать контрольную Потому что думает, что о прошлом лет Что, сколько YouTube? Учитель математики если это доказательства? Доказательства Учитель математики Нет, четвертый не будем смотреть У Леопольд Арнольдович, вы сами доиграли С вайной? И доплатил 200... Не понял, Миша Я вам покажу Валерьяночки только Выпей Привет, Миша У нас сейчас накладочка с учителями, сами понимаете Приходится терпеть Так, знаете, зачем здесь? Паски нас от контрольной по математике Даааа Да, александр, почти Постоял на что, временно Александр Юрьевна не с вами, а все ваши залеты приходится решать, а Болдор Мальдович, а что Леопольд Арнольдович, пожалуется на нас? А, просто сесть и мучует, когда у вас беды, я как этот, суперфиндук, который миша... А, а есть модераторы в чате, киньте мой в ВК? Вам напомню, давай расскажу, что у вас тут есть Если кто хочет, можете меня в друзья добавить Все нормально Всех добавлю Ну, мига Полина Руслан и Сен вообще знает, где ты, диджей, турэпер, романтик, староста, еще и пиши на математичка, вишно, пайты, вы списываете, это нормально Получается, что на польтернольдович, пожалуйста Так, ладно, я буду проверить, что делать, Андреевна, а вы пока... Ну, как хуй знаю Ну, сейчас все проблемы, это что случилось, конечно Что случилось? Вот группа Сколько раз я говорил, вы должны быть самым дружным классом Как можно быть дружным классом, когда все здесь предатели и литимир Вот пацаны, ебать, что тут с чатом происходит Андрей, еще чуть-чуть осталось Чуть-чуть буквально 13 минут Не, быстрее, быстрее Вы не психолог, чтобы мне помогать Остались самые жесткие и стойкие пацаны Сильнейшие выживают А что мне с ней говорить? Если она так подно поступила по отношению ко мне А у вас, что не получилось где А у нас не бегает, а у меня мороз Зачем ты сейчас об этом говоришь Придакт и занят без них Может быть, что не бы скажу Я сначала хотел узнать, зачем Наташа так поступила Самое оставляв записки с угрозами Я о том, что нам нужно расстаться Потом понял, что мне всегда все говорили Что я веду себя как терпила и тряп Я сознал, что унижаться больше не стану Если она так поступила Значит, это на ее, то смейся на 2 терпилы И ты будешь опять молча Я любила Наташу, но она предала меня Полина перевела к нам класс ради меня Да, Боба, ты гигачат жесткий Сколько ночей мы с тобой привели Ну, это я уже помог Полиночке в этом вопросе Так что я тоже вела А я лично каждому разнал ответы Как вы всем классом это сделали? Бе, Польтер Нольдович, как вы себе смеете такое? Софья Андреевна, что здесь происходит? Вот, они сознались в том, что они специально контроль Держим щиты, пацаны Классный руководитель помогал в этом, представляете? Бе, Польтер Нольдович Софья Андреевна, а в чем помогал? Софья Андреевна, ну мы же с вами договорились Там контрольную никто переписывать не будет Вы что из меня сумасшедшую делаете? Никто из вас сумасшедшую не делает Ну, вы слегка обретите И к тому же в этом классе никто контролирует не будет Софья Андреевна, а давайте мы вам омор Вы издеваетесь надо мной? Да я им всем двойки выставлю Ну, ну перестаньте, перестаньте Это самый д**й класс Ничего она не поставит, не переживайте Оценки уже в журнале Полина, а зачем вы встали? Какая разница, если я и так уже иду этого класса? Ну что, Польтер Нольдович Переходной возраст в тяжелой форме Ну это ж ерунда, мы сегодня нагрели много лишнего Давайте вернемся к нашим русскому Кстати, говорят да, пацаны Так что поднимаем интеллект Чтобы мозг думал Быстрее Гораздо воспринимал информацию Все для вас делаем Все для вас Ого Ого детское шампанское, б**ть Поехал Последняя серия, господа Все Максимальный актив проявляем в чате Надо жестко Вот прям все соки последние выжить поехали начинаем ебать по е х ли последняя серия финал нахуй последняя пацаны все красавчики все лучше кто дожил до этого момента всех люблю всех просто обнимаю крепко поднимаю мы на пути к победе все правильно не будем не будем менять все подписаны на телеграму 61 подписчик красавчики парни лучшие блять лучшие нахуй кстати полинка то улучшилось тоже лучше стала выглядеть точно капусту начала есть еще а без ссылки никак не поделишься без четвертого сезона мы его него реагировали почти десять часов стриме поговорим немного привет анвар ты все еще здесь я думал ты спать ушел опять факты вот девять с половиной часов девять с половиной часов мой кодер спасибо за фоллоу хорошо стану в актовом зале на обычный ахтоком ахтоком здесь короче кто не понял это наташа оставляла все эти написки записки записьки спасибо большое спасибо пацаны держимся давайте чуть-чуть осталось сделай топ донатеров а скиньте в телегу какие-то ножки сказали хотите чтобы я показал а боб скинь ссылку на youtube или на поле марнольдовичем блять господи понял миш понял есть половины часов саня реально саня красава скинь ссылку ёбаный обоба блять все правильно все правильно гена тоже правильно говорит 9 минут 9 минут актовый зал скоро пацаны ну все начинается получается ребята последний звонок еще здесь ебануться чуть-чуть 9 минут всего вас отделяет от победы теперь ученицы шестого класса софия что ты хочешь что мне делать я откуда знаю нужно было сушить девушек за предательство обращать нельзя ты же сам сказал что он тупой да медленно встала а кому то не нравилось забрать табель и пойти на летний конец дима у тебя шила в жопе застрял путью не отбиваем парни я бы не советовал вам наверно интересно как я стал старостой но это очень хороший вопрос и я смогу на него ответить все благодаря моему упорству да реально просто сидел ничего не делал упорство я могу все исправить и мы снова будем в отношениях с наташей слушай меня как старого географа лучше тебе этого не делать потому что потом будет больнее ты меня понял нет не понял просто забери табель иди со спокойной души на каникул какой след оставить я хочу позвать ученика местную знаменитость я бы сказала Дима Дима поехали бля выходим нахуй все выходим пацаны позорь меня пошли вот так вот идем Дмитрий окончил шестой класс не то чтобы с лучшей успеваемостью но и не сказать что плохо Дмитрий вы обещаете в следующем году исправиться? конечно вот и молодец а теперь съебать со сцене Дмитрий вы сказать что-то хотите? нет наверное нет мне нечего сказать вот и славно тогда в следующем я приглашаю на сцену также ученика шестого класса Германа за Juda Бляя сейчас жесть будет сейчас так александр типа закрою говорите если вам есть что сказать сейчас будь я рад во время меня помните в ближайшее года дима лучше слезть со сцены и не позволься пиздец пиздец перевозятεια пригласить на сцену дима тебе говорят слезть со сцены и не позорься наташа ты выйдешь ко мне на сцену ой бля Наташа, я хочу сказать, что я люблю тебя И прощаю тебя за все твои грехи, которые ты сделал Дима, слезь со сцены, тебе говорят Я знаю, что это не ты писала мне записки, а кто-то тебя заставлял И я знаю, что ты никогда не любила Камрана И все делала мне назло А еще я догадываюсь, что у тебя нет парня А с Сашей ты встречалась, чтобы реально меня злить Я знаю, что у тебя есть еще чувства ко мне Дима, свали нафиг со сцены, ты что, придурок? Ты разбила многим мальчикам сердца, но обо ее сердце любит тебя по-настоящему И я знаю, что с Полиной вы начали дружить, чтобы меня подлить Дима, свали со сцены, тебе я последний раз повторяю Полина, прости меня, но мы не можем быть вместе, потому что я люблю Наташу Ты что, тупой? Я с ней встречаюсь, кретин Что? Вот, блядь Смысл, ты зачем позоришься? Смысл, ты позоришься? Тебе сейчас все смеются Пиздец, нахуй Ты не можете встречаться Ты же... Что же я? Ты бы не сделал этого Сделал бы чего? Не клал бы ей цветы в шкафчик Вот так вот, пацаны Или же не оставлял бы тебе записки Да, ты врешь Дима, ты реально тупой Тупой, блядь Пиздец, да? Оказывается, Герман теперь встречается, нахуй Такой вот поворот А вы мама Стрим завтра 18.30 по московскому времени Ну да, бабка, факт Сказала Сам виноват, Дима, ну по факту, блядь Его предупреждали Ты что, переводительство собрался? Мне больше нечего делать в этом классе А я тебе говорю, что нужно слушать Леопольд Армольев, я его из слова пауча Предательство обращать нельзя Конечно, понял, куда Ну не парься, просто Герман кражет для всех девочек Ты не виноват Спасибо за поддержку Ну я вообще не это хотела сказать Только не говори, что ты собираешься переводиться Вот именно, он говорит, что ему в этом классе не место Ты дурак, у тебя тут есть мы, я и Саша Эй, ты меня тут к своим штучкам не приписывай, поняла? Прости меня, Полина Что не верил тебе все это время И искал подвохи И я виноват перед тобой Ну я не знаю, как бы я на твоем месте поступила Получается, что любви не существует И почему же? Получается факт И по итогу она ушла к Герману Да еще и с крыши от всего класса Ну боль существует Просто Наташа перегорела И не стоит ее в этом виду Да какая тут любовь, когда они нас всех обманывали? Наташа тоже меня обманывали Сейчас скину ссылку, пацаны, где завтра стрим будет Скину Жестикуляция Санька Вообще имба Так Две минуты, две минуты, две минуты Меньше двух минут Парни, меньше двух минут Ускорение Вот так Другие уверены в том, что в их отношениях никогда ничего не может быть Даже не понимаю, что все уже начало Третье ошибочно думаю, что бессмерно строим против них Эти слова говорим от сериала кухни А что могу сказать я? Дима любил Наташу, но в какой-то момент они просто другу-другу надают Полина перевозка на класс в самый подходящий один момент И помогаем разобрать все правду Жаль, конечно, что Дима не сразу заметил в нем что-то светлое В жизни бывают разные трудности Но их нужно встречать с горло-поднятой головой А еще лучше в окружении и близких для тебя людей Мы многое не ценим А когда теряем, начинаем понимать, что именно это было для нас важно Будьте честными перед самим собой И тогда в жизни у всех будет все хорошо Ну а с вами была школа, глазами школьника Увидимся вместе с вами уже в седьмом классе А именно в сентябре Ах да, Наташа передвала свой контрольную по математике И вместе с нами Ура, побега Ура, побега Вот так вот, пацаны, это победа нахуй Мы посмотрели все сезоны, которые нам нужно было Сериал Школа нахуй Так что Я считаю, что это было достойно Что это было великолепно, парни Всем свободны Всем спасибо, кто сегодня был на стриме Вы просто гениальные Это Ура Да, пацаны Давайте, поздравляю всех, всех поздравляем Мы это сделали вместе с вами Смотрим ножки, которые прислали мне в телегу Наверное, я сейчас не знаю, правда, куда Во, вижу, 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 вижу Вот они, пацаны Ножки Те самые За те 10 рублей Все свободны Всем спокойной ночи Вот Больше я вас держать не собираюсь Всем спасибо Всех люблю Приходите на мои стримы Сейчас я вам скину Канал Где у меня Происходят Собственно Стримы Вот Где, 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 где Вот он Кранч стримс Сейчас я его вам скину Парни И вы заходите Вы не теряете меня Потому что я там стримлю каждый день В 18.30 По московскому времени Ну, примерно Если что Всегда предупреждаю вас Во своей телеге Всем спокойной ночи, пацаны Всех люблю Всем спасибо И мы заканчиваем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok